Киану Рис Когда нам не по себе, когда что-то неприятное случается в нашей жизни, мы начинаем искать прибежище. Обычно им становится еда, алкоголь, секс, наркотики, деньги, власть, отношения с людьми. Но ни одна из этих вещей не дает нам нерушимой защиты или удовлетворения, которых мы ищем. Когда мы понимаем, что не сможем найти нерушимого счастья в самсаре, в нас просыпается сильное желание обрести истинное прибежище. В буддизме мы обращаемся за прибежищем к трем драгоценностям — Будде, Дхарме и Санхе. Будда подобен лекарю, который выявляет нашу болезнь и знает, как ее излечить. Дхарма — это его учение, то лекарство, которое он прописывает. А Санхе — духовная община, которая помогает вам принимать это лекарство. Обращаться за прибежищем значит искать защиту от страданий, эффективной помощи. Когда мы начинаем размышлять о подлинной природе реальности и причинах страданий, нам открывается истинный смысл прибежища. Аячана Сутта. О просьбе Брахмы. Санью Таникая 6.1 Как я слышал, однажды, когда благословенный только достиг совершенного пробуждения, он пребывал в деревне Урувела на берегу реки Ниранджара, у подножия пастушьего дерева Баньян. И когда он пребывал там один, в полном уединении, в его уме возникла мысль — Дхамма, ныне мною постигнутая, глубока, сложна для понимания, трудна для осознания, умиротворенно, чиста, лежит за пределами всех суждений, утонченно и доступна лишь мудрым. А это поколение людей увлекается лишь привязанностями, побуждается и услаждается только привязанностями. Для поколения людей, увлеченных лишь привязанностями, влекомых и услаждающихся привязанностями, трудно будет понять зависимость возникновения одного от другого. Кроме того, состояние, мною достигнутое, слишком труднопостижимо, ибо оно суть — растворение всех порождений ума, отказ от всех приобретений, прекращение жажды, бесстрастие, угасание самости и освобождение. «Буде же стану я наставлять хамме, а другие меня не поймут, это будет обременительным, изнурительным для меня». И тут же такие гадхи, не звучавшие в прошлом, неслыханные кем-либо ранее, сложились у благословенного. Покончено ныне с учением, мною с великим трудом постигнутым, тхамма сия, слишком сложна для постижения теми, кто предан влечению и отвержению. Столь сокрытое, глубокое, тонкое, сложное для понимания, всему привычному, противоречащее, не воспримут страстям предающиеся, объятые тьмы покровом, и ум благословенного, так помыслившего, склонился к пребыванию в покое, а не к обучению иных тхамме. Но Брахма Сахампати, прознав ход мысли благословенного, помыслил, горе этому миру, ум татхагаты, раханта, достигшего совершенного пробуждения, склонился к пребыванию в покое, а не обучению тхамме. И так же легко, как сильный человек распрямляет согнутую или сгибает выпрямленную свою руку, Брахма Сахампати вышел из мира Брахмы и явился предблагословенным. Прикрыв своим одеянием одно плечо, он преклонил правое колено, почти в благословенного дланями, сложенными у сердца, и молвил ему, «О повелитель, изволь же учить тхамме, пусть татхагата учит тхамме, в этом мире есть существа, кои отступятся, ибо глаза их запорошенные пылью неведенья, и они не способны воспринять тхамму, однако найдутся те, кто ее постигнет». Молвив так, Брахма Сахампати продолжил гадхамме, «В прошлом явилась среди магадхийцев нечистая тхамма, измышленная мраченными, так отвори же им двери в бессмертие, пусть они слушают тхамму, постигнутую безупречным. Подобно тому, как стоящий на скалистом утесе, видеть способен всех, находящихся ниже, так, о мудрейший, всевидением обладающий, взойди во дворец тхамма, тобою постигнутый, и избавленный от страданий и узри же людей, объятых страданием, удрученных рождением и старением. «Воспрянь, о герой, победивший в битве, странствуй наставник, ничем не обязанный миру, учи же тхамме, о благословенный, найдутся те, кто поймет». И благословенный, восприняв призыв Брахмы, мир из сострадания ко всем существам, обозрел пробужденного оком, и узрел существ с глазами, лишь чуть припорошенными пылью неведения, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. «Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом». И подобно тому, как в пруду, средь синих, красных или же белых лотосов, некоторые из них, в воде рождающихся и произрастающих, распускаться могут лишь пребывая в воде и не поднимаясь над нею, а некоторые могут находиться даже на уровне воды, при том, что отдельные могут подняться и над водою, и цвести ею несмачиваемые. Так и благословенный мир, озирая пробужденного оком, узрел существ, чьи глаза лишь чуть припорошены пылью, и тех, чьи глаза запорошены ею вовсе, тех, чьи способности незаурядны, и тех, у кого ничтожны они, тех, кто наделен благими признаками, и тех, у кого они вовсе отсутствуют, тех, кого наставить легко, и тех, кого трудно. Некоторых же он увидел страдающими от позора и унижений в мире другом. Узрев это все, он ответствовал Брахме Сахампати, гадхой. Двери в бессмертные открыты для тех, кто слышит. Так пусть же они прояснят свои воззрения, предвидя трудности, я, о Брахма, не решался людям давать благородную, превосходную Дхамму. И Брахма Сахампати, помыслив себе, благословенный дал согласие свое наставлять Дхамме, склонился перед благословенным, и, обойдя его справа налево, тут же исчез. На берегу реки Ниранджара, у подножия пастушьего дерева Баньян, пастушья, аджапала, буквально, козий пастух, вероятно, Баньян именуется так, поскольку пастухи коз часто останавливались на отдых в тени этого раскидистого дерева. Акхатарана сутта. Пересечение наводнения. Саньютаникая 1.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джетты, подошел к благословенному. Подойдя, он поклонился к благословенному, встал рядом и сказал ему. — Как вы, господин, пересекли наводнение? — Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. — Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение? — Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Дева Долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь. Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав, — учитель согласен со мной, поглонился благословенному, и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Ниббана сутта, полное освобождение, четыре. Удана восемь четыре. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетте, в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающейся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес. Тот, кто зависим, тот неустойчив, тот, кто независим, тот не имеет неустойчивости. Когда нет неустойчивости, имеется покой. Когда есть покой, желаний не существует. Когда нет желаний, нет появления или движения. Когда нет появления или движения, нет исчезновения и возникновения. Когда нет исчезновения и возникновения, то нет ни здесь, ни там, ни между ними. Это и только это конец страданий. Ниббана сутта. Полное освобождение. Часть первая. Удана 8.1 Я слышал, как однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес. Есть сфера, где нет ни земли, ни воды, ни огня, ни ветра, ни сферы безграничного пространства, ни сферы безграничного сознания, ни сферы отсутствия чего бы то ни было, ни сферы, ни восприятия, ни невосприятия, ни этого мира, ни следующего мира, ни солнца, ни луны. И там, я говорю вам, нет ни появления, ни движения, ни пребывания, ни исчезновения, ни возникновения. Это не утвержденное, не действующее, не имеющее опоры. Это и только это является окончанием страдания. Ниббанна сутта, полное освобождение, два. Удана, восемь, два. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал и воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес Трудно увидеть, не подвергающиеся влиянию. Истину увидеть непросто. Жажда пронизана в том, кто знает. Нет ничего для того, кто видит. Ниббана сутта, полное освобождение, три. Удана, восемь, три. Я слышал, что однажды благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. В это время благословенный наставлял, призывал, воодушевлял монахов беседами о Дхамме, касающихся Ниббаны. Монахи, внимательные, чувствительные, полностью собравшие всю свою осознанность, склонившие ухо, слушали Дхамму. Затем, осознав значимость этого, благословенный произнес В монахе есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное. Если бы не было этого нерожденного, неустановленного, несотворенного, несконструированного, то не было бы возможности освободиться от рожденного, установленного, сотворенного, сконструированного. Но именно потому, что есть нерожденное, неустановленное, несотворенное, несконструированное, можно распознать освобождение от рожденного, установленного, сотворенного, сконструированного. Санютаникая Санютаникая Пятнадцать Три Слезы Савадхи Благословенный сказал «С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше, слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре, в течение этого долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах?» Как мы понимаем Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше. Слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. «Великолепно, монахи, превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше. Слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери. Слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая, от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями. Слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре, в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долго вы испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище. Слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах. Достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными. Достаточно долго, чтобы освободиться. Монахи, я объясню вам, что такое все. Слушайте внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, что такое все. Всего лишь глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и телесные ощущения, ум и объекты ума. Это, монахи, называется все. И если кто-либо скажет, помимо этого всего я опишу иное, то он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение, и будет опечален этим. Почему? Потому что это вне его возможностей. Чигало-сутта. Отверстие. Санюта-никая, 56, 48. Монахи. Монахи. Представьте, если бы вся эта великая земля была бы полностью покрыта водой, и кто-нибудь бросил бы туда ермо с единственным отверстием в нем. И восточный ветер нес бы ермо на запад, западный ветер нес бы ермо на восток, северный ветер на юг, а южный на север. И представьте, там была бы слепая морская черепаха. Она бы всплывала на поверхность один раз в сто лет. И как вы думаете, могла бы эта черепаха, всплывающая на поверхность раз в сто лет, просунуть голову в это ермо с единственным отверстием в нем? Это было бы случайным совпадением, учитель, чтобы эта слепая черепаха, всплывающая на поверхность раз в сто лет, смогла бы просунуть голову в это ермо с единственным отверстием в нем? Точно так же это случайнейшее совпадение, что Татхагатта, достойный и правильно самопробужденный появляется в мире. Сейчас человеческое рождение обретено. Татхагатта, достойный и правильно самопробужденный появился в мире. Учение и дисциплина, что изложено Татхагаттой, возникли в мире. Поэтому ваша задача – это рассмотрение. Это страдание. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Ваша задача – это рассмотрение. Таков путь практики к прекращению страдания. Кумарака-сутта. Мальчики. Удана 5.4. Я слышал, как однажды Благословенный пребывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. Тогда большая толпа мальчуганов собралась на дороге между Савадхи и рощей Джетты, где они ловили рыбу. Рано утром, Благословенный, накинув одежды, взяв чашу и верхнее одеяние, отправился в Савадхи за подаяниями. По дороге он увидел большую толпу мальчуганов между Савадхи и рощей Джетты, которые ловили рыбу. Увидев их, он подошел к ним и, подойдя, сказал «Ребята, боитесь ли вы боли? Нравится ли вам боль?» «Да, господин, мы боимся боли, и нам не нравится боль». Затем, осознав значение этого, Благословенный произнес «Если вы боитесь боли, если вам не нравится боль, не делайте зла, прилюдно или втихую. Если же вы делаете или будете делать зло, то вы не избежите боли, она схватит вас, даже если вы побежите от нее прочь». Подхама Санваса Сута. Совместное проживание. Ангутара Никая 4.53. Однажды Благословенный шел по дороге между Матхурой и Веранджей. И группа мирян, и мирянок также шла по той же самой дороге. И тогда Благословенный сошел с дороги и сел у подножия дерева. Миряне и мирянки увидели сидящего у подножия дерева Благословенного, подошли к нему, поклонились и сели рядом. Тогда Благословенный сказал им. Домохозяева есть четыре вида совместного проживания. Какие четыре? Труп живет с трупом. Труп живет с женщиной-божеством. Мужчина-божество живет с трупом. Мужчина-божество живет с женщиной-божеством. И каким образом, домохозяева, труп живет с трупом. Бывает так, что муж является тем, кто уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение. Ужет потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он безнравственный, с плохим характером. Он пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Он оскорбляет и ругает жрецов и отшельников. И его жена также уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение. Ужет потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она безнравственна, с плохим характером. Она пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Она оскорбляет и ругает жрецов и отшельников. Вот каким образом труп живет с трупом. И каким образом труп живет с женщиной-божеством. Бывает так, что муж является тем, кто уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение. Ужет потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он безнравственный, с плохим характером. Он пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Он оскорбляет и ругает жрецов и отшельников. Но его жена воздерживается от уничтожения жизни. От взятия того, что не дано от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она нравственная, с хорошим характером. Она пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Она не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. Вот каким образом труп живет с женщиной-божеством. И каким образом мужчина-божество живет с трупом. Бывает так, что муж воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он нравственный, с хорошим характером. Он пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Он не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. Но его жена уничтожает жизнь, берет то, что не было дано, пускается в неблагое сексуальное поведение, лжет, потакает употреблению вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она безнравственна, с плохим характером. Она пребывает дома с умом, охваченным пятном скупости. Она оскорбляет и ругает жрецов и отшельников. Вот каким образом мужчина-божество живет с трупом. И каким образом мужчина-божество живет с женщиной-божеством. Бывает так, что муж воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Он нравственный, с хорошим характером. Он пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Он не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. И его жена также воздерживается от уничтожения жизни, от взятия того, что не дано от неблагого сексуального поведения, от лжи, от вина, спиртного, одурманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Она нравственная, с хорошим характером. Она пребывает дома с умом, лишенным пятна скупости. Она не оскорбляет и не ругает жрецов и отшельников. Вот каким образом мужчина-божество живет с женщиной-божеством. Таковы четыре вида совместного проживания. Когда они безнравственные оба. Когда скупы и склонны к оскорблению. Муж и жена, что вместе проживают. Живут друг с другом словно пара трупов. Но может муж безнравственным ведь быть. Скупым и склонным к оскорблению. Тогда как нравственна его жена. Она щедра, она великодушна. Такая женщина подобна божеству. Живет которая с мужчиной-трупом. Но может муж и нравственным ведь быть. Он щедрый, он великодушный. Притом, безнравственна его жена. Она скупа и склонна к оскорблению. Такая женщина подобна трупу, что с божеством мужчиной проживает. Вот муж с женою обладают верой. Они щедры и сдержаны собою. И оба праведную жизнь ведут. Общаются приятными словами. Многие блага обретут они. И проживают в умиротворении. Враги же недовольны их. Ведь нравственность обоих одинакова. Идхаму в этой жизни соблюдая. В принципах нравственных сравняются они. И после появившись в мире дэвов. Их радость, чувств услада ожидает. Патича Самукпада Сута. Зависимое возникновение. Сам Ютаникая 12.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саватхе. В роще Джеты. В монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам. Пхикху. Учитель. Ответили Пхикху. Благословенный сказал. Пхикху. Я научу вас зависимому возникновению. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель. Ответили те Пхикху. Благословенный сказал. И что такое. Пхикху. Зависимое возникновение. С невежеством как условием. Волевые формирователи возникают. С волевыми формирователями как условием. Сознание. С сознанием как условием. Имя и форма. С именем и формой как условием. Шесть сфер чувств. С шестью сферами чувств как условием. Контакт. С контактом как условием. Чувства. С чувством как условием. Жажда. С жаждой как условием. Цепляние. С цеплянием как условием. Существование. С существованием как условием. Рождение. С рождением как условием. Старение и смерть. Печаль. Стенание. Боль. Недовольство и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды страданий. Это, пхикху, называется зависимым возникновением. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение волевых формирователей. С прекращением волевых формирователей. Прекращение сознания. С прекращением сознания. Прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы. Прекращение шести сфер чувств. С прекращением шести сфер чувств. Прекращение контакта. с прекращением контакта, прекращение чувства, с прекращением чувства, прекращение жажды, с прекращением жажды, прекращение цепляния, с прекращением цепляния, прекращение существования, с прекращением существования, прекращение рождения, с прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, недовольство и отчаяние прекращаются, таково прекращение всей этой груды страданий. Так сказал Благословенный. Воодушевленные. Пхикху восхитились словами Благословенного. Яка Атхама Сута, одна вещь. Сам Юта Никая 54.1. В Саватке. Там Благословенный сказал следующее. Пхикху, это одна вещь, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо. Какая одна? Осознанность к дыханию. И как Пхикху, осознанность к дыханию, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо. Вот Пхикху, Пхикху затворившись в лесу, у подножья дерева или в пустом жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи осознанным, он вдыхает, будучи осознанным, он выдыхает. Делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох, или делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, он знает, я делаю короткий вдох, или делая короткий выдох, он знает, я делаю короткий выдох. Он тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, сосредотачивая ум, я буду выдыхать. Он тренируется так, созерцая прекращение, я буду выдыхать. Он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Вот так, пхикху, когда осознанность к дыханию развита и взращена, это приносит великий плод и благо. Гелана Сута. 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 Гелана Сутац. Гелана Сута. о своей жене и детях. Если он скажет, я отбросил свое волнение о своей жене и детях, то его следует спросить, волнуешься ли ты о пяти нитях человеческих чувственных удовольствий. Если он ответит да, ему следует сказать, небесные чувственные удовольствия, друг, куда более прекрасны и возвышены, нежели человеческие чувственные удовольствия. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от человеческих чувственных удовольствий и настройся на девов мира четырех великих царей. Если он скажет, мой ум отведен от человеческих чувственных удовольствия и настроен на дэвов мира четырех великих царей, то ему следует сказать, дэвы мира Таватимса куда более прекрасные и возвышенные, нежели дэвы мира четырех великих царей. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от дэвов четырех великих царей и настройся на дэвов мира Таватимса. Если он скажет мой ум отведен от дэвов мира четырех великих царей и настроен на дэвов Таватимса, то ему следует сказать, куда более прекрасные и возвышенные, нежели дэвы Таватимса, Дева Ямы. Дева Туситы. Дева Немонарати. Дева Паранимитавасавати. Мир Брахмы, друг, куда более прекрасен и возвышен, нежели Дева Паранимитавасавати. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от Дева Паранимитавасавати и настройся на мир Брахмы. Если он скажет мой ум отведен от Дева Паранимитавасавати и настроен на мир Брахмы, то ему следует сказать, даже мир Брахмы, друг, непостоянен, неустойчив, входит в самоопределение. Так что, пожалуйста, отведи свой ум от мира Брахмы и направь его на прекращение личности. Если он скажет «мой ум отведен от мира Брахмы, я направил его на прекращение самоопределения», то тогда, Маханама, я утверждаю, что нет разницы между мирянином, который таким образом освобожден умом, и монахом, который освобожден умом уже как сотню лет, то есть нет разницы между одним освобождением и другим. Полийский канон. Ангутара-Никая, 3.67. Катхавадху-Сутта. Темы для дискуссий. Монахи, есть три темы для дискуссий. Какие три? Можно вести дискуссию о прошлом, говоря «так было в прошлом». Можно вести дискуссию о будущем, говоря «так будет в будущем». Или можно вести дискуссию о настоящем, говоря «так оно в настоящем». Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он не дает категоричного ответа на вопрос, требующий категоричного ответа. Не дает аналитического ответа на вопрос, требующий аналитического ответа. Не задает уточняющего вопроса на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса. Не откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону. Тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, дает категоричный ответ на вопрос, требующий категоричного ответа. Дает аналитический ответ на вопрос, требующий аналитического ответа. Задает уточняющий вопрос на вопрос, требующий задавания уточняющего вопроса. откладывает в сторону вопрос, требующий отложения в сторону, тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он не подтверждает ведение разговора в рамках того, что является возможным, или того, что является невозможным, если не поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если не поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинное, если не поддерживает принятый порядок ведения разговора, тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, поддерживает ведение разговора в рамках того, что является возможным, или того, что является невозможным, если поддерживает ведение разговора на согласованных допущениях, если поддерживает ведение разговора на основании учений, известных как истинное, если поддерживает принятый порядок ведения разговора, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он мечется от одной вещи к другой, сбивает дискуссию с темы, проявляет недоброжелательность и отвращение, сердится, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Но если человек, когда его спрашивают, не мечется от одной вещи к другой, не сбивает дискуссию с темы, не проявляет недоброжелательность и отвращение, не сердится, то тогда, в таком случае, этот человек подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора или не подходит. Если его спрашивают, а он унижает того, кто задал вопрос, ставит его в неловкое положение, насмехается над ним, цепляется за незначительные ошибки, то тогда, в таком случае, этот человек не подходит для разговора. Монахи, за счет того, как человек ведет себя в дискуссии, можно узнать, подходит ли он для разговора. Подходит ли он для разговора или не подходит? Тот, кто слушает, тот подходит. Кто не слушает, тот не подходит. Когда человек подходит, он четко знает одно качество, понимает одно качество, оставляет одно качество и реализует одно качество. Четко зная одно качество, понимая одно качество, оставляя одно качество, реализуя одно качество, он достигает правильного освобождения. В этом смысл ведения дискуссии. В этом смысл обсуждений. В этом смысл того, чтобы подходить для дискуссий. В этом смысл того, чтобы слушать, то есть освобождение ума за счет прекращения цепляния. Те, кто во время беседы злится, не допускают возражений. Заносчивы те идут по пути, который не является путем благородных. Выискивая в споре недостатки друг друга, восторгаясь чужому, произнесенному неправильному слову, промаху, запинки, поражению, благородные не ведут беседы подобным образом. Если мудрецы, чувствуя подходящий момент, собираются говорить, то их справедливые слова согласуются с путем благородных. Так говорят просветленные, без злобы и надменности, с успокоенным, а не бурлящим умом, без горячности, без раздражительности. Они говорят за счет правильного знания, без зависти. Они восхищаются, когда сказано правильное, и не унижают, когда сказано неправильное. Они не изучают лишь для того, чтобы найти недочет. Они не цепляются за небольшие ошибки, не принижают и не пытаются сокрушить собеседника, не бросают беспорядочных слов. Ради знания в качестве цели, ради привнесения уверенности, советуют то, что верно. Вот как благородные дают совет. Таков совет благородных. Осознавая это, мудрецу следует давать совет без надменности. О качествах. Согласно комментарию, эти качества, соответственно, благородная истина о пути, благородная истина о страдании, благородная истина о возникновении страдания, благородная истина о прекращении страдания. Кхагга-висана-сутта. Рог-носорога. Сутта-непатта. Один. Три. Отбросив в сторону свое прежнее насилие, против всех существ и не вредя никому из них, пусть не желает никто ни сынов, ни друзей, пусть он грядет одиноко, подобно носорогу. Из близости к людям возникают страсти, и печаль возникает. Всегда идущая за страстями, поняв, что в страстях коренятся страдания, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Кто близкою дружбы связан с людьми, тот лишается своей прибыли, ибо дух его закован в цепи. Видя опасности дружбы, ты иди одиноко, подобно носорогу. Все запуталось в своих ветвях бамбуковое дерево. Весь опутан человек заботами о сынах и женах. Но как молодые бамбуковые побеги не прилепляются ни к чему, так и ты иди своим путем в одиночестве, подобно носорогу. Как отвязанный скот, пущенный в лес, пасется там на свободе, привольно, так пусть и мудрый, разумея сознанную цель, идет одиноко, подобно носорогу. Постоянно зовут на пиршество, зовут на прогулки, на игры, но пусть тот, кто ищет свободы от иго-желаний и принял великое решение, грядет одиноко, подобно носорогу. Есть веселье и удовольствие с товарищами, есть радости и среди детей, но хотя и нелегко разлучение с близкими, все же лучше, подобно носорогу в одиночестве, держать верный путь свой. Для кого равны все четыре сферы? Кто не враждебен ни одной из них? Довольный и той, и иною, пусть тот, как носорог, грядет одиноко, побеждая без боязни на все опасности. Есть и отшельники, недовольные своей жизнью, есть и миряне, живущие в доме, но которых так же не радует их жизнь. Ты же иди своим путем одиноко, подобно носорогу. Отстранив здесь всякие стремления, любезные мирянам, как отряхивается дерево от своих увядших листьев, ты гряди одиноко, подобно носорогу, доблестно порвавши все прежние узы. Если встретил ты разумного спутника, товарища могущественного и мудрого, ты иди с ним в раздумии и радости, преодолевая опасности. Если же не найдешь ты себе разумного друга, спутника праведного и мудрого, лучше иди ты, как царь, покинувший побежденную страну. Иди одиноко, подобно носорогу. Мы должны искать друзей, равных себе или лучших себя, и радоваться, найдя их, если же не обрел ты подобных друзей, лучше иди один, радуясь в своем одиночестве. Иди одиноко, подобно носорогу. Посмотри, как бьются друг от друга на твоей руке эти запястья. Золотые, искусно выкованные. Пойми же то, и лучше иди одиноко, подобно носорогу. Близко связанный с другим, я не избегу ни ссор, ни проклятий. Размышляя об этой опасности, ты иди одиноко, подобно носорогу. Разнообразны плотские наслаждения. Они сладки и пленительны. То в том, то в другом виде они колеблют наш дух, видя горе, возникающее из радости тела, ты гряди лучше одиноко, подобно носорогу. Эти наслаждения, мое несчастье, в них скрыто семя потери, неудач, горькой муки, опасностей. Так, проведя опасности, растущей из радости тела, ты гряди в одиночестве, подобно носорогу. Избегая холода и жажды, жажды и голода, ветра и палящего солнца, ядовитых мух и змей, избегая всего этого, ты, подобно носорогу, в одиночестве держи путь свой. Как слон, крепкий и могучий, покинув табун, гуляет в лесу на приволье, так и ты, в одиночестве, держи путь свой, подобно носорогу. Кто ищет радости в связях с другими, того не влечет к себе дума об успокоении, ты же, внимая словам Будды, иди одиноко, подобно носорогу. Я прошел через строгости учений, я обрел самоподчинение и вступил на путь, ведущий к совершенству, я обладаю верным знанием, я не буду Вадим никем. Так говоря, ты, иди одиноко, подобно носорогу, не увлекаемый, не обольщаемый, ничего не жаждущий, никого не поносящий, свободный от страстей и мечтаний, Не подчиненный никаким впечатлениям, не связанный ими ни в одном из миров, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Избегай дурного товарищества, оно научает дурному, оно приводит к неправому. Не входи в дружбу с теми, кто отдался похоти и гибнет в ней. Как носорог, ты иди своим путем в одиночестве. Дорожи дружбою тех, кому ведомо должное, кто сведущ, великодушен и мудр. Ведая значение всякой вещи и побеждая сомнения, как носорог, ты иди своим путем в одиночестве. Не украшаясь, не стремясь к веселью и удовольствиям, этим обычным радостям мира. Нет, гнушаясь роскошества жизни, вещая истину, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Оставь жену и сына, отца и мать, богатство и жито, оставь все, что порождает желание. И иди своим путем одиноко, подобно носорогу. Все это, узы, во всем этом так мало счастья, так мало радости. Это источник страданий, это коварный крючок на уде. В таком понимании, ты иди раздумывая, ты иди одиноко, подобно носорогу. Сорви все узы, разорви все сети, как рыба, запутавшаяся в тенетах, разрывает их. Будь ты подобен огню, никогда не возвращающемуся на сожженное место. И в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. С опущенными взорами, с утихшими чувствами, с духом нетронутым, никакой страстью, не пылая влечением. Ты гряди одиноко, подобно носорогу. Облегшись в свое желтое платье, ты отряхни с себя все заботы о доме, как дерево стряхивает свои увядшие листья, и гряди одиноко, подобно носорогу. Не стремись к приятным вещам, не будь неустойчив, не заботься о пропитании других, Но сам иди, прося подаяния, от жилища к жилищу. С духом нескованным никакой заботы, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Отбросив пять преград духа, затушив в себе все дурное, Независимый, нетревожимый, нежелающий, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Отбросив телесные наслаждения и печали, отбросив и все душевные радости и страдания, Ты обретший спокойствие, чистоту и мир, гряди одиноко, подобно носорогу. Ревностный в достижении высшего блага, с духом свободным от всякой привязанности, Усердный и добрый, одаренный мощью духа и тела, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Не отклоняясь от уединения и размышления, уверенно шествуя стезиоид хаммы, Ясно видя все горе жизни, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Жаждущий только угошения всех желаний, ревностный и размышляющий, обузданный и решительный, Богатый знанием и трудами, ты гряди одиноко, подобно носорогу. Лев не страшится шума, ветра не уловишь сетями, лосось не окропится водой, Ты же гряди одиноко, подобно носорогу. Вот лев с могучими лапами, победивший всех зверей, Гордо идет он, победитель, властелин над всеми зверями, И ты в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. Благосклонный в должное время, покойный и сострадательный, свободный и радостный, Ты, незатемненный целым миром, в одиночестве держи путь свой, подобно носорогу. Отринув страсть и ненависть, отбросив все мечтания, сорвав с себя все оковы, Не содрогаясь перед мыслью о смерти, ты гряди подобно носорогу. Люди ищут сближения, служат другим ради собственной выгоды, Трудно найти друзей, искренне преданных, несвоекорыстных. Нет, своей только выгодой, озабочены люди, они нечисты. Лучше в одиночестве иди ты своей дорогой, подобно носорогу. Метта-сутта Доброжелательность Ангутара-Никая 8.1 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. Там Благословенный обратился к монахам. Монахи, Учитель, ответили те монахи, Благословенный сказал, Монахи, Когда освобождение ума доброжелательностью осуществлялось, Было развито и взращено, Сделано средством передвижения и основанием, Выполнено, Утверждено, Должным образом предпринято, То в результате этого Можно ожидать Восьми видов пользы. Каких восьми? Первое. Практикующий доброжелательность хорошо спит. Второе. Он пробуждается счастливым. Третье. Ему не снятся плохие сны. Четвертое. Он приятен человеческим существам. Пятое. Он приятен нечеловеческим существам. Шестое. Его защищают божества. Седьмое. Ему не причиняют вреда огонь, Яд, оружие. Восьмое. Если он не проникнет далее, Он направится в мир Брахм. Монахи, Когда освобождение ума доброжелательностью Осуществилось, Было развито и взращено, Сделано средством передвижения и основанием, Выполнено, Утверждено, Должным образом предпринято, То в результате этого Можно ожидать этих восьми видов пользы. И далее он добавил, И у того, Осознан кто всегда, Способствует Развитию безмерной доброты, Аковы Утончаются, Коль скоро видит он Уничтожение Обретений всех, Если с сознанием, Что злости лишено, Симпатию пусть даже к одному Он зародит, Посредством Этого хорошим станет он, И сострадательный В своем уме ко всем, Он благородный, Создает много заслуг. Те царские провидцы Покорили землю всю, С огромным множеством Ее живых существ, Странствуют здесь и там они, На жертвенник ведут, Людей и лошадей, И эти выполняют Саммапасу Виджапэйю, А также Нирогалло. Одной шестнадцатый Не стоит это все Хорошо развитого Добротой ума, Как не сравнится Ископление звезд С одной шестнадцатой Сияния луны. Тот, кто не убивает сам, Не издает приказов всех, Не покоряет сам других, Не просит покорять, Тот, кто доброжелательен К живым всем существам, Тот неприязни Не питает К остальным. Комментарии к сутте Пятое. Он приятен Нечеловеческим существам. Имеются в виду Невидимые человеческому глазу Существа Духи, Якхи, Божества. На жертвенник ведут Людей и лошадей, И эти исполняют Саммапасу, Виджапейю, А также Нирагаллу. Другие виды Жертвоприношений Брахманов. Ити вутака Ити вутака Ити вутака Это четвертая книга Кхуда Каникаи. В собрании Ити вутаки Содержится 112 суд, Каждый из которых Начинается с фразы Так, Ити, Было сказано Вутами, Благословенным. Все собрание Ити вутаки Традиционно Приписывается Мирянке По имени Кхуджутара, Которая жила Во дворце Царя Удены Из Касамби И была Прислужницей У одной Из его цариц Самовати. Поскольку Сама царица Не могла Покидать дворец И слушать Проповеди Будды Вместо нее Отправлялась Кхуджутара. Она запоминала Все, что говорил Будда А затем Возвращалась Во дворец И пересказывала Это царице И пятиста Служанкам. За подобные Старания В запоминании Тхаммы Будда Нарек Кхуджутару Самый Выдающийся Среди Буддисток Мирянок В плане Изучения Тхаммы. Она Также была Достаточно Хорошим Учителем, Когда позже Дворец Сгорел И в пожаре Погибли Все пятьсот Служанок Вместе с царицей Будда Отметил В Удане Семь Десять Что все эти Женщины Достигли Как минимум Первой степени Пробуждения Сатапана Некоторые Ученые Считают, что Сутты Итивутаки Являются Одними Из наиболее Древних Итивутака Один Один Так было сказано Благословенным Сказано Архатом И так я слышала Отбросьте Монахи Одно Качество И я гарантирую вам Невозвращение Какое Одно Качество Отбросьте Жажду Как одно Качество И я гарантирую вам Невозвращение Таково Значение Того Что Сказал Благословенный И в отношении Этого Было Сказано Жажда За счет Которой Существа Отправляются В плохие Уделы Жаждущие Правильно Распознав Эту Жажду Тот Кто Видит Отпустит Ее Отпустив Он Никогда Не Возвратится Вновь В этот Мир Это Также Было Сутью Того Что Сказал Благословенный И так Я Слышала Отбросьте Отвращение Отвращение Одно Качество И Я Гарантирую Вам Не Возвращение Таково Значение Того Что Сказал Благословенный И в отношении Этого Было Сказано Отвращение За счет Которого Существа Отправляются В плохие Уделы Недовольные Правильно Распознав Это Отвращение Тот Кто Видит Отпустит Его Отпустив Он Никогда Не Возвратится Вновь В этот Мир Это Также Было Сутью Того Что Сказал Благословенный И так Я Слышала И Тивутака Один 27 Так Было Сказано Благословенным Сказано Архатом И так Я Слышала Все То Что Позволяет Накапливать Благие Заслуги Ведущие К спонтанному Перерождению В небесных Мирах Не Может Сравниться Даже С Одной Шестнадцатой Освобождение Ума Доброжелательностью Доброта Превосходя Это Все Сияет И Пылает Ослепительным Блеском Подобно Тому Как Свет Доброжелательностью Доброжелательностью Доброта Превосходя Превосходя Это Все Сияет И Пылает Ослепительным Блеском Подобно Тому Как В конце Сезона Дождей Осенью Когда Небо Чистое И Безоблачное Восходя Восходящее Ослепительным Блеском Подобно Тому Как В предрассветных Сумерках Светит Утренняя Звезда Сияющая И Пылающая Ослепительным Блеском Так И Все То Что Позволяет Накапливать Благие Заслуги Ведущие К Спонтанному Перерождению Не Может Сравниться Даже С одной Шестнадцатой Освобождение Ума Доброжелательностью Доброта Превосходя Это Все Сияет И Пылает Ослепительным Блеском Таково Значение Того Что Сказал Благословенный И В отношении Этого Было Сказано В Осознанности Развивая Безграничную Доброжелательность Поты Изнашиваются Поскольку Виден Конец Обретений Если С Неомраченным Умом Вы Испытываете Доброту Даже К Единственному Существу Вы Разовьете Умелое От Этого Но Благородный Развивает Доброту Ко Всем Существам И Это Изобилие Заслуг Царские Предсказатели Покорившие Земли Населенные Живыми Существами Свершают Жертвоприношения Они Приносят В жертву Лошадь Человека Свершают Водные Обряды Обряды Тела Обряды Беспрепятственности Но Это Это Не Сравнится И С Одной Шестнадцатой Ума Развившего Доброжелательность Подобно Тому Как Все Созвездия Не Превзойдут Одной Шестнадцатой Блеск Луны Тот Кто Не Убивает Сам Не Принуждает К этому Других Не Завоевывает Сам Не Принуждает Завоевывать Других С Доброжелательностью Относясь Ко Всем Ни С Кем Не Имеет Вражды Это Также Было Сутью Того Что Сказал Благословенный И Так Я Слышала И Тиву Така Два Один Так Было Сказано Благословенным Сказано Архатом И Так Я Слышала Наделенный Этими Двумя Вещами Монах Мучается В этой Жизни Обеспокоенный Страдающий И Встревоженный И После Распада Тела После Смерти Можно Ожидать Что Он Направится В Плохой Удел Какими Двумя Недостаточной Охраной Дверей Чувств И Незнанием Умеренности В Еде Наделенный Этими Язык Сутью Того Что Сказал Благословенный И Так Я Слышала Встревоженный И После Распада Тела После Смерти Можно Ожидать Что Он Направится В Благой Удел Тебю Какими Двумя Охраной Дверей Чувств И Знанием Умеренности В Еде Наделенный Этими Двумя Вещами Монах Живет Спокойно В Этой Жизни Не Обеспокоенный Не Страдающий И Не Встревоженный И После Распада Тела После Смерти Можно Ожидать Что Он Направится В Благой Удел Таково Значение Того Что Сказал Благословенный И В Отношении Этого Было Сказано Глаз Ухо И Нос Язык Тело И Ум Когда Монах Хорошо Охраняет Эти Двери Зная Умеренность В Еде И Воздерживая Себя В Чувствах Он И И И И И И Теле Легкость В Уме Не Сгорая В Теле И Не Сгорая В Уме И Днем И Ночью Он Живет Спокойно Это Также Было Сутью Того Что Сказал Благословенный И Так Я Слышала И Тиву Така Три Один Так Было Сказано Благословенным Сказано Архатом И Так Я Слышала Есть Три Корня Того Что Является Неумелым Какие Три Жажда Корень Того Что Неумела Отвращение Корень Того Что Неумела Неведение Корень Того Что Неумела Таковы Три Корня Того Что Является Неумелым Таково Значение Того Что Сказал Благословенный И В отношении Этого Было Сказано Жажда Отвращение Неведение Убивают Того Самого Человека Со Злым Умом Из Которого Они И Родились Подобно Плодоносящим Ветвям Бамбука Это Также Было Сутью Того Что Сказал Благословенный И Так Я Слышала И Тивут Така Три Два Так Было Сказано Благословенным Сказано Архатом И Так Я Слышала Есть Эти Три Свойства Какие Три Свойства Формы Свойства Бесформенности Свойства Прекращения Таковы Эти Три Свойства Таково Значение Того Что Сказал Благословенный И В отношении Этого Было Сказано Познавая Свойства Формы И Не Привязываясь К Бесформенному Освобожденные В Прекращении Это Те Кто Оставил Смерть Позади Коснувшись Свойства Бессмертия Свободного От Приобретений Познав Оставление Приобретений Лишенной Загрязнений Ума Правильно Самоосвобожденный Учит Незапыленному Состоянию В котором Нет Печали Это Также Было Сутью Того Что Сказал Благословенный И Так Я Слышала Комментарии К Сутти Форма И Имеется Ввиду Миры Форм Соответствующие Четырем Рупаджанам Бесформенность И Имеется Ввиду Бесформенные Миры Соответствующие Четырем Ару Паджанам Свойства Прекращения Это Нибана Полное Отсутствие Страдательности И Тиву Така 4 1 Так Было Сказано Благословенным Сказано Архатам И так Я Материальных Материальных Вещей Есть Два вида Даров Дар Материальных Вещей И Дар Дхаммы Из них Наивысшим Является Следующий Дар Дхаммы Есть Есть два вида Того Чем Можно Поделиться Материальными Вещами И Дхаммой Из этих Двух Наивысшим Является Вот что Дхамма Есть Два вида Помощи Помощь Материальными Вещами И Помощь Дхаммой Из этих Двух Наивысшим Является Следующая Дхаммой Есть Два вида Массовых Подношений Массовое Подношение Материальных Вещей И Массовое Подношение Дхаммы Из этих Двух Наивысшим Является Следующее Массовое Подношение Дхаммы Таково Значение Того Что Сказал Благословенный И В отношении Этого Было Сказано Щедрый Делающий Массовое Подношение Дхаммы Татхагатта Сострадательной Ко всем Существам Такому Лучшему Из существ Божественных И человеческих Живущие Оказывают Почтение Тому Кто вышел За пределы Становления Это Также Было Сутью Того Что Сказал Благословенный И так Я Слышала Ити Вот так Ко Четыре Два Так Было Сказано Благословенным Сказано Архатом И так Я Слышала Эти Четыре Вещи Почти Ничего Не Стоят Легко Получаемы И не Вызывают Порицания Какие Четыре Выброшенная Ткань Почти Ничего Не Стоит Легко Получаема И не Вызывает Порицания Еда Полученная Как Подаяние Почти Ничего Не Стоит Легко Получаема И не Вызывает Порицания Корень Дерева В качестве Жилища Почти Ничего Не Стоит Легко Получаем И не Вызывает Порицания Лекарство Сделано Из Вонючей Мочи Почти Ничего Не Стоит Легко Получаема И не Вызывает Порицания Таковы Четыре Вещи Что Почти Ничего Не Стоит Легко Получаемы И не Вызывают Порицания Когда Монах Удовлетворен Тем Что Почти Ничего Не Стоит Легко получаемо и не вызывает порицания, то тогда, я говорю, он наделен одним из факторов созерцательной жизни. Таково значение того, что сказал благословенный, и в отношении этого было сказано. 5. Довольствующийся тем, что не вызывает порицаний, почти ничего не стоящим, легко добываемым, его ум не озабочен жилищем, одеждой, едой или питьем. 6. Все четыре стороны света для него не преграда. Эти вещи объявлены благоприятными для созерцательной жизни монаха, осознанного и удовлетворенного. Это также было сутью того, что сказал благословенный, и так я слышала. 6. Комментарии к сутте Лекарство Одна из базовых необходимостей монаха. Есть некоторые разночтения по поводу того, что здесь имеется в виду. Лекарство из трав, замоченное в моче, или же сама моча в качестве лекарства, что все еще практикуется в некоторых частях Азии и по сей день. 7. Дикхаву Кумара Ватху История принца Дикхаву Махавагга 10. 2. 3. 20 Однажды монахи в Варанасе царем Касси был Брахмадатта, богатый, преуспевающий с большими владениями, с многочисленными солдатами и колесницами, владеющий обширными территориями, с забитыми до отказа арсеналами и амбарами. 11. Дикхитти был царем Кассалы, бедный, не столь преуспевающий, с небольшими владениями, с небольшим количеством воинов и колесниц, владеющий незначительными территориями с пустыми арсеналами и амбарами. 12. Посему Брахмадатта, царь Касси, снарядив четырехчастную армию, отправился в поход против Дикхити, царя Кассалы. Царь Дикхити услышал «Брахмадатта, царь Касси, как говорят, снарядил четырехчастную армию и отправился в поход против царя Дикхити». 13. Тогда он подумал «Царь Брахмадатта, богатый, преуспевающий, с забитыми до отказа арсеналами и амбарами, тогда как я бедный, не столь преуспевающий, с пустыми арсеналами и амбарами, я не выдержу даже одной атаки его армии, почему бы мне заблаговременно не скрыться из города?» 14. Тогда, взяв с собой свою первую царицу, он сбежал из города. 15. Тогда царь Брахмадатта, захватив воинов, колесницы, земли, арсеналы и амбары царя Дикхити, завладел ими и установил свою власть. 15. Между тем, царь Дикхити отправился в Варанасе вместе с царицей и через какое-то время прибыл туда. Там он жил с ней, на окраинах Варанасе в доме гончара, прикинувшись странником. Вскоре царица забеременела. 16. Из-за беременев, она пожелала увидеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков. 17. Она сказала царю Дикхити, «Ваше Величество, я беременна, и у меня такой каприз, и я хочу видеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков». Он ответил, «Моя царица, где же нам взять в наши трудные времена четырехчастную армию при параде во время утренней зари и воду, используемую для омовения клинков? Если я не получу это, ваше величество, я умру». В то время Брахман, советник царя Брахмадатты, был другом царя Дикхити, потому царь Дикхити отправился к нему и по прибытии сказал, «Твоя давняя знакомая беременна и по беременности хочет исполнить такой свой каприз. Она хочет увидеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков. В таком случае, позволь мне увидеть ее». Так царица отправилась к советнику царя Брахмадатты. Когда он увидел ее издали, то, встав со своего сидения, перекинул одежды на одно плечо и, подняв руку в приветствие, воскликнул три раза, «Царь Касалы пришел в твое чрево! Царь Касалы пришел в твое чрево! Не беспокойся, моя царица! Ты увидишь четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпьешь воды, используемой для омовения клинков. Тогда он отправился к царю Брахмадатте и по прибытии сказал ему, «Ваше Величество, знамение пришло, что завтра на заре следует выстроить четырехчастную армию при параде и омыть клинки». Посему царь Брахмадатта приказал своим людям, «Я приказываю, сделайте так, как говорит Брахман-советник». Таким образом, главная супруга царя Дикхити увидела четырехчастную армию при параде во время утренней зари и испила воды, используемой для омовения клинков. Затем она родила сына, которого назвали Дикхаву, долгая жизнь. Прошли годы, и принц Дикхаву вырос и стал самостоятельным. Царь Дикхити подумал, «Царь Брахмадатта из Касси причинил нам большой вред. Он захватил наши армии, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Если он узнает о нас, он убьет всех нас троих. Почему бы мне не отправить принца за пределы города?» Так принц, покинув город, жил за его пределами и обучился разным ремеслам. В то время бродобрей царя Дикхити перешел на сторону царя Брахмадатты. Он видел, что царь Дикхити вместе с супругой проживает на окраине Варанаси, в доме гончара, притворяясь странником. Увидев его, он пошел к царю Брахмадатте и по прибытии сказал ему, «Ваше Величество, царь Дикхити вместе с супругой проживает на окраине Варанаси, в доме гончара, притворяясь странником. Посему царь Брахмадатта приказал своим людям, и я приказываю, схватите царя Дикхити вместе с царицей. «Как скажете, Ваше Величество, и царя Дикхити схватили вместе с супругой?» Тогда царь Брахмадатта приказал своим людям, «Я приказываю, скрутите царя Дикхити и его супругу крепкой веревкой, так, чтобы их руки были плотно связаны за спиной, постригите их на лосо, вводите их под дробь звонкого барабана по улицам от перекрестка до перекрестка, выведите их через южные ворота, и там, на юге от города, разрубите их на четыре части и закопайте в ямах, расположенных в четырех направлениях. Как скажете, и люди царя Брахмадаты скрутили царя Дикхити и его супругу прочной веревкой, плотно завязав им руки за спиной, побрили их на лосо, и водили их по улицам города под дробь звонкого барабана от перекрестка до перекрестка. В то время мысль пришла к принцу Дикхаву. «Давно я не видел своих отца и мать. Что, если я отправлюсь повидать их?» Так он вошел в город Варанаси и увидел отца и мать, скрученных веревкой, с плотно завязанными руками за спиной, побритыми на лосо головами, которых водили по улицам под дробь звонкого барабана от перекрестка до перекрестка. Принц подошел к ним. Царь Дикхити, увидев принца Дикхаву издалека, закричал. «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» Когда он выкрикнул это, люди сказали ему. «Царь Дикхити сошел с ума! Он бредит! Кто такой Дикхаву? Почему он говорит, не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения! Я не сумасшедший и не в бреду! Тот, кто знает, тот поймет!» И тогда во второй раз. В третий раз он закричал. «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» И в третий раз люди сказали ему. «Царь Дикхити сошел с ума! Он бредит! Кто такой Дикхаву? Почему он говорит, не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» «И они сумасшедшие и не в бреду! Тот, кто знает, тот поймет!» Тогда люди царя, проведя под дробь звонкого барабана царя Дикхити и его супругу по улицам, от перекрестка до перекрестка, вывели их через южные ворота и там на юге от города. Они разрубили их на четыре части и закопали в ямах, расположенных в четырех направлениях, и, установив стражу, ушли. Тогда принц Дикхаву купил в Варанасе выпивки и подпоил стражников. Когда они пьяными рухнули на землю, он собрал хворост, сложил костер, водрузил тела матери отца на него и поджег. А затем он обошел костер три раза со сложенными в знак почтения ладонями. В то время царь Брахмадатта вышел на террасу на крыше своего дворца. Он увидел, как принц Дикхаву обходит костер три раза со сложенными в знак почтения ладонями. И он подумал, несомненно, это либо близкий родственник, либо кто-то из родницаря Дикхити. Ах, как жаль, что никто не может объяснить мне, что все это значит. Тогда принц Дикхаву, убежав в лес, плакал и рыдал так долго, пока не кончились слезы, а затем отправился обратно в Варанасе. Отправившись к загону для слонов, что рядом со дворцом царя, он сказал главному дрессировщику слонов, «И я бы хотел научиться этому ремеслу». «Ну что же, молодой человек, пусть будет так». Затем, проснувшись в последней страже ночи, принц Дикхаву запел красивым голосом и заиграл на флейте в загоне для слонов. Царь Брахмадатта, который также проснулся в это время, услышал красивое пение и звуки флейты в загоне для слонов. Услышав, он спросил своих людей, кто это встал в последней страже ночи, пел красивым голосом и играл на флейте в загоне для слонов. «Ваше Величество, это молодой человек, ученик такого-то и такого дрессировщика слонов, встал в последней страже ночи, пел красивым голосом и играл на флейте в загоне для слонов. Тогда я приказываю, схватите этого молодого человека. Как прикажете, Ваше Величество?» И они пошли и схватили принца Дикхаву. «Тогда царь Брахмадатта сказал принцу Дикхаву, «Это ты вставал в прошлую последнюю стражу ночи, красиво пел и играл на флейте в загоне для слонов. Да, Ваше Величество?» «Тогда я приказываю, мой дорогой друг, пой и играй на флейте. Как пожелаете, Ваше Величество? И чтобы завоевать расположение царя, принц Дикхаву стал красиво петь и играть на флейте. Тогда царь Брахмадатта сказал ему, «Я приказываю, ты, мой дорогой друг, останешься и будешь служить мне». «Как скажете, Ваше Величество?» Ответил принц. Он вставал утром до того, как просыпался царь Брахмадатта. Ложился вечером после того, выполняя все, что царь пожелает. Делал всегда так, чтобы угодить ему. Брахмадатта говорил с ним вежливо. И вскоре принц Дикхаву утвердился у царя в Брахмадатте в доверии. Однажды царь Брахмадатта сказал принцу, «Я приказываю, мой дорогой друг, запряги колесницу и отправляюсь на охоту». «Как скажете, Ваше Величество?» Ответил принц. «Приготовил колесницу» И сказал царю, «Ваша колесница готова, Ваше Величество? Можете отправляться, когда пожелаете». Тогда царь Брахмадатта забрался в колесницу, а принц Дикхаву взялся за упряжь. Он сделал так, что свита царя поехала одной дорогой, а колесница с царем другой. Затем, когда они отъехали достаточно далеко, царь Брахмадатта сказал принцу Дикхаву, «Я приказываю, мой дорогой друг, распряги коней. Я устал. Я хочу прилечь». «Как скажете, Ваше Величество?» И принц распряг коней и сел со скрещенными ногами на землю. Тогда царь Брахмадатта прилег, положив голову на ладони принца Дикхаву. Поскольку он устал, то быстро заснул. Принц Дикхаву подумал, «Этот царь Брахмадатта из Касси. Причинил нам большой вред. Он захватил наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Из-за него убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить». Он вытащил свой меч из ножен, но затем он подумал, «Мой отец сказал мне перед смертью, «Не будь, дорогой Дикхава, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения. Месть иссякает за счет прощения». Было бы неправильно, если бы я нарушил просьбу своего отца. Поскольку он убрал меч обратно в ножны. Во второй раз. В третий раз принц Дикхаву подумал, «Этот царь Брахмадатта из Касси. Причинил нам большой вред. Он захватил наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Из-за него убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить». Он вытащил свой меч из ножен, но затем подумал, «Мой отец сказал мне перед смертью, «Не будь, мой дорогой Дикхава, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения, месть иссякает за счет прощения». Было бы неправильно, если бы я нарушил просьбу своего отца. И опять он убрал меч обратно в ножны. Теперь царь Брахмадатта внезапно проснулся, напуганный, взволнованный, обеспокоенный и лишенный мужества. Принц Дикхаву сказал ему, «Ваше Величество, почему вы внезапно проснулись, напуганный, взволнованный, обеспокоенный и лишенный мужества?» Только что мне приснился сон, будто бы принц Дикхаву, сын Дикхити, царя Касалы, зарубил меня мечом. Тогда принц Дикхаву, схватив царя Брахмадатту за голову своей левой рукой и вытащив меч из ножен правой, сказал, «Я, Ваше Величество, тот самый принц Дикхаву, сын Дикхити, царя Касалы. Вы причинили нам большой вред. Захватили наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. И вы убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить». Посему царь Брахмадатта, упав головой к ногам принцу Дикхаву, сказал, «Даруй мне мою жизнь, мой дорогой Дикхаву, даруй мне мою жизнь, мой дорогой Дикхаву. Кто я такой, чтобы даровать жизнь Вашему Величеству? Это Ваше Величество должно даровать жизнь мне. Тогда, мой дорогой Дикхаву, ты даруешь мне мою жизнь, а я дарую тебе твою». Тогда царь Брахмадатта и принц Дикхаву даровали друг другу свои жизни и, взяв друг друга за руки, дали клятву не причинять друг другу вреда. Тогда царь Брахмадатта сказал принцу, «В таком случае, мой дорогой Дикхаву, запрягай колесницу, мы поедем». «Как скажете, Ваше Величество», — ответил принц, приготовил колесницу и сказал царю, «Ваша колесница готова, Ваше Величество, можете отправляться, когда пожелаете». Тогда царь Брахмадатта забрался в колесницу, а принц Дикхаву взялся за упрыж. Он поехал так, что вскоре они встретились со свитой царя. Тогда царь Брахмадатта, въехав в Варанаси, собрал советников и министров, сказал им, «Если бы увидели принца Дикхаву, сына Дикхити, царя Касала, что бы вы с ним сделали?» Разные министры отвечали, «Мы бы отрезали ему руки, Ваше Величество, мы бы отрезали ему ноги, Ваше Величество, мы бы отрезали ему руки и ноги, Ваше Величество, мы бы отрезали ему уши, Ваше Величество, мы бы отрезали ему нос, Ваше Величество, мы бы отрезали ему уши и нос, Ваше Величество, мы бы отрубили ему голову, Ваше Величество». Тогда царь сказал, — Вот принц Дикхаву, сын Дикхити, царя Касалы, и я запрещаю вам сделать с ним что-либо. Им дарована мне моя жизнь, и я даровал ему его жизнь. Затем царь Брахмадата сказал принцу, — Твой отец кричал тебе перед смертью, — Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения, месть иссякает за счет прощения. Почему он так сказал? Мой отец сказал мне перед смертью, — Не будь дальновидным, не питай отомщение в течение долгого времени. Вот, что он мне сказал перед смертью. И когда он сказал, — Не будь близоруким, не спеши с разрушением дружбы, вот, что он мне сказал перед смертью. И он сказал, — Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения, месть иссякает за счет прощения. И вы убили моего отца и мать. Если бы я лишил ваше величество жизни, то те, кто заботится о вашем благополучии, лишили бы жизни меня, а те, кто заботится о моем благополучии, лишили бы жизни их. И таким образом отомщение не иссякло бы за счет отомщения. Но теперь, когда я даровал вашему величеству жизнь, а ваше величество даровало мне, месть иссякла за счет прощения. Вот о чем говорил мой отец перед смертью. Тогда царь Брахмадатта сказал, — Как поразительно! Как восхитительно! Как мудр принц Дикхаву, что он смог понять так полно то, что его отец сказал коротко. И так царь возвратил принцу войска его отца, колесницы, земли, арсеналы и амбары, и выдал за него свою дочь. Такова монахи, терпимость и доброта царей, владеющих скипетром, владеющих мечом. Посему пусть свет озарит ваш жизненный путь, так, чтобы и вы, наделенные Дхаммой и Винаей, были бы равны им терпимости и доброте. Сигалавада сутта. Беседа с Сигалой. Дикханикая, 31. Встреча с Сигалой. Так я слышал. Однажды благословенный жил в бамбуковой роще, заповеднике Белок, около Раджаграхи. В то время молодой Сигала, сын домохозяина, поднявшись рано утром, выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, поклонялся соединенными вместе руками различным сторонам света, востоку, югу, западу, северу, надиру и зениту. Тогда благословенный, одевшись в предполуденное время, взял чашу и одежду и вошел в Раджаграху за милостыней. Там он увидел молодого Сигалу, поклоняющегося таким образом. И так его спросил, почему вы, молодой домохозяин, поднявшись рано утром, выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, «Поклоняйтесь соединенными вместе руками различным сторонам света, востоку, югу, западу, северу, надиру и зениту». «Господин, мой отец при смерти сказал мне, шести сторонам света, дорогой сын, ты должен поклоняться». «Я, господин, уважая, чтя, почитая и соблюдая слово моего отца, поднимаюсь рано утром и, выйдя из Раджаграхи с влажной одеждой и влажными волосами, поклоняюсь соединенными вместе руками этим шести сторонам света». «Молодой домохозяин, в учении благородных шести сторонам света нужно поклоняться иначе». «Как же, господин, нужно поклоняться шести сторонам света в учении благородных?» «Было бы хорошо, господин, если благословенный преподал бы мне учение, рассказывающее, «как нужно поклоняться шести сторонам света в учении благородных?» «Хорошо, молодой домохозяин, слушайте и хорошо запоминайте». «Я расскажу, прекрасно, господин», отвечал молодой сигала. «Четырнадцать порочных факторов». И благословенный говорил так. «Молодой домохозяин, ввиду того, что благородный ученик, первое, искоренил четыре порока в поведении, второе, поскольку он не совершает никаких порочных действий четырьмя способами, третье, поскольку он не занимается шестью каналами растраты богатства, он таким образом, избегая этих четырнадцати порочных вещей, охватывает шесть сторон света и вступает на путь, ведущий к победе, в обоих мирах. Его одобряют в этом мире и в том мире. После разрушения тела, после смерти, он рождается в счастливом небесном царстве». Первое. Четыре порока в поведении. Каковы четыре порока в поведении, которые он искоренил? «Домохозяин. Первое. Уничтожение жизни. Это порок. Второе. А также кража. Третье. Прелюбодеяние. Четвертое. И ложь. Таковы четыре порока, которые он искоренил, так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил. Убийство, кража, ложь и прелюбодеяние. Эти четыре порока, мудрые, никогда не хвалят. Второе. Четыре способа несовершения порочных действий. Какими четырьмя способами он не совершает никаких порочных действий? Первое. Он не совершает зла под влиянием желания. Второе. Он не совершает зла под влиянием злости. Третье. Он не совершает зла под влиянием невежества. Четвертое. Он не совершает зла под влиянием страха. Но поскольку благородный ученик не подвержен влиянию желания, гнева, невежества и страха, он не совершает никакого зла. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил. Кто из-за желания, ненависти или страха или невежества нарушает тхарму, вся его слава угасает, как луна на ущербе. Кто из-за желания, ненависти или страха или невежества никогда не нарушает тхарму, Вся его слава постоянно увеличивается, как растущая луна. Третье. Шесть каналов рассеивания богатства. Каковы шесть каналов для рассеивания богатства, которыми он не занимается? Первое. Злоупотребление опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Второе. Гуляние на улицах в неподходящее время. Третье. Частое посещение театральных зрелищ. Четвертое. Злоупотребление азартными играми, вызывающие беспечность. Пятое. Связь с порочными товарищами. Шестое. Привычка к безделью. Первое. Последствия пьянства. Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в злоупотреблении опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Потеря богатства, увеличение ссор, подверженность болезням, приобретение порочной репутации, непристойное обнажение тела, ослабление интеллекта. Второе. Последствия прогулок в неподходящее время. Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий в гулянии на улицах в неподходящее время. Он сам незащищен и неохраняем. Его жена и дети незащищены и неохраняемы. Его имущество незащищено и неохраняемо. Он подозревается в порочных делах. Про него распространяют ложные слухи. Он встречается со многими неприятностями. Последствия частого хождения на представление. Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий частого посещения театральных зрелищ. Он постоянно думает. Где сейчас танцы? Где сейчас пение? Где сейчас музыка? Где сейчас декламация? Где сейчас игра на цимбалах? Где сейчас дутье горшков? Последствия увлечения азартными играми. Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий злоупотребления азартными играми. Победитель вызывает ненависть. Проигравший горюет о потерянном богатстве. Потеря богатства. На его слово не полагаются в суде. Его презирают друзья и партнеры. Он не имеет спроса, как жених, потому что люди говорят, что он игрок и не подходит для того, чтобы заботиться о жене. Последствия дружбы с порочными людьми. Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий, связи с порочными товарищами. А именно, когда любой игрок, любой распутник, любой алкоголик, любой жулик, любой обманщик, любой хулиган, его друг и товарищ. Последствия привычки к безделью. Есть, молодой домохозяин, такие шесть порочных последствий, в привычке к безделью. Он совсем не работает, говоря, что слишком холодно, что слишком жарко, что слишком поздно, что слишком рано. Живя таким образом, он оставляет много обязанностей невыполненными, не приобретая нового богатства. А богатство, которое он уже приобрел, истощается. Так сказал благословенный. И когда господин, так сказал, он добавил. Он друг по бутылке. Он говорит, друг, друг, только лицом к лицу. Он друг и партнер только тогда, когда это выгодно. Поздний сон, прелюбодеяние, раздражительность, недоброжелательность, порочные товарищи, жадность. Эти шесть причин разрушают человека. Человек, у которого порочные товарищи и друзья, склонен к порочным путям. Его ждет крах в обоих мирах, в этом и в следующем. Кости, женщины, алкоголь, танцы, пение, сон днем, гуляние в неподходящие часы. Порочные товарищи, жадность. Эти девять причин разрушают человека. Кто играет в кости и пьет опьяняющие напитки, ходит к женщинам, которые дороги другим, как жизнь, общаются с низкими людьми, а не со старшими. Он убывает, как луна на ущербе. Кто пьян, беден, нищ, никак не может напиться, часто посещает бары, тонет в долгах, как камень в воде, быстро приносит дурную славу своей семье. Кто по привычке спит днем и бодрствует допоздна, всегда пьян и распущен, непригоден для ведения жизни домохозяина. Кто говорит, что слишком жарко, слишком холодно, слишком поздно и оставляет дела невыполненными, мимо того проходят хорошие возможности. Но тот, кто обращает на холод или жару не больше внимания, чем на стебелек травы, и мужественно выполняет свои обязанности, не упускает удачи. Характеристики друзей и врагов Четыре недруга Молодой домохозяин Следующих четырех нужно знать как врагов в облике друзей. Первое. Того, кто присваивает имущество друга. Второе. Того, кто помогает только на словах. Третье. Того, кто льстит. Четвертое. Того, кто приводит к краху. Первое. Расчетливый. Четырьмя способами молодой домохозяин Нужно знать, как врага в облике друга, того, кто присваивает имущество. Он присваивает богатство своего друга. Он дает немного и просит много. Он выполняет свои обязанности из страха. Он общается ради собственного блага. Второе. Болтун. Четырьмя способами молодой домохозяин Нужно знать, как врага в облике друга, того, кто помогает только на словах. Он делает дружеские заверения в том, что касается прошлого. Он делает дружеские заверения в том, что касается будущего. Он старается завоевать расположение пустыми словами. Когда появляется возможность помочь, он говорит, что не может. Третье. Льстец. Четырьмя способами молодой домохозяин Нужно знать, как врага в облике друга, того, кто льстит. Он одобряет порочные дела своего друга. Он не одобряет хороших дел своего друга. Он хвалит его в его присутствии. Он ругает его в его отсутствии. Четвертое. Распутник. Четырьмя способами молодой домохозяин Нужно знать, как врага в облике друга, того, кто приводит к раху. Он товарищ в злоупотреблении опьяняющими веществами, которые вызывают зависимость и беспечность. Он товарищ в гулянии на улицах в неподходящие часы. Он товарищ в частом посещении театральных зрелищ. Он товарищ в злоупотреблении азартными играми, которые вызывают беспечность. Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил. Друг, который присваивает имущество. Друг, который помогает только на словах. Друг, который льстит. Друг, который приводит к краху. Этих четырех мудрые считают врагами. Избегай их издалека, как опасные пути. Четыре. Друга. Молодой домохозяин. Следующих четырех нужно знать, как у частливых друзей. Первое. Кто помогает? Второе. Кто остается таким же в счастье и в горе? Третье. Кто дает хороший совет? Четвертое. Кто сочувствует? Первое. Надежный друг. Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать того, кто помогает, как у частливого друга. Он охраняет беспечных. Он защищает богатство беспечных. Он дает убежище, когда вы в опасности. Когда он что-то обязан, он дает вдвое больше. Верный друг. Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать, как у частливого друга того, кто остается тем в счастье и в горе. Он раскрывает свои тайны. Он хранит ваши тайны. Он не оставляет в беде. Он готов пожертвовать своей жизнью ради вас. Мудрый друг. Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать, нужно знать, как у частливого друга того, кто дает хороший совет. Он удерживает от совершения зла. Он поощряет делать добро. Он сообщает о том, что вам неизвестно. Он указывает путь к небесам. «Искренний друг». Четырьмя способами, молодой домохозяин, нужно знать, как у частливого друга того, кто симпатизирует. «Он не радуется при вашей неудаче. Он радуется вашему процветанию. Он не дает другим плохо говорить о вас. Он хвалит тех, кто хорошо отзывается о вас». Так сказал благословенный. И когда господин так сказал, он добавил. «Друг, который помогает. Друг в счастье и в горе. Друг, который дает хороший совет. И друг, который сочувствует. Эти четырех мудрые считают своими друзьями и преданно о них заботятся, как заботится мать о своем ребенке. Мудрые и добродетельные сияют, как пылающий огонь. Тот, кто приобретает богатство, не причиняя вреда, похож на пчелу, собирающую мед. Богатства растут у него быстро, как муравейник. Приобретя богатство таким образом, мирянин, подходящий для жизни домохозяина, делит свое богатство на четыре части. Так он завоюет дружбу. Одну часть он использует для своих потребностей. Две части тратит на свое дело, а четвертую сохраняет на случай нужды. Обязанности в социуме. Охват шести сторон света. И как молодой домохозяин, благородный ученик, охватывает шесть сторон света. Вот, что нужно считать шестью сторонами света. Первое, родителей нужно считать востоком. Второе, учителей, югом. Третье, жену и детей, западом. Четвертое, друзей и партнеров, севером. Пятое, слуг и работников, надиром. Шестое, отшельников и броминов, зенитом. Первое, обязанности детей и родителей. Пятью способами, молодой домохозяин, ребенок должен служить своим родителям, как востоку. Я буду поддерживать их, поддержавших меня. Я буду выполнять их обязанности. Я буду сохранять семейную традицию. Я буду стараться быть достойным своего наследства. Кроме того, я буду раздавать милостыню в память моих умерших родственников. Пятью способами, молодой домохозяин, родители, которым дети служат, как востоку, проявляют свое сочувствие к детям. Они удерживают их от порока. Они поощряют их делать добро. Они обучают их профессии. Они устраивают подходящий брак. В надлежащее время они вручают им их наследство. Пятью способами дети служат своим родителям, как востоку, и родители проявляют сострадание к своим детям. Так они охватывают восток, делая его безопасным и надежным. Второе. Обязанности учеников и учителей. Пятью способами, молодой домохозяин, ученик должен служить учителю, как югу, вставая с места в приветствии, заботясь о нем, рвением учиться, собственными услугами, почтительным вниманием при обучении. Пятью способами, молодой домохозяин, учителя, которым так служат, как югу, их ученики, проявляют свое сострадание. Они обучают их самому лучшему. Они следят за хорошим усвоением знаний. Они обучают их искусствам и наукам. Они знакомят их с друзьями и партнерами. Они обеспечивают их безопасность повсюду. Такими пятью способами учителя, которым так служат, как к югу, их ученики, проявляют свое сострадание к ним. Так они охватывают юг, делая его безопасным и надежным. Третье. Обязанности супругов. Пятью способами, молодой домохозяин, должен муж служить жене, как западу, быть вежливым с ней, не презирать ее, быть верным ей, передавать ей полномочия, обеспечивая ее украшениями. Жена, которой ее муж так служит, как западу, проявляет сострадание к своему мужу пятью способами. Она хорошо исполняет свои обязанности. Она гостеприимна к родственникам и окружающим. Она верна. Она сберегает то, что он приносит. Она искусна и трудолюбива в исполнении своих обязанностей. Этими пятью способами жена проявляет сострадание к своему мужу, который служит ей, как западу. Так он охватывает запад, делая его безопасным и надежным. Четвертое. Обязанности друзей. Пятью способами молодой домохозяин должен член рода служить своим друзьям и партнерам, как северу. С щедростью, вежливой речью, быть полезным, быть беспристрастным, искренностью. Друзья и партнеры, которым член рода так служит, как северу, проявляют к нему сострадание пятью способами. Они защищают его, когда он беспечен. Они защищают его имущество, свойства, когда он беспечен. Они дают убежище, когда он в опасности. Они не оставляют его в беде. Они оказывают внимание его семье. Такими пятью способами друзья и партнеры, которым член рода так служит, как северу, проявляют к нему сострадание. Так он охватывает север, делая его безопасным и надежным. Пятое. Обязанности работников и хозяев. Пятью способами должен хозяин служить своим слугам и работникам, как надиру, назначая им работу согласно их способностям, обеспечивая их пищей и заработной платой, ухаживая за ними в болезни, делясь с ними любимыми лакомствами, время от времени предоставляя им отпуск. Слуги и работники, которым их хозяин так служит, как надиру, проявляют свое сострадание к нему пятью способами. служащие, поднимаются раньше него, они ложатся спать после него, они берут только то, что им дают, они хорошо исполняют свои обязанности, они поддерживают его доброе имя и славу. Такими пятью способами служащие и работники, которым их хозяин служит, надиру, проявляют к нему свое сострадание. Так он охватывает надир, делая его безопасным и надежным. Шестое обязанности мирян и духовных пятью способами молодой домохозяин должен служить отшельникам и броминам, как зениту, приятными делами, приятными словами, приятными мыслями, держа дом открытым для них, обеспечивая их материальные потребности. Отшельники и бромины, которым домохозяин так служит, как зениту, проявляют к нему свое сострадание шестью способами. Они удерживают его от порока, они убеждают его делать добро, они добросердечно любят его, они побуждают его услышать то, чего он не слышал, они разъясняют то, что он уже слышал, они указывают путь к небесному состоянию. такими шестью способами отшельники и бромины проявляют свое сострадание к домохозяину, который служит им как зениту. Так он охватывает зенит, делая его безопасным и надежным. Так сказал благословенный, и когда господин так сказал, он добавил, мать и отец восток, учителя юг, жена и дети запад, друзья и партнеры север, слуги и работники надир, отшельники и бромины зенит, кто пригоден для того, чтобы вести жизнь домохозяина, должен приветствовать эти шесть сторон света. Кто мудр и добродетелен, мягок и сообразителен, скромен и ответственен, тот может достичь почести. Кто энергичен и неленив, непоколебим в беде, безупречен в манерах и умен, тот может достичь почести. Кто гостеприимен и дружественен, щедр и бескорыстен, руководитель, учитель, лидер, тот может достичь почести, великодушие, приятная речь, полезность другим, беспристрастность ко всем, как того требует ситуация. С помощью этих четырех побеждающих путей движется мир, как с помощью чеки колеса едет колесница. Если их нет в мире, ни мать, ни отец не получает уважения и почтения от своих детей. Так как мудрые высоко ценят эти четыре побеждающих пути, то они достигают славы и по праву получают похвалу. Когда благословенный так сказал, Сигала, молодой домохозяин, сказал так, «Превосходно, господин, превосходно!» Как будто кто-то поставил прямо то, что было опрокинуто, или показал то, что было скрыто, или указал путь тому, кто сбился или поднес лампу среди темноты, чтобы те, кто имеют глаза, могли видеть. Так благословенный различными способами объяснил учение, «Я принимаю убежище, господин, в Будде, Дхарме и Сангхе. Пусть благословенный примет меня как мирского последователя, как того, кто принял убежище с этого самого дня до конца жизни. Маджхима Никая 2 Сабасавва Сутта О всех загрязнениях Я слышал, что однажды благословенный пребывал в Саватхе, в роще Джетте, в монастыре Анатхапендике. Там он обратился к монахам. «Монахи!» «Да, учитель!» отвечали монахи. Благословенный сказал, «Монахи, уничтожить загрязнение ума может только тот, кто знает и видит, а не тот, кто не знает и не видит. Знает и видит что?» Знает и видит, что такое правильное направление внимания для рассмотрения феноменов и неправильное. Когда монах направляет внимание неправильно, то у него в уме возникают те загрязнения, которых не было, а загрязнения, которые уже были, увеличиваются. Когда монах направляет внимание правильно, то тех загрязнений, которых у него в уме не было, не возникает, а загрязнения, которые уже были, устраняются. Первое. Есть загрязнения, которые следует устранять видением. Второе. Есть загрязнения, которые следует устранять сдержанностью. Третье. Есть загрязнения, которые следует устранять использованием. Четвертое. Есть загрязнения, которые следует устранять терпением. Пятое. Есть загрязнения, которые следует устранять избеганием. Шестое. Есть загрязнения, которые следует устранять уничтожением. Седьмое. Есть загрязнения, которые следует устранять развитием. Первое. И какие загрязнения следует устранять видением? Вот необученный заурядный человек, не уважающий благородных, не знающий и не практикующий их Дхамму, не уважающий чистых умом людей, не знающий и не практикующий их Дхамму, не распознает, на какие мысли стоит направлять внимание, а на какие не стоит. По этой причине он не направляет внимание на подходящие мысли, а вместо этого направляет внимание на неподходящие. И каковы эти неподходящие мысли, на которые он направляет внимание. Это любые мысли, направление внимания на которые вызывает чувственное желание, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее чувственное желание. Вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение становления. Вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение невидения. Таковы неподходящие мысли, на которые он направляет внимание. И каковы подходящие мысли, на которые он не направляет внимание. Это любые мысли, направление внимания, на которые не вызывает чувственного желания, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то чувственное желание, которое уже было. Не вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение становления, которое уже было. Не вызывает загрязнение неведения, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение неведения, которое уже было. Таковы подходящие мысли, на которые он не направляет внимания. Из-за того, что он направляет внимание на неподходящие мысли и не направляет внимание на подходящие, в нем возникают те загрязнения, которых еще не было, а те загрязнения, что уже были, увеличиваются. И каким образом он неправильно направляет внимание? Был ли я в прошлом? Не было ли меня в прошлом? Чем я был в прошлом? Каким я был в прошлом? Будучи чем я был таким в прошлом? Буду ли я в будущем? Не будет ли меня в будущем? Чем я буду в будущем? Каким я буду в будущем? Будучи чем я буду таким в будущем? Или вместо этого он внутренне запутан в настоящем? Есть ли я? Нет ли меня? Что я? Каков я? Откуда взялась эта моя душа? Куда она уйдет? По мере того, как он продолжает так неправильно направлять внимание, у него появляется одно из этих шести воззрений. Воззрение. Нет, я для меня. Твердо укореняется в нем, как истинное. Воззрение. Есть я для меня. Твердо укореняется в нем, как истинное. Воззрение. Собой я познаю себя. Твердо укореняется в нем, как истинное. Воззрение. Собой я познаю не себя. Твердо укореняется в нем, как истинное. Воззрение. Не собой я Я познаю себя, твердо укореняется в нем как истинное, или воззрение, это мое Я, является тем, что осознает ощущения здесь и там, которые являются результатами хороших и плохих дел, и это самое Я, постоянно, непрерывно, вечно и не подвержено изменению, будет таким в течение вечности, появляется у него. Это называется чашей воззрений, грудой воззрений, искажением воззрений, спутанностью воззрений, путами воззрений, скованной путами воззрений, необученный, заурядный человек не освобожден от рождения, старения, смерти, от печали, стинания, боли, горя и отчаяния. Он не освобожден. Я говорю вам от мук и страданий. Хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных, хорошо знает и практикует их Дхамму. Кто уважает чистых умом людей, хорошо знает и практикует их Дхамму, тот распознает, на какие мысли стоит направлять внимание, а на какие не стоит. По этой причине он не направляет внимание на неподходящие мысли, а вместо этого направляет внимание на подходящие. И каковы эти подходящие мысли, на которые он не направляет внимание? Это любые мысли, обращение внимания на которые вызывает чувственное желание, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее чувственное желание. Вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение становления. Вызывает загрязнение невидения, которого в этом человеке еще не было, а также увеличивает уже возникшее загрязнение невидения. Таковы неподходящие мысли, на которые он не направляет внимание. И каковы подходящие мысли, на которые он направляет внимание? Это любые мысли, направление внимания на которые не вызывает чувственного желания, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то чувственное желание, которое уже было. Не вызывает загрязнение становления, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение становления, которое уже было. Не вызывает загрязнения неведения, которого в этом человеке еще не было, а также устраняет то загрязнение неведения, которое уже было. Таковы подходящие мысли, на которые он направляет внимание. Из-за того, что он не направляет внимание на неподходящие мысли и направляет внимание на подходящие, в нем не возникают те загрязнения, которых еще не было, а те загрязнения, что уже были, устраняются. Вот таким образом он правильно направляет внимание. Это страдание. Это причина страдания. Это прекращение страдания. Это путь, ведущий к прекращению страдания. По мере того, как он таким образом правильно направляет внимание, три путы отбрасываются в нем. Воззрение о я, скептические сомнения, привязанность к обрядам и церемониям. Это называется загрязнениями, которые следует устранять видением. Второе. И какие загрязнения следует устранять сдержанностью? Вот монах с правильным памятованием охраняет дверь глаза. Если бы он не контролировал свою способность видеть, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его, когда он охраняет дверь глаза. С правильным памятованием он охраняет дверь уха. С правильным памятованием он охраняет дверь носа. С правильным памятованием он охраняет дверь языка. С правильным памятованием он охраняет дверь тела. С правильным памятованием он охраняет дверь ума. Если бы он не контролировал свою способность думать, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его, когда он охраняет дверь ума. Это называется загрязнениями, которые следует устранять сдержанностью. 3. И какие загрязнения следует устранять использованием? 4. С правильным памятованием он употребляет пищу, собранную как подаяние не ради развлечений, не ради упоения, не ради откорма и украшения, а просто для того, чтобы продолжить жизнь этого тела, устранить его недуги, тем самым поддержать видение святой жизни. 5. С мыслью? Так я устраню старые чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Я поддержу себя, не буду порицаем, буду жить в благоразумии. 6. С правильным памятованием он использует жилища просто для того, чтобы защититься от холода, защититься от жары, защититься от укусов мух, комаров, защититься от солнца, ветра и ползающих тварей. Он пользуется жилищем просто для того, чтобы скрыться от непогоды и радоваться затворничеству. 7. С правильным памятованием он использует лекарства для излечения болезней, просто для того, чтобы защититься от мучительных ощущений из-за болезней, что уже возникли, и предотвратить другие заболевания. 8. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не использовал таким должным образом этих вещей, в нем не возникают по мере того, как он использует их так. Это называется загрязнениями, которые следует устранять использованием. 9. И какие загрязнения следует устранять терпением? 10. Вот монах терпит с правильным памятованием. Он терпит холод, жару, голод и жажду. Терпит укусы мух, комаров, ветер, солнца и ползающих тварей. 11. Он терпит возникающие неприятные и недружелюбные слова и телесные ощущения, болезненные, мучительные, острые, пронзающие, противные и угрожающие жизни. 12. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, могли бы возникнуть в нем, если бы он не терпел всего этого. 13. В нем не возникают по мере того, как он терпит. Это называется загрязнениями, которые следует устранять терпением. 14. Пятое. И какие загрязнения следует устранять избеганием? 15. Вот монах с правильным памятованием избегает встречи с диким слоном, с дикой лошадью, с диким буйволом, с дикой собакой, со змеей. 16. Он избегает пней, колючек, пропастей, обрывов, выгребных ям, канализаций. 17. С правильным памятованием он избегает сидеть в ненадлежащих местах или заходить в неподходящие жилища. 18. Он избегает общения с плохими друзьями, что бросило бы тень подозрений в неблагом поведении по отношению к нему среди его знающих друзей по святой жизни. 19. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не избегал всего этого, в нем не возникают по мере того, как он этого избегает. 20. Это называется загрязнениями, которые следует устранять избеганием. 21. Шестое. И какие загрязнения следует устранять уничтожением? 22. Вот монах с правильным памятованием не терпит возникшую мысль о чувственных наслаждениях. 23. Он отбрасывает ее, уничтожает ее, рассеивает ее, истребляет ее. 24. С правильным памятованием он не терпит возникшую мысль о недоброжелательности. 25. С правильным памятованием он не терпит возникшую мысль о жестокости. С правильным памятованием он не терпит возникших неблагих, неумелых умственных качеств. Он отбрасывает их, уничтожает их, рассеивает их, истребляет их. Неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не уничтожал всего этого, в нем не возникают, по мере того, как он это уничтожает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять уничтожением. Седьмое. И какие загрязнения следует устранять развитием? Вот монах с правильным памятованием развивает осознанность, как фактор просветления, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Он развивает исследование Дхаммы, как фактор просветления, усердие, как фактор просветления, восторг, как фактор просветления, успокоение, как фактор просветления, сосредоточение, как фактор просветления, непоколебимость, как фактор просветления, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Неблагие, неумилые качества, такие как жажда или волнение, что могли бы возникнуть в нем, если бы он не развивал всего этого, в нем не возникают, по мере того, как он это развивает. Это называется загрязнениями, которые следует устранять развитием. Когда загрязнения в уме монаха, которые следует устранить видением, отбрасываются посредством видения. Когда загрязнения, которые следует устранять терпением, отбрасываются посредством использования. Когда загрязнения, которые следует устранять терпением, отбрасываются посредством уничтожения. Когда загрязнения, которые следует устранять развитием, отбрасываются посредством развития, то тогда его можно назвать монахом, который пребывает сдержанным, со сдержанностью по отношению ко всем загрязнениям. Он отрезал жажду, порвал путы, и правильным образом, постигнув самомнение, он положил конец страданиям. Так сказал благословенный. Обрадованные монахи восхитились его словами. Примечание. Вызывает загрязнение становления. Становление бхава означает появление существа в одном из трех миров сансары. Мире чувств, мире форм, бесформенном мире. Вызывает загрязнение неведения. Неведение в кратком варианте определяется как незнание и непонимание четырех благородных истин. Три путы отбрасываются в нем. Здесь перечислены три нижних путы, привязывающих к сансаре. С отбрасыванием этих трех пут человек становится вступившим в поток, сатапана, и в течение семи жизней максимум в обязательном порядке достигнет полного просветления, то есть устранения всех десяти сансарных пут. Это называется загрязнениями, которые следует устранять использованием. Имеется в виду, что загрязнения устраняются, если необходимые для жизни вещи используются с правильным пониманием их использования. Он развивает исследование Дхамма как фактор просветления, усердие как фактор просветления, восторг как фактор просветления, успокоение как фактор просветления, сосредоточение, непоколебимость, потворствуя уединению, бесстрастию, прекращению, отпусканию. Семь факторов просветления. Вита Касандхана сутта. Устранение отвлекающих мыслей. Маджхиманикая 20. 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 Маджхиманикая 21. 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 Подобно тому, как если бы идущий быстрым шагом человек подумал бы, «Зачем я иду быстро? Почему бы мне не пойти медленно?» И вот он идет медленно. Мысль приходит к нему, «Зачем я иду медленно? Почему бы мне не встать?» И вот он встает. Мысль приходит к нему, «Зачем я стою? Почему бы мне не сесть?» И вот он садится. Мысль приходит к нему, «Зачем я сижу? Почему бы мне не лечь?» И вот он ложится. Таким образом, оставляя более грубую позу, он принимает более легкую. Точно так же, если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, в то время как он не уделяет им внимания, ему следует расслабить конструирование мыслей по отношению к этим мыслям. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, неблагим, неумелым, то они оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Если неблагие, неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха, по мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, Тогда, со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком, ему следует сбить, заставить уйти, сокрушить свой ум своим умом. По мере того, как он со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком сбивает, заставляет уйти и сокрушает свой ум своим умом, эти неблагие, неумелые мысли оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум, делает его собранным, сосредоточенным. Подобно тому, как если бы сильный человек схватил слабого за голову, глотку или плечи и стал бы бить его, давить и заставлять уйти, Точно так же, если неблагие и неумелые мысли, насыщенные желанием, отвращением или невежеством, все еще возникают в уме монаха. По мере того, как он расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, тогда со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком, ему следует сбить, заставить уйти, сокрушить свой ум своим умом. По мере того, как он со стиснутыми зубами и поджатым к небу языком сбивает, заставляет уйти и сокрушает свой ум своим умом, эти неблагие, неумелые мысли оставляются и утихают. С их оставлением он утверждает ум и делает его собранным, сосредоточенным. И теперь, когда монах уделяет внимание другой теме, пристально рассматривает изъяны этих мыслей, перестает уделять внимание этим мыслям, расслабляет конструирование мыслей по отношению к этим мыслям, сбивает, заставляет уйти, сокрушает ум своим умом, утверждает свой ум. Он делает его собранным, сосредоточенным. Тогда такого монаха можно назвать хозяином путей, по которым движутся мысли. Он думает такие мысли, которые хочет думать, и не думает таких мыслей, которых не хочет думать. Он разрубил жажду, отбросил путы и за счет правильного прозрения в самомнение положил конец страданиям и печали. Так сказал благословенный. И монахи, порадовавшись, восхитились его словам. Маджхима Никая, 43. Махавидала сутта. Большое собрание вопросов и ответов. Я слышал, что однажды благословенный находился в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И тогда достопочтенный Маха Катхитта, выйдя во второй половине дня из своего уединенного пребывания, обратился к достопочтенному Сарипутти и по прибытии отправился к достопочтенному Сарипутти и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями, а затем сел рядом. Мудрость. И тогда он обратился к достопочтенному Сарипутти. Друг. Говорят так, человек со слабой мудростью, со слабой мудростью. До какой степени друг говорится, это человек со слабой мудростью? Он не распознает, он не распознает. Так друг говорится о человеке со слабой мудростью. И что он не распознает? Он не распознает это страдание. Он не распознает это причина страдания. Он не распознает это прекращение страдания. Он не распознает это путь, ведущий к прекращению страдания. Он не распознает. Он не распознает. Так говорят о человеке со слабой мудростью. Сказав «Очень хорошо, друг, достопочтенный Маха Катхита», порадовавшись и согласившись с утверждением достопочтенного Сарипутты, задал ему следующий вопрос. «Распознает, распознает. Так говорится. До какой степени, друг, говорится, что человек распознает?» «Распознает, распознает. Так, друг, говорится о человеке, который распознает. И что он распознает? Он распознает это страдание. Он распознает это причина страдания. Он распознает это прекращение страдания. Он распознает это путь, ведущий к прекращению страдания. Распознает, распознает. Так говорится о человеке, который распознает. Сознание. 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 Так говорится. До какой степени, друг, говорится, что это сознание? Оно познает. Оно познает. Поэтому, друг, говорится, что это сознание. И что оно познает? Оно познает. Приятно. Оно познает. Бесполезно. Оно познает. Неприятно, небесполезно. Оно познает. Оно познает. Поэтому говорится, что это сознание. Распознавание и сознание, друг. Эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Распознавание и сознание соединены, а не разъединены, друг. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек распознает, то он познает. Что он познает, то он распознает. Таким образом, эти качества соединены, а не разъединены. И невозможно, разъединив их одно от другого, провести разницу между ними. Распознавание и сознание, друг. Каково различие между этими качествами, которые соединены, а не разъединены? Распознавание и сознание, друг, из этих качеств, которые соединены, а не разъединены, распознавание следует развить, а сознание полностью постичь. Чувство Чувство не боль оно чувствует оно чувствует поэтому говорится что это чувство восприятие 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 так говорят до какой степени друг говорится что это восприятие она воспринимает оно воспринимает поэтому друг говорится что это восприятие и что оно воспринимает оно воспринимает голубое оно воспринимает желтое оно воспринимает красное оно воспринимает белое оно воспринимает оно воспринимает, поэтому говорится, что это восприятие. Чувство, восприятие, сознание, друг, эти качества соединены или разъединены? Возможно ли, отделив одно от другого, провести разницу между ними? Чувство, восприятие, сознание, друг, эти качества соединены, они разъединены. Невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Что человек чувствует, то он воспринимает. Что он воспринимает, то он познает. Таким образом, эти качества соединены, они разъединены. И невозможно, отделив одно от другого, провести разницу между ними. Глаз мудрости. Друг, что можно познать чистейшим сознанием ума, отделенным от пяти чувственных опор? Друг, чистейшим сознанием ума, отделенным от пяти опор, можно познать основу бесконечности пространства, как бесконечное пространство. Основу бесконечности сознания можно познать, как бесконечное сознание. Основу отсутствия всего можно познать, как здесь ничего нет. Чем человек знает качество, которое можно знать? Качество, которое можно знать, человек знает глазом мудрости. В чем заключается цель мудрости? Цель мудрости заключается в прямом знании. Ее цель – полное постижение. Ее цель – отпускание. Правильные взгляды. И в сопровождении скольких факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума как плод и результат, и состояние освобождения мудростью как плод и результат. Вот случай, когда правильные взгляды сопровождаются нравственностью, изучением, обсуждением, спокойствием, прозрением. В сопровождении этих пяти факторов правильные взгляды принесут состояние освобожденного ума как плод и результат, и состояние освобождения мудростью как плод и результат. Становление Друг Сколько всего видов становления? Друг Есть три вида становления. Становление в мире чувств. Становление в мире форм. Становление в бесформенном мире. И как осуществляется дальнейшее становление в будущем? Существа, охваченные невежеством и скованные жаждой, восторгаются то здесь, то там. Вот как осуществляется дальнейшее становление в будущем. И как не осуществляется дальнейшее становление в будущем? За счет угасания невежества, появления явного знания и прекращения жажды. Вот как не осуществляется дальнейшее становление в будущем. Первая Джана Что такое, друг, первая Джана? Вот, друг, монах, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой Джане. Восторг и счастье, рожденные этим оставлением, сопровождаются направлением ума на объект и удержанием ума на объекте. Это называется первой Джаной. И сколько факторов присутствует в первой Джане? В первой Джане присутствует пять факторов. Когда монах достиг пятифакторной первой Джаны, то наличествует направление ума, удерживание ума, восторг, счастье и однонастроенность ума. Таким образом, в первой Джане наличествует пять факторов. И сколько факторов отброшены в первой Джане? И сколькими она наделена? Пять факторов отброшены в первой Джане, и пятью она наделена. Когда монах достиг первой Джаны, то чувственные желания отброшены, недоброжелательность отброшена, лень и апатия отброшены, неугомонность и беспокойство отброшены, сомнения отброшены. И там присутствует направленность ума, удержание ума, восторг, счастье и однонастроенность ума. Таким образом, в первой Джане пять факторов отброшены, и пятью факторами она наделена. Пять опор. Друг. Есть вот эти пять опор, каждая из которых имеет свою область, отдельную сферу, и они не пересекаются, не накладываются друг на друга. Это опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела. И что у этих пяти опор, каждый из которых имеет свою область, отдельную сферу, которые не пересекаются и не накладываются друг на друга, имеется в качестве общего переживающего? Что испытывает все их область и сферы? Друг. Эти пять опор, каждый из которых имеет свою область, отдельную сферу, и они не пересекаются, не накладываются друг на друга. Опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела. Имеют сознание в качестве общего переживающего. Сознание — это то, что испытывает все их области и сферы. И что касается этих пяти опор, опоры глаза, опоры уха, опоры носа, опоры языка, опоры тела, за счет чего они продолжают наличествовать? Эти пять опор, опора глаз, опора уха, опора носа, опора язык, опора тела, продолжают наличествовать за счет жизненной силы. А жизненная сила продолжает наличествовать за счет чего? Жизненная сила продолжает наличествовать за счет тепла. А тепло продолжает наличествовать за счет чего? Тепло продолжает наличествовать за счет жизненной силы. Друг Сарипотта, как мы поняли, ты сказал, жизненная сила продолжает наличествовать за счет тепла. И как мы поняли, ты сказал, тепло продолжает наличествовать за счет жизненной силы. Как следует понимать эти утверждения? В этом случае, друг, я приведу тебе пример, поскольку бывает так, что благодаря примеру умный человек понимает значение сказанного. Представь себе горящую масляную лампу. Ее свечение можно увидеть в зависимости от пламени, а пламя можно увидеть в зависимости от свечения. Точно так же жизненная сила наличествует за счет тепла, а тепло – за счет жизненной силы. Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, что и состояние наличия чувств? Или формирователи жизненной силы – это одно, а состояние наличия чувств – другое? Формирователи жизненной силы – это не то же самое, что и состояние наличия чувств, друг. Если бы формирователи жизненной силы были тем же самым, что и состояние наличия чувств, то нельзя было бы распознать выход монаха из состояния прекращения чувствования и восприятия. А поскольку формирователи жизненной силы – это одна вещь, а состояние наличия чувств – другая, то можно распознать выход монаха из состояния прекращения чувствования и восприятия. Сколько качеств отсутствует в теле, которое оставлено и покинуто, как бесчувственное полено? Когда в этом теле отсутствуют эти три качества – жизненная сила, тепло и сознание, оно лежит оставленным и покинутым, как бесчувственное полено? В чем отличие между тем, кто мертв, чей срок вышел, и монахом, который достиг состояния прекращения чувствования и восприятия? В случае с мертвым, чей срок вышел, его телесные формирователи угасли и затихли, его словесные формирователи угасли и затихли, его жизненная сила исчерпалась, тепло ушло, и его способности рассеяны. А в случае с монахом, достигшим состояния прекращения чувствования и восприятия, его телесные формирователи угасли и затихли, его умственные формирователи угасли и затихли, но его жизненная сила не исчерпана, тепло не ушло, и его способности неимоверно четкие. В этом различие между тем, кто мертв, чей срок вышел, и монахом, который достиг состояния прекращения чувствования и восприятия. Состояние освобожденного ума Друг, сколько всего условий для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума? Друг, есть четыре условия для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума. Вот монах, оставляя счастье и страдательность, вместе с более ранним исчезновением восторга и беспокойства, входит и пребывает в четвертой джхане, в чистейшей невозмутимости и осознанности, в неудовольствии и не боли. Таковы четыре условия для достижения неприятного, неболезненного состояния освобожденного ума. Сколько всего условий для достижения беспредметного состояния освобожденного ума? Есть два условия для достижения беспредметного состояния освобожденного ума. Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, и направление внимания, свойству отсутствия объектов. Таковы два условия для достижения беспредметного состояния освобожденного ума. И сколько всего условий для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума? Есть три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. 1. Недостаток внимания, уделяемого всем объектам, и направление внимания свойству отсутствия объектов, и предшествующее волевое решение. Таковы три условия для устойчивости беспредметного состояния освобожденного ума. 2. А сколько всего условий для выхода из беспредметного состояния освобожденного ума? 3. Есть два условия для выхода из предметного состояния освобожденного ума. 4. Направление внимания на все объекты и недостаток внимания, уделяемого свойству отсутствия объектов. 5. Таковы два условия для выхода из беспредметного состояния освобожденного ума. 6. Безграничное состояние освобожденного ума. 7. Состояние освобожденного ума. 8. Основы отсутствия всего. 9. Состояние освобожденного ума пустотности. 10. Беспредметное состояние освобожденного ума. 11. Различны ли эти качества как в названии, так и в значении? 11. Или же у них одно значение, но различаются лишь только названия? 11. Безграничное состояние освобожденного ума. 11. Состояние освобожденного ума основы отсутствия всего. 12. Состояние освобожденного ума пустотности. 13. Беспредметное состояние освобожденного ума. 14. Есть способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии. 14. И каков способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознание, наполненное доброжелательностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, четвертом, сознание, наполненное состраданием, сознание, наполненное сорадованием. Он продолжает распространять в первом направлении, как и во втором направлении, в третьем, в четвертом, сознание, наполненное беспристрастностью. Он продолжает распространять такой ум вверх, вниз, вокруг и всюду, во всех отношениях, всецело охватывая мир умом, наполненным беспристрастностью, обильным, обширным, безграничным, лишенным недоброжелательности, свободным от неприязни. Это называется безграничным состоянием освобожденного ума. И что такое состояние освобожденного ума? Основа отсутствия всего? Вот монах, полностью выйдя за пределы основы бесконечности сознания, распознает, здесь ничего нет, и входит, и пребывает в основе отсутствия всего. Это называется состояние освобожденного ума, основы отсутствия всего. И что такое состояние освобожденного ума пустотности? Вот монах, уединившись в безлюдной местности, у подножья дерева или в пустом жилище, созерцает. Это лишено самости, или чего-либо присущего самости. Это называется состоянием освобожденного ума пустотности. И что такое беспредметное состояние освобождения ума? Вот монах перестает обращать внимание на все предметы, входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Это называется беспредметным состоянием освобожденного ума. Таков способ объяснения, когда эти качества различны, различны и в значении, и в названии. И каков способ объяснения, когда эти качества одинаковы, в значении, но различны только в названии? Страсть, друг, это создание ограничений. Отвращение, это создание ограничений. Невежество, это создание ограничений. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти, три корня порока, были оставлены, уничтожены, сделаны подобно обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не способные возникнуть в будущем. Если говорить о безграничном состоянии освобожденного ума, то ничем не вызванное состояние освобожденного ума – это самое наилучшее. Это ничем не вызванное состояние освобожденного ума лишено страсти, лишено отвращения, лишено невежества. Страсть — это сотворение объектов. Отвращение — это сотворение объектов. Невежество — это сотворение объектов. В монахе, чьи загрязнения окончились, эти три корня порока были оставлены, уничтожены, сделаны подобными обрубку пальмы, лишены всяческих условий для развития, не способные возникнуть в будущем. Если говорить о беспредметном состоянии освобожденного ума, то ничем не вызванное состояние освобожденного ума — это наилучшее. И это ничем не вызванное состояние освобожденного ума лишено страсти, лишено отвращения, лишено невежества. Это, друг, способ объяснения, когда эти качества одинакового значения, но различны только в названии. Так сказал достопочтенный Сарипутта. Удовлетворенный достопочтенный Маха Катхита восхитился словами достопочтенного Сарипутты. Комментарии к сутте. Распознание и сознание, друг, из этих качеств, которые соединены, а не разъединены, распознавание следует развить, а сознание полностью постичь. Развлечение следует развить как часть четвертой благородной истины, пути практики, ведущей к окончанию страданий. Сознание следует полностью постичь как объект цепляния, и это часть первой благородной истины, истины о страдании. Смотри Санюта Никая 56.11. Эти пять опор, опора глаз, опора уха, опора нос, опора язык, опора тела, продолжают наличествовать за счет жизненной силы. Жизненная сила, аауи, это сила, определяющая естественный срок жизни. Друг, являются ли формирователи жизненной силы тем же самым, что и состояние наличия чувств? Формирователи жизненной силы, это намерение продолжать жить. Будда вошел в Паранибану через три месяца после того, как прекратил формирователи жизненной силы. Смотри Дик Никая 16. И каков способ объяснения, когда эти качества различны и в значении, и в названии? Вот монах распространяет в первом направлении, как и во втором направлении, и в третьем, и в четвертом. Первое направление – восток. Вот монах, уединившись в безлюдной местности, у подножья дерева или в пустом жилище, созерцает. Это лишено самости или чего-либо присущего самости. Смотри Маджхима Никая 106. И что такое беспредметное состояние освобождения ума? Вот монах перестает обращать внимание на все предметы, входит и пребывает в беспредметном сосредоточении ума. Смотри Маджхима Никая 121. Я слышал, что однажды благословенный пребывал среди сакьев в Капилавадху, в парке Баньяны. В это время сакьи из Капилавадху построили зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какой-либо другой человек. Так сакьи из Капилавадху подошли к благословенному и, поклонившись, сели рядом. Затем они обратились к нему. Господин, сакьи из Капилавадху построили зал для гостей, и в этом зале еще не проживал ни отшельник, ни жрец, ни какой-либо другой человек. Пусть благословенный станет первым, кто воспользуется этим залом. После того, как благословенный воспользуется им, сакьи из Капилавадху будут пользоваться им далее ради их длительного счастья и благополучия. Благословенный молча согласился. Увидев, что благословенный согласился, сакьи из Капилавадху встали со своих сидений, поклонились ему, обошли его справа и затем отправились в новый зал для гостей. По прибытии они постелили там шерстяные ковры, приготовили сидения, выставили сосуд с водой, зажгли масляную лампу. Потом они отправились к благословенному и, поклонившись, встали рядом. Они обратились к нему. «Господин, зал для гостей застелен шерстяными коврами, сидения приготовлены, сосуд с водой выставлен, масляная лампа зажжена. Пусть благословенный теперь делает так, как посчитает нужным». Так благословенный, накинув одеяние, взял свою чашу и внешнее одеяние, отправился с группой монахов в зал для гостей. Привыв туда, он омыл свои ноги, вошел в зал, сел спиной к центральной колонне, лицом к востоку. Монахи омыли свои ноги, вошли в зал, сели спиной к восточной стене, лицом к западу, расположившись вокруг благословенного. Благословенный, большую часть ночи наставляя, призывая и воодушевляя Сакьев из Капилавадху беседами от Хамми, обратился к достопочтенному Ананде. «Ананда, расскажи Сакьем из Капилавадху об ученике, который следует практике ученика. Моя спина болит, я отдохну». Достопочтенный Ананда ответил, «Как скажете, учитель». Так благословенный, расстелив четырежды сложенное внешнее одеяние, лег на правый бок, приняв позу спящего льва, положив одну ступню на другую, осознанно и бдительный, отметив для себя, когда следует вставать. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Маханаме из клана Сакьев. «Вот Маханама, ученик благородных, совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас». И как ученик благородных совершенен в нравственном поведении? «Вот ученик благородных добродетелен. Он ведет себя сдержанно в соответствии с потимокхой, совершенной в своем поведении и поступках. Он тренирует себя, приняв правила поведения, и видит опасность в их малейшем нарушении. Вот так ученик благородных совершенен в нравственности. И как ученик благородных охраняет двери чувств? Вот ученик благородных, воспринимая глазом форму, не цепляется за темы или их вариации, за счет которых, если бы он не контролировал свою способность видеть, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Он практикует сдержанность, он охраняет дверь глаза, он достигает сдержанности по отношению к своей способности видеть. Воспринимая ухом звук, воспринимая запах носом, воспринимая языком вкус, воспринимая телесные ощущения телом, воспринимая мысль умом, он не цепляется за темы или их вариации, за счет которых, если бы он не контролировал свою способность думать, неблагие, неумелые качества, такие как жажда или волнение, охватили бы его. Он практикует сдержанность, он охраняет дверь ума, он достигает сдержанности по отношению к своей способности думать. Вот так ученик благородных охраняет двери чувств. И как ученик благородных знает умеренность в еде? Вот ученик благородных, размышляя должным образом, принимает пищу, не ради развлечения, не ради опьянения, не ради набирания массы тела, не ради того, чтобы сделать тело привлекательным, а просто для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить его недуги, ради ведения святой жизни, думая так, я устраню возникшие чувства голода и не создам новых чувств от переедания. Так я поддержу себя, не вызову порицаний, буду жить в благополучии. Вот так ученик благородных знает умеренность в еде. И как ученик благородных поддерживает бодрствование? Днем монах сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время первой стражи ночи, от заката до десяти вечера, он сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Во время второй стражи ночи, с десяти вечера до двух ночи, он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отмечая для себя, когда следует вставать. Во время последней стражи ночи, с двух ночи до рассвета, он сидит, ходит вперед и назад, очищая свой ум от всех тех качеств, которые ограничивают его ум. Вот так ученик благородных поддерживает бодрствование. И как ученик благородных наделен семью качествами? Вот ученик благородных наделен доверием. Он уверен в пробуждении Татхагатты. В самом деле он благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он чувствует стыд при мысли о совершении неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. Он обеспокоен страданиями, которые будут результатами неблагого поступка телом, неблагого поступка речью, неблагого поступка умом. Он много слушал, удерживал в памяти услышанное, сохранял в памяти услышанное, те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине, прекрасны в конце, в своем значении и выражении, провозглашающие видение святой жизни во всей ее полноте и чистоте, он часто слушал, запоминал, обсуждал, сохранял в памяти и размышлял над ними, выстраивал тщательным образом свои воззрения в соответствии с ними. Он поддерживал усердие по оставлению неумелых умственных качеств и по взращиванию умелых умственных качеств. В этом он непоколебим, непреклонен и не относится с безответственностью по отношению к развитию умелых умственных качеств. Он внимателен, крайне дотошен к мелочам, помнит и способен вспомнить даже то, что было сделано и сказано очень давно. Он мудр, он наделен распознаванием возникновения и исчезновения, благородным распознаванием, проникающим и ведущим к правильному прекращению страданий. Вот так ученик благородных наделен семью качествами. И как ученик благородных достигает легко, без проблемы сложности, четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. Вот ученик благородных, в достаточной мере оставивший чувственное удовольствие, оставивший неумелые качества, входит и пребывает в первой джане. Восторг и счастье, рожденные этим оставлением, сопровождаются направлением ума на объект медитации и удержанием ума на этом объекте. С успокоением направления и удержания ума он входит и пребывает во второй джане. Его наполняет восторг и счастье, рожденные сосредоточением и единение ума, который свободен от направления и удержания, он пребывает во внутренней устойчивости. С успокоением восторга он становится невозмутимым, осознанный и бдительный и ощущает счастье. Он входит и пребывает в третьей джане, о которой, благородные говорят так, непоколебимый и осознанный. Он пребывает в состоянии радости, с успокоением, счастья и страдательности. Вместе с более ранним исчезновением восторга и беспокойства он входит и пребывает в четвертой джане. Он пребывает в чистейшей невозмутимости и осознанности, в ни удовольствии, ни боли. Вот так ученик благородных достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. И теперь, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, он называется учеником благородных, который следует практике ученика, который похож на цыпленка, что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. Если бы у курицы было восемь, десять или двенадцать яиц, которые бы она правильно укрыла, правильно бы согрела, правильно бы высидела, то даже если бы у нее не возникло бы такое желание, о, пусть мои цыплята пробьют скорлупу своими острыми когтями и выберутся наружу в целости и сохранности, все равно есть возможность, что цыплята пробьют скорлупу своими острыми когтями и выберутся наружу в целости и сохранности. Точно так же, когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что являются возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас. Он называется учеником благородных, который следует практике ученика, который похож на цыпленка, что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. И вот когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, он вспоминает многочисленные прошлые жизни. Одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч. Многие кальпы свертывания вселенной, многие кальпы развертывания вселенной, вспоминая. Там у меня было такое-то имя. Я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища. Таковым было мое переживание удовольствия и боли. Таковым был конец моей жизни. Умерев в той жизни, я появился здесь. Так он вспоминает многочисленные прошлой жизни в подробностях и деталях. Это его первое пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческие, смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавших под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела после смерти, рождаются в мире лишений, в плохих местах, в низших мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавших под влиянием правильных воззрений, с распадом тела после смерти, рождаются в приятных местах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, он видит смерть и перерождение существ. Он различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Это его второе пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных достигает чистейшей непоколебимости и осознанности, то он входит и пребывает в состоянии освобожденного ума, свободный от загрязнений и освобожденный мудростью, зная и проявляя эти состояния самостоятельно прямо здесь и сейчас. Это его третье пробивание, подобное тому, как цыпленок пробивает скорлупу яйца. Когда ученик благородных совершенен в нравственном поведении, то это суть его правильное поведение, когда он охраняет двери чувств, знает умеренность в еде, поддерживает бодрствование, наделен семью качествами и достигает легко, без проблем и сложностей четырех джан, что является возвышенной осознанностью и приятным пребыванием здесь и сейчас, то это суть его правильное поведение. Когда ученик благородных вспоминает многочисленные прошлые жизни, во всех подробностях и деталях, то это суть его чистое знание. Когда он видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий смерть и перерождение существ, когда он входит и пребывает в состоянии освобожденного ума, свободный от загрязнений и освобожденный мудростью, зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас, то это суть его чистое знание. Таков Маханама, ученик благородных, который совершенен в чистом знании, совершенен в нравственном поведении, совершенен в чистом знании и нравственном поведении. И Брахма Сананкумара сказал так, «Благородный воин, лучший среди людей, если смотреть на людей, как на племя. Но тот, кто совершенен в чистом знании и нравственном поведении, лучший среди существ и богов и людей». Эту строфу хорошо спел Брахма Сананкумара, а не плохо. Хорошо произнес, а не плохо. Это связано с целью, а не не связано. Благословенный одобрил эти слова. Тогда благословенный поднялся и сказал в достопочтимому Ананде. «Хорошо. Хорошо, Ананда. То, что ты рассказал Сакьям Искапилавадху о том, кто следует практике ученика, хорошо. Так сказал достопочтенный Ананда, и учитель это одобрил. Довольные сказанным Сакьи Искапилавадху восхитились словами достопочтенного Ананды». Примечание. В это время Сакьи Искапилавадху построили зал для гостей. Согласно комментарию, этот зал был построен для царских гостей и их сопровождающих лиц. Ананда, расскажи Сакьям Искапилавадху об ученике, который следует практике ученика. Эта фраза, тот, кто следует практике ученика, звучит на пале как «секхо-патипадо». Комментарий поясняет, что в данном случае ученик означает того, кто как минимум достиг вступления в поток, но еще не архатства. Тогда достопочтенный Ананда обратился к Маханаме из клана Сакьев. Глава Сакьев Искапилавадху. Смотри, Ангутара Никая 3.73, Ангутара Никая 11.12, Ангутара Никая 11.13. Он принимает позу льва, ложась на правый бок, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, отмечая для себя, когда следует вставать. То есть, либо когда он проснется, либо настраиваясь на время, в которое нужно встать. Что готов вылупиться из яйца, способный достичь пробуждения, способный достичь высшего освобождения от ерма. Согласно Ангутара Никая 4.10, есть четыре ерма. Ермо чувственности, ермо становления, ермо воззрений, ермо невежества. Зная и проявляя эти состояния самостоятельно, прямо здесь и сейчас. Так практика ученика заканчивается. Он теперь называется Асекха, то есть тот, кто больше не нуждается в практике. Другими словами, Архат. Абхая-сутта. К принцу Абхая. Маджхима Никая, 58. Я слышал, как однажды Благословенный пребывал рядом с Раджагайей в бамбуковой роще в Беличем ущелье. И в то время принц Абхая отправился к Нигант Ханатапутте и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Тогда Нигант Ханатапутта обратился к принцу. Ну же, принц, объяви ошибочными слова отшельника Гатамы, и о тебе распространиться по миру. Это чудесная весть. Принц Абхая объявил ошибочными слова отшельника Гатамы, такого великого и такого могущественного. Но как же, почтенный, я объявлю ошибочными слова отшельника Гатамы, такого великого и такого могущественного. Ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатаме, и по прибытии скажи следующее. Господин, говорит ли Татхагатта другим неприятные и противные слова? Если отшельник Гатамы ответит на это, Татхагатта говорит другим неприятные и противные слова, то тогда ты скажешь, так в чем же разница между тобой, почтенной, и обычными заурядными людьми? Даже обычные заурядные люди говорят другим неприятные и противные слова. Но если отшельник Гатама ответит так, Татхагатта не говорит другим противных и неприятных слов, то тогда ты скажешь, а как же, почтенный, твои слова о Девадатте? Девадатта обречен на удел лишений, Девадатта обречен на ад, Девадатта будет кальпу вариться в аду, Девадатта безнадежен. Девадатта был расстроен и рассержен этими твоими словами. Когда ты задашь отшельнику Гатаме, этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Это как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить его, ни выплюнуть. Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гатаме, этот двойной вопрос Рогатину, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. Ответив, как скажешь, почтенный, принц Абхая поднялся со своего сиденья, поклонился Нигантха на Тапутте, обошел его с правой стороны и отправился к благословенному. По прибытии он поклонился благословенному и сел рядом. Затем, сидя там, он взглянул на солнце и подумал, сегодня неподходящий день для того, чтобы опровергать слова благословенного. Завтра у себя дома я опровергну его слова. А потому он обратился к благословенному. — Может ли благословенный вместе с тремя другими монахами принять мое приглашение на завтрашний обед? Благословенный молча согласился. Тогда принц Абхая, осознав, что благословенный принял приглашение, поднялся со своего сиденья, поклонился ему и, обойдя его справа, ушел. После того, как минула ночь, ранним утром благословенный накинул свою робу и взял чашу и верхнее одеяние, отправился в дом принца Абхайи. По прибытии он сел на подготовленное для него сиденье. Принц Абхая собственноручно обслужил благословенного превосходной разнообразной едой. Затем, когда благословенный поел и убрал руки от чаши, принц Абхая подготовил себе более низкое сиденье и сел рядом. Затем он обратился к благословенному. — Господин! Говорит ли Татхагатта другим противные и неприятные слова? — Принц, на этот вопрос нельзя ответить категорично «да» или «нет». — Тогда, господин, нигантхи потерпели поражение. — Почему, принц, ты говоришь, тогда, господин, нигантхи потерпели поражение? — Только вчера, господин, я ходил к нигантхи на Тапутте, и он сказал мне, — Ну же, принц, отправляйся к отшельнику Гатаме и по прибытии скажи следующее. — Господин, говорит ли Татхагатта другим неприятные и противные слова? — Как если бы шипастый орех застрял бы у человека в горле, он не смог бы ни проглотить, его ни выплюнуть. — Точно так же, когда ты задашь отшельнику Гатаме этот двойной вопрос рогатины, он не сможет ни проглотить это, ни выплюнуть. В тот момент принц держал на руках малыша, и благословенный сказал принцу, — Как ты думаешь, принц, если бы этот малыш из-за твоей невнимательности или же невнимательности няньки взял бы в рот палку или камень, что бы ты сделал? — Я бы вытащил это из его рта, господин. — Если бы я не смог вытащить, тогда, удерживая его голову левой рукой и выцарапывая это из его рта пальцем своей правой руки, я бы вытащил это, даже если бы поранил его. — И почему? — Из-за желания малышу благополучия. — Точно так же, принц, если этот хагатта знает, что эти слова недействительны, неистинны, неполезны или не связаны с целью, неприятны и противны другим, то он не говорит их. — Если этот хагатта знает, что эти слова действительно, истинны, но не полезны, неприятны и противны другим, то он не говорит их. — Если этот хагатта знает, что эти слова действительно, истинны, полезны, но неприятны и противны другим, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. — Если этот хагатта знает, что эти слова действительно, истинны, но не полезны, хотя приятны и милы другим, то он не говорит их. — Если этот хагатта знает, что эти слова действительно, истинны, полезны, приятны и милы другим, то он знает нужный момент для того, чтобы произнести их. — И почему так? — Потому что этот хагатта наделен состраданием к живым существам. — Господин, когда мудрейшие или жрецы, домохозяева или отшельники, придумав вопрос, приходит к татхагате и спрашивает его, имеется ли у него такое заблаговременное разумение, если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так. Или же этот хагатта говорит ответ сразу на месте. — В этом случае, принц, я тебе задам встречный вопрос. Отвечай так, как посчитаешь нужным. — Как ты думаешь, разбираешься ли ты в частях колесницы? — Да, господин, я разбираюсь в частях колесницы. — И как ты думаешь, когда люди придут и спросят тебя, как называется эта часть колесницы? Имеется ли у тебя такое заблаговременное разумение? — Если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так. Или же ты дашь им ответ сразу на месте? — Господин, я известен своим знанием частей колесницы. Все части колесницы мне хорошо известны. Я дам им ответ сразу же на месте. Точно так же принц, когда мудрейшие и жрецы, домохозяева или отшельники, придумав вопрос, приходят к Татхагатте и спрашивают его. Он дает им ответ сразу на месте. И почему? Потому что слова Дхаммы досконально познаны Татхагаттой. Благодаря этому доскональному познанию свойств Дхаммы он дает ответ сразу на месте. Когда так было сказано, принц Абхая обратился к благословенному. — Великолепно, господин, великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Точно так же благословенный, различными способами прояснил Тхамму. — Я принимаю прибежище в благословенном. — Прибежище в Тхамме. — И прибежище в Сангхе Монахов. Пусть благословенный помнит меня, как мирского последователя, принявшего в нем прибежище, с этого дня и на всю жизнь. Комментарии к Сути. — Если те придут ко мне и спросят об этом, то в таком случае я отвечу им так. Или же Татхагатта говорит ответ сразу на месте. Имеется в виду без предварительного обдумывания заранее. Ваджипутта-Сутта, князь Ваджиана, Санью-Таникая, 9-9. Однажды один монах, бывший небольшой князь из Ваджиана, пребывал в лесной чаще рядом с Весали. И в тот момент в Весале шумел праздник всю ночь напролет. Жалуясь на доносящиеся, извисали звуки, музыки, ветра, струнных инструментов. И Гонгов монах произнес. — Я живу в лесу, совсем один, как полено, брошенное в кусты. Кто такой ночью, может быть более жалким, чем я? И тогда божество, обитавшее в густой чаще, из-за сострадания к монаху, желая ему благополучия, желая привести его в чувство, появилось перед ним и обратилось к нему так. — Ты живешь в лесу, совсем один, как полено, брошенное в кусты. Много кто завидует тебе, как, например, существа ада, как и те, кто оказались в раю. Получив упрек от Девы, монах пришел в чувство. — Качаяна Готта, Сутта, Качаяна Готти. Санью Таникая, 12.15 В Савадхе достопочтенный Качаяна Готта подошел к благословенному и, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем он обратился к благословенному. «Господин, правильные взгляды, правильные взгляды, так говорят, до какой степени говорится, что это правильные взгляды?» В целом, Качаяна, этот мир зиждется на противоположных воззрениях о существовании и несуществовании. Когда человек видит возникновение мира так, как есть на самом деле, правильной мудростью, то взгляда несуществования по отношению к миру у него не возникает. Когда он видит прекращение мира, так как есть правильной мудростью, взгляда существования по отношению к миру у него не возникает. В целом, Качаяна, этот мир находится в рабстве привязанностей, цепляний и склонностей, но такой человек с правильными взглядами не вовлекается и не цепляется к этим привязанностям, к цепляниям, к завязкам ума, к его склонностям или одержимостям. Также он не утверждает, что «это я». У него нет уверенности и сомнений, что только лишь страдание, возникая, возникает, что только лишь страдание, угасая, угасает. И в этом своем знании он независим от других. Вот до какой степени говорится, что это правильные взгляды. Все существует – это одна крайность. Все не существует – это другая крайность. Избегая этих крайностей, Тадхагатта учит Дхамме срединным способом. Из невежества, как необходимого условия, возникают формирователи. Из формирователей, как необходимого условия, возникает сознание. Из сознания, как необходимого условия, возникает имя и форма. Из имени и формы, как необходимого условия, возникают шесть чувственных опор. Из шести чувственных опор, в качестве необходимого условия, возникает контакт. Из контакта, в качестве необходимого условия, возникает чувствование. Из чувствования в качестве необходимого условия возникает жажда. Из жажды в качестве необходимого условия возникает цепляние и удержание. Из цепляния и удержания в качестве необходимого условия возникает становление. Из становления в качестве необходимого условия возникает рождение. Из рождения в качестве необходимого условия возникают старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково происхождение всей этой груды горя и страдания. Теперь при безостановочном угасании и прекращении этого самого невежества происходит прекращение формирователей. С прекращением формирователей происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шестичувственных опор. С прекращением шестичувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувствования. С прекращением чувствования происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния и удержания. С прекращением цепляния и удержания происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения прекращаются старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние. Таково прекращение всей этой груды горя и страдания. САНЬЮ ТАНИКАЯ 25. САТТИ СУТТА. КОПЬЁ. САВАДХИ. МОНАХИ, ПРЕДСТАВТЕ СЕБЕ КОПЬЁ С ОСТРЫМ ЛЕЗВИЕМ. И, ПРОХОДЯЩИЙ МИМО ЧЕЛОВЕК, ПОДУМАЛ БЫ, КОПЬЁ С ОСТРЫМ ЛЕЗВИЕМ. СОГНУ ВДВОЕ И ЗАВИЖУ УЗЛОМ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, СМОЖЕТ ЛИ ЭТО ЧЕЛОВЕК СВОЙ РУКОЙ ИЛИ КУЛОКОМ ПОГНУТЬ ЭТО КОПЬЁ С ОСТРЫМ ЛЕЗВИЕМ, СОГНУТЬ ВДВОЕ И ЗАВИЗАТЬ УЗЛОМ? Нет, учитель. И почему? Потому что копье с острым лезвием не просто погнуть, согнуть вдвое или завязать узлом. Этого человека ждала бы лишь досада и неприятности. Точно так же монахи, когда монах постоянно возделывал, развивал, удерживал, утверждал в качестве основы, делал непоколебимым и твердым состояние освобожденного ума за счет доброжелательности, то любое нечеловеческое существо, которое бы пожелало завладеть умом этого монаха, столкнулось бы лишь с досадой и неприятностями. Поэтому вы должны тренировать себя так. Мы будем постоянно возделывать, развивать, удерживать, утверждать в качестве основы, делать непоколебимым и твердым наше состояние освобожденного ума за счет доброжелательности. Вот так вы должны тренировать себя. Санюта Никая, 21.10 Однажды благословенный пребывал рядом с Раджагахой в бамбуковой роще, в святилище белок. В то время один монах по имени Тхера проживал в уединении и восхвалял добродетель уединенного проживания. В одиночку он ходил в деревню за подаянием, в одиночку он возвращался, в одиночку сидел в медитации и в одиночку медитировал при ходьбе. Тогда большая группа монахов отправилась к благословенному, и по прибытии, поклонившись, они сели рядом. Тогда они сказали ему, Учитель, есть один монах по имени Тхера, который живет в уединении и восхваляет добродетель уединенного проживания. Тогда благословенный обратился к одному монаху. Пойди, монах, от моего имени позови монаха по имени Тхера и скажи ему, Учитель зовет тебя, мой друг. Как скажете, учитель, ответил монах и отправился к достопочтенному Тхере. По прибытии он сказал, Учитель зовет тебя, мой друг. Как скажешь, мой друг, ответил достопочтенный Тхера. И он отправился к благословенному, и по прибытии, поклонившись, сел рядом. Тогда благословенный обратился к нему. Правда ли, Тхера, что ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания? Да, учитель. Но как ты проживаешь в уединении и восхваляешь добродетель уединенного проживания? Учитель. В одиночку я хожу в деревню за подаянием. В одиночку я возвращаюсь. В одиночку сижу я в медитации. И в одиночку медитирую при ходьбе. Вот как я проживаю в уединении и восхваляю добродетель уединенного проживания. Так следует проживать в уединении, Тхера. Я не говорю о том, что это неправильно. Тем не менее, послушай о том, как твое проживание в уединении будет совершенным в деталях. Слушай внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, ответил достопочтенный Тхера. Благословенный сказал. Все победившего, все знающего, умного, не прилипающего по отношению ко всем вещам, все оставившего, освобожденного с окончанием жажды. Такого я называю тем, кто проживает в уединении. Упасена Сутта Упасена Саньютаникая 3569 Однажды достопочтенный Сарипутта и достопочтенный Упасена пребывали рядом с Раджагайей в прохладном лесу, рядом со змеиными пещерами. Затем случилось так, что одна змея упала на достопочтенного Упасену и укусила его. Тогда достопочтенный Упасена сказал монахам. Быстрее, друзья, поднимите это мое тело на кушетку и вынесите его наружу, прежде чем оно развеется, подобно пучку соломы, на ветру. Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта обратился к достопочтенному Упасене. Но мы не видим каких-либо изменений в твоем теле или же перемен в твоих свойствах ума и тела. Тогда достопочтенный Упасена ответил. Быстрее, друзья, поднимите это мое тело на кушетку и вынесите его наружу, прежде чем оно развеется, подобно пучку соломы на ветру. Друг Сарипутта. Но поскольку у меня нет мысли «я глаз» или «глаз это мое», «я ухо», «я нос», «я язык», «я тело», «я сознание» или «сознание это мое», Поэтому разве могут возникнуть изменения в теле или перемены в свойствах ума и тела? Ныне достопочтенный Упасена уже давным-давно и полностью как искоренил конструирование «я» и «моего» и «одержимость» самомнением. Вот почему к нему не приходит мысль «я глаз» или «глаз это мое», «я ухо», «я нос», «я язык», «я тело», «я сознание» или «сознание это мое». Тогда монахи водрузили тело достопочтенного Упасена на кушетку и вынесли его наружу, и прямо там его тело развеялось, подобно пучку соломы на ветру. Санью Таникая 36.4 Патала сутта Бездонная пучина Благословенный сказал Монахи, необученный заурядный человек заявляет В Великом океане есть бездонная пучина Он заявляет о том, что нереально и чего не существует Это монахи скорее обозначение болезненных телесных чувств, то есть бездонная пучина Когда необученный заурядный человек встречается с болезненным телесным чувством, он печалится, горюет и плачет Он рыдает, бьет себя в грудь, становится обезумевшим Это называется необученным заурядным человеком, который не вознесся над бездонной пучиной, который не обрел опоры под ногами Но монахи, когда обученный ученик благородных встречается с болезненным телесным чувством, он не печалится, не горюет и не плачет Он не рыдает, не бьет себя в груди, не становится обезумевшим Это называется обученным учеником благородных, который вознесся над бездонной пучиной, который обрел опору под ногами И далее он добавил Кто вынести не может возникших ощущений боли, телесных чувств, сосущих жизни соки Тот, кто трепещет, как они возникнут Хилый немощный слабак, что громко стонет и вопит Тот не вознесся над бездонной пучиной, опоры под ногами не обрел Но тот, кто стоек в этом испытании, возникших ощущений боли, телесных чувств, сосущих жизни соки Кто не трепещет, как они возникнут Такой вознесся над бездонной пучиной, опору под ногами он обрел Рахагатта сутта Одинокий Саньюта Никая, 36.11 Вот один монах пришел к благословенному и, поклонившись ему, сел рядом И затем он сказал благословенному Учитель, только что я был в уединении, и такая цепочка мыслей пришла ко мне Благословенный говорил о трех чувствах О приятном, о болезненном и о чувстве, которое неприятно, неболезненно Об этих трех чувствах говорил благословенный Но он также сказал Все, что чувствуется, подвержено страдательности В связи с чем благословенный сказал Все, что чувствуется, подвержено страдательности Превосходно, монах, превосходно. 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 то прекращается опора отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятия и чувствования прекращаются. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда прекратилась, отвращение прекратилось, невежество прекратилось, затем монах. Я также учил по шаговому успокоению формации. Когда достигается первая джана, то успокаивается внутренняя речь. Когда достигается вторая джана, то успокаивается направление ума и удержание ума. Когда достигается третья джана, то успокаивается восторг. Когда достигается четвертая джана, то успокаивается дыхание. Когда успокаивается основа бесконечного пространства, то успокаивается восприятие форм. Когда достигается основа бесконечного сознания, то успокаивается основа бесконечного пространства. Когда достигается основа отсутствия всего, то успокаивается основа бесконечного сознания. Когда достигается основа ни восприятия, ни невосприятия, то успокаивается опора отсутствие всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятие и чувствование успокаиваются. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда успокоена, отвращение успокоено, невежество успокоено. Есть вот эти шесть затиханий. Когда достигается первая джана, то затихает внутренняя речь. Когда достигается вторая джана, то затихают направления ума и удержания ума. Когда достигается третья джана, то затихает восторг. Когда достигается четвертая джана, то затихает дыхание. Когда достигается основа бесконечного пространства, то затихает восприятие форм. Когда достигается основа бесконечного сознания, то затихает основа бесконечного пространства. Когда достигается основа отсутствия всего, то затихает основа бесконечного сознания. Когда достигается основа ни восприятия, ни невосприятия, то затихает опора отсутствия всего. Когда достигается прекращение восприятия и чувствования, то восприятие и Нечувствования затихают. Когда закончились загрязнения в уме монаха, жажда затихла, отвращение затихло, невежество затихло. Сивака сутта. Ксиваки. Санью Таникая, 36.21. Однажды благословенный пребывал рядом с Раджагаей в монастыре Бамбуковой рощи в Беличем святилище. Там странник Малия Сивака отправился к благословенному и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом, а затем обратился к благословенному. Учитель Гатама. Есть некоторые жрецы и отшельники, которые имеют следующее воззрение. Чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или ни удовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде. Что учитель Гатама скажет на это? Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Ты и сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за желчи. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или ни удовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде. Упускают то, что они знают сами. Упускают то, с чем соглашаются в миру. Поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за слизи, из-за внутренних ветров, из-за комбинации телесных жидкостей, из-за перемены времен года, из-за неаккуратного ухода за телом, из-за жестокого обращения, из-за результата каммы. Ты и сам должен знать, как некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Даже в миру соглашаются с тем, что некоторые чувства возникают из-за результата каммы. Поэтому те жрецы и отшельники, которые имеют воззрение, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль или ни удовольствие, ни боль, все это полностью обусловлено тем, что было сделано им прежде, упускают то, что они знают сами. Упускают то, с чем соглашаются в миру. Поэтому я говорю, что такие жрецы и отшельники ошибаются. Когда так было сказано, странник Малия Сивака обратился к благословенному. — Великолепно, господин, великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть. Точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит меня, как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Желчь, слизь, ветра, комбинации, время года, неухоженность, жестокое обращение и результат Каммы, как восьмая причина. Пояснение к сути Бывает так, что некоторые чувства возникают из-за желчи. Например, боли и болезни, связанные с нарушением работоспособности желчного пузыря. Желчь, слизь, ветра, комбинации, время года, неухоженность, жестокое обращение и результат Каммы, как восьмая причина. Данное окончание, похоже, было добавлено составителями канона для более легкого запоминания. Духхасутта Страдания Санью-Таникая, 38-14 Однажды достопочтенный Сарипутта пребывал в Магадхе, в деревне Налака. И тогда странник Джамбук-Хадика отправился к нему и по прибытии обменялся с ним вежливыми приветствиями. Затем он сел рядом и обратился к достопочтимому Сарипутте. Страдания, страдания. Так говорят друг Сарипутта. О каком страдании так говорят? Есть эти три формы страдательности, мой друг. Страдательность боли, страдательность составного и страдательность изменения. Таковы три формы страдательности. Но есть ли путь? Есть ли практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности? Да, существует путь. Существует практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности. И каков же этот путь? Какова практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности? Именно этот самый благородный восьмеричный путь – правильные воззрения, правильная решимость, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильное усилие, правильная внимательность и правильное сосредоточение – таков путь, такова практика для того, чтобы полностью постичь эти формы страдательности. Это хороший путь, друг мой, хорошая практика для полного постижения этих форм страдательности, достаточной для осознанности. Гандхабхакка сутта. К Гандхабхакке. Санюта Никая, 42.11. Однажды благословенный пребывал среди малов в малском городе Урувелакапе, и тогда градоначальник Гандхабхакка отправился к благословенному и по прибытии поклонившись ему сел рядом. Затем он обратился к благословенному. «Было бы хорошо, господин, если бы благословенный объяснил мне возникновение и окончание страданий. Градоначальник, если бы я объяснил тебе возникновение и окончание страданий по отношению к прошлому, говоря «так было в прошлом», то ты бы засомневался и запутался. «Посему вместо этого я, сидя прямо здесь, объясню тебе возникновение и окончание страданий прямо здесь и сейчас. Слушай внимательно, я буду говорить». «Как скажете, господин», — ответил градоначальник Гандхабхакка. Благословенный сказал. «Как ты думаешь, градоначальник, если какие-то люди в Урувелакапе, из-за которых ты бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Да, господин. Есть люди в Урувелакапе, из-за которых я бы опечалился, заплакал, болезненно запереживал, забеспокоился и впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу?» «Оштрафовали или осудили? А если какие-то люди в Урувелакапе, из-за которых ты бы не опечалился, не заплакал, болезненно запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Да, господин. Есть люди в Урувелакапе, из-за которых я бы не опечалился, не заплакал, болезненно не запереживал, не забеспокоился и не впал в отчаяние, если бы их убили или заключили в темницу, оштрафовали или осудили?» «Почему? В чем причина того, что убийство, заточение, штраф или осуждение одних людей в Урувелакапе, причинили бы тебе печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, тогда как убийство, заточение, штраф или осуждение других людей в Урувелакапе, не причинили бы тебе печали, стинание, боли, беспокойство и отчаяние?» Те люди в урове лакаппе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых доставили бы мне печаль, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, это те, кому я питаю влечение и приязнь. А те люди в урове лакаппе, убийство, заточение, штраф или осуждение которых не доставили бы мне печали, стинание, боль, беспокойство и отчаяние, это те, которым у меня нет влечения и приязни. И теперь, градоначальник, то, что ты сейчас осознал, понял, постиг прямо сейчас, в настоящем, вне зависимости от времени, то это же самое ты можешь соотнести с прошлым и будущим. «Любое возникающее страдание, возникшее во мне в прошлом, имеет желание в качестве причины, желание в качестве корня, поскольку желание есть причина страдания». Поразительно, господин. Изумительно. Как ловко благословенно изложил это. Имени Чараваси, который очень далеко живет от меня. Когда я просыпаюсь утром, я отправляю посыльного, говоря ему, иди и узнай, как там Чараваси. И покуда не вернется посыльный, я прямо вне себя, думая, надеюсь, Чараваси не заболел. Теперь, градоначальник, как ты думаешь, если Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если моего сына Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется. Как же мне не испытывать печали? Стенание, боли, беспокойство и отчаяние. Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению, можно осознать, как, появляясь, возникает страдание. Желание – это источник страдания. Желание – его корень, поскольку желание есть причина страдания. Теперь, как ты думаешь, градоначальник, прежде, чем ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Нет, господин. А после того, как ты увидел или услышал о матери Чараваси, испытывал ли ты к ней желание, страсть или любовь? Да, господин. Как ты думаешь, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, будешь ли ты печалиться, плакать, болезненно переживать, беспокоиться и впадать в отчаяние? Господин, если мать Чараваси убьют или заключат в темницу, а штрафуют или осудят, вся моя жизнь перевернется, как же мне не испытывать печали, стенания, боли, беспокойства и отчаяния? Таким образом, градоначальник, благодаря этому разумению можно осознать, как появляясь, возникает страдание. Желание – это источник страдания. Желание – его корень, поскольку желание есть причина страдания. Хатхакка сутта. К хатхакке. Ангутара Никая, 3.34. Отрывок. Однажды благословенный пребывал рядом с Алави, расположившись на подстилке из листьев, рядом с лесной тропой, протоптанной быками. И тут хатхакка из Алави, блуждающей по лесу, в поисках места для физических упражнений, увидел благословенного, сидящего на подстилке из листьев, рядом с лесной тропой, протоптанной быками. Увидев его, он подошел, поклонился и сел рядом. Затем он обратился к благословенному. Учитель. Я надеюсь, благословенный спал спокойно? Да, молодой человек, я спал спокойно. Я один из тех в мире, кто спит спокойно. Но, учитель, зимняя ночь холодна, в феврале выпадает снег, тверда земля, истоптанная копытами быков, тонка подстилка из листвы, тонкие ваши желтые одежды, на деревьях лишь редкие листья, холодные ветра задувают. И все равно благословенный говорит, да, молодой человек, я спал спокойно. Я один из тех в мире, кто спит спокойно. В таком случае, молодой человек, я задам тебе вопрос. Отвечай, как посчитаешь должным. Как ты думаешь, представь домохозяина или его сына, у которого есть дом с остроконечной крышей, покрытый штукатуркой и внутри и снаружи, не пропускающий сквозняков, с плотно закрывающимися от ветра окнами и дверьми. Внутри дома стоит диван, набитый конским волосом, покрытый длинным одеялом из овечьей шерсти, одеялом из белой шерсти, расшитым одеялом, куском оленей шкуры, с балдахином наверху и с красными подушками на каждой стороне. И там горит лампа, и четыре жены спят вместе с ним. Как ты думаешь, спокойно он бы спал или нет? Каково твое мнение? Конечно, учитель, он спал бы спокойно. Он был бы одним из тех, кто спит спокойно. Но как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный страстью, так что охваченный этим жаром, что рожден страстью, он бы спал беспокойно? Может, учитель. И что касается жара, рожденного страстью, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно, то эта страсть была оставлена Татхагаттой. Ее корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем, поэтому он спит спокойно. И как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный отвращением, так что охваченный этим жаром, что рожден отвращением, он бы спал беспокойно? Может, учитель. И что касается жара? Рожденного отвращением, из-за которого домохозяин или его сын спал бы беспокойно? То это отвращение было оставлено Татхагаттой, его корень уничтожен, сделан подобным обрубку пальмы, лишен всяческих условий для развития, не способный возникнуть в будущем, поэтому он спит спокойно. И как ты думаешь, молодой человек, может ли возникнуть в этом домохозяине или в его сыне какой-либо телесный жар или умственный жар, рожденный невежеством, так что охваченный этим жаром, что рожден невежеством, он бы спал беспокойно? Может, учитель. Не способный возникнуть в будущем. Поэтому он спит спокойно. Всегда. 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 Он спит спокойно. Брахман, который полностью освобожден, который не льнет к чувственным удовольствиям, который лишен всяческих обретений, нашедшей успокоения, отрубив все путы и подавив в сердце страх. Остывший он спит спокойно, обретя в уме покой. Отчаика сутта. Отчаика сутта. Срочная. Ангутара Никая 3.91. Есть три неотложных дела домохозяина-фермера. Какие три? Вот фермер быстро подготавливает поле так, чтобы оно было хорошо вспахано и взборонено, он быстро сеет семена. Быстро посадив семена, он быстро запускает на поле воду и затем выпускает. Таковы три неотложных дела фермера-домохозяина. И теперь фермер не имеет власти, чтобы сказать, пусть мой посев взойдет сегодня, пусть зерна появятся завтра, пусть они созреют послезавтра. Но только, когда пришло время, посевы фермера взойдут, зерна появятся и созреют. Точно так же есть три неотложных дела монаха. Какие три? Развитие возвышенной нравственности. Развитие возвышенного ума. Развитие возвышенной мудрости. Таковы три неотложных дела монаха. И теперь монах не имеет власти, чтобы сказать, пусть мой ум будет освобожден от загрязнений за счет отсутствия привязанности сегодня или завтра или послезавтра. Но только, когда пришло время, его ум будет освобожден от загрязнений за счет отсутствия привязанностей. Таким образом, монахи, вы должны тренировать себя так. Сильным будет наше желание развивать возвышенную нравственность. Сильным будет наше желание развивать возвышенный ум. Сильным будет наше желание развивать возвышенную мудрость. Вот так вы должны тренировать себя. Чавалатта сутта. Полена из погребального костра. Ангутара Никая 4.95. Монахи. Есть четыре типа личности, существующих в мире. Какие четыре? Тот, кто не заботится ни о собственном благополучии, ни о благополучии другого. Тот, кто заботится о благополучии другого, но не заботится о собственном благополучии. Тот, кто заботится и о собственном благополучии, но не заботится о благополучии другого. И тот, кто заботится и о собственном благополучии, и о благополучии другого. Монахи. Если взять в пример полена из погребального костра, что обожжено с обоих концов, а в середине измазано нечистотами, которое не пойдет для топлива ни в деревне, ни в лесу, то таков, я говорю вам, монахи, и тот, кто не заботится ни о собственном благополучии, ни о благополучии другого. Монахи. Есть человек, который заботится о благополучии других, но не заботится о собственном благе. Из этих двух типов, последний, наилучший. Монахи. Есть человек, который заботится о собственном благополучии, но не заботится о благополучии других. Из этих трех типов. Он наилучший. Монахи. Есть человек, который заботится и о благополучии других, и о собственном благополучии. Из этих четырех типов. Он самый выдающийся. Ведущий. Глава. Наилучший и величайший. Монахи. Если взять в пример то, как корова дает молоко, из молока получается творог, из творога – масло, из масла – топленое масло, из топленого масла – сливки, и это считается наилучшим. То таков и тот монахи из четырех типов личности, кто заботится о своем собственном благополучии и о благополучии другого, выдающийся, ведущий, глава, наилучший и величайший монахи. Таковы четыре типа личностей, существующих в мире. Дана Сутта. Даяние. Ангутара Никая, 7, 49. Я слышал, что однажды Благословенный прибывал в кампе на берегу озера Гагара. И большое число мирян из кампы пришли к достопочтенному Сарепутте. Давно у нас не было возможности, достопочтенный, послушать Дхамму из уст самого благословенного. Было бы хорошо, если бы мы могли послушать Дхамму из уст самого благословенного. В таком случае, друзья, приходите на следующий день у посадхи, и, возможно, вы услышите Дхамму из уст самого благословенного. Как скажете, достопочтенные, ответили миряне из кампы, достопочтенному Сарепутте. Поднявшись со своих сидений, поклонившись ему, и, обойдя его справа, они ушли. Затем на следующий день у посадхи миряне из кампы пришли к достопочтенному Сарепутте, и, по прибытии, поклонившись ему, встали рядом. Тогда достопочтенный Сарепутте вместе с мирянами из кампы отправились к благословенному, и, по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. И достопочтенный Сарепутте обратился к благословенному. Может ли быть так, что, когда человек дает какой-либо дар, это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу? Да, Сарепутте, есть случай, когда человек дает какой-либо дар, и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар, и это приносит большой плод, большую пользу. Сарепутте, бывает так, что человек преподносит дар ради собственности. Сарепутте, бывает так, что человек дает свою коробу, с первых, большую плод, большую пользу, с половиной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопления благих заслуг, с мыслью, я буду наслаждаться этим после смерти. Он дает свой дар, еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такое дарение, в поисках собственной выгоды, с умом, устремленным к получению выгоды, ищет для себя накопление благих заслуг с мыслью «Я буду наслаждаться этим после смерти, после распада тела, после смерти он рождается в мире четырех великих царей». Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Затем бывает так, что человек преподносит дар не ради собственной выгоды, и его ум не устремлен к получению выгоды, он не ищет для себя накопления благих заслуг, и у него нет мысли. Я буду наслаждаться этим после смерти. Вместо этого он преподносит дар с мыслью. Дарение — это хорошо. Он дает свой дар еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовония и мази, постельные принадлежности, кров, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такой дар, с мыслью, дарение — это хорошо, после распада тела, после смерти, он рождается в компании дэвов мира 33-х. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо того, чтобы подумать так, деяние — это хорошо, он преподносит дар с мыслью. Такие дары давались в прошлом, делались в прошлом моим отцом и дедом. Было бы неподобающе для меня сделать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился. И тогда, после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов Ямы. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, эта способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно, в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью «Я не испытываю недостатка», а они испытывают недостаток. Было бы неправильно для меня, будучи обеспеченным, не дарить тем, кто не обеспечен. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире довольных дэвов. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью, подобно тому, как подносили дары великим мудрецам прошлого. Адхаки, Вамаки, Вамадеви, Весамитти, Яматаги, Ангераси, Пхарадваджи, Васетхи, Касапи и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов, наслаждающихся сотворениями. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо этого, он преподносит дар с мыслью, когда сделано мной, это дарение, это делает мой ум спокойным. Удовлетворение и радость появляются. И после распада тела, после смерти, он рождается в мире дэвов, имеющих власть над творениями других. Затем, после того, как потеряла силу, это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он возвращается обратно в этот мир. Или вместо того, чтобы подумать так, когда сделано мной, это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются. Он преподносит дар с мыслью, это украшение ума, поддержка ума. Он дает свой дар еду, питье, одежду или средства для передвижения, гирлянду, благовоние и мази, постельные принадлежности, кровь, лампу, жрецу или отшельнику. Как ты думаешь, Сарипутта, может ли человек дать такой дар? Может, учитель. Сделав такое подношение, не ради собственной выгоды, с умом, не устремленным к получению выгоды, без поисков, накопления для себя, благих заслуг, не с мыслью, я буду наслаждаться этим после смерти, не с мыслью, деяние это хорошо, не с мыслью, такие дары давались в прошлом, делались в прошлом, моим отцом и дедом, было бы неподобающе для меня делать так, чтобы этот старый семейный обычай прекратился. Не с мыслью. Пхарадваджи, Васетхи, Касапи и Пхагу, то таким же будет это мое подношение даров. Не с мыслью. Когда сделано мной это дарение, это делает мой ум спокойным, удовлетворение и радость появляются. Но с мыслью это украшение ума, поддержка ума, то после распада тела, после смерти он рождается в мире Брахмы. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся. Он не приходит обратно в этот мир. В этом Сарипотта заключается причина, почему человек дает какой-либо дар и это не приносит большого плода, большой пользы, тогда как другой человек дает точно такой же дар и это приносит большой плод, большую пользу. Комментарии к Сутте И после распада тела, после смерти, он рождается в мире Довольных Девов. Мир Довольных Девов – это небесный мир Туситы. Затем, после того, как потеряла силу это деяние, это способность, этот статус, это владычество, он становится невозвращающимся. В комментарии сказано, что эта высшая мотивация, не запятнанная более низкими мотивациями, ведет к невозвращению в том случае, если у человека уже есть определенные способности сосредоточений и прозрения, которые обеспечивают чистоту такой мотивации при даянии. Панья Сутта Мудрость Ангутара Никая 8.2 Благословенный сказал, Монахи Есть восемь причин и условий, которые ведут к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Какие восемь? Панья Сутта Второе. По мере того, как он живет, зависит от учителя или от некоего товарища монаха в позиции учителя, которому он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить поступок, симпатию и уважение, он подходит к нему время от времени и интересуется. Достопочтенный Как это понять? Каково значение этого? И тот достопочтенный раскрывает ему то, что для него не было раскрыто, проясняет неясное, рассеивает его замешательство в отношении многочисленных трудных моментов. Таково второе условие и причина. Четвертое. Он нравственный Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны и в духе и в букве, провозглашающие идеально полную и чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух по памяти, исследовал их в уме и тщательно проникал в них воззрением. Таково пятое условие и причина. Шестое. Он зародил усилия к оставлению неблагих качеств и обретению благих качеств. В этом он силен, упорен в старании, не откладывает своей обязанности развивать благие качества. Таково шестое условие и причина. Седьмое. Находясь среди сангхи, он не пускается в беспорядочные и бессмысленные разговоры. Либо он сам говорит о Дхамме, либо просит кого-либо сделать так, либо хранит благородную тишину. Таково седьмое условие и причина. Восьмое. Он пребывает в созерцании возникновения и угасания в пяти совокупностях, подверженных цеплянию. Такова форма, таково ее возникновение, таково ее угасание, таково чувство, восприятие, формации ума, сознания. Таково его возникновение, таково его угасание. Таково восьмое условие и причина, которое ведет к обретению мудрости, основополагающей для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Его товарищи-монахи почитают его так. Этот достопочтенный живет, завися от учителя или от некоего товарища-монаха в позиции учителя, и к нему он утвердил острое чувство стыда и боязни совершить поступок, симпатию и уважение. Вне сомнений, этот достопочтенный знает и видит. Это качество ведет к близости, уважению, почтению, согласию и единству. Они почитают его так. По мере того, как этот достопочтенный живет, завися от учителя, услышав Дхамму, нравственный, много изучал, зародил усердие, он не пускается в беспорядочные и бессмысленные разговоры, пребывает в созерцании возникновения и угасания в пяти совокупностях, подверженных цеплянию. Такова форма, таково ее возникновение, таково ее угасание, таково чувство, восприятие, формацию ума, сознания. Таково его возникновение, таково его угасание. Вне сомнений, этот достопочтенный знает и видит. Это качество ведет к близости, уважению, почтению, согласию и единству. Таковы, монахи, восемь причин и условий, которые ведут к обретению мудрости, основополагающие для ведения святой жизни, когда она еще не была обретена, а также к ее возрастанию, созреванию и осуществлению посредством развития, когда она уже была обретена. Подхама Апия Сутта Неприятен Ангутара Никая, 8.3 Благословенный сказал Монахи, обладая восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими вы семью? Первое. Вот монах хвалит тех, кто немил. И второе. Критикует тех, кто приятен. Третье. Он жаждет обретений, четвертое, и похвалы. Пятое. Он бесстыдный. И шестое. Не имеет боязни совершить проступок. Седьмое. У него порочные желания. Восьмое. Он придерживается неправильных воззрений. Обладая этими восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Монахи, обладая восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Какими восемью? Дутия Апайя Сутта. Неприятен. Ангутара Никая, 8.4. Благословенный сказал. Монахи. Обладая восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Какими восемью? Первое. Вот монах жаждет обретений. Второе. Похвалы. И третье. Репутации. Четвертое. Он не знает должного времени. И пятое. Не знает умеренности. Шестое. Он нечист. Седьмое. Он много говорит. И восьмое. Он ругает и оскорбляет своих товарищей монахов. Обладая этими восемью качествами, монах немил и неприятен его товарищам монахам, а также не уважается, не почитается ими. Монахи. Обладая восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Какими восемью? Вот монах не жаждет обретений, похвалы и репутации. Он тот, кто знает должное время и знает умеренность. Он чист. Он не говорит много. И он не ругает и не оскорбляет своих товарищей монахов. Обладая этими восемью качествами, монах мил и приятен его товарищам монахам, а также уважается и почитается ими. Комментарии к сутте. Пятое. Не знает умеренности. Примечание переводчика. Очевидно, речь идет о знании подходящего момента, чтобы навещать семьи для получения подаяний, даров и т.д. А также далее речь идет об умеренности в принятии этих даров. Шестое. Он не чист. А сутчи. Комментарий. Он наделен нечистым телесным поведением. И т.д. Вера сутта. Враждебность. Ангутара Никая. 10.92. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем благословенный сказал ему, когда у благородного ученика успокоены пять форм страха и враждебности, когда он наделен четырьмя факторами вступления в поток, и когда он за счет мудрости правильно увидел и правильно нащупал благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе. Ада не будет. Утробы животных не будет. Состояния голодных духов не будет. Состояния лишений, нищеты, плохих обителей не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к самопробуждению. И каковы эти пять форм страха и враждебности, что должны быть успокоены? Когда человек отбирает жизнь, то вместе с отбиранием жизни, в качестве подходящего условия, он создает страх и враждебность здесь и сейчас. Создает страх и враждебность в будущих жизнях. Испытывает сопутствующие умственные факторы боли и отчаяния. Но когда он воздерживается от употребления одурманивающих и опьяняющих напитков, что вызывает безрассудство, он не создает страха и враждебности здесь и сейчас, равно как не испытывает и сопутствующих умственных факторов боли и отчаяния. У того, кто воздерживается от употребления одурманивающих и опьяняющих напитков, что вызывают безрассудство, этот страх и враждебность таким образом успокоены. Таковы пять форм страха и враждебности, что должны быть успокоены. И каковы четыре фактора вступления в поток, которыми он наделен? Вот ученик благородных, наделен непреклонной верой в пробужденного. В самом деле он благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага. Знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться. Учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он наделен непреклонной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая, мудрыми, самостоятельно. Он наделен непреклонной верой в Сангху, Сангху учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, четыре пары или восемь типов личностей – это Сангха учеников благословенного, достойное даров, достойное гостеприимства, достойное подношений, достойное уважения, несравненное поле, заслуг для мира. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятнанными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таковы четыре фактора вступления в поток, которыми он наделен. И каков благородный метод, который он правильно увидел и правильно нащупал за счет мудрости? Вот ученик благородных замечает, когда есть это, есть то, с возникновением этого происходит возникновение того. Когда этого нет, то нет и того. С прекращением этого происходит прекращение того. Другими словами, из невежества в качестве подходящего условия возникают формации. Из формаций в качестве подходящего условия возникает сознание. Из сознания в качестве подходящего условия возникает имя и форма. Из имени и формы в качестве подходящего условия возникают шесть чувственных опор. Из шести чувственных опор в качестве подходящего условия возникает контакт. Из контакта в качестве подходящего условия возникает чувство. Из чувства в качестве подходящего условия возникает жажда. Из жажды в качестве подходящего условия возникает цепляние. Из цепляния в качестве подходящего условия возникает становление, из становления в качестве подходящего условия возникает рождение, из рождения в качестве подходящего условия возникает старение и смерть, печаль, стенание, боль, несчастье и отчаяние. Таково возникновение всей этой груды страдания. И теперь с безостановочным прекращением и исчезновением этого самого невежества происходит прекращение формации. С прекращением формации происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение шести чувственных опор. С прекращением шести чувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти, печали, стинания, боли, несчастья и отчаяния. Таково прекращение всей этой груды страдания. Таков благородный метод, который он правильно увидел и правильно нащупал за счет мудрости. Когда у благородного ученика эти пять форм страха и враждебности успокоены, когда он наделен этими четырьмя факторами вступления в поток и когда за счет мудрости он правильно увидел и правильно нащупал этот благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе Ада не будет Утробы животных не будет Состояния голодных духов не будет Состояния лишений, нищеты, плохих обителей не будет Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к самопробуждению Подхама Бодхи сутта Первая сутта о пробуждении Удана 1.1 Так я слышал Однажды благословенный Жил в Урувелле На берегу реки Неранджары У подножия дерева Бодхи Только что реализовав просветление Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней Переживая блаженство освобождения Тогда, по окончании этих семи дней Благословенный, оставив это сосредоточение И в течение первой-трети ночи Направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения, перерождений Так Это существует таким образом Из-за появления того возникает это Так вот, по причине неведения Возникает намеренная активность По причине намеренной активности Возникает сознание По причине сознания возникает совокупность ума-материи По причине совокупности ума-материи возникает шесть чувственных органов По причине шести чувственных органов происходит контакт с внешними объектами По причине контакта возникают ощущения По причине ощущений возникает влечение По причине влечения возникает привязанность. По причине привязанности возникает существование. По причине существования возникает рождение. По причине рождения возникает старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Так возникает вся эта масса страдания. Тогда, осознав значение своего открытия, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье. Когда вещи проявляются упорно медитирующему Брахману, все сомнения исчезнут с пониманием. Каждый из них вместе с причиной, ее породившей. Комментарии к сутте. Когда вещи проявляются. Вещи. Здесь означает четыре благородные истины. Упорно медитирующему Брахману. Обычно слово Брахман означает человека, принадлежащего к привилегированной касте жрецов, священников, учителей. Будда использует этот термин для обозначения полностью освободившегося Архата. Дутия Бодхи сутта. Вторая сутта о пробуждении. Удана 1.2. Так я слышал. Однажды Благословенный жил в Урувелле на берегу реки Неранджары у подножья дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда Благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней, переживая блаженство освобождения. Тогда по окончании этих семи дней Благословенный, оставив это сосредоточение и в течение второй-третьей ночи, направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения перерождений. В обратном порядке. Так. Если то не существует, этого не будет существовать. С растворением того, растворится и это. С растворением неведения, растворится намеренная активность. С растворением намеренной активности, растворится и сознание. С растворением сознания, растворится совокупность ума-материи. С растворением совокупности ума-материи, растворятся шесть чувственных органов. С растворением шести чувственных органов, растворится контакт. С растворением контакта, растворятся ощущения. С растворением ощущений растворится влечение. С растворением влечения растворятся привязанности. С растворением привязанностей растворится существование. С растворением существования растворятся старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Таково растворение всей этой массы страдания. Тогда, осознав значение своего открытия, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишее. Когда вещи проявляются, упорно медитирующему Брахману, все сомнения исчезнут, когда он узнает о полном уничтожении причин их возникновения. Татья Бодхи сутта. Третья сутта о пробуждении. Удана 1.3. Так я слышал. Однажды благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Ниранджаре, у подножия дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней, переживая блаженство освобождения. Тогда, по окончании этих семи дней, благословенный, оставив это сосредоточение и в течение последней третьей ночи, направил свое мудрое внимание на осмысление причины возникновения перерождений в обоих порядках. Так. Это существует таким образом. Из-за появления того возникает это. Так вот, по причине невидения возникает намеренная активность. По причине намеренной активности возникает сознание. По причине сознания возникает совокупность ума материи. По причине совокупности ума материи возникают шесть чувственных органов. По причине шести чувственных органов происходит контакт. По причине контакта возникают ощущения. По причине ощущений возникает влечение. По причине влечения возникает привязанность. По причине привязанности возникает существование. По причине существования возникает рождение. По причине рождения возникают старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Так возникает вся эта масса страдания. Но с полным исчезновением и растворением неведения растворится намеренная активность. С растворением намеренной активности растворится и сознание. С растворением сознания растворится совокупность ума материи. С растворением совокупности ума материи растворятся шесть чувственных органов. С растворением шести чувственных органов растворится контакт. С растворением контакта растворятся ощущения. С растворением ощущений растворится влечение. С растворением влечение растворятся привязанности. С растворением привязанности растворится существование. С растворением существования растворятся старение, смерть, печали, горести, боль, стенания и слезы. Таково растворение всей этой массы страдания. Тогда, осознав значение своего открытия, благословенность сформулировала вдохновленное четверостишее. Когда вещи проявляются, упорно медитирующему Брахману, он живет, побеждая воинство Мары, подобно солнцу, озаряющему небо. Примечание к Сутте Мара – злой дух, один из самых могущественных существ в чувственном мире. Он – фигура, мешающая людям, живущим святой жизнью, прогрессировать в ней. Хумкхунка Сутта Благословенный вышел из этого сосредоточения, один гордый Брахман нанес ему визит. Подойдя и обменявшись вежливым приветствием с благословенным, он остался стоять на уважительном расстоянии, стоя как Брахман обратился к преподобному. Каким образом, о добрый Гатама, можно распознать в человеке Брахмана и каковы причины, по которым человек становится им? Тогда, осознав значимость этого вопроса, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье. Брахман – тот, кто оставил нездоровые состояния ума, негордый, свободный от греховного, владеющий собою, идеальный в понимании истинной природы вещей этого мира, завершивший святую жизнь. К нему правильно применить слово Брахма – тот, у кого ничего в этом мире не вызовет возникновения загрязнений. Примечание к сути Один гордый Брахман – тот, кто смотрит на окружающих свысока, посмеиваясь над ними. Тот, у кого ничего в этом мире не вызовет возникновения загрязнений. Влечения, отвращения, неведения, гордости и неправильных воззрений. Брахмана Сутта Брахманы Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Савадхи, в расположенном в роще Джетты монастыре Анатхапиндики. Тогда, уважаемый Сарипутта, уважаемый Маха Магалана, уважаемый Маха Касапа, уважаемый Маха Качаяна, уважаемый Маха Кухита, уважаемый Маха Капина, уважаемый Маха Чунда, уважаемый Анурутха, уважаемый Реватта, уважаемый Нанда, нанесли ему визит. Видя, как эти уважаемые старейшины подходят, благословенный сказал монахам, «Брахманы идут, о монахи! Брахманы идут!» Тогда один из монахов, рожденный в семье брахманов, спросил преподобного, «Каким образом, достопочтенный, можно распознать в человеке брахмана, и каковы причины, по которым человек становится им?» Тогда, осознав значимость этого вопроса, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишие. Те, кто растворил нездравые состояния и стал полностью внимательным, приосужденные, уничтожившие все загрязнения, они являются брахманами в этом мире. Мучалинда сутта Змей Мучалинда Удана 2.1 Так я слышал, однажды благословенный жил в Урувелле, на берегу реки Неранджары, у подножья дерева Бодхи, только что реализовав просветление. Тогда благословенный сидел в позе со скрещенными ногами в течение семи дней, переживая блаженство освобождения. Так случилось, что вне сезона в течение семи дней бушевала буря с проливным дождем и холодным ветром. Тогда Мучалинда, царь Нагов, оставив свое обиталище, семь раз обернул свое тело вокруг благословенного и расправил свой гигантский капюшон над его головой, желая защитить господина от холода, жары, ветра, солнца, беспокоящих мух, комаров и присмыкающихся. Когда эти семь дней подошли к концу, и благословенный вышел из своего сосредоточения, Мучалинда, царь-змей, видя, что облака ушли и небо чисто, свернул свои кольца с тела господина. Извинив форму тела и приняв облик юноши, змей склонился перед благословенным, сложив руки в жесте почтительного приветствия. Осознав значимость этого момента, благословенный сформулировал вдохновленное четверостишье. Невовлечение — это счастье для того, кто удовлетворен, того, кто знает хамму и кто видит ее. Непривязанность — это счастье в этом мире. Самоконтроль по отношению ко всем живым существам, блаженна отсутствие страсти в этом мире, победа над чувственными влечениями, но растворение воззрения, я, есть, воистину величайшее блаженство. Примечание к сутте. Наги — вид сверхъестественных живых существ, живущих в озерах, реках и океанах, обычно охраняя какое-либо сокровище. Обычно они имеют облик больших кобр или полузмей-полулюдей. Имя Мочалинда произошло от имени Вида Дерева, растущего рядом с местом обитания королевского змея. Раджа-сутта Цари Удана-2-2 Так я слышал. Однажды Благословенный жил недалеко от Савадхи, в расположенном в роще Джетте монастыре Анатхапиндики. Как-то раз, по окончании приема пищи и возвращении из города, большое количество монахов дискутировало в зале для бесед. Темой для обсуждения было, какой из этих двух царей, друг, более богат, имеет большую область влияния, больше имущества, большую территорию, армию, прислуг, силу, сения Бимбисара, царь Магадхи или Пасенади, царь Касалы. Это обсуждение среди монахов продолжалось, не находя своего конца. Когда ближе к вечеру, господин оставив уединение, пришел в зал для бесед и, сев на приготовленное для него место, спросил, что вы обсуждали, собравшись вместе о монахе? Какую тему для беседы вы не закончили? После еды, достопочтенной, мы беседовали на тему, какой из этих двух царей, друг, более богат, имеет большую область влияния, больше имущества, большую территорию, армию, прислугу, силу. Сения Бимбисара, царь Магадхи или Пасенади, царь Касалы. Именно это обсуждение осталось незаконченным, когда благословенный пришел. «Это нехорошо, о монахе, что дети хороших семей, оставившие мир и одевшие рясы монахов, говорят на подобные темы. Собравшись вместе, о монахе, вам следует делать одну из вещей, либо разговаривать о Дхамме, либо сохранять благородное молчание». Осознав значимость этого момента, благословенный сформулировал «Вдохновленное четверостишье». Какое бы блаженство не было найдено в этом мире, будь это даже блаженство миров рая, оно не стоит и одной шестнадцатой части блаженства растворения влечений. Комментарии к сутте. Благородное молчание, тишина ума, занятого практикой медитации. По завету Будды и его последователи, собравшись вместе, должны либо разговаривая, помогать друг другу яснее понять учение, Дхамму, либо не мешать друг другу, развивая медитативное поглощение ума. Калита Махамагалана сутта Махамагалана Удана 3.5 Калита Так я слышал. Однажды благословенный жил в расположенной недалеко от Савадхи рощи Джетты в монастыре Анатхапиндики. Как-то преподобный Махамагалана медитировал недалеко от Татхагатты, сидя со скрещенными ногами, прямой спиной и утвержденный во внимательности, направленный на собственное тело. Увидев его и осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишее. Утвердившись во внимательности к своему телу, защищая свои органы чувств, монах, старающийся всегда пребывать с объектом медитации, сможет на личном опыте пережить Нибану. Примечания к сутте Защищая свои органы чувств Глаза, нос, язык, тело, уши и ум, не реагируя умом на объекты этих чувственных дверей, сохраняя его с объектом медитации. Пиндапаттика сутта Собирание Подаяния Удана 3.8 Так я слышал. Однажды Благословенный жил в расположенной недалеко от Савадхи роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. Тогда, после возвращения с Пиндапатты и принятия пищи, большое количество монахов в беседке из дерева Карери стала обсуждать тему. Те монахи, кто ходят просить еду в деревню, от дома к дому, во время этого иногда имеют возможность увидеть, услышать, почувствовать и пережить интересное и волнующее. Эти монахи также уважаемы и имеют хорошую репутацию в Санхе. А что, если мы тоже начнем ходить в деревню и просить еду от дома к дому, чтобы также иногда переживать интересные и волнующие вещи и в то же время быть на хорошем счету в Санхе? Так эта оживленная беседа продолжалась, не затихая, до самого вечера. Вечером господин, оставив уединение, пришел в беседку Карери и, сев на приготовленное место, спросил находящихся там монахов, о чем вы беседовали, о монахе, какое обсуждение я прервал своим появлением. Когда монахи рассказали ему тему своей беседы, благословенный молвил, это нехорошо, о монахе, что вы, дети праведных семей, оставив мирской и став аскетами, беседуете на подобные темы. Собравшись вместе, вам следует заниматься двумя вещами, беседовать о Дхамме или соблюдать благородное молчание. Тогда, осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишее. Девы любят монахов, которые ходят просить еду, имеющих мало желания, не нуждающихся в поддержке мирян, тех, кто спокоен и всегда внимателен, но не тех, кто делает это из желания славы и уважения. Примечание к сутте Тогда, после возвращения с Пиндопаты, в этом случае монахи были приглашены в дом мирян, где его владельцы кормили их заранее приготовленной для этого пищей. Во время этого иногда имеют возможность увидеть, услышать, почувствовать и пережить интересное и волнующее. Эти монахи имели в виду возможность, бредя по городу в одиночестве, иногда увидеть что-нибудь интересное, коснуться дарующей еду женщины, услышать приятную музыку и тому подобное. собравшись вместе, вам следует заниматься двумя вещами, беседовать о Дхамме или соблюдать благородное молчание. Находиться с умом поглощенным объектом медитации джаной. Гопала Сутта Пастух Удана 4.3 Так я слышал. Тогда благословенный путешествовал среди народа Касала в окружении большого числа монахов. Как-то раз, когда господин садя с дороги и присев отдохнуть на приготовленное для этого место, один пастух попросил обучить его Дхамме. Когда благословенный разъяснил, вдохновил и обрадовал этого пастуха своей проповедью, тот восторженно взмолился, «Пожалуйста, о преподобный, позвольте мне пригласить вас и сангху монахов принять пищу в моем доме». Когда господин молчанием показал, что согласен, пастух, высказав свое почтение, встал и ушел. На следующее утро этот пастух приготовил большое количество сваренного в молоке рица с приправой из масла кхи. Окончив все приготовления, он навестил благословенного и пригласил его словами, «Приготовления закончены, о преподобный, еда готова». Тогда ближе к полудню господин взял свою рясу, мантию и чашу, вместе с другими монахами отправился в жилище пастуха. Там пастух своими руками прислуживал благословенному и сангхе монахов. Когда они были полностью удовлетворены и отложили свои чаши, встал на колени у ног господина. Тогда благословенный начал учить, вдохновляя, просвещая и радуя того пастуха беседы от хамме. Окончив свою проповедь, учитель поднялся со своего места и вышел. Вскоре после этого гостеприимный пастух был убит на окраине деревни. Когда монахи узнали об этом, они, собравшись с большой группой, пришли к благословенному и, высказав ему свое почтение, сказали, «О преподобный, пастух, пожертвовавший нам рисовую кашу со свежим маслом, сегодня был найден убитым на краю деревни». Тогда, осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишее. Как бы человек не мочил своего врага, как бы палач не пытал свою жертву, неправильно тренированный ум нанесет куда большую боль своему хозяину. Висакха сутта к Висакхе Удана 8 8 Я слышал, что однажды благословенный пребывал в Савадхе в восточном монастыре в дворце матери Мегары. В это время дорогой и возлюбленный внук Висакхе матери Мегары умер. И потому Висакха мать Мегары с мокрыми волосами и мокрой одеждой отправилась днем к благословенному и по прибытии поклонившись села рядом. Затем благословенный обратился к ней. Почему ты пришла сюда Висакха в мокрой одежде и с мокрыми волосами посреди дня? Висакха ответила благословенному Мой дорогой и возлюбленный внук умер. Вот почему я пришла сюда в мокрой одежде и с мокрыми волосами посреди дня. Висакха хотела бы ты иметь столько детей и внуков сколько людей в саватхе? Да, господин, я хотела бы иметь столько детей и внуков сколько людей в саватхе. А сколько людей умирает в течение дня в саватхе? Иногда десять человек умирает в течение дня в саватхе, иногда девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, иногда один человек умирает в течение дня в саватхе. В саватхе всегда кто-то умирает. Так как ты думаешь, Висакха, освободилась бы ты когда-нибудь от мокрой одежды и мокрых волос? Нет, господин, не хватило бы меня на то, чтобы иметь столько детей и внуков, сколько людей в саватхе. Висакха тот, кто имеет сотню любимых, имеет сотню страданий. Тот, кто имеет девяносто любимых, имеет девяносто страданий. Тот, кто имеет восемьдесят, семьдесят, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Тот, кто имеет одного любимого, имеет одно страдание. Тот, у кого нет любимых, не имеет страданий. Они свободны от печали, свободны от пятен, свободны от стенаний, я говорю тебе. Затем, осознав значение этого, благословенный произнес. Печаль, стенания, многие виды страданий в мире существуют, зависимые от того, чем дорожишь. Они не существуют, когда нет того, чем дорожишь. А потому блаженны и беспечальны те, кому ничто и нигде недорого в этом мире. Тому, кто стремится быть беспечальным и незапятнанным, не следует где-либо в этом мире создавать то, чем нужно будет дорожить. Угара сутта, змея, сутта-непатта, 1, 1. Кто сдерживает свой возникающий гнев, как врач останавливает силу яда, проникшего в тело, тот монах покинет оба берега, как змея сбрасывает с себя изношенную кожу. Кто всецело отринул от себя страсти, как, ныряя в воду, срывают лотос, тот монах покинет оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу. Кто отогнал от себя всякое желание, неудержимо подступающее, стремительное, кто погубил его, и сушив его, тот монах покинет оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу. Кто разрушил в себе надменность, как прилив сокрушает тростниковый мостик, тот монах покидает оба берега, как змея оставляет свою отжившую кожу. Кто постиг, что нет неизменной сущности в этом бывании, как нет цветов на фиговой пальме, тот монах забудет оба берега, как змея навсегда бросает свою изношенную кожу. В чьей груди уже нет чувства страха, кто победил все возникающие возрождения, тот монах покидает оба берега, как змея сбрасывает свою отжившую кожу. Кто развеял свои сомнения, кто отсек их от себя вполне и искренно, тот монах расстается с тем и с этим берегом, как змея со своей отжившей шкурой. Кто не рвался вперед, но и не оставался позади, кто победил оба эти мира заблуждения, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не рвался вперед, но и не оставался позади, кто понял, как все обманчиво в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея свою изношенную кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался и позади, тот монах оставляет оба берега, кто не поработил о себе жадность, тот познавший призрачность этого мира, покидает оба берега, как змея свою изношенную кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался позади, свободный от страстей, сознавший обманчивость всего в этом мире, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не рвался вперед, кто не оставался и позади, непобежденный ненавистью, изведавший обманчивость всего в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея свою отжившую кожу. Кто не стремился вперед, кто не оставался и позади, свободный от мечтаний, ясно постигший призрачность всего в этом мире, тот монах покидает оба берега, как змея покидает свою отжившую кожу. Кто все влечения погасил в себе и всякое желание вырвал с корнем, тот монах оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. В ком не возникает вновь чувство страха, кого не возвратит оно опять к этому берегу, тот монах навсегда оставляет оба берега, как змея свою отжившую кожу. В ком не возникает вновь чувство желания, кого не привяжет оно опять к существованию, тот монах покидает оба берега, как змея покидает свою изношенную кожу. Кто разрушил пять преград, свободный от страдания, победивший сомнения, недоступны печали, тот монах покидает оба берега, как змея свою отжившую кожу. Дханья сутта Пастух Дханья Сутта Непата Один Два Я сварил свой рис, я подоил коров, так говорил Пастух Дханья, вместе с товарищами живо я на отмеле реки маги. Мой дом плотно закрыт и огонь зажжен, теперь ты можешь дождиться, о небо. Я свободен от гнева, я свободен от гордости, так говорил Совершенный, эту ночь провел я на отмеле реки маги. Мое жилище не покрыто крышей, и огонь мой потух, ты можешь дождиться, о небо. Я укрылся от оводов, так говорил Пастух Дханья, на лугах обильных травой пасутся мои коровы, дождь не повредит им, теперь ты можешь дождиться, о небо. Крепко снарядил я свою ладью, так говорил Совершенный, и я приплыл к вечному берегу, я достиг той отмеле. Преодолев потоки страстей, теперь та ладья не нужна мне более, ты можешь дождиться, о небо. Не сварлива моя жена, всегда послушна, так говорил Пастух Дханья, «Долгое время она прожила со мной неразлучно, она миловидна, ничего дурного я никогда не слышу от нее, ты можешь дождиться, о небо. Мне послушен мой ум, он свободен вполне, так говорил Совершенный, долгое время я обуздывал свой дух и совершенствовал его, и нет в нем теперь ничего злого, ты можешь дождиться, о небо. Я кормлюсь своим трудом, так говорил Пастух Дханья, и мои дети всегда со мной, они здоровы, ничего злого я никогда не слышу от них, ты можешь дождиться, о небо. Ни одного слуги нет у меня, так говорил Совершенный, что сам я добыл себе, с тем и прохожу через весь мир, нет мне нужды в помощниках, ты можешь дождиться, о небо. У меня есть коровы, и телята есть у меня, так говорил Пастух Дханья, у меня есть также и бык, он господин над коровами, ты можешь дождиться, о небо. Нет у меня коров и телят, так говорил Совершенный, нет у меня и быка, господина над ними, ты можешь дождиться, о небо. Надежно врыты столбы, их нельзя раскачать, так говорил Пастух Дханья, крепки веревки, новые и искусно свиты, коровы не порвут их, теперь ты можешь дождиться, о небо. Как бык порвал я все узы, как слон я прорвался сквозь чащу ползучих растений, так говорил Совершенный, я не войду вновь в утробу рождений, ты можешь дождиться, о небо. Внезапно разразился ливень, заливая землю, наполняя озера. Слыша, что палился дождь, сказал Тханья, немалая прибыль притекла к нам с тех пор, как мы узрели Совершенного, мы прибегаем к тебе, о ты, ударенной мудростью, будь нашим наставником, о великий пустынник, и я, и жена моя, мы оба послушны, благослови нас на добрую жизнь, мы победим рождение и смерть, мы достигнем конца страданий. Кто имеет сынов, тот имеет радость от сынов, так говорил Лукавый Мара, кто имеет стада, тот имеет радость от стад, ибо звенья бытия, радости людей, и тот, у кого их нет, не имеет и радостей. Но так сказал Совершенный, кто имеет сынов, тот имеет и заботу от сынов, кто имеет стада, тот имеет и заботу от стад, ибо звенья бытия, причина людских забот, у кого их нет, у того нет и заботы. Касиб Харадваджа сутта, Брахман Касиб Харадваджа, сутта Непата, 1, 4. Вот, что я слышал. Однажды Совершенный обитал в Магадхе, в деревушке. В то время, пятьсот плугов Брахмана Касиб Харадваджи были запряжены, так как наступило время сеяния. Рано утром оделся Совершенный и взял свою чашу, пошел к тому месту, где трудился Брахман Касиб Харадваджа. В это время Брахман разделял корм. Совершенный пошел на то место, где Брахман делил корм, и, подойдя, стал поодаль. Брахман, увидев, что стоит Совершенный, как бы прося подаяния, сказал ему, «Я, о, странник, пашу и сею, и вспахав, и посеяв, я питаюсь. И тебе также, о, странник, надлежало бы пахать и сеять, и вспахав, и посеяв, питаться. О, Брахман, я пашу и сею, и вспахав, и посеяв, я питаюсь. Однако мы не видим ни ерма, ни плуга достопочтенного Гатамы, не видим мы ни его валов, ни сошника». И опять достопочтенный Гатама сказал ему, «О, Брахман, я и пашу, и сею, и вспахав, и посеяв, я питаюсь». Тогда с такими словами обратился к Брахман к Совершенному. «Ты назвал себя пахарем, но никто не видел тебя пашущим», спрошенный о том, «Скажи нам, в чем твоя походьба, объясни нам это, чтобы твоя походьба стала понятна нам». И отвечал Совершенный, «Вера есть семя, покаяние, дождь, мудрость, мой плуг и мое ермо, смирение, дышло моего плуга, разум, гужи, глубокое размышление, мой сошник. Я охраняю себя в телесности, я блюду себя в слове, я умерен в пище, я веду истину, и ею выпалываю плевлы, любовь мое избавление, подвижничество, мое вьючное животное, оно несет меня к небане, несет, не возвращаясь вспять, не печалясь о покинутом месте. Когда вспахана моя пашня, она приносит плоды бессмертия, вспахав эту пашню, ты избавишься от страдания». Тогда Брахман Касиб Харадваджа нацедил рисового молока в золотую чашу и подав ее совершенному, так сказал, «Пусть совершенный и запьет рисового молока, достопочтенный пахарь, ибо славный Гатама пашет ту пашню, которая приносит плоды бессмертия». Тогда сказал совершенный, «Что добыто здесь в поучении, тем не питаюсь я». Это, об Рахман, уже не устав для того, кто видит ясно. Будда отвергает ранее добытое, таково от века правило Будды. Кто есть совершенный мудрец, чьи страсти развеяны, в чьих деяниях навеки угасло все дурное, тому ты должен служить, иною пищей и иным питьем. Вот верное поприще тому, кто ищет добрых дел. Кому же, о Гатама, предложу я теперь это рисовое молоко? Так сказал Касиб Харадваджа. Я никого не вижу, о Брахман, ни в мире богов и людей, ни среди брахманов и отшельников. Кто бы мог принять это рисовое молоко, кроме совершенного или ученика совершенного? Посему, о Брахман, ты должен вылить это рисовое молоко где-нибудь, где мало травы, или вылить в реку, где нет червей. Так сказал совершенный. Тогда Брахман вылил рисовое молоко в чистую воду. Тогда рисовое молоко, вылитое в воду, забрызгало, зашипело, задымилось клубами, как разогретый древнюю работой сошник, будучи опущен в воду, брызгает, шипит и дымит клубами. Так брызгало, шипело и дымило клубами рисовое молоко, вылитое в воду. Тогда Брахман, испуганный и пораженный, приблизился к совершенному и, приблизившись к нему и, припав головою к его ногам, так сказал совершенному. Как чудно это, о славный Гатама, как чудесно это, о славный Гатама, как подымают то, что было опрокинуто, как обнаруживают то, что было скрыто, как указывают путь заблудившемуся, как вносят лампаду во тьму, чтобы зрячие могли видеть, так и славный Гатама разъяснил истину многими путями. Я прибегаю к славному Гатаме и его Дхарме и Сангхе монахов. Я хочу оставить мир, хочу получить у славного Гатамы одеяние и правила пустынной жизни. И тогда Брахман, Касиб Харадваджа, получил от совершенного разрешения на странничество, получил такие же одеяния и правила. И вот достопочтимый Пхарадваджа, ставший странником и ведя уединенную, смиренную, ревностную, усердную жизнь подвижника, в короткое время постиг и усвоил, то высочайшее совершенство, ради которого люди знатных семей покидают свои дома. Разрушено возрождение, достигнуто совершенство духовной жизни, что должно было свершить, то свершено, и не осталось ничего из надлежащего быть свершенным здесь. Так сознавал он, и вот достопочтимый Пхарадваджа стал блаженствующим. Чунда Сутта Кузнец Чунда Сутта Непатта 1.5 Я прошу у мудрого великого понимания, так сказал Чунда Кузнец. Будда, господин Дхаммы, ты свободный от желаний, лучший из людей, великолепнейший из возничьих. Сколько странников есть на свете, открой мне, прошу тебя. Четыре есть странника, о чунда, и нет пятого, так сказал благословенный. Спрошенный тобою, я открываю тебе. Есть побеждающий путь, и есть поучающий пути, есть идущий праведным путем, и есть оскверняющий путь. Кого же нарекают Будды побеждающим путь, так сказал Чунда Кузнец. И как мне узнать поучающего пути, спрошенный мною, укажи мне живущего на праведном пути, и укажи оскверняющего путь, кто отринул сомнения, так сказал благословенный, кто не страждет больше, но блаженствует в Нибане, свободный от жадности, водитель мира, людей и богов, того именуют Будды, победоносно свершающим свой путь. Кто уже в этом мире постиг, что лучшее есть Нибана, кто излагает и объясняет вечную Дхаму, того мудрого рассекающего сомнения, того недоступного желанием второго из странников нарекают Будды по учающим пути. Кто живет под Хамми, ясно постиг Шитхамму, кто укоротил себя и внемлет, кто вещает лишь непостыдное слово, того третьего из странников они нарекают живущим праведным путем, кто же подделываясь под вид добродетельного бесчесть от семейства бесстыден и лжив необуздан и лицемерен тот назовется оскверняющим путь и вот кто постиг четырех странников кто хозяин дому богат и разумом ученик достопочтенных и мудрых понял что все они таковы у того не иссякнет вера ибо он всегда различит не испорченного от испорченного и не сравняет не чистого с чистым сутта непатта один шесть парабхава сутта потеря так я слышал однажды ночью некое божество прекрасное видом осветившее собою всю окрестность снизошло к совершенному и приветствовав его отошло к стороне и стоя в стороне обратилась к совершенному с такими словами мы вопрошаем тебя готама о человеке страдающем от потери я пришел спросить тебя скажи нам в чем причина потери для теряющего легко узнаешь выигрывающего не труднее заметить и теряющего кто возлюбил дхамму тот выигрывающий кто возненавидел ее тот теряющий это так это первый теряющий а втором теперь ты поведай нам о совершенной в чем причина потери для теряющего злые люди дороги тому кто не делает ничего из любезного доброму кто восхваляет пути нечестия вот причина потери для теряющего это так это второй теряющий а третьим теперь ты поведай нам о совершенной в чем причина потери для теряющего сонливость ленность преданность гневу любовь к пиршествам неуверенность вот причина потери для теряющего это так это третий теряющий а четвертом теперь ты поведай нам о совершенной В чем причина потери для теряющего? Кто, будучи богат, не заботится ни об отце, ни о матери, не заботится о них, постаревших, навсегда потерявших былые силы? Вот причина потери для теряющего. Это так. Это четвертый теряющий. О пятом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Кто ложью и лицемерием достигает степени мудрого или отшельника, или другой степени из монашествующих? Вот причина потери для теряющего. Это так. Это пятый теряющий. О шестом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Многими богатствами владеет человек. Много у него золота и явств. Ни с кем не поделится он. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это шестой теряющий. О седьмом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Своим происхождением. Богатствами. Своим происхождением. Богатствами. Своей родословной гордится. Человек. Он презирает ближних. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это седьмой теряющий. О восьмом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Все приобретенное им расточает человек. Похотливый. Друг хмельных напитков. Игрок в кости. В том причина потери для теряющего. Это так. Это восьмой теряющий. О девятом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Кто недовольствуется своею женой и влечется к женам других? В том причина потери для теряющего. Это так. Это девятый теряющий. О десятом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Когда человек, достигший преклонного возраста, вводит в дом свою жену с прекрасными персями и всю ночь не может сомкнуть очей, встревоженной ревностью. Вот причина потери для теряющего. Это так. Это десятый теряющий. Об одиннадцатом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Кто во главе хозяйства в доме ставит женщину или мужчину, наклонных к пьянству и расточительству? Вот причина потери для теряющего. Это так. Это одиннадцатый теряющий. О двенадцатом теперь ты поведай нам о совершенной. В чем причина потери для теряющего? Кто жаден, завистлив к чужим богатствам, кто, будучи рожден в семье воинов, жаждет владычества над целым светом? Вот причина потери для теряющего. Раздумывая о тех причинах потери в этом мире, мудрый достойный человек, одаренный видением как есть, достигнет счастливого места богов. Комментарии к сутте. Мы вопрошаем тебя, о Гатама, о человеке, страдающем от потери. Я пришел спросить тебя, скажи нам, в чем причина потери для теряющего? Здесь более уместно было бы перевести не потеря, а падение, и, соответственно, не теряющий, а падший, а также подобным образом перевести и название сутты. Васала сутта, презренный, сутта-непатта, один, семь. Так я слышал. Рано утром, одевшись и взяв свою чашу, вышел Совершенный, чтобы просить подаяния. В то время палал очаг в жилище Брахмана Аггика Бхарадваджи, и у порога были выставлены приношения. Совершенный, прося подаяния и, ходя от дома к дому, подошел к жилищу Брахмана. Брахман, заметив его, сказал ему, «Остановись здесь, о постриженник! Остановись здесь, о нищестранник! Остановись здесь, о презренный!» Услышав это, Совершенный сказал Брахману, «Разве ведомо тебе, презренные, о Брахман, и разве ведомо тебе, что делает человека презренным?» «Нет, о славный Гатама, мне неведомо, кто презренный, и неведомо, что делает человека презренным. Пусть достопочтенный Гатама научит меня, чтобы я познал, кто презренный и что делает человека презренным». — Послушай же, о Брахман, послушай внимательно, что я скажу тебе. — Пусть будет так, о достопочтенный, — отвечал Брахман. Тогда начал говорить совершенный. Кто зол и несет в себе ненависть, кто лицемерен и дурен, кто предан ложному мнению, кто склонен ко лживости, в нем ты признай презренного. Кто в этом мире вредит живым существам, один раз и дважды рожденным, в ком нет к ним сострадания, в том ты признай презренного. Кто осаждает города и поселки, кто разрушает их, в ком все видят врага и боятся его, в нем ты признай презренного. Кто крадет чужое добро, будь то в лесу или в селении, кто завладевает тем, что не дано ему, в нем признай ты презренного. Кто, будучи должен, уклоняется от уплаты, когда наступает срок, говоря «я вовсе и не должен тебе», в нем признай ты презренного. Кто в похвальбе своим удальством убивает человека, мирно идущего своею дорогой, в нем признай ты презренного. Кто, как свидетель, будучи спрошен, лжет ради своей выгоды или ради выгоды другого, или ради подкупа, в нем признай ты презренного. Кто увлекает жен друзей или близких, и они охотой или неволей идут к нему, в нем признай ты презренного. Кто, будучи богат, не поддерживает ни отца, ни матери, постаревших, потерявших былые силы, в нем признай ты презренного. Кто оскорбляет мать, отца или брата, сестру или свекровь, кто поносит их, в нем признай ты презренного. Кто, просимый научить доброму, поучает дурному, кто советует другим лживость и изворотливость, в нем, кто бы он ни был, ты признай презренного. Кто лицемерен, кто, совершив дурное дело, надеется про себя, ведь никто не узнает о том, в том признай ты презренного. Кто любит от других принимать угощения, но сам не отплачивает им тем же, в нем признай ты презренного. Кто вероломный, обманывает брахмана и странника, обманывает и других монашествующих, в нем признай ты презренного. Кто докучает брахману и пустыннику, кто ничего не дает им в обеденное время, в нем признай ты презренного. Кто весь окутанный невежеством, порицает несбыточное, кто домогается здесь пустого и ничтожного, в нем признай ты презренного. Кто восхваляет себя и унижает других, да кто в своей надменности доходит и до этой низости, в нем признай ты презренного. Кто корыстен и поощряет дурное, кто полон грешных желаний, не страшится греховного, кто порабощен завистью, злом и бесстыдством, в нем признай ты презренного. Кто поносит Будду или ученика его, будь то нищенствующий монах или мирянин, в нем признай ты презренного. Кто, не будучи благословенным, чьится представить из себя благословенного, тот есть только тать во всех мирах и в мире брахмы, тот самый гнусный из всех презренных. Всех тех, о ком говорил я здесь, считай ты презренными. Итак, нерождением становится человек презренным, нерождением он становится и брахманом. Нет, за свои дела заслуживают презрение и за свои дела прославляются брахманом. Знай же ты, что это правда. Вот что я расскажу тебе. Жил один презираемый, по имени Матанга. Матанга достиг величайшей славы, достигаемой здесь лишь немногими, и брахманы и воины приходили служить ему. Он восседал на колесницу богов и вступил на ту высочайшую дорогу, на которой нет земной пыли. От ринув всякое плотское желание, он вошел в царство брахмы. А ведь его происхождение не сулило ему возрождение в царстве брахмы. С другой стороны, есть брахманы, рожденные в семьях наставников, друзей гимнов. Но они увязли в своих грехах и достойны только презрение в этом мире. А в будущем их ждет преисподнее. Ни от порицания, ни от мрачного места не спасет их происхождение. Итак, не рождением становится человек презренным, не рождением он становится и брахманом. Нет, за свои дела заслуживают презрение и за свои дела прославляются брахманом. Когда кончил свою речь совершенной, то брахман обратился к нему с такими словами. Чудесно, о славный Гатама, чудесно, о славный Гатама. Как тот, кто, о славный Гатама, находит потерянное, обнаруживает скрытое, указывает путь заблудшему, вносит свет во тьму, чтобы имеющие очи могли видеть, так и ты, о славный Гатама, различными путями разъяснил истину. У тебя я ищу прибежище теперь, о славный Гатама, в твоем учении и семье нищенствующих. Прими меня, о Гатама, как последователя. Отныне всю жизнь я буду находить в тебе убежище. Карания метта сутта Дружелюбие Сутта Непата 1.8 Вот, что следует исполнить тому, кто ищет здесь доброго, кто жаждет своему духу покоя. Пусть будет он прямодушен и бодр, совестлив и кроток в речи, уступчив, не горд. Пусть он идет своим путем, успокоенный, неотягощенный заботами, с утихшими чувствами, сокрепший мудростью, ненадменный, нежадный. Пусть он никогда, даже и не подумает, что-либо такое, за что бы могли упрекнуть его мудрые. Да будут счастливы все существа, да живут все они в радости и довольстве. Все живые существа, которые только есть на свете, и слабые, и сильные, и длинные, и короткие. И большие, и средние, и великие, и малые, видимые и невидимые, живущие близко и далеко, рожденные, или только носимые в утробе. Все они, да будут счастливы. Пусть никто не обманывает других, пусть никто и никогда не обижает других, пусть никто ни гневом, ни злобою не вредит другим. Как неусыпно мать охраняет свое единственное дитя, как дорожит она его жизнью, так пусть каждый объемлет своим благоволением все существа. Пусть он простирает свое благоволение сквозь все миры, пусть обнимает он их своим благосклонным духом. И вдаль, и вглубь, и ввысь, без вражды, без тревоги, без ненависти. Стоя или лежа, сидя или ходя, в каждую минуту бодрствования, пусть он придается осознанию этого, этот путь жизни, самый лучший на свете, добродетельный, одаренный совершенную мудростью, потушивший в себе жажду плотских наслаждений, Никогда не вступит вновь на путь рождений и смертей. Ратана Сутта. Сокровище. Сутта Непатта 2.1. Все духи, пришедшие сюда, вы, привязанные к земле и витающие в воздухе, будьте все вы счастливы и внемлите сказанным словам. Внемлите, о духи, будьте милосердны к людскому роду. И днем, и в ночи, приносящему свои жертвы, ревностно охраняйте людей. Никакое сокровище ни здесь, ни в ином мире, никакие драгоценности небес не сравняются с совершенным. Великое сокровище обрели мы в Будде. Истиной им возвещенную воцарится блаженство. Разрушение страстей, свобода от них, и то дивное бессмертие, которого достиг Шакьямуни. Нет ничего равного этой истине. Великое сокровище обрели мы в Дхамме. Ее правдою воцаряется блаженство. Чистота, прославленная величайшим из Будд, непрерывное размышление. Вот великая бесподобная истина. Дивное сокровище обрели мы в Дхамме. Ее истиной достигается блаженство. Восемь их, прославленных праведным, восемь их, учеников благословенного, достойных подношения, что даровано им, то принесет благие плоды. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее правдою воцаряется блаженство. Кто приникнет к словам Гатамы, свободный духом, не встревоженный желаниями, тот получает высочайшую награду, погрузившись в бессмертное, блаженствуя в нем, не купленным, никакою ценою. Великое сокровище обрели мы в Дхамме. Ее истинною возвещается спасение. Непотрясаемы четырьмя ветрами стоят столбы городских ворот, крепко врытые в землю. Ничто не поколеблет праведного, постигшего благородные истины, ясно постигшего их. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее истиной достигается исцеление. Кто постиг священные истины, благостно возвещенные мудрым, тот не примет вновь возрождение. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Той истиной зачинается блаженство. Он, принявший блаженное знание, навсегда победил здесь три чаши — мечтания, сомнения и все то, что мог бы стяжать себе своею добродетелью и своими святыми делами. Из четырех темниц сам себя вывел он на свободу. Шесть смертных грехов до конца сокрушены им. Великое сокровище обрели мы в Будде. Его истиной достигается блаженство. Ни телом, ни словом, ни мыслью он не мог бы совершить греховного дела, да не мог бы даже сокровенно подумать о нем. Разве можно то испытавшему состояние блаженства? Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее правдою воцаряется блаженство. Под теплыми лучами зацвели деревья. Высоко к небу подняли они свои верхушки все в цвету. Дивные пути создал здесь Будда. Те пути, что ведут к неббане при великому счастью. Верное сокровище обрели мы в Будде. Истиной им возвещенную воцарится блаженство. Дивную истину возвестил он нам, несравненный. Он узревший прекрасное. Он дающий прекрасное. Он несущий прекрасное. Великое сокровище обрели мы в Будде. Истиной им возвещенную воцарится блаженство. Разрушено прежнее. Не возникнет новое. Мудрые, презревшие будущее, навсегда покинули это место пребывания. Как это лампада, угасают они, сокрушившие желания. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее истиной воцарится блаженство. Все вы, духи, пришедшие сюда, духи земные и надземные, прославьте всесовершенного Будду, прославьте его, чтимого людьми и богами, да наступит блаженство. Все вы, духи, пришедшие сюда, духи, витающие в воздухе и привязанные к земле, прославьте всесовершенную Дхамму, чтимую людьми и богами, да наступит блаженство. Сутта Непатта, Два, Два, Амагандха Сутта, Оскверняющая, Кто питается плодами и корнями, праведным путем полученными от праведных, тот никогда не лжет, никогда не жаждет телесных радостей, кто ест затейливые кушанья, вкусно состряпанные, поданные другими, кто любит рисовую пищу, тот ест, о Касапа, то, что оскверняет. Это запрещение скверного, не приму я. Так ты сказал, о Брахман, любящий рисовую пищу, вкусно приправленную птичьим мясом. Тебя я спрашиваю, о Будда, как ты учишь, каков твой устав об оскверняющем? Разрушение жизни живых существ, убийства и заклания, удавления и похищения, ложные речи, обманы и обольщения, недостойное слово и прелюбодеяния, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Необузданность в плотских наслаждениях, жадность к сладостям жизни, близкие связи с нечистыми, несправедливость и неуверенность, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Жестокость и грубость, клевета и предательство, безжалостность и надменность, оставление других людей без помощи, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Гордость, пустосвятство и пьянство, лесть, зависть и высокомерие, несправедливость, спесь и надменность, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Зло и недобросовестность, лживость и двуличие, душевная низость и греховность, вот что оскверняет человека, а не скоромная пища. Необузданность в отношении к другим существам, оскорбление благодетелей, злоба и хитрость, жестокость и непочтительность, вот что оскорбляет человека, а не скоромная пища. Зависть, враждебность, поношение, вот что оскверняет человека, вот что оскверняет его, привязанного здесь к греху, и после смерти, идущего во тьму, вниз головой, летящего в бездну. Ни ногота, ни бритье головы, ни грязь, ни нечистота тела, ни пост, ни рыбная пища, ни заплетение волос в косы, ни обильные приношения, ни возжигание жертвенных огней, ни многое покаяние, ни наблюдение за временами года, ни очистит смертного, ни постигшего, вечной Дхаммы. Чистый в чувствах, охраненный во впечатлениях, твердо опираясь над Дхамму, шествует мудрый, радуясь тому, что прекрасно и праведно, разрушив все узы, далеко за собой оставив всякое страдание. Он никогда не привяжется вновь, ни к чему видимому и слышимому. Так поучал благословенный. И Брахман, сведущий в гимнах, понял его. Мудрый, далекий от скверны, неуловимый, независимый, разнообразными путями объяснил ему истину. Прослушав дивное слово Будды, его, свободного от всего нечистого, предавшего забвению всякие скорби, умиленный Брахман, прославил совершенного и принял его Дхамму. Хири сутта Смирение Сутта Непата 1, 2, 3 Кто нарушает завет смирения, кто, говоря, «Я друг тебе», не поступает так, чтобы дружба его стала явною, так ты думай о нем, он не друг мне. Чьи слова к другим всегда ласковы, но не таковы поступки, в том разумный, признает человека, на словах только доброго, но не на деле. Не друг тот, кто всегда готов на раздоры, кто в своих друзьях ищет только ошибок, но с кем сладко живется тебе, как ребенку на груди родной матери. Тот только твой верный друг, которого ничто не отторгнет от тебя, чьи дела несут другим радости, тот славен в этом мире, покуда стоит людской род. Вкусив радости, уединения и спокойствия, ты, подчерпая в Дхамме, освободишься от страха и навсегда отдалишься от зла. Мангала сутта «Наивысшая защита» Сутта Непатта 2.4 Так я слышал, наступила ночь, и божество, прекрасное видом, озарив собой всю окрестность, приблизилось к совершенному, и приблизившись и поклонившись ему, стало подле, и стоя подле, то божество обратилось к совершенному с такими словами. Жаждущие счастья, многие боги и люди, поучали о защите, ты поведай мне, в чем наивысшая защита. Сказал Будда, не входить в дружбу с безумцами, но дружить с разумными, прославляя тех, кто должны быть прославлены, вот наивысшая защита. Жить в прекрасной стране, нести с собой добрые дела во прежней жизни, ревностно охранять свой дух, вот наивысшая защита. Великое научение и познание, верное разумение устава, благое слово, вот наивысшая защита. Прислуживать отцу и матери, защищать жену и ребенка, заниматься честным трудом, вот наивысшая защита. Подавать просящему, жить благочестивой жизнью, заботиться о ближних, вершать лишь одно непостыдное, вот наивысшая защита. Отвращаться от всего греховного, не любить хмельных напитков, верно следовать Дхамме, вот наивысшая защита. Благоговение и покорность, спокойствие и признательность, поучение Дхамме в благоприятное время, вот наивысшая защита. Добрая речь и терпение, близость с мудрыми, благочестивые с ними беседы, вот наивысшая защита. Покаяние и целомудрие, внимание к благородным истинам, непорочная любовь к бессмертному, вот наивысшая защита. Не волноваться желанием, прикасаясь к земным вещам, не допускать к себе оскверняющего, быть недоступным печали и верить истине, вот наивысшая защита. Верно держать путь свой, с несмущенным духом, свершая благое, вот наивысшая защита. Сутта Нипатта 2, 5 Сучелома Сутта Якха Сучелома Так я слышал, однажды злой дух Кхара и злой дух Сучелома проходили неподалеку от благословенного. И вот злой дух Кхара спросил злого духа Сучелому, пустынник ли был тот человек? Сучелома ответил, нет, он не пустынник, он лицемер. Все же пойду удостоверюсь, верный ли он пустынник или же только лицемер. Тогда злой дух Сучелома подошел к благословенному и, подойдя к нему, тронул его. Благословенный отстранился от него. Тогда злой дух Сучелома сказал благословенному, о пустынник, разве ты сердишься на меня? Благословенный ответил, нет, друг, я не сержусь на тебя, но твое прикосновение ко мне греховно. Сучелома сказал, я задам тебе вопрос, о пустынник, если не сможешь ты ответить мне, или я развею твои мысли, или раскалю твое сердце, или, взяв тебя запяту, переброшу на ту сторону ганга. Совершенный ответил, нет никого, о друг, ни в этом мире, ни в мире дэвов, брахмы, имары, нет никого, нет никого среди брахман и пустынников, нет никого в сферах людей и богов, кто бы мог развеять мои мысли, кто бы мог расколоть мое сердце, или, взяв меня за пету, перебросить на ту сторону ганга. Все же, вопрошай меня, друг, о чем задумал. Тогда злой дух сучелома с такими словами обратился к совершенному. В чем начало страстей и ненависти, отвращения, страха и восхищения? Откуда возникают они? Почему сомнения, возникая, беспокоят разум, как мальчики беспокоят петуха? Будда отвечал, страсти и ненависть коренятся в плоти, плоти уже рождаются, и отвращения, и страх, и наслаждения, возникая от плоти, сомнения смущают дух, как шалуны досаждают петуху. Страсти коренятся в плоти, они возникают в самом тебе, как в самом древе зарождаются его ветви, и похотью к далекому и близкому они связывают человека, как повелика сплетает лесные деревья. Кто знает, где коренятся они, тот сумеет и вырвать их, и внемли, о злой дух, тот переплывет этот поток, труднопреоборимый никем, не переплытый до ныне. Он переплывет его в великом решении не вступить вновь на этот путь возрождения. Дхаммачария сутта Благочестивая жизнь Сутта Нипата 2.6 Справедливая жизнь Благочестивая жизнь Вот в чем видит тот лучшее здесь сокровище, кто покидает родной кров ради пустынно жительства. Если же он жесток и как зверь только радуется вредя другим, жизнь его весьма зла, и каждый шаг его только новое осквернение. Монах, наклонный к раздорам, как саванам, окутанный безумием, нет, тот вовсе не достиг вечной Дхаммы, которая возвещена была Буддою, вредя своему духу, вводимый невежеством, он никогда не сознает, что грех — это путь, ведущий в преисподнюю. Обреченный на бедствие, вновь, идя из утробы в утробу, из-за тьмы во тьму, тот монах, покидая земную жизнь, идет на муки, как мусорной яме, наполнявшейся многими годами, трудно очиститься тому, кто всего себя напитал грехами. Кого вы признаете таким, о монахе, в ком вы увидите человека, привязанного к жилищу, одержимого злыми мыслями и желаниями, богатого грешными делами, того избегаете вы в общем согласии, выстряхивайте его, как пыль, отбрасывайте его, как ссорь, отвеивайте его, как мекину, кто не отшельник, но заботится лишь о самом себе, вы отстраняйте того, кто одержим злыми желаниями, кто весь напитался греховным, будьте чисты и живите в непорочности все вы, любите свои глубокие думы, согласные в мудрости, вы придете к концу всех страданий. Утханна сутта, о бдительности. Сутта Непатта 2.10. Встаньте, что вы дремлете, что за сон недужным, отравленным ядом, страдания, тоскующим. Встаньте, встаньте, учитесь жизни, ведущей к миру, дабы властелин смерти не воспользовался вашей беспечностью и, не обольстив, не подчинил бы вас своей силе. Победите то желание, которым связаны боги и люди, которого так жаждут они. Не теряйте решительные минуты жизни. Кто не удержит ее, кто даст ускользнуть ей, тот обрекает себя на погибель. Ты оскверняешь себя постоянной беспечностью, только бдительностью, размышлением ты вырвешь из себя ту стрелу отравления. Камма-сутта Чувственное удовольствие Сутта-Нипата 4.1 Если удастся достичь телесных радостей тому, кто жаждет их, он становится радостным, найдя любезное, смертным. Если же не удастся ему достичь тех радостей, он мучится, как пронзенный стрелою. Кто избегает телесных радостей, как на голову змеи боится наступить босою ступней, тот осознанностью навсегда отгонит от себя эту жажду радостей. Кто жаждет тех радостей, жаждет полей и добра, коней и коров, слуг и близких, и жен. Того побеждает грех, того сокрушают несчастья, и в его сердце вольются страдания, как вода сквозь щель в челноке. И так, осознанностью изгоняйте плотские радости, освободившись от них, легко переплыть это море. Вычерпывайте всю воду из ладьи своей, легко и весело к иному берегу, тогда она понесется. Гухат-Хакка-Сутта Пещера Тело Сутта Непатта 4.2 Человек, привязанный к телу, покрытый корою греха, обольщенный, не радуется в уединении, не очищается от плотских наслаждений. Кого водят здесь страсти и похоти, кого научают желания радостей, трудно освободиться тому, приплетенному к бывшему и будущему, мечтающему от новых радостях, сладко вспоминающему прошедшее. Скупцы, обольщенные плотскими утехами, за немогшие жадностью, мучаются и плачут. Что же будет с нами, когда мы умрем? Пусть не забывает человек, что есть зло в этом мире, пусть ни для себя, ни для других он не творит зла. Жизнь коротка, говорят мудрые. Вижу я в этом мире боязливую породу, порабощенную жаждой жизни. Это несчастные люди, тоскующие в пасти смерти, поглощенные потоком возрождения. Взгляни на этих людей, как рыбка трепещет в иссохшем ручье, так и они дрожат в постоянном беспокойстве и заботе о себе. Ты же, видя это, живи без своего беспривязанности к состояниям становления. Погасив в себе жажду к обоим крайностям жизни, постигнув чувственный контакт, неистомленный жадностью, не делающий того, что сам называет позорным, мудрый не привязывается здесь ни к чему видимому и слышимому. Зная, что такое имя и форма, мудрый рассекает эту волну жизни, не ослабленный никакими желаниями, он вырывает из себя стрелу отравления, он ревностный скиталец, не жаждет более ни одного из миров. дуд-хат-хака сутта испорченный сутта непатта 4 3 правда легко вовлекаются в пререкания и злые и справедливые люди, но когда возникают споры, мудрый не вступает в них, оттого он всегда доволен. Как может тот, кого ведут его страсти, кого одолели влечения, отказаться от своих ошибок? Пусть же делает свое дело, пусть говорит согласно степени своей мудрости. Кто никем не просимый, всем и каждому восхваляет свои практики, свои правила, того благие назовут только хвостуном, низким человеком. Монах умиротворенный, радостный в духе, никогда не восхваляет своих добродетелей. Благородным величают его добрые, ничего и нигде не желающим. Кто в себе видит верного решителя, у кого лишенного руководства разума, всего легче складываются в воззрения неясные, смешанные. Нелегко победить учение философов. То одно, то другое из них кажется предпочтительнее, и человек склоняется то к одному из них, то к другому. Но кто очистился, у того не бывает предрассудков. Тот очистившийся, отбросивший надменность и мечтания, независим ни от чего и нигде, не обретший независимости, легко вовлекается в споры между учениями. Но каким именем назовется тот независимый, который и не принимает ни одного из них, и ни одного не оспаривает? Он свободный от обаяния всякого учения. Судхатхакка сутта чистый сутта непатта 4 4 Вот вижу я здесь чистого человека, полностью исцеленного. Смотрю на него, можно достичь чистоты. с таким убеждением, считая его высшим, он считает, что познает, созерцая непорочного. Но если бы человек мог очиститься, наблюдая, или если бы с помощью такого знания он мог бы отбросить страдания, то недостигший мог бы очиститься, наблюдая другого человека. Однако это только мнение тех, кто так утверждает. Брахман не очищается ни другим человеком, ни видимым, ни слышимым, ни воспринимаемым, ни соблюдением ритуалов. Он не загрязняется заслугами или проступками. Оставивши прежних своих наставников, люди идут к другим увлеченные похотью. Они не раскуют цепи, сковавшие их. Они то хватаются за дхамму, то бросают ее ради другого, как обезьяны, перебрасываясь сучка на сучок, то хватают, то бросают их. То дела благочестия делают они, то побужденные похотью увлекаются суетными делами. Но муж великой мудрости, на опыте постигший дхамму, не разбрасывается на все стороны, безразличный ко всем дхаммам, ко всему, что видимо, слышимо или познаваемо. Он видит их такими, какими они есть в действительности, и живет с ясностью ума, что его может поколебать. Он не составляет учений, не предпочитает то или иное из них, не говорит никогда «я безгранично чист», разорвавший узел привязанности, ничего более не жаждет он в мире. Он брахман, победитель греха. Ничем не овладеет он из всего того, что видит и о чем знает. Никакая страсть не волнует его, ни в чем не увидит он в ослеплении высшего в этом мире. Ватхугатха Пролог Сутта Непатта 5 Из прекрасного города Касалы вышел брахман, певец чудных гимнов, ничего не жаждущий. На отмелях реки Гатхавари остановился он, собирая подаяния, где неподалеку лежало богатое селение. Собравши великие дары, он принес обильную жертву. Принес обильную жертву, он уединился в своем убежище. Тут пришел к нему другой брахман с распухшими ногами, дрожащий, покрытый грязью, с запыленными волосами, и, придя к брахману, он попросил у него пятьсот монет. Баварий, встретив его, усадил и спрашивал, доволен ли он, счастлив ли он. Потом сказал ему, все дары, которые были у меня, я раздал уже. Прости меня, о, брахман, у меня нет пятисот монет. Если ты не даешь мне, просящему, пусть голова твоя расколется на седьмой день на семь частей, так произнес тот нечестивец свое страшное проклятие. Услышав слова его, впал в тоску брахман Баварий. Не принимая пищи, он стал худеть, пронзенной стрелою печали. Только дух его услаждался сосредоточением. Видя, что тоскует Бавария, страшится, благосклонный дух приблизился к нему и сказал, не бойся, это низкий лицемер, жаждущий чужого добра. Он бессилен в проклятии на твою голову. Он не обладает силой заклясть ее. Если ведомо, то славному духу, пусть он, спрошенный, поведает мне о власти проклятия на голову. Мы вникнем в слова его. нет, это не ведомо мне, только Буддам открыто то знание. Кому же теперь здесь на земной поверхности ведомо то, поведай мне дух? Некогда вышел из Капилавадху великий рулевой мира, отрасль царского рода, сын Шакья, несущий свет. Он у Брахман совершенный озаренный, он достиг силы всех знаний, непревзойденный, все открыто очам его, он разрушил все звенья жизни и радуется, свободный в небане. Он Будда, он благословенный на свете, проникший в суть всех вещей, поучает Хамме, к нему пойди ты, его вопроси, он один только все может изъяснить тебе, услышавши слово озаренный, Баварий возрадовался, улеглась его скорбь и загорелась в нем радость, в радости и восхищении спросил Баварий, где же живет он, глава мира, в каком селении, в каком городе, в какой местности, чтобы могли мы пойти и почтить озаренного, первого из людей. В Савадхе живет победитель, муж великой мудрости, обладатель безграничного знания, он, сын Шакья, не вошедший в ермо этой жизни, не связанный страстью. Тогда Баварий сказал ученикам своим, брахманам, совершенным в гимнах, придите, прислушайтесь к словам моим, тот, кто так редко является в мир, он родился теперь. Велика слава его, озаренного, спешите в путь посмотреть лучшего из людей. Как же мы узнаем, увидев его, что он Будда, Брахмана? Нам, не знающим его, скажи ты, как узнать его? В гимнах указаны знаки, отметившие великого человека, и всего их 32, число в число, на чьем теле есть знаки великого человека, пред тем лежат два пути и нет третьего. Если живет он в жилище, он без жезла и меча починит себе землю, и справедливостью будет владычествовать над ней. Если же покинет он родной кров, ради пустынно жительства, он становится благословенным, несравненным Буддою, озаренным, сорвавшим покрывало с лица мира. Вы про себя вопрошайте его, о моем рождении и роде, о знаках на моем теле, о гимнах и других моих знаниях, и о проклятии на голову. Если он верный Будда, кому все открыто, он словами ответит то, о чем вы в уме, вопросите его. Услышав слова Бавари, шестнадцать учеников его, каждый со своими учениками, все они славные мыслители, радостные в медитациях, мудрые, благоухающие добродетелю. Поклонившись Бавари и обойдя вокруг него, все с заплетенными волосами, неся шкуры, отправились в путь лицом к северу. Как жаждущий спешит к воде, как купец гонится за прибылью, как изнемогший от жары рвется к тени, так поспешно взошли они на гору. В то время благословенный, окруженный учениками своими, поулчал их Тхамме. Голос его был подобен голосу льва в лесу. Первый из учеников Бавари увидел в нем как бы солнце без лучей. Полный месяц на пятнадцатый день. Оглядев его члены и заметив все знаки в полноте, он, стоя в стороне, обрадованный, спросил его в уме своем, скажи мне о рождении моего учителя, о его роде, о знаках на его членах и о совершенстве в гимнах и сколько раз повторял он их. Совершенный сказал имя его Бавария, ему сто двадцать лет от роду, два знака есть на его теле и в трех ведах совершенен он, пятьсот раз передавал он их и в толковании своем достиг совершенства. Тут подумал первый ученик, объясни полнее знаки Бавария, о ты лучший из людей сорвавший все желания пусть ни в чем мы не усомнимся в тебе все лицо свое покрывает он языком полукругом волос соединены его брови знай то о юноша не слыша ничьих вопросов слыша только ответы окружавшие их воскликнули в восхищении всплеснувши руками кто вопрошал его брахма ли боги ли или индра и кому отвечал он спрошенный мною о проклятии на голову Бавария ответь о благословенный развей наши сомнения о мудрец голова это неведение знай ты познание раздробляет голову разбивает ее уверенностью глубокой мыслью медитацией решимостью и усердием тогда успокоенный и обрадованный юноша набросил шкуру на одно плечо упал к ногам совершенного и поклонившись ему до земли сказал о достославный о яснозрящий брахман Бавария преподает к ногам твоим в восторге и радости пусть радуется Бавария с учениками своими сказал совершенный и ты радуйся также о юноша ибо во всех вас и в тебе и в Баварии и в учениках его много сомнения вот вам благоприятное время вопрошайте о чем задумали получившие разрешение от благословенного ученики Баварии каждый по очереди сидя со сложенными руками вопрошали благословенного Аджита Манава Пучха Вопросы Аджиты Сутта Непата 5 1 Какая туча закутала мир Отчего он не светится Что оскверняет его В чем его Великая опасность Тучей неведя не омрачился мир От жадности он не светится Желание оскверняет мир Великая опасность его Страдание Вот повсюду несутся потоки желания Что же укротит их стремление Что остановит их бурный напор Чем прекратятся потоки Какие они уничтожаются О мудрый славный человек Объясни Как должны жить постигшие истину и ученики и простые люди С ясным умом Без стремлений к телесным радостям Умелые во всех качествах ума Пусть осознанно Идут познавшие истину Тисса Метея Манава Пучха Вопросы Тисса Метеи Сутта Непата 5 2 Кто доволен в этом мире? Кого ничто не волнует? Кто познавший обе стороны Не запнется на середине Касаясь ее пониманием? Кого назовешь ты великим человеком Кто в силах победить здесь желание? Монах Отринувший все плотские радости Свободный от желания и всегда осознающий не волнуется И в середине не запнется он Коснувшись ее пониманием ибо обе стороны ведомы ему Его назову я великим человеком Он победит желание в этом мире Паньякая Манава Пучха Вопросы Паньяки Сутта Непата 5 3 Я вопрошаю того кто проживает без желания кто увидел корень всего Я вопрошаю его с мольбою С какой целью мудрецы и простые люди брахманы и воины приносят жертвы богам обильным в мире Спрошенный о том облагословенный ответь мне Все те мудрые и простые люди все брахманы и воины потому приносят жертвы богам обильным в мире что достигши преклонного возраста они жаждут прибыть в прежнем состоянии Все те мудрые и простые люди, все те брахманы и воины, что щедро приносят здесь жертвы богам, обильным в мире. О, брахмана, открой мне! Они, неустающие в приношениях, пройдут ли сквозь старость и рождение? Прошу тебя, о благословенный, ответь мне! Они, словословя, только жаждут и ищут обильных радостей телу, и вот, умирая с той же страстью к жизни, они не пересекут рождение и старости, так говорю я. Но если уж и они, щедрые в приношениях, все же путем тех жертв не пересекут рождение и старости, то скажи мне, о славный человек, кто же в этом мире из людей и богов пересечет старость и рождение? Спрошенный мною, о благословенный, ответь мне! Озаренный мудростью, ничем не потрясенный на свете, умиротворенный, не тоскующий, не опьяненный куревом страсти, ничего не жаждущий, пересечет здесь старость и рождение, так говорю я. О благословенный, я вопрошаю тебя, скажи мне, всесовершенный, воспрянувший духом, Откуда возникли в мире разнообразные формы страдания? Да, ты можешь вопрошать меня о начале страдания, я разъясню тебе, ибо это ведомо мне. Кренясь в звеньях существующего, возникают страдания. На чье неведение опираются звенья существующего, кто сам кует новые для той нескончаемой цепи, тот малодушный вновь и вновь подпадает страданиям. Итак, пусть мудрый не поддерживает те звенья, пусть знает, что они вынашивают страдания. Каким путем пересечет мудрый поток старости и рождения, печали и плачи, разъясни мне то сокровенное знание, ибо вечная Дхамма всего ведома тебе. Я разъясню тебе Тутхамму, и если человек, житель видимого мира, освободивший свой разум от мыслей обычного научения, поймет Тутхамму и изберет себе верный путь, он, живя осознанно, победит все желания в этом мире. Радость провижу я в ней, в той прекрасной Дхамме, о великий мудрец, да, познавший ее, человек верной мыслью, направит пути свои и победит все желания в этом мире. Не влекись к тому в восхищении, что наверху и внизу, что вдали и что в середине, ни к чему не прилипляйся ни там, ни здесь, пусть Дух Твой вовсе не обитает в мире. В осознанности и бдительности пойдешь ты тогда, нищенствующий, победив самолюбие, старость и рождение, скорбь и сетование, облекшись в мудрость, ты откинешь всякое страдание. Радуюсь, слово Твоему, о великий мудрец, глубока та истина, которую изъяснил ты, о Гатама. Истина о путях сокрушения звеньев в цепи существования, близкий к вечной Дхамме, никогда не восстраждет благословенный. И те забудут все скорби, кто постоянно вблизи тебя, кого ты поучаешь, и я, пришедший сюда, преклоняюсь пред тобой. О, водитель, просвети меня! Ничем не владеющий, ничего не желающий в этом мире желания, совершенный, брахмана, переплывет поток, преодолеет его стремительность. Неколебимый, успокоенный, он причалит к иному берегу, совершенной мудрости, не скорбящий, не жаждущий, не захваченной цепью возрождения. И старость, и рождение пересечет он. Так говорю я. Дхотака Манава Пучха Вопросы Дхотаки Сутта Непата 5.5 Я прошу тебя, о благословенный, я жажду слова твоего, о великий мудрец. Пусть, вникая в твое поучение, я изведаю путь угошения. Мужайся, иди сквозь мир, в видении, как есть, и осознанности, вникая в слово мое, ты увидишь пути угошения. Вот вижу я, этим миром людей и богов проходит брахман, лишь один ничего не жаждующий, о ты, всеузревший, пред тобою склоняюсь я, освободи мой дух от сомнения. Никого в мире, Дхотака, я не могу освободить от сомнений. Познай великую Дхамму, и ты сам пересечешь то течение. О брахман, имей сострадание ко мне, научи меня пути уединения, чтобы, поняв тот путь, я прошел через мир, умиротворенный, непобежденный им. Путь к неизменному покою, я поведаю тебе. Поняв его, ты пройдешь этим миром в осознанности, победив все желания. Радуясь тому пути покоя, возвещенному тобой, великий мудрец. Поняв его, человек пойдет в осознанности, побеждая каждое желание. Пойми же, что все в этом мире, и что вверху и внизу, и что вдали и в середине, все только оковы, и тогда жажда возвращения к миру вновь не загорится в тебе. Текич Хакани, Тхирагатха 6.2 Зерна собраны, рис отправлен на молотильню, не собрать еды с подаяний, как мне продержаться? Уверенный, памятуй о безмерном Будде, восторгом наполнится тело, зайдешь на вершину непрерываемой радости. Уверенный, памятуй о безмерной Дхамме, восторгом наполнится тело, зайдешь на вершину непрерываемой радости. Живешь под открытым небом, холодны эти зимние ночи, не томись охваченной стужей, зайди в хижину, затвори засов. Я устремляюсь к четырем безмерным, обретя их, живу я спокойно. Не буду я мерзнуть от холода, пребывая в невозмутимости. Самонера Сумана Тхирагатха 6.10 Когда мне было семь лет, и я только-только оставил мирскую жизнь, победив своими силами великого могучего змея, я добыл для наставника воду из великого озера Анотатта. И учитель, увидев меня, и сказал, посмотри, Сарипутта, на этого мальчика, что идет сюда и несет чашу воды, невозмутимый. Его практика воодушевляет, его манеры восхищают. Это ученик Анородхи, зрелый в своих силах, безупречно воспитанный безупречным, хорошо воспитан хорошим, обочин Анородхой, воспитан тем, чья цель достигнута. Он, обретя наивысший покой, познавший непоколебимое, Самонера Сумана, желает лишь одного, пусть никто обо мне не знает. Анотатта, мифическое озеро, находящееся где-то в Гималаях, славящееся за чистоту своих прохладных вод. Сумана использовал свои психические силы, чтобы раздобыть оттуда воды. Маханидана Сутта, Большая беседа о зависимом возникновении. ДН 15. Содержание. Расширенная схема зависимого возникновения. Воззрение ООН, Я. Рассуждение ООН, Я, в отношении чувствования. Место расположения сознания. Восемь освобождений. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Куру, где находился город Куру под названием Камасадхама. Там достопочтенный Ананда подошел к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Сидя рядом, он обратился к Благословенному. Удивительно, поразительно, учитель, насколько глубоким представляется и насколько глубоким является это зависимое возникновение. И все же мне оно кажется настолько ясным, насколько ясным оно может быть. Не говори так, Ананда. Не говори так, Ананда. Это зависимое возникновение, Ананда, представляется глубоким и является глубоким. Из-за непонимания и непостижения этой Дхаммы, Ананда, это поколение людей стало запутанным, словно моток пряжа, словно переплетенный клубок ниток, словно сплетенный тростник и камыш, и оно не выходит за пределы сансары с ее состояниями лишений, неблагими уделами, низшими мирами. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеют ли старение и смерть особые условия, то ему следовало бы ответить так, имеют. Если бы его спросили, и с каким условием имеют место старение и смерть, то ему бы следовало ответить так, с рождением как условием имеет место старение и смерть. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли рождение особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место рождение, то ему бы следовало ответить так «с существованием как условием имеет место рождение». Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли существование особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место существование, то ему бы следовало ответить так, с цеплянием как условием имеет место существование. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли цепляние особые условия, то ему следовало бы ответить так, имеет. Если бы его спросили, и с каким условием имеет место цепляние, то ему бы следовало ответить так, с жаждой как условием имеет место цепляние. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли жажда особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место жажда, то ему бы следовало ответить так «с чувством как условием имеет место жажда». Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли чувство особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место чувство, то ему бы следовало ответить так, с контактом как условием имеет место чувство. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли контакт особые условия, то ему следовало бы ответить так, имеет. Если бы его спросили, и с каким условием имеет место контакт, то ему бы следовало ответить так, с ментальностью и материей как условием имеет место контакт. Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли ментальность и материя особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место ментальность и материя, то ему бы следовало ответить так «с сознанием как условием имеет место ментальность и материя». Если, Ананда, кого-либо спросили, имеет ли сознание особые условия, то ему следовало бы ответить так «имеет». Если бы его спросили, и с каким условием имеет место сознание, то ему бы следовало ответить так, с ментальностью и материей как условием имеет место сознание. Так, Ананда, с ментальностью и материей как условием имеет место сознание, с сознанием как условием имеет место ментальность и материя, с ментальностью и материей как условием имеет место контакт, с контактом как условием имеет место чувство, с чувством как условием имеет место жажда, с жаждой как условием имеет место цепляние, с цеплянием как условием имеет место существование, с существованием как условием имеет место рождение, с рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страдания. Старение и смерть. Было сказано, с рождением как условием имеет место старение и смерть. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида рождения где бы то ни было, то есть, не было бы рождений богов в состоянии богов, небожителей в состоянии небожителей, духов в состоянии духов, демонов в состоянии демонов, людей в состоянии людей, четвероногих, крылатых существ, рептилийных соответствующие состояния, если бы не было рождение у существ какое бы то ни было состояние, то тогда с полным отсутствием рождения, с прекращением рождения, можно было бы увидеть смерть. Разумеется нет, учитель. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условиям старения и смерти, то есть, рождении. Рождении. Было сказано, с существованием как условием имеет место рождение. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида существования где бы то ни было, то есть, не было бы существования в мире чувств, существования в мире форм, существования в мире без форм, то тогда с полным отсутствием существования, с полным прекращением существования, можно было бы увидеть рождение? Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием рождения, то есть, существованием. Существованием. Было сказано, с цеплянием как условием имеет место существование. Почему это так, ананда? Следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида цепляния где бы то ни было, то есть, не было бы цепляния к чувственным удовольствиям, цепляния к воззрениям, цепляния к правилам и предписаниям, цепляния к доктрине Я, то тогда с полным отсутствием цепляния, с полным прекращением цепляния, можно было бы увидеть существование. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием существования, то есть, цеплянии. Цеплянии. Было сказано, с жаждой как условием имеет место цеплянии. Почему это так, ананда? Следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида жажды где бы то ни было, то есть, не было бы жажды к видимым формам, жажды к звукам, жажды к запахам, жажды к вкусам, жажды к осязаемому, жажды к ментальным объектам, то тогда с полным отсутствием жажды, с полным прекращением жажды, можно было бы увидеть цеплянии. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием цеплянии, то есть, жажда. Жажда. Было сказано, с чувством как условием имеет место жажда. Почему это так, ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида чувства где бы то ни было, то есть, не было бы чувства, рожденного контактом глаза, уха, носа, языка, тела, рожденного контактом ума, то тогда с полным отсутствием чувства, с полным прекращением чувства, можно было бы увидеть жажду. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием жажды, то есть, чувства. Неблагие феномены. Так, ананда, зависят чувства, имеет место жажда. Зависят жажды, имеет место поиск. Зависят поиска, имеет место обретение. Зависят обретение, имеет место принятие решения. Зависят принятие решения, имеет место желание и страсть. Зависят желание и страсти, имеет место привязанность. Зависят привязанности, имеет место собственничество. Зависят собственничество, имеет место скупость. Зависят скупости, имеют место охранение. Из-за охранения возникают различные плохие и неблагие феномены, взятие дубин и оружие, конфликты, ссоры, диспуты, оскорбительная речь, клевета, ложь. Было сказано, из-за охранения возникают различные плохие и неблагие феномены. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида охранения где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием охранения, с полным прекращением охранения, возникли бы эти различные плохие и неблагие феномены? Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием этих различных плохих и неблагих феноменов, то есть, охранение. Скупость. Было сказано, зависит от скупости, имеет место охранение. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида скупости где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием скупости, с полным прекращением скупости, можно было бы увидеть охранение. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием охранения, то есть, скупость. Собственничество. Было сказано, зависит от субственничества, имеет место скупость. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида субственничества где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием субственничества, с полным прекращением субственничества, можно было бы увидеть скупость. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием скупости, то есть, собственничество. Привязанность. Было сказано, завися от привязанности, имеет место собственничество. Почему это так, ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида привязанности где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием привязанности, с полным прекращением привязанности, можно было бы увидеть собственничество? Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием собственничества, то есть, привязанность. Желание и страсть. Было сказано, завися от желания и страсти, имеет место привязанность. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида желания и страсти где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием желания и страсти, с полным прекращением желания и страсти, можно было бы увидеть привязанность? Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием привязанности, то есть, желание и страсть. Принятие решений. Было сказано, зависит от принятия решений, имеет место желание и страсть. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида принятия решений где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием принятия решений, с полным прекращением принятия решений, можно было бы увидеть желание и страсть. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием желания и страсти, то есть, принятие решений. Обретение. Было сказано, зависит от обретения, имеет место принятие решений. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида обретения где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием обретения, с полным прекращением обретения, можно было бы увидеть принятие решений? Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием принятия решений, то есть, обретении. Поиск. Было сказано, зависит от поиска, имеет место обретение. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида поиска где бы то ни было, то тогда с полным отсутствием поиска, с полным прекращением поиска, можно было бы увидеть обретение? Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием обретения, то есть, поиск. Чувство. Было сказано, с контактом как условием имеет место чувство. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы не было абсолютно никакого вида контакта где бы то ни было, то есть, не было бы контакта глаза, уха, носа, языка, тела, контакта ума, то тогда с полным отсутствием контакта, с полным прекращением контакта, можно было бы увидеть чувство. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием чувства, то есть, контакт. Контакт. Было сказано, с ментальностью и материей как условием имеет место контакт. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы целиком и полностью отсутствовали все качества, характерные черты, знаки, обозначения, посредством которых имеет место описание ментального тела, можно было бы увидеть в материальном теле контакт столкновения, если бы целиком и полностью отсутствовали те качества, характерные черты, знаки, обозначения, посредством которых имеет место описание ментального тела и материального тела, можно было бы увидеть либо контакт отмечания, либо контакт столкновения, если бы целиком и полностью отсутствовали те качества, характерные черты, знаки, обозначения, посредством которых имеет место описание ментальности и материи, можно было бы увидеть контакт. Поэтому, Ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием контакта, то есть, ментальность и материя. Ментальность и материя. Было сказано, с сознанием как условием имеет место ментальность и материальность. Почему это так, Ананда, следует понимать вот каким образом, если бы сознание не нисходило в утробу матери, сформировалось бы в утробе ментальность и материальность? Если после нисхождения в утробу сознание покинуло бы ее, смогла бы ментальность и материальность породиться в это нынешнее состояние существования? Если сознание маленького мальчика или девочки было бы отрезано, смогла бы ментальность и материальность вырасти, развиться, достичь зрелости? Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием ментальности и материальности, то есть, сознании. В сознании было сказано, с ментальностью и материальностью как условием имеет место сознание. Почему это так, ананда, следует понимать вот каким образом, если бы сознание не обретало опоры в ментальности и материальности, можно было бы увидеть происхождение всей этой груды страдания, будущие рождения, старение, смерть. Поэтому, ананда, это является причиной, источником, происхождением и условием сознания, то есть, ментальность и материальность. До этой степени, Ананда, кто-либо может родиться, состариться и умереть, скончаться и переродиться. До этой степени имеется путь к обозначению. До этой степени имеется путь для языка. До этой степени имеется путь для описания. До этой степени имеется сфера для мудрости. До этой степени вращается круговерк для описания этого состояния существования, то есть, когда наличествует ментальность и материальность вместе с сознанием. Обозначение – Я. И какими способами, ананда, обозначающий, я, обозначает его, обозначая, я, как ограниченное и имеющее материальную форму, он обозначает его так, мое, я, имеет материальную форму и ограничено. Или, обозначая, я, как безграниченное и имеющее материальную форму, он обозначает его так, мое, я, имеет материальную форму и безграничено. Или, обозначая, я, как бесформенно и ограниченно, он обозначает его так, мое, я, бесформенно и ограниченно. Или, обозначая, я, как бесформенно и безграниченно, он обозначает его так, мое, я, бесформенно и безграниченно. В этом отношении, Ананда, обозначающий, я, как имеющий материальную форму и ограниченный, либо обозначает такое «Я», как существующий только в настоящем, либо он обозначает такое «Я», как существующий где-то в будущем, либо он думает «То, что пока не таково, я преобразую в такое состояние существования». Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого лежит утвержденное воззрение «Я», как имеющим материальную форму и ограниченном, обозначающий «Я», как имеющие материальную форму и безграничны, либо обозначает такое «Я», как существующий только в настоящем, либо он обозначает такое «Я», как существующий где-то в будущем, либо он думает «То, что пока не таково, я преобразуем в такое состояние существования». Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого лежит утвержденное воззрение «Я», как имеющим материальную форму и безграничным. Обозначающий «Я», как бесформенный и ограниченный, либо обозначает такое «Я», как существующий только в настоящем, либо он обозначает такое «Я», как существующий где-то в будущем, либо он думает «То, что пока не таково, я преобразуем в такое состояние существования». Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого лежит утвержденное воззрение «Я», как бесформенным и ограниченным. Обозначающий «Я», как бесформенный и безграничный, либо обозначает такое «Я», как существующий только в настоящем, либо он обозначает такое «Я», как существующий где-то в будущем, либо он думает «То, что пока не таково, я преобразуем в такое состояние существования». Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого лежит утвержденное воззрение «Я», как бесформенным и безграничным. Вот какими способами «Ананда», обозначающий «Я», обозначает «Его». Не обозначение «Я». И какими способами «Ананда», не обозначающий «Я», не обозначает «Его»? Не обознача «Я», как имеющее материальную форму и ограниченное, он не обозначает его так, Так, мое, я, имеет материальную форму и ограничено. Или, не обозначая, я, как имеющее материальную форму и безграничное, он не обозначает его так, мое, я, имеет материальную форму и безграничное. Или, не обозначая, я, как бесформенное и ограниченное, он не обозначает его так, мое, я, бесформенное и ограниченное. Или, не обозначая, я, как бесформенное и безграничное, он не обозначает его так, мое, я, бесформенное и безграничное. В этом отношении, Ананда, не обозначающий, я, как имеющий материальную форму и ограниченный, не обозначает такое, я, как существующий только в настоящем, и он не обозначает такое, я, как существующий где-то в будущем, и он не думает, то, что пока не таково, я преобразую в такое состояние существования. Поскольку это так, то к месту будет сказать, что в основе этого не лежит утвержденное воззрение, я, как об имеющем материальную форму и ограниченным, не обозначающий, я, как имеющий материальную форму и безграничный, не обозначает такое, я. К месту будет сказать, что в основе этого не лежит утвержденное воззрение, я, как об имеющем материальную форму и безграничным, не обозначающий, я, как бесформенное и ограниченное, не обозначает такое, я. К месту будет сказать, что в основе этого не лежит утвержденное воззрение, я, как о бесформенном и ограниченном, не обозначающий, я, как бесформенное и безграничное, не обозначает такое, я. К месту будет сказать, что в основе этого не лежит утвержденное воззрение, я, как о бесформенном и безграничном, вот какими способами, ананда, не обозначающий, я, не обозначает его, рассуждение о, я, и чувстве. И какими способами? Ананда, рассуждающий об я, рассуждает о нем? Рассуждающий об я, либо рассуждает, что я является чувством, говоря, чувство – это мое я. Либо он рассуждает, чувство – не мое я, но мое я, находится вне опыта чувства. Либо он рассуждает, чувство – не мое я, но мое я, не без опыта чувства. Мое я чувствует, ведь мое я подвержено чувствованию. В этом отношении, Ананда, того, кто говорит, чувство, это мое, я, следует спросить, друг, есть эти три вида чувств, приятное чувство, болезненное чувство, неприятное и неболезненное чувство. Какое из этих трех видов чувств ты считаешь своим, я? Ананда, в случае, когда кто-либо испытывает приятное чувство, он в этот же самый момент не испытывает болезненного чувства или неприятного и неболезненного чувства. В этом случае он испытывает только приятное чувство. В случае, когда кто-либо испытывает болезненное чувство, он в этот же самый момент не испытывает приятного чувства или неприятного неболезненного чувства. В этом случае он испытывает только болезненное чувство. В случае, когда кто-либо испытывает неприятное неболезненное чувство, он в этот же самый момент не испытывает приятного чувства или болезненного чувства. В этом случае он испытывает только неприятное неболезненное чувство. Ананда, приятное чувство непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, подвержено уничтожению, распаду, угасанию, прекращению. Болезненное чувство непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, подвержено уничтожению, распаду, угасанию, прекращению. Неприятное и неболезненное чувство непостоянно, обусловлено, возникло зависимо, подвержено уничтожению, распаду, угасанию, прекращению. Когда кто-либо испытывает приятное чувство, он думает, это мое «я». Тогда, с прекращением приятного чувства он думает, мое «я» исчезла. Когда кто-либо испытывает болезненное чувство, он думает, это мое «я». Тогда, с прекращением болезненного чувства он думает, мое «я» исчезла. Когда кто-либо испытывает неприятное и неболезненное чувство, он думает, это мое «я». Тогда, с прекращением неприятного и неболезненного чувства он думает, «Мое Я исчезло». Поэтому тот, кто говорит, «Чувство, это мое Я», считает своим «Я» нечто такое, что даже здесь и сейчас является непостоянным, смесь удовольствия и боли, подверженную возникновению угасанию. Таким образом, Ананда из-за этого не подобает рассуждать так, «Чувство, это мое Я». Ананда, того, кто говорит, «Чувство, это не мое Я, но мое Я» находится вне опыта чувства, следует спросить, друг, когда нет вообще ничего чувствуемого, может ли при этом возникнуть идея, «Я» есть? Таким образом, Ананда из-за этого не подобает рассуждать так, «Чувство, это не мое Я, но мое Я» находится вне опыта чувства. Ананда, того, кто говорит, «Чувство, не мое Я, но мое Я» не без опыта чувства. «Мое Я» чувствует, ведь мое Я подвержено чувствованию, следует спросить, друг, если бы чувство прекратилось полностью всецело без всякого остатка, то тогда, с полным отсутствием чувства, с прекращением чувства, может ли при этом возникнуть идея, «Я» есть? Таким образом, Ананда из-за этого не подобает рассуждать так, «Чувство, не мое Я, но мое Я» не без опыта чувства. «Мое Я» чувствует, ведь мое Я подвержено чувствованию. Ананда, когда монах не считает чувства своим «Я» не считает «Я» лежащим вне опыта чувства, и не считает «Мое Я» чувствует, ведь мое Я подвержено чувствованию, то тогда, не имея таких рассуждений, он не цепляется ни за что в мире. Не цепляясь, он не взволнован. Не будучи взволнованным, он лично достигает неббаны. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать. Не будет боли и возвращения в это состояние существования. Ананда, если кто-либо скажет о монахе, чей ум был таким образом освобожден, что он придерживается воззрения, Татхагата существует после смерти, то это будет неправильно. Или, что он придерживается воззрения, Татхагата не существует после смерти. Татхагата и существует, и не существует после смерти. Татхагата не существует, и не существует после смерти, то это будет неправильно. И почему? Потому что этот монах освобожден прямым знанием этого, области обозначения, области пути к обозначению, области языка, области пути к языку, области описания, области пути к описанию, области мудрости, области сферы мудрости, области круговерти, области вращения круговерти. Сказать о монахе, который освобожден прямым знанием этого, что он придерживается такого воззрения, он не знает, он не видит, это будет неправильно. Семь места расположения сознания. Ананда, есть эти семь места расположения сознания и две сферы. Какие семь? Один, есть, Ананда, существа, которые различны в теле и различны в восприятии, такие как люди, некоторые дэвы, некоторые в нижних мирах. Таково первое место расположения для сознания. Два, есть существа, которые различны в теле, но одинаковы в восприятии, такие как дэвы-свиты-брахмы, которые перерождаются посредством первой джханы. Таково второе место расположения для сознания. 3. Есть существа, которые одинаковы в теле, но различны в восприятии, такие как Девы лучезарного сияния. Таково третье место расположений для сознания. 4. Есть существа, которые одинаковы в теле и одинаковы в восприятии, такие как Девы сверкающего великолепия. Таково четвертое место расположений для сознания. 5. Есть существа, которые с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятия столкновения, вызываемых органами чувств, с невниманием к восприятиям множественности, осознавая, пространство безгранично, относятся к сфере безграничного пространства. Таково пятое место расположений для сознания. 6. Есть существа, которые с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, относятся к сфере безграничного сознания. Таково шестое место расположений для сознания. 7. Есть существа, которые с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, относятся к сфере отсутствия всего. Таково седьмое место расположений для сознания. Сфера невоспринимающего в существе, второе, сфера невосприятия, не невосприятия, таковы две сферы. В этом отношении, Ананда, если кто-либо понимает первое место расположения сознания, то есть, существ, которые различны в теле и различны в восприятии, если он понимает его происхождение, прекращение, привлекательность, опасность, и спасение от него, то будет ли подобающе для него искать в этом наслаждение? Если кто-либо понимает оставшееся место расположения сознания, сферу невоспринимающих существ, сферу невосприятия, не невосприятия, если он понимает его происхождение, прекращение, привлекательность, опасность, и спасение от него, то будет ли подобающе для него искать в этом наслаждение? Ананда, когда монах, поняв в соответствии с действительностью происхождение, прекращение, привлекательность, опасность, и спасение в отношении этих семи места расположения сознания и двух сфер, освободился посредством нецепляния, то он зовется монахом, освобожденным мудростью. Ананда, есть эти восемь освобождений. Какие восемь? Один, вот практикующий, обладая формой, видит формы. Таково первое освобождение. Два, вот практикующий, не воспринимая формы внутренние, видит формы внешне. Таково второе освобождение. Три, вот практикующий настроен только на идею красивого. Таково третье освобождение. Четыре, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятия столкновения, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространство, практикующий входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Таково четвертое освобождение. 5. С полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая, что сознание безгранична, практикующий входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Таково пятое освобождение. 6. С полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая, что здесь ничего нет, практикующий входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Таково шестое освобождение. 7. С полным преодолением сферы отсутствия всего, практикующий входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия. Таково седьмое освобождение. 8. С полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия, практикующий входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Таково восьмое освобождение. Ананда, когда монах достигает этих восьми освобождений в прямом порядке, в обратном порядке, и в прямом и в обратном порядке, когда он достигает их и выходит из них, когда он хочет, таким образом, которым хочет, и пребывает в них так долго, как хочет, и когда с уничтожением пятен загрязнения ума он здесь и сейчас входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, засвидетельствовав это для себя самостоятельно прямым знанием, то тогда он зовется монахом, который освобожден обоими путями. И, Ананда, нет другого освобождения обоими путями, которое было бы выше и превосходнее, нежели это. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и возрадовался словам Благословенного. Какачупа Масута, пример Спиловой. МН 21. Содержание, наставление Бхагуни. История о Ведехике. Тот, кому легко делать замечания. Пять течений речи. Пример Спиловой. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И в то время Достопочтенный Малио Бхагуна слишком часто общался с монахинями, один. Он так часто общался с монахинями, что если какой-либо монах порицал этих монахинь в его присутствии, он становился злым и недовольным, защищал их. Если какой-либо монах упрекал Достопочтенного Малио Бхагуну в присутствии этих монахинь, они становились злыми и недовольными, защищали его. Вот насколько часто Достопочтенный Малио Бхагуна общался с монахинями. И тогда один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал благословенному о происходящем. Тогда благословенный обратился к некоему монаху так, ну же, монах, скажи монаху Малье Бхагуне от моего имени, что учитель зовет его. Да, учитель, ответил он, отправился к достопочтенному Малье Бхагуне и сказал ему, учитель зовет тебя, друг Бхагуна. Хорошо, друг, ответил он и отправился к благословенному, после чего поклонился ему и сел рядом. Благословенный спросил его, Бхагуна, правда ли, что ты слишком часто общаешься с монахинями, что ты настолько часто общаешься с монахинями, что если какой-либо монах порицает этих монахинь в твоем присутствии, ты становишься злым и недовольным, защищаешь их. Если какой-либо монах упрекает тебя в присутствии этих монахинь, они становятся злыми и недовольными, защищают тебя? Общаешься ли ты с монахинями настолько часто, как то и кажется, другим? Да, учитель. Вхагунна, но разве ты не представитель клана, который ушел в жизнь бездомную и жизни домохозийской благодаря вере? Вхагунна, не подобает тебе, представителю клана, который ушел в жизнь бездомную и жизни домохозийской благодаря вере, слишком часто общаться с монахинями. Поэтому, если кто-либо упрекает тех монахинь в твоем присутствии, тебе следует отбросить любые желания и любые мысли, основанные на домохозийской жизни. И этом тебе следует тренироваться так, на мой ум, это, не будет оказывать влияние, я не буду говорить плохих слов. Я буду пребывать сострадательным к нему, желать ему благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Вот как тебе следует тренироваться, Хагуна. Если кто-либо ударяет тех монахинь руками, дубиной, палкой, ножом в твоем присутствии, тебе следует отбросить любые желания и любые мысли, основанные на домохозяйской жизни. И этом тебе следует тренироваться так, на мой ум, это, не будет оказывать влияние, я не буду говорить плохих слов. Я буду пребывать сострадательным к нему, желать ему благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Вот как тебе следует тренироваться, Хагуна. Если кто-либо упрекает тебя, в твоем присутствии, тебе следует отбросить любые желания и любые мысли, основанные на домохозяйской жизни. И этом тебе следует тренироваться так, на мой ум, это, не будет оказывать влияние, я не буду говорить плохих слов. Я буду пребывать сострадательным к нему, желать ему благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Вот как тебе следует тренироваться, Хагуна. Если кто-либо ударит тебя руками, дубиной, палкой, ножом, тебе следует отбросить любые желания и любые мысли, основанные на домохозяйской жизни. И в этом тебе следует тренироваться так, на мой ум, это, не будет оказывать влияние, я не буду говорить плохих слов. Я буду пребывать сострадательным к нему, желать ему благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Вот как тебе следует тренироваться, Хагуна. И затем благословенный обратился к монахам так, монахи, как-то раз было так, что монахи удовлетворили мой ум. Я обратился к тем монахам так, монахи, я ем один раз в день. Делая так, я свободен от заболеваний и болезненности, наслаждаюсь легкостью, силой, приятным пребыванием. Ну же, монахи, ешьте один раз. Делая так, вы будете свободны от заболеваний и болезненности, будете наслаждаться легкостью, силой, приятным пребыванием. И мне не нужно было наставлять, и дальше, тех монахов. Мне нужно было только лишь зародить в них осознанность. Представьте колесницу на ровной земле на перекрестке дорог, запряженную чистокровными скакунами, с острым прутом для подгонки на изготове, так что умелый тренер, колесничий проходящих приручений лошадей, взобрался бы на нее, взял поводья в левую руку, а острый прут для подгонки в правую руку, выехал бы и вернулся любой дорогой, которой пожелал бы. Точно так же, мне не нужно было наставлять, и дальше, тех монахов. Мне нужно было только лишь зародить в них осознанность. Поэтому, монахи, отбросьте то, что является неблагим, и предавайтесь, развитию, благих состояний, ведь именно так вы придете к росту, возрастанию. Исполнению в этой Дхамме и Винае. Представьте большую рощу саловых деревьев рядом с деревней или поселением, которую бы губил сорняк клещевины, и появился бы некий человек, желающий ей блага, благополучия, защиты. Он бы срубил под корень и выбросил скрючившиеся молодые деревца, которые разворовывают сок, расчистил внутреннюю часть рощи, выправил правильно растущие молодые деревца. Так что эта роща саловых деревьев позже пришла бы к росту, возрастанию, исполнению. Точно так же, монахи, отбросьте то, что является неблагим, и предавайтесь, развитию, благих состояний, ведь именно так вы придете к росту, возрастанию, исполнению в этой Дхамме и Винае. Прежде, монахи, этом самом Саваттхе жила домохозяйка по имени Ведихика. И об этой госпоже Ведихике распространилась славная молва, госпожа Ведихика великодушна, госпожа Ведихика смиренна, госпожа Ведихика спокойна. И у госпожи Ведихики была служанка по имени Кали, которая была умной, проворной, аккуратной в своей работе. Служанка Кали подумала, о моей госпоже распространилась такая славная молва, госпожа Ведихика великодушна, госпожа Ведихика смиренна, госпожа Ведихика спокойна. Интересно, как оно, хотя она не проявляет злости, присутствует ли она в ней в действительности или же отсутствует? Или же только лишь потому, что моя работа аккуратна, моя госпожа не проявляет злости, хотя в действительности она в ней присутствует? Что если я проверю свою госпожу? И тогда служанка Кали встала поздно. Господа Ведихика сказала, «Эй, Кали! Что, госпожа? В чем дело, почему ты встала так поздно? Ни в чем, госпожа! Ни в чем, проклятая девка! И все же ты встала так поздно! И она была злой, недовольной, хмурой! И тогда служанка Кали подумала, в действительности оно так, что хотя моя госпожа не проявляет злости, все же, она на самом деле присутствует в ней, а не отсутствует. Именно потому, что моя работа аккуратна, моя госпожа не проявляет злости, хотя на самом деле она присутствует в ней, а не отсутствует. Что если я еще немного проверю свою госпожу? И тогда служанка Кали встала поздно днем. Господа Ведихика сказала, «Эй, Кали, в чем дело, почему ты встала так поздно днем? Ни в чем, проклятая девка, и все же ты встала так поздно днем». И она была злой, недовольной, и недовольно ворчала. И тогда служанка Кали подумала, «В действительности оно так, что хотя моя госпожа не проявляет злости, все же, она на самом деле присутствует в ней, а не отсутствует». «Именно потому, что моя работа аккуратна, моя госпожа не проявляет злости, хотя на самом деле она присутствует в ней, а не отсутствует. Что если я еще немного проверю свою госпожу?» И тогда служанка Кали встала еще поздно днем. Госпожа Ведихика сказала, «Эй, Кали, в чем дело, почему ты встала еще поздно днем? Ни в чем, проклятая девка, и все же ты встала еще поздно днем». И она была злой, недовольной, взяла скалку и треснула ей по голове, разбив ей голову. И тогда служанка Кали со струящейся по разбитой голове кровью, донесла на свою госпожу соседям, «Посмотрите, дамы, на великодушную работу госпожи. Посмотрите, дамы, на смиренную работу госпожи. Посмотрите, дамы, на спокойную работу госпожи. Посмотрите, насколько она становится злой и недовольной своей единственной служанкой из-за того, что та встает поздно. Как она могла взять скалку, треснуть ее по голове и разбить ей голову? И тогда позже о госпоже Ведихике распространилась дурная молва, «Госпожа Ведихика грубая, госпожа Ведихика жестокая, госпожа Ведихика безжалостная». Точно так же, монахи, бывает так, что, некий монах неимоверно великодушен, неимоверно смиренен, неимоверно спокоен до тех пор, пока неприятные течения речи не дойдут до него. Но когда неприятные течения речи доходят до него, то вот тогда и можно понять, насколько этот монах действительно добрый, мягкий, спокойный. Я не называю монаха тем, кому легко делать замечания, в том случае, если ему легко делать замечания, и он делает так, что ему легко делать замечания, только лишь ради получения одеяний, еды, жилища, необходимых для лечения вещей. И почему? Потому что этому монаху нелегко делать замечания, и он не делает так, что ему легко делать замечания, когда он не получает одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Но когда монаху легко делать замечания, и он делает так, что ему легко делать замечания, потому что он уважает, чтит, почитает Дхамму, то его я называю тем, кому легко делать замечания. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренироваться, нам будет легко делать замечания, и мы будем делать так, что нам будет легко делать замечание, потому что мы уважаем, чтим, почитаем Дхамму. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Монахи, есть эти пять течений речи, которые другие могут применить, чтобы обратиться к вам. Их речь может быть сказанной в подходящий момент или в неподходящей, истинной или неправдой, мягкой или грубой, связанной с благом или с вредом, сказанной с доброжелательностью или с внутренней злобой. Когда другие обращаются к вам, их речь может быть сказанной в подходящий момент или в неподходящий. Когда другие обращаются к вам, их речь может быть истинной или неправдой, с внутренней злобой. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренироваться, на наши умы, это не будет оказывать влияние, мы не будем говорить плохих слов. Мы будем пребывать сострадательными к ним, желать им благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Мы будем пребывать, распространяя к этому человеку ум, наделенной доброжелательностью, и, начиная с него, мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, насыщенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Представьте, монахи, как если бы пришел человек с мотыгой и корзиной и сказал, «Я сделаю так, что эта великая земля будет без земли». Он бы копал тут и там, разбрасывал почву тут и там, вливал бы тут и там, мочился бы тут и там, говоря, «Ну будь же без земли! Будь же без земли!» Как вы думаете, монахи, мог бы этот человек сделать так, чтобы эта великая земля была бы без земли? Нет, учитель. И почему? Эта великая земля глубока и безмерна. Не просто сделать так, чтобы она была бы без земли. Со временем этого человека ждала бы лишь усталость и досада. Точно так же, монахи, есть эти пять течений речи. Два, мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, подобным земле, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Представьте, монахи, как если бы пришел человек с красками, малиновой, цвета, куркумы, индига, кармина, и сказал, «Я нарисую картины на пустом пространстве, заставлю их появиться на нем». Как вы думаете, монахи, мог бы этот человек нарисовать на пустом пространстве, заставить их появиться на нем? Нет, учитель. И почему? Потому что пустое пространство бесформенное и не проявляющееся. Не просто нарисовать картины там или же заставить картины проявиться там. Со временем этого человека ждала бы лишь усталость и досада. Точно так же, монахи, есть эти пять течений речи. Мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, подобным пустому пространству, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Представьте, монахи, как если бы пришел человек с пылающим травяным факелом и сказал, «Я нагрею и сожгу воду в ганге этим пылающим травяным факелом». Как вы думаете, монахи, мог бы этот человек нагреть и сжечь воду в ганге этим пылающим травяным факелом? Нет, учитель. И почему? Потому что река Ганг глубока и безмерна. Не просто нагреть ее или сжечь пылающим травяным факелом. Со временем этого человека ждала бы лишь усталость и досада. Точно так же, монахи, есть эти пять течений речи. Мы будем пребывать, наполняя и охватывая весь мир умом, подобным реке Ганг, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Представьте, монахи, как если бы сумку из кошачьей шкуры натирали, тщательно натирали, очень тщательно натирали, и она была бы мягкой, шелковистой, не имеющей шуршания, не имеющей потрескивания. И пришел бы человек с палкой или с глиняным черепком и сказал, «Вот это сумка из кошачьей шкуры, которую натирали. Я сделаю так, что она зашуршит и затрещет». Как вы думаете, монахи, мог бы этот человек заставить ее шуршать и трещать палкой или глиняным черепком? Нет, учитель. И почему? Потому что сумку натирали, не просто сделать так, чтобы она зашуршала и затрещала с помощью палки или глиняного черепка. Со временем этого человека ждала бы лишь усталость и досада. Точно так же, монахи, есть эти пять течений речи. Мы будем пребывать, наполняя и рахватывая весь мир умом, подобным сумке из кошачьей шкуры, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Монахи, даже если бы разбойники беспощадно отрезали бы вам одну часть тела за другой двуручной пилой, тот, кто зародит злуюм по отношению к ним, не будет исполнять моего учения. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренироваться, на наши умы, это, не будет оказывать влияние, мы не будем говорить плохих слов. Мы будем пребывать сострадательными к ним, желать им благополучия, с доброжелательным умом, без внутренней злобы. Мы будем пребывать, распространяя к ним ум, наделенный доброжелательностью, и, начиная с них, мы будем пребывать, наполняя и рахватывая весь мир умом, насыщенным доброжелательностью, обильным, обширным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Вот как вы должны тренироваться, монахи. Монахи, если вы постоянно держите в уме этот совет, показанный, примером с пилой, видите ли вы какое-либо течение речи, незначительное или грубое, которое бы вы не могли вытерпеть? Нет, учитель. Поэтому, монахи, вам следует постоянно держать в уме этот совет, показанный, примером с пилой. Это приведет к вашему благополучию и счастью на долгое время. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. В СН 12.12 он задает Будде вопросы, которые Будда определяет как неправильно заданные. В СН 12.32 упоминается, что он в итоге сложил монашеские обеты и вернулся к жизни мирянина. 2. Повторяется весь выше идущий фрагмент целиком. Дивадута сутта, небесные посланники. МН 130. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там благословенный обратился к монахам. Так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий. Монахи. Представьте два дома с дверьми. И человек с хорошим зрением, стоящий между ними, увидел бы, как люди входят и выходят, переходят туда и обратно. Точно так же, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, я вижу, как существа умирают и перерождаются, низшие и великие, красивые и уродливые, счастливые и несчастные. Я понимаю, как существа переходят в иной мир, в соответствии со своими деяниями, эти достойные существа, которые имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, переродились в счастливом уделе, даже в небесном мире. Или же, так, эти достойные существа, которые имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, переродились среди человеческих существ. Но эти достойные существа, которые имели хорошее поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, переродились в мире духов. Или же, так, эти достойные существа, которые имели дурное поведение телом, переродились в мире животных? Или же, так, эти достойные существа, которые имели дурное поведение телом, переродились в состояние лишений, в неблагом уделе, в погибели, даже в аду? Стражи Ада хватают такое существо за руки и приводят к царю Яме, один, говоря, Ваше Величество, этот человек плохо обращался со своей матерью, плохо обращался со своим отцом, плохо обращался с отшельниками, плохо обращался со жрецами. У него нет уважения к старейшинам его клана. Пусть царь наложит на него наказание. Небесные посланники. И тогда царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчет первого небесного посланника. Почтенный, разве ты не видел первого небесного посланника, который появился в мире? Два. Он отвечает, не видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире лежащего на спине младенца, запачканного своими же фекалиями и мочой? Тот отвечает, видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит ему, почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль, я тоже подвержен рождению, я не избегу рождения. Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом? Он отвечает, я не мог, уважаемый. Я был беспечным. Тогда царь Яма говорит, почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью, умом. Вне сомнений, с тобой поступит в соответствии с твоей беспечностью. Но этот твой плохой поступок не был сделан твоей матерью, твоим отцом, или же твоим братом или твоей сестрой, или же твоими друзьями и товарищами, или же твоими родственниками и роднёй, или же жрецами и отшельниками, или же божествами. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат. И затем, после того, как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчёт первого небесного посланника, царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчёт второго небесного посланника, почтенный, разве ты не видел второго небесного посланника, который появился в мире? Он отвечает, не видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире мужчину или женщину, 80, 90, 100 лет, скрючившуюся как подкова, согнутую вдвое, опирающуюся на палку, шатающуюся, хилую, утратившую молодость, с разбитыми зубами, седыми и скудными волосами, флешивую, морщинистую, с покрытыми пятнами частями тела? Он говорит, видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль, я тоже подвержен старению, я не избегу старения. Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом? Он отвечает, я не мог, уважаемый. Я был беспечным. Тогда царь Яма говорит, почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью, и умом. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат. И затем, после того, как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчет второго небесного посланника, царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчет третьего небесного посланника, почтенный, разве ты не видел третьего небесного посланника, который появился в мире? Он отвечает, «Не видел, уважаемый». Тогда царь Яма говорит, «Почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире мужчину или женщину, пораженную болезнью, нездоровую, серьезно больную, лежащую запачканной в собственных фекалиях и моче, которую поднимают одни, а кладут другие?» Он говорит, «Видел, уважаемый». Тогда царь Яма говорит, «Почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль? Я тоже подвержен болезням, я не избегу болезней. Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом». Он отвечает, «Я не мог, уважаемый. Я был беспечным». Тогда царь Яма говорит, «Почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью и умом. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат». И затем, после того, как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчет третьего небесного посланника, царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчет четвертого небесного посланника, «Почтенный, разве ты не видел четвертого небесного посланника, который появился в мире?» Он отвечает, «Не видел, уважаемый». Тогда царь Яма говорит, «Почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире то, как ловят преступника, вора, и цари подвергают его многочисленным видам пыток. Они приказывают хлестать его кнутами, бить бамбуком, бить дубинами, отрезать ему руки, отрезать ему ноги, отрезать ему руки и ноги, отрезать ему уши, отрезать ему нос, отрезать ему уши и нос. Они приказывают подвергнуть его, пытки под названием, котел с кашей, бритье, до состояния, отполированной раковины, рот раху, огненный венок, кылающая длань, лезвие трофы, одежда из коры, антилопа, мясные крюки, монеты, пикиливание щелоком, крутящийся штифт, свернутый матрас. Они приказывают облить его кипящим маслом, приказывают отдать на растерзание собакам, приказывают насадить его заживо на кол, приказывают отрубить ему голову мечом. Он говорит, видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль? Того, кто совершает плохие поступки, уже здесь и сейчас, в этой жизни, подвергают таким различным пыткам. Так что уж говорить о том, что будет потом? Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом. Он отвечает, я не мог, уважаемый. Я был беспечным. Тогда царь Яма говорит, почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью, и умом. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат. И затем, после того, как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчет четвертого небесного посланника, царь Яма спрашивает, допрашивает, переспрашивает его насчет пятого небесного посланника, почтенный, разве ты не видел пятого небесного посланника, который появился в мире? Он отвечает, не видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели ты ни разу не видел в мире мужчину или женщину, мертвую один день как, мертвую два дня как, мертвую три дня как, вспухшую, мертвенно-бледную, истекающую нечистотами? Он говорит, видел, уважаемый. Тогда царь Яма говорит, почтенный, неужели к тебе, умному и зрелому человеку, никогда не приходила эта мысль, я тоже подвержен смерти, я не избегу смерти. Вне сомнений, мне лучше было бы совершать благое телом, речью, умом? Он отвечает, я не мог, уважаемый. Я был беспечным. Тогда царь Яма говорит, почтенный, из-за беспечности ты не сумел совершать благое телом, речью, и умом. Этот плохой поступок был сделан тобой, и ты сам будешь переживать его результат. И затем, после того как царь Яма спросил, допросил, переспросил его насчет пятого небесного посланника, царь Яма замолкает. Ад. И стражи ада пытают его пятичастным прокалыванием. Три, затем стражи ада бросают его в великий ад. И вот что касается великого ада, монахи, четыре в нем угла. Построен он с дверями четырьмя по каждой из сторон. Заделан он железом всюду и везде, как и с железной крышей сверху он закрыт. И пол в нем из железа, раскаленный до красна, длиной он в сотни уликах покрывает целиком. Пламя, извергающееся из восточной стены великого ада, ударяется о его западную стену. Пламя, извергающееся из его западной стены, ударяется о его восточную стену. Пламя, извергающееся из его северной стены, ударяется о его южную стену. Пламя, извергающееся из верхней части, ударяется о нижнюю часть. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. В какой-то момент, монахи, по истечении долгого периода, случается так, что открывается восточная дверь Великого Ада. Он бежит к ней быстрыми шагами. По мере того, как он делает так, его внешняя кожа горит, его внутренняя кожа горит, его плоть горит, его сухожилия горят, его кости начинают дымиться. И точно так оно каждый раз, как он поднимает ногу. Когда он наконец-таки достигает двери, та захлопывается. И там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. В какой-то момент, монахи, по истечении долгого периода, случается так, что открывается западная, северная, южная дверь Великого Ада. Он бежит к ней быстрыми шагами, та захлопывается. И там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. В какой-то момент, монахи, по истечении долгого периода, случается так, что открывается восточная дверь Великого Ада. Он бежит к ней быстрыми шагами. По мере того, как он делает так, его внешняя кожа горит, его внутренняя кожа горит, его плоть горит, его сухожилия горят, его кости начинают дымиться. И точно так оно каждый раз, как он поднимает ногу. Он выходит через эту дверь. И сразу за Великим Адом идет бескрайний ад фекалий. Он туда падает. В этом Аду фекалий существа с игловидными ртами пробуриваются через его внешнюю кожу, пробуриваются через его внутреннюю кожу, пробуриваются через его плоть, пробуриваются через его сухожилия, пробуриваются через его кости, и пожирают его костный мозг. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. И сразу за адом фекалии идет бескрайний яд горящих углей. Он туда падает. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. И сразу за адом горящих углей идет бескрайний лес деревьев в симбале, высотой в лигу, ощетинившийся шипами шириной в 16 пальцев, горящий, кулающий, полыхающий. Его заставляют взбираться и спускаться с этих деревьев. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. И сразу за лесом деревьев в симбале идет бескрайний лес острее лесных деревьев. Он туда входит. Листья, колыхаемые ветром, режут его руки, режут его ноги, режут его руки и ноги. Они режут его уши, режут его нос, режут его уши и нос. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. И сразу за лесом острие лесных деревьев идет великая река с едкими водами. Он туда падает. Там его швыряют по течению, против течения, по течению и против течения. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата. Затем стражи Ада вытаскивают его крюком, ставят на землю, и спрашивают его, почтенный, чего хочешь? Он говорит, я голоден, уважаемые. И тогда стражи Ада раскрывают ему рот раскаленными железными щупцами, горящими, пылающими, полыхающими, и кладут ему в рот раскаленный медный шар, горящий, пылающий, полыхающий, который сжигает его губы, рот, язык, глотку, и желудок выпадает снизу вместе с кишками. Там он чувствует раздирающие, острые, пронзающие чувства. Но, все же, он не умирает, покуда этот плохой поступок не стащит своего результата, 4. Затем стражи Ада вновь бросают его в великий ад. И сталось, что царь Яма подумал, те, люди, в мире, которые совершают плохие, неблагие поступки, воистину подвергаются всем этим многочисленным видам пыток. О, вот бы я обрел человеческое состояние, и Татхагата, совершенный и полностью просветленный, появился бы в мире, и я мог бы прислуживать этому благословенному, и этот благословенный мог бы обучить меня Тхаме, так чтобы я смог бы понять Тхаму благословенного. Монахи, я говорю вам об этом никак о чем-то, что я услышал от другого жреца или отшельника. Я говорю вам об этом, потому что я сам в действительности познал, увидел, открыл это сам. Так сказал благословенный. И когда высочайший сказал это, он, учитель, далее добавил, предупреждают их небесные посланники, но многие беспечны все равно. И долго будут люди, те тогда, грустить, как только в нижнем мир они падут. Но когда люд благой всей жизни извещен посланниками, что пришли с небес, то без беспечности тогда живут они, но практикуют Тхаму хорошо. Со страхом нацепляния зрят они, ведь создает оно рождение и смерть. И без цепляния свободны они, ведь уничтожили рождение и смерть. Они блажены, так как спасены, небабаны достигают прямо здесь. Всякую ненависть и страх преодолев, спаслись они от страданий всех. Сачевипханга сутта, изложение о истинах. МН 141. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Варанасе в Оленьем парке в Исипатане. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, Варанасе в Оленьем парке в Исипатане этот Хагата, совершенный и полностью просветленный, привел в движение несравненное колесо Тхаммы, которое не может быть остановлено каким-либо жрецом или отшельником, божеством. Марой, Брахмой, или кем бы то ни было в мире, то есть, провозглашение, обучение, описание, утверждение, раскрытие, разъяснение, изложение четырех благородных истин. Каких четырех? Провозглашение, обучение, описание, утверждение, раскрытие, разъяснение, изложение благородной истины о страдании. Провозглашение, благородной истины об источнике страдания, благородной истины о прекращении страдания, благородной истины о пути, ведущем к прекращению страдания. Монахи, варанасы валением парки Весипатани и Татхагата, совершенный и полностью просветленный, привел в движение несравненное колесо Тхаммы, то есть, провозглашение, обучение, описание, утверждение, раскрытие, разъяснение, изложение этих четырех благородных истин. Взращивайте дружбу с Сарипутой и Макгалланой, монахи. Общайтесь с Сарипутой и Макгалланой. Они мудры, полезны своим товарищам по святой жизни. Сарипута подобен матери. Макгаллану подобен няньке. Сарипута обучает других для достижения плода вступления в поток, а Макгаллана – для достижения высочайшей цели. Сарипута, монахи, способен провозгласить, обучить, описать, утвердить, раскрыть, разъяснить, изложить четыре благородные истины. Так сказал благословенный. И сказав так, высочайший поднялся со своего сидения и ушел в свою хижину. И вскоре после того, как благословенный ушел, достопочтенный Сарипута обратился к монахам так, друзья-монахи, друг. Ответили монахи достопочтенному Сарипуте. Достопочтенный Сарипута сказал следующий, Варанасе, друзья, совершенный и полностью просветленный, привел в движение несравненное колесо Тхаммы. Про возглашение, благородная истина об источнике страдания, благородная истина о прекращении страдания, благородная истина о пути, ведущем к прекращению страдания, изложение этих четырех благородных истин. Истина о страдании. И что такое, друзья, благородная истина о страдании? Рождение – это страдание, старение – это страдание, болезни – это страдание, смерть – это страдание, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние – это страдание, неполучение желаемого – это страдание. Одним словом, пять совокупностей, подверженных цеплянию – это страдание. Это называется страданием. И что такое рождение, друзья? Рождение существ в различных классах существ, их приход к рождению, нисхождение, в утробу, начинание, появление совокупностей, обретение сфер контакта, это называется рождением. И что такое старение, друзья? Старение существ в различных классах существ, их старость, разбитость зубов, седина волос, морщинистость кожи, упадок жизни, ослабевание способностей, это называется старением. И что такое смерть, друзья? Уход существ из различных классов существ, их умирание, распад, исчезновение, кончина, истечение срока, жизни, распад совокупностей, оставление тела, это называется смертью. И что такое печаль, друзья? Печаль, скорбь, грусть, внутренняя печаль, внутреннее огорчение того, кто повстречал неудачу или кто охвачен некоторым болезненным состоянием, это называется печалью. И что такое стенание, друзья? Рыдание и стенание, оплакивание и причитание, плачь и горевание того, кто повстречал неудачу или кто охвачен некоторым болезненным состоянием, это называется стенанием. И что такое боль, друзья? Телесная боль, телесный дискомфорт, болезненное, неприятное чувство, рожденное телесным контактом, это называется болью. И что такое уныние, друзья? Умственная боль, умственный дискомфорт, болезненное, неприятное чувство, рожденное умственным контактом, это называется уныние. унынием. И что такое отчаяние, друзья? Беда и отчаяние, бедствие и безысходность у того, кто повстречал неудачу или кто охвачен некоторым болезненным состоянием, это называется отчаянием. И что означает, друзья, неполучение желаемого, это страдание? Существам, подверженным рождению, приходит желание, о, если бы мы не были подвержены рождению. О, если бы рождение не случалось с нами. Но не так оно, что это достигается желанием, а неполучение желаемого, это страдание. Существам, подверженным старению, болезни, смерти, печали, стенанию, боли, унынию и отчаянию приходит желание, о, если бы мы не были подвержены печали, стенанию, боли, унынию и отчаянию. О, если бы печали, стенания, боли, уныния и отчаяния не случалось с нами. Но не так оно, что это достигается желанием, а неполучение желаемого, это страдание. И что такое, Друзья, пять совокупностей, подверженных цеплянию, которые, одним словом, являются страданием Это совокупность материальной формы, подверженная цеплянию, совокупность чувства, совокупность восприятия, совокупность формации, ума, совокупность сознания, подверженная цеплянию Таковы пять совокупностей, подверженных цеплянию, которые, одним словом, являются страданием Это называется благородное истинное страдание Истина об источнике страдания И что такое, друзья, благородная истина об источнике страдания? Это жажда, которая приводит к новому существованию, сопровождаемая наслаждением и страстью, наслаждением в том и в этом. Это жажда к чувственным удовольствиям, жажда к существованию, жажда к несуществованию. Это называется благородная истина об источнике страдания. Истина о прекращении страдания и что такое, друзья, благородная истина о прекращении страдания? Это безостаточное угасание и прекращение, оставление, отбрасывание, отпускание, избавление от этой самой жажды. Это называется благородное истинное прекращение страдания. Истина пути. И что такое, друзья, благородная истина пути, ведущим к прекращению страдания? Это именно этот самый благородный восьмеричный путь, то есть правильное воззрение, правильное устремление, правильная речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильная осознанность, правильное сосредоточение. И что такое, друзья, правильное воззрение? Знание страдания, знание источника страдания, знание прекращения страдания, знание пути, ведущего к прекращению страдания. Это называется правильными воззрениями. И что такое, друзья, правильное устремление? Устремление к отречению, устремление к ней недоброжелательности, устремление к нежестокости. Это называется правильным устремлением. И что такое, друзья, правильная речь? Воздержание от лжи, воздержание от злонамеленной речи, воздержание от грубой речи, воздержание от пустой болтовни. Это называется правильной речью. И что такое, друзья, правильное действие? Воздержание от убийства живых существ, воздержание от взятия того, что не дано, воздержание от неблагого поведения в чувственных удовольствиях. Это называется правильными действиями. И что такое, друзья, правильное средство к жизни? Вот ученик благородных, отбросив неправильное средство к жизни, зарабатывает на жизнь правильными средствами. Это называется правильными средствами к жизни. И что такое, друзья, правильные усилия? Вот монах пробуждает твение ради невозникновения невозникших плохих, неблагих состояний. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Он пробуждает вене ради отбрасывания возникших плохих, неблагих состояний. Он пробуждает вене ради возникновения невозникших благих состояний. Он пробуждает вене ради поддержания возникших благих состояний, их неугасания, увеличения, разрастания, осуществления посредством развития. Он делает усилий, зарождает усердие, направляет на это ум, старается. Это называется правильным усилием. И что такое, друзья, правильная осознанность? Вот монах пребывает в созерцании тела как тела, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании чувств как чувств, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании ума как ума, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов, будучи решительным, бдительным, осознанным, устранив алчность и печаль к миру. Это называется правильной осознанностью. И что такое, друзья, правильное сосредоточение? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. С угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в Третьей Джхане, о которой благородно и говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в Четвертой Джхане, которая неприятно и неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Это называется правильным сосредоточением. Это называется благородное истинное пути, ведущим к прекращению страданий. Друзья, варана с оволением парки Весипатани и Татхагата, совершенно и полностью просветленный, привел в движение несравненное колесо Тхаммы, которое не может быть остановлено каким-либо жрецом или отшельником, божеством, марой, брахмой, или кем бы то ни было в мире, то есть, провозглашение, обучение, описание, утверждение, раскрытие, разъяснение, изложение этих четырех благородных истин. Так сказал Достопочтенный Сурипута. Монахи были довольны и восхитились словами Достопочтенного Сурипуты. Абхатаруна Сутта, Пересечение Наводнения. СН-1-1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему, как вы, господин, пересекли наводнение? 1. Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. 2. Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение? Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. 3. Дева, долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь. Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав, учитель согласен со мной, поклонился благословенному, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. 1. Наводнение, Огха. Означает 4 вида наводнения, смотри. 2. СН-45-171. Комментарий поясняет, поскольку они, наводнения, держат существ погруженными в круговерти существования и не позволяют им подняться к более высоким состояниям и неббаня. 2. Комментарий, не останавливаясь, не делая перерыва в отношении устранения загрязнений и т.д. 3. Слово «напрягаться», Аухати, довольно редко встречается в суттах, однако есть в МН-116, 13-14, где поясняется, что напряженный ум далек от сосредоточения. 3. Краткий ответ Будды указывает на срединный путь, Матчхима-Патипада, как с практической, так и с философской точки зрения. Комментарий приводит несколько пояснений, как это можно понимать. 1. Останавливаясь из-за загрязнений, он тонет, напрягаясь из-за волевых формирователей, его сносит. 2. Останавливаясь из-за жажды и воззрений, он тонет, напрягаясь из-за иных загрязнений, его сносит. 3. Останавливаясь из-за жажды, он тонет, напрягаясь из-за воззрений, его сносит. 4. Останавливаясь из-за терналистических воззрений, он тонет, напрягаясь из-за аннигилиционистических воззрений, его сносит. 5. Останавливаясь из-за слабых усилий, он тонет, напрягаясь из-за неугомонности, его сносит. 6. Останавливаясь из-за потакания чувственности, он тонет, напрягаясь из-за потакания самоумерщвлению, его сносит. 7. Останавливаясь из-за неблагих волевых формирователей, он тонет, напрягаясь из-за всех видов мирских благих волевых формирователей, его сносит. Не мог Хасута, в Исвобождении. СН 1-2. В Саватхе. И когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему, «Господин, знаете ли вы в Исвобождении, Избавлении, Уединении для Существ?» Один. Я знаю, друг, в Исвобождении, Избавлении, Уединении для Существ. Но каким образом, господин, вы знаете в Исвобождении, Избавлении, Уединении для Существ? Благословенный, полнейшим разрушением наслаждения существованием, исчезновением восприятия, сознания, и прекращением, успокоением чувств, вот каким образом, друг, знаю, для существ Исвобождении, Уединении и Избавлении. 2. 1. Комментарий, в Исвобождении, не мог Ха, это путь, так как существа высвобождаются из оков загрязнений посредством пути. Избавление, помог Ха, это плод, так как в момент плода существа освобождены от оков загрязнений. Уединение, вивека, это неббана, так как, достигая неббаны, они отлучены от всех страданий. Или, иначе, достигнув неббаны, существа освобождены, избавлены, отлучены от всех страданий. По заметке достопочтенного Бодхи, формулировка, в самой строфе, указывает, скорее, на второй вариант. 2. Комментарий поясняет, что речь идет об окончательной неббане, которая наступает в момент смерти просветленного существа. При этом вся ментальная группа разрушается и боли никогда не возникает. Упанье сутта, достигая. СН 1.3. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, жизнь протекла, жизнь и короток срок. Старым коль стал, то убежища нет. 1. В смерти угрозу вот это узрев, свершая заслуги, что счастье несут. Благословенный, старым коль стал, то убежища нет. Ищущий, мира приманку отбрось. 1. Примечание переводчика СВ, дословно строка звучит так, не существует каких-либо убежищ для того, кто достиг старости. Отсюда и название сутты. Однако, для ритмики стиха я перевожу не столь точно, хотя и, конечно же, сохраняю смысл. Эта же строфа приписана Дэви Утаре в СН 2.19. Очиньте сутта, время летит. СН 1.4. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного. Время летит, ночи быстро бегут. Жизнь и этап у нас все покидают. Эту опасность в смерти узрев, свершая заслуги, что к счастью ведут. Благословенный, мира приманку пустящущий бросит. Катичи Хинда сутта, сколько отрезать? СН 1.5. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного. Э сколько отрезать? Сколько отбросить? Сколько всего ему нужно развить? Сколько узлов монах преодолел? Так что зовется тем, кто переплыл? 1. Благословенный. Пять он отрезал, отбросил пять. Далее должен опять он развить. Если монах одолел пять узлов, то будет зваться тем, кто переплыл. 2. 1. Примечание переводчика СВ, в оригинале, в этой строфе в следующей, зовется тем, кто переплыл наводнение. Насчет наводнения, Окха, смотри. СН 1. 1. 2. Комментарий. Следует отрезать. Чхинди. Пять нижних оков. Воззрение о существовании Я. Сомнений. Привязанность к правилам и предписаниям. Чувственное желание. Недоброжелательность. Он должен отбросить. Джахе. Пять высших оков. Жажду к миру форм, жажду к миру бесформенному, самомнение, неугомонность, невежество. Чтобы отрезать и отбросить эти оковы, ему нужно развить дальнейшую пятерку, то есть пять духовных качеств, веру, усердие, осознанность, сосредоточение, мудрость. Пять узлов. Панчисанга. Это жажда, злоба, заблуждение, самомнение, воззрение. Монах, который преодолел эти пять узлов, зовется тем, кто переплыл наводнение, Акхатинна. Джагар Сутта, бодрствуют. СН 1.6. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного. Сколькие спят, когда не спят другие? Сколько не спит, когда другие спят? Скольким ты пыль лишь одну собираешь? Скольким возможно очистить себя? Благословенный, пятеро спят, когда не спят другие. Те пять не спят, когда другие спят. Пять есть того, чем ты пыль собираешь, пять есть того, чем очистишь себя. Один. Один. Комментарий. Когда пять качеств не спят, то спят пять помех. Когда пять помех спят, то не спят пять качеств. Этими пятью помехами человек собирает пыль, а этими пятью качествами человек очищает себя. Смотри также СН 48 121. Апативидита сутта, не постиг. СН 1 7. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного. Те, не постигли кто эти вещи, могут прильнуть к учениям других, все еще спят они, не пробудились, время пришло, чтоб проснулись они. Один. Благословенный, тот, хорошо кто постиг эти вещи, прильнуть к учениям других не способен. Ведь пробужденные, правильно зная, курс держит ровно неровных среди. Один, комментарий поясняет, что под вещами имеются в виду четыре благородных истины. Под учениями других понимаются различные воззрения и доктрины других религиозных и духовных учителей и групп. Сусамуттха сутта, всецело запутанный. СН 1 8. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, и в отношении вещей они спутаны, могут прильнуть к учениям других, все еще спят они, не пробудились, время пришло, чтоб проснулись они. Благословенный, тот, в отношении вещей кто не спутан, прильнуть к учениям других не способен. Ведь пробужденные, правильно зная, курс держит ровно неровных среди. Монакама сутта, склонный к самомнению. СН 1 9. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, не укротить того, доволен самомнением кто, и мудрецом не стать тому, кто не сосредоточен, беспечный, даже если он уединен в лесу, смерть и владение пересечь не сможет. Благословенный, отбросив самомнение, сосредоточив ум свой хорошо, с умом высоким и освобожденным всюду, старательный и пребывающий один в лесу, смерть и владение он сможет пересечь. Аранья сутта, лес. СН 1 10. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, тот, глубоко в лесу, кто проживает, спокойный и ведущий жизнь свою святую, кто лишь единожды в день пищу принимает, как так, что выглядит таким он безмятежным. Благословенный, он не печалится о том, что уж свершилось, к тому, что будет в будущем. Он не устремлен. Он держится на том, что пребывает в настоящем, вот в этом и причина, почему спокоен он. Стремясь к тому, что в будущем свершится, через печаль к тому, что совершилось в прошлом, глупец себя же истощает, увядает, точно тростник зеленый, что покошен. Нандана сутта, Нандана. СН 1 11. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, как-то раз, монахи, некое женское божество из собрания божеств Таватимса веселилось в роще Нанданы, один, будучи обеспеченным и наделенным пятью нитями небесных чувственных удовольствий, в сопровождении свита небесных нимф. И тогда оно произнесло эту строфу. Они себе не представляют, что есть блаженство, все те, не видел кто Нанданы, обители величественных мужчин-девов из свита тридцати богов. Когда так было сказано, монахи, некий дева ответил этой деве строфой, два, не уж что ты не знаешь, дура, архатов с величавой фразой, непостоянные составные вещи, то появляются, то исчезают, возникнув, вскоре прекращаются, успокоение же их блаженно. Один, парк Нанданы, одно из мест в божественном мире Таватимсы. Два, аналогичный диалог содержится в СН-9-6, где первую фразу говорит женское божество по имени Джолини, бывшая супруга достопочтенного Анурутхи, тогда как Анурутхи отвечает ей ниже следующей строфой. Нандати сутта, наслаждений. СН-1-12. В Саваттхе. Стоя рядом, то дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, тот, у кого есть сыновья, тот радуется сыновьям, тот, у кого домашний скот, домашнему скоту. Ведь обретение есть радость подлинная для людей, без обретения радость не найти им. Благословенный, тот, у кого есть сыновья, грустит по сыновьям, а у кого есть скот, грустит тот по скоту. Ведь обретение, вот истинная в чем людей печаль, без обретения нет у них печали. Один. Один, этот же диалог содержится в СН-4-8, но уже между Буддой Марой. Надтхи Путтасама Сутта, не сравнится с той, что к сыну. СН-1-13. В Саваттхе. Стоя рядом, то дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, привязанности нет такой же сильной, как и к сыну, богатства лучше не найти, чем обладание скотом. Нет в мире света, что сравнится мог бы с солнцем, и океан величественнее остальных массивов. Вот благословенный, привязанности нет такой же сильной, как к себе же, богатства лучше не найти, чем обладание зерном. Нет в мире света, что мог с мудростью сравнится, и дождь величественнее остальных массивов. Кхаттия Сутта. Кхатти. СН-1-14. В Саваттхе. Стоя рядом, то дева произнес эту строфу в присутствии благословенного. Кхатти, вот лучший кто из двуногих, бык лучше всех среди четвероногих, дева, вот лучшая среди всех жен, перворожденный, среди сыновей. Благословенный, Будда, вот лучший кто из двуногих, конь лучше всех среди четвероногих, та, что послушна, лучше всех жен, и исполнительный, вот лучший сын. Санамана Сутта. Шелестит. СН-1-15. В Саваттхе. Стоя рядом, то дева произнес эту строфу в присутствии благословенного. Как наступает полдня час, лесные птицы умолкают, то шелестит могучий лес, ужасным кажется он мне. Благословенный, прекрасным кажется он мне. НИДДАТАНДИ СУТТА, ВЯЛОСТЬ И СОНЛИВОСТЬ. СН-1-16. В Саваттхе. Стоя рядом, то дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, ленивые потягивания, вялость и сонливость, и, как поешь, апатия, довольствования нет, и из-за этого среди существ живущих едва ли благородный путь возникнуть бы сумел. Благословенный, но если эти вещи ты старанием рассеял, тогда очищен будет благородный этот путь. Один. Один, комментарий поясняет, что речь идет об очищении пути от умственных загрязнений. Дуккара сутта, трудно практиковать. СН-1-17. В Саваттхе. Стоя рядом, то дева произнес эту строфу в присутствии благословенного. Практиковать жизнь, полную скезы, трудно, и трудно выдержать это тому, кто не готов. Ведь много существует в этом затруднений, из-за которых глупого один лишь ждет провал. Как много дней практиковать эскезы он сумеет, если не может под контролем ум свой удержать? Терпеть лишнюю удачу будет с каждым шагом, попав под устремлений собственных контроль. Один. И погружаясь в мысли своего ума, как черепаха в панцирь втягивает лапы, он, независимый, угасший, не тревожащий других, такой монах людей не порицает. Два. Один. Устремления, санкапа. Имеются в виду три неблагих устремления, основанные на чувственном желании, недоброжелательности, причинении вреда. Два. Комментарий поясняет, что он не критикует и не порицает чужое поведение с целью унизить, но говорит из сострадания, утвердив себя в пяти качествах, речь идет о пяти качествах произнесения речей, а, говорить в нужный момент, б, говорить правду, в, говорить мягко, г, так чтобы это приносило пользу, д, с доброжелательным умом. Хири сутта, чувство стыда. СН 1.18. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, если где-либо в мире кто-либо, сдержан кто был бы чувством стыда, кто отступает прочее порицание, точно как конь от удара кнута. Благословенный, мало тех, сдержан кто чувством стыда, всегда осознан, такими живет. Мало страданий и конца кто достиг, курс держит ровно неровных среди. Кутика сутта, небольшая хижина. СН 1.19. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, хижины нет небольшой у тебя, а может гнездышко есть у тебя, или продленные линии есть, освободился ли ты от таков? Один. Благословенный, хижины нет небольшой у меня, и небольшого гнезда также нет, линии продленных нет у меня, освободился ведь я от таков. Дева, что я под хижиной имел в виду? Что обозвал небольшим я гнездом? Линий продленных смысл каков? Что обозначил оковами я? Два. Мать, вот назвал ты хижиной что, гнездышком ты жену обозвал, линии, что продлены, сыновья, жажду отметил оковами ты. Благостно это, что хижины нет, равно как нет небольшого гнезда, линий продленных нет у тебя, и что свободен ты от оков. Один, комментарий. Дева под небольшой хижиной имеет в виду чью-либо мать, потому что человек живет в ее утробе десять месяцев, под гнездышком имеет в виду жену, потому что после трудного рабочего дня мужчина возвращается к женщине точно так же, как птицы, которые весь день искали еду, возвращаются в гнездо на ночевку, под продленными линиями, сантанака, имеет в виду продление семейного рода, под оковами подразумевается жажда. Будда отвечает так, потому что он никогда не будет больше находиться в утробе матери или содержать жену или заводить сыновей. Два, комментарий поясняет, что Дева был поражен мгновенным ответом Будды и решил удостовериться, что тот правильно понял смысл вопросов. Самиттхи сутта, Самиттхи. СН 1.20. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в парке горячих источников. И тогда достопочтенный Самиттхи, поднявшись с первыми лучами солнца, отправился к горячим источникам, чтобы искупаться. Искупавшись в горячих источниках, он вышел и встал в единственном одеянии, высушивая части своего тела. И затем, когда наступила глубокая ночь, некое женское божество, обладающее поразительной красотой, освещая все горячие источники, подошло к достопочтенному Самиттхи. Подойдя, оно встало в воздухе и обратилось к достопочтенному Самиттхи с трофой. 1. Не насладившись, ищешь подаяний ты, монах, не ищешь подаяний, если насладился. 2. Вначале насладись, монах, потом подаяний ищи, пусть время не пройдет мимо тебя напрасно. Достопочтенный Самиттхи, не знаю, что такое время я, ведь время спрятано, нельзя его увидеть. Поэтому, не наслаждаясь, подаяний я ищу, пусть время не пройдет мимо меня напрасно. 3. И тогда то божество спустилось на землю и обратилось к достопочтенному Самиттхи, ты, монах, ушел в бездомную жизнь еще молодым, черноволосым, наделенным благословением молодости на первом этапе жизни, не наигравшись чувственными удовольствиями. Наслаждаясь чувственными удовольствиями, монах, не оставляй того, что видно здесь и сейчас, ради преследования того, что требует времени. Я не оставил того, что видно здесь и сейчас, подруга, ради преследования того, что требует времени. Я оставил то, что занимает время, ради преследования того, что видно здесь и сейчас. Ведь благословенный, подруга, утверждал, что чувственные удовольствия съедают много времени, полны страданий, полны отчаяния, а опасность, заключенная в них, еще больше. А этот хамма, видимо, здесь и сейчас, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается на личном опыте мудрыми самостоятельно. Но как так, монах, что благословенный утверждал, что чувственные удовольствия съедают много времени, полны страданий, полны отчаяния, а опасность, заключенная в них, еще больше. А этот хамма, видимо, здесь и сейчас, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается на личном опыте мудрыми самостоятельно. Я недавно получил монашеское посвящение, подруга, недавно ушел жить бездомной жизнью, недавно пришел в эту хамму и винаю. Я не могу тебе объяснить это в деталях. Но благословенный, Арахант, полностью просветленный, пребывает в Раджагахе в парке горячих источников. Подойди к этому благословенному и спроси его об этом. То, как он тебе это объяснит, так ты это и запомни. Не просто нам подойти к тому благословенному, монах. Ведь его окружают другие, очень влиятельные божества. Если бы ты подошел к нему и спросил его об этом, то мы бы тоже отправились следом, чтобы услышать хамму. Хорошо, подруга, ответил достопочтенный Самитхи. И тогда он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал обо всей беседе, которая состоялась с этим божеством, добавив, если слова этого божества были правдой, учитель, то тогда это божество сейчас должно быть где-то рядом. Когда так было сказано, то божество обратилось к достопочтенному Самитхи, спроси, монах. Спроси, монах. Я пришла. И тогда благословенный обратился к тому божеству с Трофой, те, кто воспринимают то, что выразить возможно, те, в том, что выразить возможно, утверждаются тогда. Не понимая полностью все то, что можно выразить, они тем самым в рабство смерти попадают. 4. Но, полностью поняв все то, что можно выразить, того, кто выражает, не измышляет он, ведь для него этого более не существует, за счет чего его он мог бы описать. 5. Если, дух, ты понял, то говори. Я не понимаю в подробностях, господин, значение того, что сказал вкратце благословенный. Пожалуйста, господин, пусть благословенный объяснит мне это так, чтобы я поняла в подробностях значение того, что было сказано вкратце. Благословенный, тот, измышляет кто, такой же я, или лучше, или хуже, тот, в этом случае, может пуститься в споры. Но кто в трех развлечениях не дрогнет, тот не считает, я такой же или лучше. 6. В этом случае также, господин, я не понимаю в подробностях значение того, что сказал вкратце благословенный. Пожалуйста, господин, пусть благословенный объяснит мне это так, чтобы я поняла в подробностях значение того, что было сказано вкратце. И он отбросил вычисление, не заявляя само мнение, отрезал жажду к имени и форме он. И божества и люди его ищут, и здесь и там, на небесах, в обителях во всех. Того, кто разрубил узлы, найти они не могут, того, кто не обеспокоен, жажды кто лишен. Господин, я понимаю в подробностях значение того, что сказал вкратце благословенный. Так, не нужно в мире зла свершать, ни телом, речью, ни умом. Отбросив наслаждение от чувств, осознанным и бдительным идти не стоит тем путем, что причиняет боль и вред. 7. 1. Согласно комментарию, это было божество женского пола, принадлежащее к группе земных божеств, тхумадевата, которая обитала в этой роще. Она была поражена красотой монаха, влюбилась в него и решила соблазнить. 2. В оригинале на языке пале здесь идет игра слов со словом пхунджати, которая может означать и поедание еды, и наслаждение чувственными удовольствиями. Божество, подразумевая второй смысл, говорит ему о том, чтобы тот вначале поел, а потом уже отправлялся за сбором подаяний, то есть вначале насладился чувственными удовольствиями, а уже потом стал монашествовать. 3. Согласно комментарию, самит тхе, отвечая, подразумевает время смерти, Маранакала, которое спрятано, чханна, в том смысле, что никто не знает, когда оно придет. В последней строфе речь идет о времени для практики аскезы, потому что в старом возрасте трудно изучать тхаму и практиковать аскезу, жить в лесу и развивать медитативные достижения. 4. Комментарий поясняет, что под тем, что можно выразить, понимаются пять совокупностей. Когда обычное существо воспринимает их, то их восприятие окрашивается идеями постоянства, счастья и самости. Эти искажения восприятий называются виполаса, например, смотри Иоанн 52, 4, 8. Эти искаженные восприятия вызывают омрачения, из-за которых существа утверждаются в том, что может быть выражено, то есть, в пяти совокупностях. Это утверждение происходит восьми способами, посредством жажды, злобы, невежества, воззрений, скрытых склонностей, самомнения, сомнений и неугомонности. Комментарий к тем же строфам Эти вот такие 53, говорит о том, что существа воспринимают пять совокупностей самостно, то есть, наделяя их концепциями Я, Мое, Божество, Человек, Женщина, Мужчина, так далее. Они воспринимают их как существо, личность и так далее. Также комментарий поясняет, что данная строфа является ответом на вопрос Божества о том, почему чувственные удовольствия съедают много времени. Похоже, эта идея подтверждается последней строкой, они тем самым в рабство смерти попадают, то есть, существа ловятся в сансару, сеть времени. 5. Комментарий Арахант не измышляет говорящего как личность, пугала. То есть, он более не считает пять совокупностей своим, собой или Я. 6. Три развлечения Тая-Витха, это три вида самомнения, то есть, Я, лучше, Я, такой же, Я, хуже. Тот, кто не дрогнет в трех развлечениях, это Арахант, который всецело уничтожил оковы самомнения. 7. Комментарий поясняет, что в конце беседы Божество обрело плод вступления в поток и произнесло данную строфу как великое учение Дхаммы, чтобы показать благородный восьмеричный путь, с помощью которого оно смогло достичь этого плода. Сатте-Сутта Меч СН-1-21 Сутта идентична СН-2-16, но здесь неупомянутое имя Божества, которое произносит строфу. Пухсати-Сутта Касается СН-1-22 В Саваттхе Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, и не касается него, того, кто не касается, но прикоснется, коль коснется он. Поэтому касается того, кто сам касается, того, на невиновного клевещет кто. 1. Благословенный, на невиновного клевещет кто, того, кто чист и не запятнан, то зло вернется к самому глупцу, как если пыль он против ветра бросил. 2. 1. Речь идет о каме и ее плодах. 2. В Сутта Непати-662 эта строфа относится к случаю монаха Кикалики, который клеветал на Сарепуту и Макгаллану, в итоге, из-за этой камы вскоре умер и оказался в аду. 3. Эта история также рассказывается в СН-6-9 и СН-6-10. 4. Джата-сутта, узел. СН-1-23. В этой сутте содержатся те же самые строфы, что и в СН-7-6, но только одни строфы, без вступления и послесловия. 5. Мананиварана-сутта, сдерживая в уме. СН-1-24. В Саваттхе. 5. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, отчего в уме себя сдерживаешь, от того не поступит страданий. 6. От всего коли будешь ты сдерживать, от страданий от всех ты спасешься. 7. Благословенный, нет нужды от всего себя сдерживать, коль умом управлять ты умеешь. Но вот если козлу что приводит, от того себя сдерживать нужно. 1. 1. Примечание переводчика СВ, везде в стихе, где идет речь о сдержанности, говорится о сдержанности в уме. Для сохранения ритмики стиха я опускаю уме, оставляя только сдерживать. Комментарий поясняет, что это божество считало, что нужно сдерживать ум в отношении абсолютно всех качеств, в том числе и благотворных и сверхмирских. Под комментарий добавляет, что божество имело воззрение, будто любое состояние ума приносит страдания и бессознательные состояния лучше. Будда же отвечает, что сдерживать ум, таточитам неварае, следует только от тех вещей, объектов, которые вызывают омрачение. Араханта сутта «Арахант» СН 1.25 В Саваттхе, стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, если монах, арахант, совершенный и без омрачений, кто носит последнее тело, то может сказать, говорю я, сказал бы, они говорят мне. 1. Благословенный, кто носит последнее тело, он может сказать, говорю я, и может, они говорят мне. Умелый и знающий мир и умение выражаться, использует он эти фразы как просто лишь выражение. 2. Дева, то именно и самомнение и может, они говорят мне. 3. Кто без самомнения, тот без узлов. Узлы все его износились. И хоть измышленное он одолел, как просто лишь выражение. 1. Комментарий поясняет, что божество, проживавшее в лесу, услышало, что монахи говорят, я иду, я говорю и так далее. Так как оно считало их арахантами, то, услышав эти фразы, оно усомнилось в этом, полагая, что те все еще не освободились от самомнения. 2. Комментарий. Хотя арахант отбросил беседы, которые подразумевают веру в я, все же, они не нарушают привычного хода разговора, говорят, допустим, так, совокупности едят, совокупности сидят, это чаши совокупностей, это одеяние совокупностей, поскольку их никто не понял бы. 3. Комментарий поясняет, что божество подумало, что, должно быть, у них не было воззрения я, но все равно они говорили так из-за самомнения. 3. Примечание переводчика СВ, воззрение я устраняется на уровне вступления в поток, а самомнений, только на уровне араханта. 4. Падджота сутта, источники света. СН 1.26. В этой сутте содержатся те же самые строфы, что и в СН 2.4, но только одни строфы, без вступления и послесловия. 4. Сара сутта, потоки. СН 1.27. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии Благословенного. Откуда все потоки поворачивают вспять? Где круговерть перестает вращаться? Где ими и форма исчезает, и прекращается где без остатка? Благословенный, там, где вода, земля, огонь и воздух опоры обрести не могут. Отсюда поворачивают все потоки вспять. Здесь круговерть перестает вращаться, здесь ими и форма исчезает, и прекращается здесь без остатка. 1. 1. Комментарий поясняет, что под потоками подразумевается сансара, а Будда отвечает, говоря о неббане. Махатхана сутта, те, у кого большие богатства. СН 1.28. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии Благословенного. И даже те, имущество, богатство, у кого большое, и даже кхоте, страной, кто управляют, все смотрят друг на друга с жадными глазами, ненасыщаемые в чувственных усладах. И среди тех, кто алчным стал таким, и кто плывет в существование потоки, если хоть кто-то, жажду кто смог одолеть. Кто в мире перестал быть алчным? Благословенный, тот, кто покинул дом и жизнь бездомную принял, оставив позади рогатый скот, любимых сыновей, оставив жажду позади, оставив злость, и выдворив невежество свое, архаты, омрачений кто лишен. Вот в мире кто быть алчным перестал. Четучатка сутта. Четыре колеса. СН 1.29. В этой сутте содержатся те же самые строфы, что и в СН 2.28, но только одни строфы, без вступления и послесловия. Яниджангха сутта, икры как у антилопы. СН 1.30. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, и подадя, тебя мы спросим о стройном герое с икромю как у антилопы, один, который жажды не имеет, и пищи ест которой мало, скитается один как лев и льнага, и не заботится о чувственных усладах, так как же он освободился от страданий. Благословенный, пять нитечувственности в мире, где ум шестой объявлен нитью, желание в этом уничтожив, он стал свободным от страданий. Один, икры ног как у антилопы, это один из тридцати двух признаков великого человека, Будды или царя миродержца. САПХИ СУТТА, С ХОРОШИМИ СН 1.31 Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, принадлежащих к группе божеств Сатулапы, один, обладающих поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошла к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали рядом. Затем один дэва, стоя рядом, произнес эту страфу в присутствии благословенного, общаться нужно только лишь с хорошими людьми, с хорошими людьми тесную связь нужно держать. И истинную дэвов, когда выучишь у них, то станешь только лучше, а не хуже. И затем другие пять дэвов следом произнесли свои страфы в присутствии благословенного, то лишь от них ты мудрость обретешь, не от других. Грустить не будешь ты, когда вокруг печаль. То будешь ты сиять и в отношениях своих. И истинную дэвов, выучив у них, в благою дел живые существа устремлены. Живые существа уютно могут жить. И тогда другой дэва обратился к благословенному, благословенный, кто произнес хорошо сказанное. Вы все до определенной степени произнесли хорошо сказанное. Но послушайте также меня, от всяческих страданий обретешь свободу ты. Так сказал благословенный. Водушевленные, те дэва поклонились благословенному, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчезли. 2. 1. Это группа божеств в небесном мире Туватимзы. Они назывались Сытулапакайка, то есть относящиеся к тем, кто восхвалял благое. Они родились в небесном мире из-за восхваления Тхаммы хороших людей. 2. В точности те же самые строфы, что и в этой суте, содержатся в СН 2.21, но приписываются божеству по имени Сива. Мачхари сутта, скупость. СН 1.32. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, принадлежащих группе божеств Сытулапы, обладающих поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошла к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали рядом. Затем один дэвов, стоя рядом, произнес эту строфу в присутствии благословенного, со скупостью, с беспечностью не делается дар. Но, тот, кто знает и заслуг желает, тот, вне сомнений, дар дает. Затем другой дэвов произнес эти строфы в присутствии благословенного, то, чего скупец боится, когда дар не хочет сделать, есть та самая опасность, что потом к нему вернется. Голод тот и жажда та, что скупой боится, обрушится на дурака и в этом мире, и потом. Так, скряжничество устранив, всех пятен победитель должен дар давать, заслуги, вот опора для живых существ, возникнут что в мире ином. Средь мертвых не умрут они, те, кто словно попутчики в пути, поделятся немногим тем, что есть, таков закон вневременный. Кто-то поделится немногим тем, что есть, другие же, богатые, не любят дар давать. Дарение того, чего немного у тебя, в тысячу раз ценит того, что оно стоит. Плохие не способны подражать хорошим, которые даруют то, чем сложно поделиться. Поступки совершают, что осуществить непросто, столь трудно следовать тхами людей хороших. И потому дел их после смерти будет разниться, для хороших и плохих. Плохие в отыдут, хорошее, в небесный мир. И так дать другой дар обратился к благословенному, благословенный, кто произнес хорошо сказанное. Вы все до определенной степени произнесли хорошо сказанное. Но послушайте также меня, если ты практикуешь тхамму, пусть и живешь ты собиранием. Если, хотя жену содержишь, даешь немногое, что можешь, то даже подношение сотни тысяч тех, кто приносит тысячами в жертву, не будет стоить даже лишь частицы дарения того, кто человеку этому подобен. Тогда другой дар обратился к благословенному строфой. Так почему их жертвоприношения, обширные, огромные, не стоят ничего в сравнении с дарением благого человека? Так почему сто тысяч подношений дарения того, кто человеку этому подобен? Тогда благословенный ответил этому дэви строфой, они дают, но в неблагом они утверждены, жизнь не лишив, убив и причинив печаль. Их подношение полно жестокости и слез, не стоит ничего, если с подарком праведника-то сравнить. Вот почему сто тысяч подношений. Садху сутта, хорошо. СН 1.33. В Саваттхе. В Саваттхе. В Саваттхе. Затем другой дар произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного. Дарение, это хорошо, господин. И, далее, даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, Дарение, это хорошо. Кто-то поделится немногим тем, что есть, другие же, богатые, не любят делать дар. Дарение того, чего немного у тебя, в тысячу раз ценит того, что оно стоит. Дарение, это хорошо, господин. Даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, Дарение, это хорошо. И, далее, если дарение совершено так же и с верой, Дарение, это хорошо. Как говорят, есть общее между Дарением и войной, несколько тех, кто хороши, способны многих победить. Ведь тот, кто верит, даже если мало пусть дает, в мире другом он обретает счастье. Один. Дарение, это хорошо, господин. Даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, Дарение, это хорошо. Если дарение совершено так же и с верой, Дарение, это хорошо. И, далее, Дарение того, что добыто праведным способом, это так же хорошо. Когда дает он дар, что праведным был добыт, был обретен усердием, старанием, то, переплыв поток ветераний у ямы, Два, небесных состояний смертный достигает. Дарение, это хорошо, господин. Даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, Дарение, это хорошо. Если дарение совершено так же и с верой, Дарение, это хорошо. Дарение того, что добыто праведным способом, это так же хорошо. И, далее, Дарение с проведением различий так же хорошо. Три. Дарение с проведением различий восхвалялось тем, кто счастлив, когда дар делается тем, достоин подношений кто. Вот в этом самом мире всех существ, живущих в нем. То, что дается им, приносит плод великий, как если б в плодородном поле кто посеял семена. Дарение – это хорошо, господин. Даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, дарение – это хорошо. Если дарение совершено также и с верой, дарение – это хорошо. Дарение того, что добыто праведным способом, это также хорошо. Дарение с проведением различий также хорошо. И, далее, сдержанность по отношению к живым существам – это также хорошо. Тот, кто живет, живым вреда не причиняя, и из боязни порицания не свершает зла, то робкого, нехраброго похвалит тогда в этом, ведь из боязни зла хороший человек не совершает. И тогда другой дыва обратился к благословенному, благословенный, кто произнес хорошо сказанное. Вы все до определенной степени произнесли хорошо сказанное. Но послушайте также меня, многими способами восхваляется дарение, но Дхамму путь дарения превосходит. Ведь в прошлом, даже очень давнем, благие, мудрые, небабаны достигали. Один, комментарий, вера означает веру в Камму и ее результат. Точно так же, как на войне несколько героев могут победить многочисленных трусов, то точно так же, тот, кто наделен верой и так далее, даруа даже лишь небольшой дар, сокрушает огромную часть скупости и обретает обильный плод Каммы. Два, в древнеиндийской мифологии река Витарани была аналогом реки Истикс в древнегреческой мифологии, а яма, аналогом Эида, владыки подземного царства мертвых. Три, комментарий, есть два вида проведения и различий. Один, в отношении дара, то есть, когда кто-либо откладывает в сторону худшие предметы и дарит только лучшее. Два, в отношении получателя, то есть, когда кто-либо оставляет в стороне тех, кто ущербен в своей нравственности, а также сторонников 95-ти юридических убеждений, и дает только тем, кто наделен такими качествами, как нравственность и так далее, и кто получил монашеское посвящение в учении Будды. На Санте-сутта, нет. СН 1-34. Однажды благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, принадлежащих к группе божеств Сатулапы, обладающих поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошла к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали рядом. Затем один дэва, стоя рядом, произнес эту страфу в присутствии благословенного, средь человеческих существ нечувственных услад, что были постоянны. Есть лишь те вещи, что желанны. Как только человек привязан к ним, беспечен, в окружении их находясь, из царства смерти он не достигает удела, где нет больше возвращений. Один. Другой дэва, невзгоды рождены из желания. Страдания рождены из желания. С устранением желания устраняются невзгоды. С устранением невзгод устраняются страдания. Два. Благословенный, это нечувственные наслаждения, мирские миловидные вещицы, чувственность человека, устремление и страсти. А миловидные вещицы лишь просто остаются в мире, но мудрый устраняет всякое желание к ним. Три. Нужно оставить злобу, самомнение и покинуть, все путы следует преодолеть. Тот, ничего кто не умеет, страданием не угнетен. Не льнет он к имени и форме. И он отбросил вычисления, не заявляет самомнение, отрезал жажду к имени и форме он. И божество и люди его ищут, и здесь и там, на небесах, в обителях во всех. Того, кто разрубил узлы, найти они не могут. Того, кто не обеспокоен, жажды кто лишен. Достопочтенный Макхараджи, 4. Не видели коль божество и люди того, кто так освобожден, ни здесь, ни после, то стоит их хвалить за то, что чтят они такого, лучшего из людей, живущего ради их блага. Монахи эти тоже похвалы достойны, кто чтят его, освобожденного такого. Но коль познают хамы и сомнения отбросят, монахи станут теми, кто узлы преодолел. 5. 1. Дословно, в состоянии боли и не возвращения, а пунагамона. Согласно комментарию, речь идет о неббане, поскольку существования возвращаются из неббаны. Тот, кто беспечен и привязан к чувственным удовольствиям, не может достичь ее. 2. Комментарий говорит, что невзгоды, Акха, в первой строке, это страдание пяти совокупностей. А страдание, Дукха, во второй строке, синоним первого. Четвертую строку комментарий перефразирует так, с устранением пяти совокупностей страдания в сансарной круговерти устраняются. 3. Необычное словосочетание Санкапарага канонический комментарий поясняет, как устремленная страсть и резюмирует, здесь в строфе отрицается соотношение чувственности с чувственными объектами. Но чувственностью называется чувственное загрязнение ума. 4. Макхараджа был лучшим среди монахов в плане соблюдения последовательности в беседах Анусэндхи Кусала. Под комментарий поясняет, что он был одним из шестнадцати учеников Брахмана Баварии. Смотри. СНП 5.15. 5. Будда объяснил, что те, кто его почитают, достойны похвалы. Однако, добавляет, что те, кто познали истинную и обросили сомнения, достижением вступления в поток, достойны еще большей похвалы. Со временем они преодолеют узлы, то есть станут арахантами. Уттшханасни сутта, критиканы. СН 1.35. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндики. И когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, принадлежащих к группе критикующих божеств, обладающих поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошла к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали в воздухе. Один. Затем один дэвов, стоя в воздухе, произнес эту страфу в присутствии благословенного. Тот, представляет, кто себя одним, на деле будучи совсем другим, тот обретенным наслаждается, как вор, как если бы мошенник выигрыш добыл. Другой дэвов, как поступаешь, так и говори. Не говори, когда не поступаешь так. Мудрец ведь четко может распознать того, кто учит, но не практикует это сам. Благословенный, не просто лишь речью, не только лишь слушанием в твердом практике пути продвинуться возможно, которым мудрые практики медитации освобождаются от рабства Мары. Воистину, мудрец не станет притворяться, ведь понял направление мира он. И знанием окончательным мудрец погашен, он пересек привязанности к миру. Тогда те божества, спустившись на землю, упали в ноги благословенному «Господин, мы совершили проступок, столь глупыми, столь запутанными, столь нелепыми мы были, что вообразили, будто можем раскритиковать благословенного. Пусть благословенный простит нас за наш проступок, который мы теперь увидели как проступок, чтобы впредь мы себя сдерживали в этом». И тогда благословенный улыбнулся. 2. Тогда, те божества, желая раскритиковать его еще больше, взмыли воздух. Один из дэвов произнес эту страфу в присутствии благословенного, «Если простить кто не способен тех, кто в проступке смог сознаться, то зол он в сердце, ненависти полон, питает он одну лишь неприязнь. Так если б не было проступка, если бы не было блужданий, и если бы успокоена была бы злоба, то оказался бы тот невиновным». Дэва, и для кого же нет проступков? И для кого же нет блужданий? Кто в замешательстве не оказался? Кто мудро всегда осознан? Татхагата, полностью просветленный, ко всем живущим полон сострадания. И в его случае проступков не бывает, и в его случае не может быть блужданий, он в замешательстве не оказался, он мудрый и всегда осознан. Если простить кто не способен, питает он одну лишь неприязнь. Но этой неприязнью я не упиваюсь, а потому проступок вам прощаю я. Один, комментарий поясняет, что нет отдельного мира критикующих Дэвов, но так обозначена группа Дэвов, которые прибыли, чтобы найти провинность в Будде якобы за его неумелое использование четырех монашеских необходимостей. Они считали, что Будда учит монахов довольствоваться малым, а сам живет в роскоши. Тот факт, что они замерли в воздухе, они опустились на землю, свидетельствует об их неуважительном отношении. Два, комментарий поясняет, что Будда улыбнулся, поскольку видел, что они просят у него прощения, как если бы они просили его у простого заурядного человека, а не тот хагаты. Саттха-сутта, Вера СН 1.36 Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в рощу Джеты в монастыре Анадхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа Дэвов, принадлежащих к группе божеств Сатрулапы, обладающих поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошла к Благословенному. Подойдя, они поклонились Благословенному и встали рядом. Затем один Лева, стоя рядом, произнес эту страфу Коль отсутствие веры не крепнет, известность и слава придут к тебе. А по оставлению тела отправишься ты в мир небесный. Затем другой Лева произнес эти страфы в присутствии Благословенного, нужно оставить злобу, самомнение и покинуть, все путы следует преодолеть. Тот, ничего кто не имеет, страданием не угнетен, не льнет он к имени и форме. Другой Лева, глупцы, лишенные мудрости и беспечности себя сдают. Но мудрецы оберегают прилежание как свое лучшее богатство. Не уступай беспечности, с чувственным счастьем не дружи. Ведь кто прилежен, медитирует, высшее счастье обретет. 1.1 Разъяснение прилежания и беспечности смотри. СН 3597, а также, не безинтересно, СН 5540. Самая сутта, в течении. СН 1.37 Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Капилаватфу Великом лесу вместе с Большой Сангхой монахов, с пятью сотнями монахов, каждый из которых был Арахантом. Один. И дай вас десяти мировых систем большей частью собрались, чтобы увидеть благословенного Исангху монахов. И мысль пришла к четырем божествам из группы богов чистых обителей. Два. Этот благословенный пребывает среди Сакьи в Капилаватфу Великом лесу вместе с Большой Сангхой монахов, с пятью сотнями монахов, каждый из которых является Арахантом. И дай вас десяти мировых систем большей частью собрались, чтобы увидеть Благословенного и Сангху монахов. Что если мы подойдем к Благословенному, и в его присутствии каждый из нас произнесет свою собственную страфу? И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, те дэвы исчезли из компании богов чистых обителей и возникли перед Благословенным. Затем те дэвы поклонились Благословенному и встали рядом. Стоя рядом, один дэвы произнес эту страфу в присутствии Благословенного, великой стечении произошло в лесах, и собралось огромное количество божеств. Пришли мы на стечение Дхамы этой, чтобы узреть неодолимую монахов Сангху. Затем другой дэвы произнес эту страфу в присутствии Благословенного, сосредоточенной монахи эти. Исправили они свои умы. Подобно колесничему, который держит вожжа, те мудрецы стоят на страже органов чувств своих. Пробившись сквозь неплодородие, распорку разрубив, вырвав колонну индры, непоколебимые, они скретаются чистейшими и незапятненными, юные наги, хорошо прирученные тем, кто видит. Кто к Будде за прибежищем пришел, тот не отправится в плохой удел. Отбросив человеческое тело, пополнит дэвы в свиту он. Один, эта сутта повторяет вступление Махасамая сутты, ДН-20. Комментарий приводит историю о том, что когда Будда вмешался в войну между Сакьями и Калиями, своими родственниками по отцовской и материнской линии, то после мирного разрешения конфликта с каждой стороны враждующих к нему пришло по 250 молодых человек, чтобы стать монахами. После некоторого периода стараний в практике они все достигли араханства в один и тот же день, полнолуние месяца Джекдхамулы, май, июнь. Сутта начинается с описания этого самого момента, той самой ночи, во время которой все они собрались возле Учителя, чтобы объявить о своих достижениях. Два, чистые обители, пять высочайших небесных миров Брахм, в которых рождаются исключительно невозвращающиеся. Соколик и Сутта, осколок камня. СН 1.38. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в оленем парке Мэндакучхи. И тогда ступня Благословенного была порезана осколком камня. 1. Жестокие боли охватили Благословенного, болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные. Но Благословенный терпел их, будучи осознанным и бдительным, не становясь обеспокоенным. И тогда Благословенный сложил свое верхнее одеяние в четверо, лег на правый бок в позе льва, положив одну ногу на другую, будучи осознанным и бдительным. И когда наступила глубокая ночь, 700 дэвов, принадлежащих группе божеств Сатулапы, обладающих поразительной красотой, освещая веселение парк Мэндакучхи, подошли к Благословенному. Подойдя, они поклонились Благословенному и встали рядом. Затем один льва, стоя рядом, произнес это вдохновенное изречение в присутствии Благословенного. «Этот отшельник Гатама воистину Нага, почтенный». И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как Нага, осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой дэва произнес это вдохновенное изречение в присутствии Благословенного. «Этот отшельник Гатама воистину Лев, почтенный». «И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как Лев, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным». Затем другой дэва произнес это вдохновенное изречение в присутствии Благословенного. «Этот отшельник Гатама воистину чистокровный скакун, почтенный». «И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как чистокровный скакун, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой древа произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, этот отшельник Гатама воистину бык-вожак стада, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как бык-вожак, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой древа произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, этот отшельник Гатама воистину вьючный зверь, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как вьючный зверь, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой древа произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, этот отшельник Гатама воистину укращенный, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как укращенный, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой древо произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, у зрителя его хорошо развитой сосредоточения и его хорошо освобожденный ум, который не уклоняется ни вперед, ни назад, не зафиксирован и не сдерживаем насильственным подавлением. Если кто-либо посчитал бы, что такому можно было бы помешать, такому нагу среди людей, льву среди людей, чистокровному скакуну среди людей, быку-выжаку среди людей, вьючному зверю среди людей, укращенному среди людей, то разве не из-за недостатка видения такое могло бы произойти? Брахманы знают пусть пять лет, два, аскезу практикуют сотню лет, умы их правильно не освобождены, ведь низший берег другого не достигнет. В жажде, к обетам прицепившись, идут они и ко дну, жестокую аскезу практикуют сотню лет, не укротить того, доволен самомнением кто, и мудрецом не стать тому, кто не сосредоточен, беспечный, даже если он уединен в лесу, смерти владения пересечь не сможет. Отбросив самомнение, сосредоточив ум свой хорошо, с умом высоким и освобожденным всюду, старательный и пребывающий один в лесу о смерти владения он сможет пересечь. 3. 1. Это совершил двоюродный брат Будды, порочный монах Девадатта. Он хотел убить Будду, сбросив на него со скалы камень. Камень не попал в цель, но от него отломился осколок, который ранил ногу Будды. Эта история записана в Винае, ЧВ 7.3. 2. Комментарий поясняет, что это три веды вместе с сопровождающими их историями. Не совсем понятно, кто именно произносит эти строфы. По мнению достопочтенного Будды, так как их содержание плохо согласуется с суттой, то, возможно, они были когда-то добавлены к этой сутте редакторами канона. 3. Последние две строфы содержатся в СН 1.9. 4. Подхама Паджунна Тхитусута, дочь Паджунны 1. СН 1.39. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в зале с остроконечной крышей. И когда наступила глубокая ночь, как она да, дочь Паджунны, один, обладающая поразительной красотой, освещая весь Великий лес, подошла к Благословенному. 5. Подойдя, она поклонилась Благословенному, встала рядом и произнесла эти строфы в присутствии Благословенного. 6. Я поклоняюсь Будде, лучшему среди существ, и проживающему в лесной чаще увесали. Как она да, зовут меня, и дочь Паджунны Я. Я прежде слышала лишь только то, что Дхамму видящий сумел постичь. Теперь же вижу я ее сама, когда мудрец, счастливый, обучает. Люди невежественны, ходят что вокруг, и изливают критику на Дхамму Благородных, устремлены в ужасные отрорувы, 2. Переживают долго там страдания они. Но тот, кто наделен согласием, успокоением, по отношению к Благородной Дхамме, отбросив человеческое тело, пополнит небожителей он свиту. 1. Паджунна, повелитель божеств, проживающих в облаках. Комментарий относит его к самому Нижнему Небесному Миру, обителям четырех великих царей. 2. Смотри. 2. СН-3-20 Примечание к этой сути Дутия Паджунна Тхиту Сута, дочь Паджунны 2 СН-1-40 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в зале со строконечной крышей. И когда наступила глубокая ночь, Чулакаканада, младшая дочь Паджунны, 1, обладающая поразительной красотой, освещая весь Великий лес, подошла к Благословенному. Подойдя, она поклонилась Благословенному, встала рядом и произнесла эти строфы в присутствии Благословенного. Пришла сюда как Анада, под Джунны дочь, красивая как молния сияния. Будде Тхамме почитание и выражая, вот эти строфы, полное значение, произносит. Хоть Тхамма и такой природой обладает, что рассмотреть могу ее различными путями, ее значение я выражу лишь кратко до степени той, что я выучить сумела. Зла в мире совершать не стоит ни телом, ни умом, ни речью. Отбросив наслаждение от чувств, тот, бдителен, осознан кто, не должен следовать путем, что причиняет боль и вред. 1, под Джунна, повелитель божеств, проживающих в облаках. Комментарий относит его к самому Нижнему Небесному миру, обителям четырех великих царей. Аддитта Сутта, в огне. СН 1-41. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эти строфы в присутствии Благословенного. Когда твой дом в огне, то выставлен сосуд. Но этот ли полезен, или тот, горит в огне который? Благословенный, когда мир полыхает старением и смертью, то выставлять, спасая, нужно свое даяние, ведь сделанный подарок, есть лучшее спасение. Подаренное принесет хороший плод, но с неподаренным оно совсем не так. Вор заберет его, а может быть и царь. Или потеряется или сгорит в огне. В конце оставишь это тело ты, равно как имущество любое все свое. И мудрый человек, вот это осознав, должен не только наслаждаться сам, но и с другими это разделять. И, насладившись жизнью посредством, сделав дарение людям другим, он, безупречный, попадет на небеса. Кинда да сутта, что дарить? СН 1.42 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эти строфы. Давая что, дает он силу? Давая что, дает он красоту? Давая что, он облегчение дает? Давая что, он зрение дает? И кто есть тот, дает который сразу все? Будучи спрошенным, прошу, ответь же мне. Благословенный, иду давая, силу он дает. Давая вещи, он дает и красоту. Если повозку дал, то дал и облегчение он. Дав лампу, подарил и зрение он. Тот, подарил жилище кто, того можно назвать дарителем всего. Но тот, кто Дхамми обучает, является дарителем бессмертного. Анна сутта, Еда. СН 1.43 Сутта состоит из первых трех строф СН 2.23, без вступления и концовки. Якамула сутта, один корень. СН 1.44 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту строфу. Провидец без дну пересек, с корнем одним, водоворотами двумя, с тремя пятнами и с растяжками пятью, весь океан двенадцати водоворотов. 1.1. Комментарий объясняет эту загадку так, океан, самуда, или пропасть, потала, это жажда, названная океаном из-за ненаполняемости, а пропастью, из-за отсутствия поры, то есть дна. 1.1. Комментарий – это невежество. 2.1. Два водоворота, двера ватта, это воззрение тернализма и аннигилиционизма. Под комментарий поясняет, что первое воззрение основывается на жажде к существованию, а второе – на жажде к несуществованию. 3. Пятнания, тимала, это жажда, злоба, заблуждений. 5. Растяжек, панчипаттхара, это пять нитечувственных удовольствий. 12 водоворотов, двадосаватта, это шесть внешних и внутренних сфер чувств. Анома сутта, совершенная. С. 1. 45. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, узрите же его, с именем совершенным, правиться утонченной цели, мудрость дарящего и не имеющего привязи к логову чувственных услад. Узрите мудрого, всезнающего, великого правиться с благороднейшим путем. Ачхара сутта, нимфы. С. 1. 46. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, хоть пением нимф наполнена она, но все же ордой демонов заселена. Название этой рощи – заблуждений. Каким же образом спастись отсюда мне? 1. Благословенный, путь именуется дорогой прямой, и здесь бесстрашие, ее пункт назначения. Бесшумное, название колесницы, с колесами из благотворных состояний. Чувство стыда, ее наклонные борта, осознанность. Ее обивка. Тхаму я называю колесничем, а правильные взгляды перед ней бегут. 2. И у кого такая колесница есть, будь ты хоть женщиной или мужчиной, с помощью средства этого к передвижению к небу не будешь приближаться ты. 3. 1. Комментарий приводит историю о том, что один чрезмерно усердный монах слишком много занимался медитацией, игнорируя иду и сон. В результате чрезмерных усилий он умер от болезни нарушения ветров и переродился в мире Таватимс и в рощи Нанданы в окружении множества небесных нимф, которые тут же попытались соблазнить его. Поскольку он все еще ощущал себя монахом, он в ужасе отпрянул от них и обратился к Будде с просьбой о том, как избежать этого удела и достичь араханства. Здесь идет игра слов с названием «роща». Нандана означает «наслаждение», а переродившийся здесь монах называет ее «махана» – «заблуждение». 2. Комментарий поясняет, что перед царской колесницей бегут слуги и разгоняют тех, кто мешает ей проехать. Аналогичные правильные воззрения расчищают путь. 3. Согласно комментарию, после произнесения последней страфы этот дева достиг вступления в поток. Многие другие окружающие девы достигли различных уровней пробуждения в соответствии с развитостью своих качеств. Вонаропа сутта – «Те, кто сажает роща». СН 1. 47. Подойдя, дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. «И у кого заслуг лишь пребывает будь то хоть день или же ночь? Кто люди те, отправятся что к небесам, нравственные, устойчивые в Тхамме? Благословенный, тот, посадил кто рощу или парк, те люди, мост которые соорудили, или построили колодец, место, можно где попить, а также те, кто кровом одарил других, один, у них заслуг лишь пребывает будь то хоть день или же ночь. Вот люди те, отправятся что к небесам, нравственные, устойчивые в Тхамме? Один, комментарий поясняет это как дары монашеской сангхи. Джитавана сутта – «Роща джеты». СН 1. 48. Текст этой сутты состоит из четырех страф, которые произносит Анадхапиндика в СН 2. 20. Мачхари сутта – «Скупой». СН 1. 49. Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Тот, в этом мире кто скупой, скаридный люд, кто осыпает других бранью, люди, мешающие только всем вокруг, тем, кто дарение совершает, какой же плод они пожнут? Каков их будущий удел? Пришли спросить Благословенного об этом, как можем это для себя мы осознать? Благословенный, скаридный люд, кто осыпает других бранью, могут родиться в преисподней после смерти, в мире животных или во владениях ямы. 1. Если же вернуться они в человеческое тело, рождение в бедной семье их ожидает, и еда, одежда, наслаждение и развлечение большим трудом лишь будут обретаться. И даже то, что те глупцы ждать будут от других, ведь даже этого они не смогут получить. Вот каков в этой самой жизни результат, а в будущем их ждет плохой удел. 2. Дева, будем мы помнить это так, как ты сказал. Но, Агатама, зададим тебе другой вопрос. Те, кто удела человеческого смог достичь, любезным стал, щедростью наделен, уверен в Будде и в учении его, и Сангху почитает очень глубоко. Тот, кто удела человеческого смог достичь, в обителях небесных воссияет он, обрел перерождение где? Если же вернется в человеческое тело он, рождение в семье богатое его ожидает, без всякого труда им будут обретаться. Возрадуется он как дэвы те, что управляют творениями, собранными дэвами другими. 2. В будущем, ждет его благой удел. 1. Ямалока. По мнению достопочтенного Буддхи, речь идет о мире страдающих духов, петы. От, мир животных и мир страдающих духов обычно обозначаются в суттах как нижние миры. 2. Дэвы, управляющие творениями других дэвов, относятся к высшему, шестому, божественному миру, входящему в мир чувств. Дэвы, создающие творения, относятся к пятому, предыдущему по последовательности, миру. Кхатикара сутта, Кхатикара. SN1.50. Эта сутта идентична SN2.24, но не содержит вводного предложения, а начинается сразу со стров. 3. Джара сутта, старость. SN1.51. Подойдя, дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. И что это за благо, длится что до старости самой? И что это за благо, было коль утверждено? Каков же драгоценный камень средь людей? Что это, что ворам сложнее всего украсть? Благословенный, нравственность, это благо, длится что до старости самой. Вера, вот благо то, коль было уж утверждено. Мудрость, то драгоценный камень средь людей. Заслуги, вот ворам не просто что украсть. Аджараса сутта, нераспадающаяся. СН 1.52 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. И что это за благо, что не распадется? И что это за благо, что к сохранности ведет? Каков же драгоценный камень средь людей? Что это, что ворам сложнее всего украсть? Благословенный, нравственность, это благо, что не распадется. Вера, вот благо, что к сохранности ведет. Вот мудрость, то драгоценный камень средь людей. Заслуги, вот ворам не просто что украсть. Митта сутта, друг. СН 1.53 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Каков друг в путешествии твоем? А в доме собственном кто тебе друг? Кто друг, когда нуждует и одолеваем? Кто друг в будущей жизни, что придет? Благословенный, когда ты путешествуешь, то другом будет караван. Когда ты дома, друг твой, собственная мать. Когда нужду и одолеваем ты, товарищ другом будет вновь и вновь. И те заслуги, что ты совершил, вот друг твой в жизни, что придет. Ватьфу сутта, опора. СН 1.54 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. И в чем опора человеческих существ? Кто лучшим спутником является тебе? И существа, живут что на земле, чем же поддерживают они жизнь свою? Благословенный, сын, вот опора человеческого существа. Жена, вот лучший спутник твой. И существа, живут что на земле, дождем поддерживают жизнь свою. Патхамаджана сутта, порождает один. СН 1.55 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Что это, то, что личность порождает? Что это у него, что бегает туда-сюда? Что входит в эту самую сансару? И в чем его самый великий страх? Благословенный, жажда есть то, что личность порождает. А ум его бесцельно бегает туда-сюда. В сансару эту входит существо. В страдании же, его величайший страх. Дутио Джана сутта, порождает два. СН 1.56 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Что это, то, что личность порождает? Что это у него, что бегает туда-сюда? Что входит в эту самую сансару? И от чего он не освобожден еще? Благословенный, жажда есть то, что личность порождает. А ум его бесцельно бегает туда-сюда. В сансару эту входит существо. И от страданий не свободен он еще. Татио Джана сутта, порождает три. СН 1.57 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Что это, то, что личность порождает? Что это у него, что бегает туда-сюда? Что входит в эту самую сансару? И что влияет на его судьбу? Благословенный, жажда есть то, что личность порождает. А ум его бесцельно бегает туда-сюда. В сансару эту входит существо. И кама повлияет на его судьбу. Упадха сутта, кривой путь. СН 1.58 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. О чем же было сказано как о кривом пути? Что подвергается распаду днем и ночью? В чем заключается пятнание жизни святой? И что это за ванна? Нет воды в которой? Благословенный, о страсти было сказано как о кривом пути. Жизнь подвергается распаду днем и ночью. Женщины, вот пятнание жизни святой, именно здесь опутаны мужчины. Аскеза и святая жизнь, вот эта ванна, нет воды в которой. Один. Один, речь идет о вере в то, что все проступки можно смыть, приняв ванну, омовение, в священных водах того или иного водоема или реки. Будда заменил эту идею внутренней ванной, то есть ощущением загрязнений ума. Дутия сутта, сожитель. СН 1.59 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, о ком можно как о его сожителе сказать? И от кого он получает наставление? В чем смертный, наслаждение черпы, освобождается от всяческих страданий? Благословенный, вера, вот можно что его сожителем назвать. Мудрость, вот от кого он получает наставление. В небу бани наслаждение черпы, смертный освобожден от всяческих страданий. Кави сутта, поэзия. СН 1.60 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. И каковы леса строительные страф? Что выражение их мысли составляет? Опору в чем может найти страфа? И для страфы что можно объявить жилищем? Благословенный, размерный ритм, леса строительные для страфы. Слог составляет выражение их мысли. На базе из имен покоится страфа. 1. Поэт, вот для страфы жилища. 1. Комментарий поясняет, что для сочинения страф используются различные наименования, обозначения, например океан или земля. Нама сутта, имя. СН 1.61 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Что это, что отягощает все? Что более иного растяжима? И существует ли такая вещь, которая все держит под контролем? Благословенный, имя, вот что отягощает все. Нет растяжиме чего-либо, чем имя. Имя, та самая единственная вещь, что держит под контролем все своим. 1. 1. Примечание переводчика СВ, комментарий поясняет, что здесь речь идет о простом наименовании, обозначении, различных вещей и предметов. Однако, вполне возможно, что речь идет о психической составляющей живого существа, Нама. Эту идею подтверждает следующая сутта, СН 1.62. Чита сутта, Ум. СН 1.62 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, что это, водит за собой что целый мир? И что влечет его туда-сюда? И существует ли такая вещь, которая все держит под контролем? Благословенный, Ум, вот что водит за собой весь целый мир. За счет ума влечется мир туда-сюда. Ум, вот та самая единственная вещь, что держит под контролем все своим. Танха сутта, Жажда. СН 1.63 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, что это, водит за собой что целый мир? И что влечет его туда-сюда? И существует ли такая вещь, которая все держит под контролем? Благословенный, Жажда таскает за собой весь целый мир. За Жажды мир туда-сюда влечется. Жажда, та самая единственная вещь, что держит под контролем все своим. СН 1.64 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, чем столь опутан сильно этот мир? За счет чего блуждает он туда-сюда? Какую вещь отбросить должен он, чтобы сказать потом он мог, не Блана? Благословенный, опутан сильно наслаждением этот мир. И за счет мысли он туда-сюда блуждает. Жажду отбросить должен человек, чтобы потом сказать он мог, не Блана. Бандхана сутта, подневольность. СН 1.65 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, чем в подневольности привязан этот мир? За счет чего блуждает он туда-сюда? Какую вещь отбросить должен он, чтобы подневольность устранить любую? Благословенный, у Слады в подневольности привязан этот мир. И за счет мысли он туда-сюда блуждает. Жажду отбросить должен человек, чтобы подневольность устранить любую. Аттахата сутта, поражен. СН 1.66 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, чем поражен весь этот мир? Чем этот целый мир окутан? Какой стрелой был ранен он? И чем он постоянно полыхает? Благословенный, мир этот смертью поражен. Старением весь этот мир окутан. И ранен он жаждой стрелой. Желанием постоянно полыхает. Уддита сутта, пойман. СН 1.67 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, чем пойман был весь этот мир? Чем этот целый мир окутан? Чем этот мир загроможден? И установлен этот мир на чем? Благословенный, жаждой мира этот пойман целиком. И настраданием мира этот пойман целиком. Старением весь этот мир окутан. Ичха сутта, желание. СН 1.69 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, чем скован этот мир? И с устранением чего освобожден? Какую вещь отбросить должен он, чтоб подневольность устранить любую? Благословенный, желанием скован этот мир. И с устранением желания освободиться он. Желание отбросить должен человек, чтобы подневольность устранить любую. Лока сутта, мир. СН 1.70 Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, в чем мир возник? В чем близость он создал? К чему цепляясь, этот мир столь изнуряем? И по отношению к чему? Благословенный, в шестерке мир возник, в шестерке близость он создал. К шести цепляясь, изнуряем этот мир, по отношению к шести. 1.1 Комментарий. Шестерку в вопросе следует понимать как шесть внутренних сфер, но также можно и как шесть внутренних и внешних сфер чувств. Личностный внутренний мир возник в шести сферах и создает близость с шестью сферами, цепляясь, или завися, от шести внутренних сфер и будучи изнуряемым шестью внешними сферами. Насчет возникновения мира в шести сферах, смотри. СН 12.44 Чхетва сутта, убив. СН 1.71 Сутта идентична СН 2.3, но здесь иное вступление, в котором не упоминается имя вопрошающего дэвы, в саваттхе. Стоя рядом, то дэва обратился к благословенному строфой. Стоя рядом, то дэва обратился к благословенному строфой. Каков же признак колесницы? Каков же признак у огня? Каков же признак у страны? У женщины признак каков? Благословенный, знамя, вот признак колесницы. Дымом является признак огня. Царь, признак вот страны каков. А признак женщины, то ее муж. Витта сутта, сокровище. СН 1.73 Стоя рядом, то дэва обратился к благословенному строфой. 1. В чем заключается великое сокровище людей? Что практикуемое и хорошо приносит счастье? Каков действительности самый сладкий вкус? Как живет тот, кто, говорят как, живет лучше всех? Благословенный, вера, великое сокровище людей. Кольтхамму хорошо практиковать, она приносит счастье. Истина, самый сладкий вкус. Кто живет мудростью, тот живет лучше всех, как говорят. 1. Данные вопросы приписаны Ябххи Алаваки в СН 10.12. Вудхи сутта, дождь. СН 1.74 Стоя рядом, то дэва обратился к благословенному строфой, что это, то, что всходит лучше всех? Что наивысшее среди того, что не спадает? Кто лучше всех бездомной жизнью проживает? Кто величайший среди тех, кто говорит? Другое дэва, зерно, вот то, что всходит лучше всех. Дождь, наивысшее среди того, что не спадает. Рогатый скот, лучше всех тех, бездомной жизнью кто живет. Сын, величайший среди тех, кто говорит. 1. Благословенный, знаний, вот что всходит лучше всех. Невежество выше всего, что не спадает. Сангха бездомной жизнью лучше всех живет. А величайший среди тех, кто говорит, то Будда. 1. Комментарий поясняет, что 2. Дэва сам решил ответить на вопросы первого, так как считал их очевидными. 1. Дэва упрекнул его за это и задал вопрос и Будда еще раз. Отвечая на третий вопрос, Дэва имел в виду, что домашний скот очень полезен, так как приносит молоко и так далее, за счет чего люди поддерживают свое здоровье. Сын, лучший из тех, кто говорит, потому что сын никогда не будет клеветать на отца и мать в суде, на собраниях и так далее. Тхита сутта, испуган. СН 1. 75. Стоя рядом, то Дэва обратился к благословенному строфой, так почему пугаются все эти люди, тогда как с основаниями разными пути их научили? 1. Спрошу тебя и я, а мудрец Гатама, на что же можно опереться, так чтобы мира следующего не страшиться? Благословенный, исправив правильные умы речь, не делая дурных поступков своим телом, в миру живя с достатком пищи и напитков, будь благосклонным, щедрым, дружелюбным, верой обладая, и навещая четверку эту и если обопрешься, стоя укорененным в этой самой Дхаме, то мира следующего нет нужды страшиться. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о различных методах изложения пути. Напуганные люди, это те, кто придерживаются тех или иных ошибочных воззрений, то есть 62 воззрений, упомянутых в Брахмаджала сутте, ДН 1. На Джирате сутта, не распадается. СН 1.76 Стоя рядом, то Дэва обратился к благословенному строфой, что распадается, а что не распадается? О чем же было сказано как о кривом пути? Что суть его помеха благотворным состоянием? Что подвергается распаду днем и ночью? В чем заключается пятнание жизни святой? И что это за ванна, нет воды в которой? Сколько разломов существует в мире, в которых ум не может твердым находиться? Пришли спросить благословенного об этом, как можем это для себя мы осознать? Благословенный, физическая форма смертных распадается, в отличие от имени и клан их. Страсть, вот объявлена путем кривым что было, а жадность, вот помеха благотворным состоянием. Жизнь подвергается распаду днем и ночью. Женщины, вот пятнание жизни святой, именно здесь опутаны мужчины. Аскеза и святая жизнь, вот эта ванна, нет воды в которой. Есть шесть разломов в этом самом мире, один, в которых ум не может твердым находиться, лень и беспечность, праздность и отсутствие контроля, сонливость и апатия, последняя вот двойка. Разломов этих нужно избегать всецело. Один, под комментарий, эти шесть вещей называются разломами, поскольку не дают возможности развиться благим состоянием сознания. Иссарио сутта, владычество. СН 1.77. Стоя рядом, то древо обратился к благословенному строфой, владычеством, что можно в мире объявить? Что лучшим из товаров можно посчитать? Что в мире именуется ржавым мечом? Что в мире можно посчитать умой? Кто арестован, коли он что-то забирает? Кто мил другим, коль что-то забирает он? В ком мудрецы всегда находит радость, когда он возвращается все вновь и вновь? Благословенный, власть, вот является владычеством, что в мире. Женщину можно лучшим из товаров посчитать. 1. Любая злоба в мире – это ржавый меч. И в мире всех воров можно сравнить с чумой. И воры арестовывают, коли он что-то забирает, но забирает коль аскет, тогда и другим он мил. Мудрец в отшельниках радость всегда находит, когда он возвращается все вновь и вновь. 1. Комментарий поясняет, что в отличие от даже самых дорогих товаров и драгоценностей, которые можно продать, женщина, даже при уходе из семьи, не подлежит продаже и т.д. Или иначе, женщина является вместилищем для рождения в мир, будущих, гуд, архатов и т.д. Кама сутта «Любовь» С.Н. 1. 78 Стоя рядом, то древо обратился к благословенному с трофой, что отдавать не должен тот, кто любит лишь добро, что смертный никогда не должен оставлять, что должен отпустить, когда во благо это, но отпускать не должен, если зло это несет. Благословенный, себя не должен человек сдавать, себя не должно ему оставлять. Благую речь отдать он должен, но речь не ту, которая плохая. Патхия сутта «Провизия в дорогу» С.Н. 1. 79 Стоя рядом, то древо обратился к благословенному с трофой, что сохранить может провизию в дорогу, что же является обителью богатства, что всюду в мире увлекает человека, и что в миру отбросить столь непросто, чем существа пленятся в этом мире, подобно птицам, пойманным в ловушку. Благословенный, вера, вот сохраняет что провизию в дорогу. Удача же является обителью богатства. Желание всюду увлекает человека. Желание же столь отбросить в мире трудно. Желанием же существа пленятся, подобно птицам, пойманным в ловушку. Падджота сутта «Источник света» С.Н. 1.80 Стоя рядом, то древо обратился к благословенному строфой, каков источник света в этом мире, кто в этом мире обозначен пробужденным, кто сослуживец тех, живет работой кто, и каково же его направление движения, что же питает вялого, активного, подобно матери, что кормит собственного сына. И существа, живут что на земле, чем же поддерживают они жизнь свою? Благословенный, мудрость, источник света в этом мире. Осознанность, вот в мире пробужденный. Домашний скот, вот сослуживец тех, живет работой кто. А борозда, то направление его движения. Как вялого, так и активного питает дождь, подобно матери, что кормит собственного сына. И существа, живут что на земле, дождем поддерживают жизнь свою. Арана сутта «Соблюдает мир» С.Н. 1.81 Стоя рядом, то древо обратился к благословенному строфой, кто в этом мире соблюдает мир? От расточительства далек чей образ жизни? Кто в мире понял полностью желание? Кто наслаждается свободой беспрерывной? Кого родители и братья почитают? Кто пребывает твердо утвержденным? И есть ли тот, кто из простого рода, кого приветствует вид даже к хакте? Благословенный, аскеты в этом мире соблюдают мир от расточительства далекых образ жизни. Отшельник понял полностью желание, и наслаждается свободой беспрерывной. Отшельника родители и братья почитают, когда он пребывает твердо утвержденным. Один. И даже если из простого рода он, то даже Кхатия приветствует его. Один. Комментарий поясняет, что он твердо утвержден в нравственности. Алавика сутта, Алавика. СН 5.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндики. И тогда, утром, монахиня Алавика оделась, взяла чашу и одеяние и отправилась в Саваттхи за подаяниями. Походив по Саваттхи в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых для затворничества. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас монахиня Алавики, желая нарушить ее затворничество, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. Спасения в этом мире нет, зачем тебе уединение? Ищи же наслаждение в усладе чувств, иначе после будешь сожалеть. И тогда мысль пришла к монахиня Алавики, кто же произнес эту строфу? Человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней. Это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое затворничество. И тогда монахиня Алавика, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами. Спасение в этом мире есть, и плотно мудростью коснулась я его, ты, родственник беспечных, злой, не знаешь состояния сего. 1. У слады чувств подобны колям и мечам, а совокупности, точно колода их. И что ты называешь наслаждением чувств, то для меня уже не наслаждений. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Алавика знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. 1. Комментарий поясняет, что спасение в данном случае, это не бана, а мудрость, знание и пересмотра, которое приходит после достижения неббаны. 2. Сома-сута, Сома. СН-5-2. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Сома оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножия одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в монахине Соме, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. То состояние, что сложно обрести, которого достигнуть следует провидцу, его не может женщина достичь, мудрость ее равняется двум пальцем. 1. И тогда мысль пришла к монахине Соме, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, эта злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня Сома, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, на что влияет женскость, коль ум сосредоточен, и знание поступает, когда ты видишь Дхамму. Кому приходит эта мысль, я женщина, мужчина я, такой-то я, слегкой, к тому и Мара может обращаться. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Сома знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, комментарий поясняет, что речь идет о слабой мудрости, дословном мудрость двух пальцев, Двангулапаньяя. Так сказано, поскольку женщины держат клубок ниток двумя пальцами, когда отрезают нитку. Под комментарий, однако, объясняет иначе, с возраста семи лет они проверяют, приготовлен ли рис, беря из горшка зерна риса и зажимая их между двумя пальцами. Поэтому сказано, что у них мудрость двух пальцев. Готами сутта, Готами. СН 5.3. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Киса Готами оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в монахиньке Саготами, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. Как сын твой умер, так зачем сидишь одна и слезы льешь? И в лес войдя совсем одна, мужчину поджидаешь ты? И тогда мысль пришла к монахиньке Саготами, кто же произнес эту строфу? Человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней. Это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне. Желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиньке Саготами, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, переступила смерть я сыновей, и с этим, поиск мой мужчину гас. И не печалюсь, не рыдаю я, и, друг, тебе меня не испугать. И наслаждение разрушено везде, и груда тьмы разделена. И войско смерти разгромив, живу без загрязнения я. И тогда злой Мара, осознав, монахиньке Саготами знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Виджая Сутта, Виджая. СН 5.4. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Виджая, один, оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас монахини Виджая, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой, «Так молода и так красива, и юная в своих годах первоначальных». Так что же, облагородная девица, порадуемся музыке ансамбля с инструментами пятью. И тогда мысль пришла к монахине Виджая, «Кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо?» И мысль пришла к ней, «Это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение». И тогда монахиня Виджая, осознав, «Это злой Мара», ответила ему строфами, формой и звуки, запахи и вкусы, как и чудесные прикосновения тела, «Все это отдаю тебе назад, а Мара, ведь больше мне это не нужно». Я отвергаю, отношусь с презрением к вонючему и гнилостному телу, столь хрупкому, подверженному разрушению, искоренило чувственную жажду. И равным образом я также отношусь к тем существам, блуждают, что по миру форм, и к тем, в бесформенности пребывает кто, и к этим умиротворенным достижениям тоже, ведь тьма повсюду уничтожена была». И тогда злой Мара, осознав, монахиня Виджая знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, комментарий поясняет, что она была подругой Кхемы, главной жены царя Бенбисары. Когда она услышала, что Кхема стала монахиней, она пришла к ней и после беседы также загорелась желанием получить монашеское посвящение, которое ей дала сама Кхема. Упалаванна сутта, Упалаванна. СН 5.5. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Упалаванна, один, оделась, взяла чашля одеяния и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она встала у подножия цветущего солового дерева. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас из монахиня Упалаванне, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. У древа солового, чья верхушка вся в цветах, стоишь ты у его подножия, монахиня, совсем одна. Нет никого, кто состязаться в красоте с тобой бы смог, а глупо, как не боишься негодяев ты? И тогда мысль пришла к монахиню Упалаванне, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, эта злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня Упалаванна, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, хоть сотня тысяч негодяев пусть придет точно таких же подлых, как и ты, не колыхнется даже волосок, и ужас не придет ко мне, и даже будучи совсем одна, тебя и я, Мара, не боюсь. Могу невидимо ведь сделать я себя, или могу войти в твой живот. Могу я встать между твоих бровей и даже проблеск мой не сможешь ты поймать. Ведь я владыка своего ума, и сферы сил развила очень хорошо. Два, свободная от всяческих оков и потому, друг, не боюсь тебя. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Упалаванна знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, монахиня Упалаванна была объявлена Буддой самой выдающейся монахиней, обладающей сверхъестественными силами, Итхи. Два, Итхипада, основа сверхъестественной силы, это поддерживающие условия для осуществления сверхъестественных сил, Итхи, описанных в предыдущей строфе. Смотри также СН 51.11. Чала сутта, Чала. СН 5.6. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Чала, один, оделась, взяла чашу одеяния и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара подошел к монахине Чали и сказал ей, «Монахиня, чего ты не одобряешь? Я не одобряю рождение, друг. Мара, но почему не одобряешь ты рождение? Родившись, получаешь наслаждение чувств ты. Кто же убедил тебя вот в этом, монахиня, не одобряй рождение? Монахиня Чала, тот, кто родился, встретит также смерть и он. Родившись, получает он страдания, зависимость, убийство и несчастье, вот почему не стоит одобрять рождение. И Будда Тхамми научил преодолению рождения. Для оставления всех страданий он вправде утвердил меня. А существа, что проживают в формах и что в бесформенном живут, не понимая прекращения придут к существованию опять. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Чала знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, Чала, Упачала, Сису Пачала были младшими сестрами достопочтенного Сурипуты. Упачала сутта, Упачала. СН 5.7. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Упачала оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара подошел к монахиню Упачаля и сказал ей, «Монахиня, где бы ты хотела переродиться? Я не хочу переродиться где-либо, друг. Мара, есть Дэву Таватимсы, Ямы Дэвы, а также Миратуситы есть Божества, есть Дэвы, радуются, что в творении, а также есть и те, осуществляют, что контроль. Давай, направь свой ум туда и наслаждение и переживать ты будешь. Один. Монахиня Упачала, и чувствования путами охвачены они, и попадут опять они под управлением Мары. Весь мир в огне, весь мир горит, весь мир сияет, полыхает, и содрогается весь мир. Но то, что не подвержено ни пламени, ни сотрясанию, не обращаются к чему мирские существа, для Мары места где не обнаружить, не найти, вот где мой ум находит наслаждений. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Упачала знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, здесь перечисляются пять из шести небесных, божественных, миров чувств. Не упомянут самый нижний из них, мир четырех царей. Сисупачала сутта, Сисупачала. СН 5.8. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Сисупачала оделась, взяла чашу одеяния и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара подошел к монахиню Сисупачала и сказал ей, чьи убеждения ты одобряешь, монахиня? Я не одобряю чьих-либо убеждений. Мара, по чьим учительствам ты голову обрила? Похоже на аскета ты, но убеждений ты не одобряешь. Зачем же странствовать, будучи сбитой с толку? Один. Монахиня Сисупачала, вне этого учения приверженца есть убеждений, которые уверены во зрениях своих. Но их учения я не одобряю, ведь в Дхаме не обучены они. Но в клане Сакьев есть один рожденный, он просветлен, и не сравнится с ним никто. Всего завоеватель он, и Мара-укротитель, не побежден нигде он, не привязан всюду и освобожден. И наделенный видением, он тот, кто видит все. Достигший окончания даже малейшей камы, освобожден он в угасании обретений, благословенный, вот кто мой учитель, и именно его учение одобряю я. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Сисупачила знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один. Здесь используется слово пасанда, обозначающее воззрение и убеждение отшельников неучения Будды. Села сутта, села. СН 5.9. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня села, оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас из монахини села, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. Кем создана марионетка эта? И где же находится ее изготовитель? И где возникла эта кукла? И где находит она прекращение? И тогда мысль пришла к монахини селе, кто же произнес эту строфу? Человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, эта злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня села, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, не создана собой марионетка эта, как и другим не создана страданий. А от причины появилась эта кукла. И ждет ее распад при прекращении причины. Подобно семечку, посаженному в землю, растет которой зависимым от двух условий, ему нужны и плодородные почвы соки, и влаги поступления и необходима, так, в совокупности элементы и ощущения у чувственных шесть сфер контакта зависимыми от причины возникают, распад их ждет при прекращении причины. И тогда злой Мара, осознав, монахиня села, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Ваджира сутта, Ваджира. СН 5.10. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Ваджира оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас монахини Ваджири, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой, кем было создано вот это существо, и где находится его создатель, и где возникло это существо, и где находит оно прекращение. И тогда мысль пришла к монахини Ваджири, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахини Ваджири, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, зачем предполагать какое-либо существо? Не в этом ли твое воззрение, Мара? Ведь куча это лишь простых формаций, в которой существа не обнаружить. И как и для собрания частей используется слово колесница, так и для совокупностей, что существуют, условность применяется, вот, существо. Страдание всего лишь возникает, страдание наличествует и уходит прочь. Не возникает ничего, помимо лишь одних страданий, нет ничего, что прекращается, помимо них. Один. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Ваджир знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один. Страдание означает внутреннюю неудовлетворительность пяти совокупностей, панчикхан тхайдукха, которые идентичны куче простых формаций, сутха сангхара панджа. Смотри также СН 12.15, в которой Будда говорит ту же фразу, только лишь страдание, возникая, возникает. Что только лишь страдание, угасая, угасает. Набхасикха сутта, на ногти. СН 13.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И тогда благословенный зачерпнул немного земли своим ногтем и обратился к монахам. Монахи, как вы думаете, чего больше, этой горстки земли, что я зачерпнул своим ногтем, или же этой великой земли? Учитель, великая земля больше. Горстка земли, что благословенный зачерпнул своим ногтем, практически ничто. В сравнении с великой землей та горстка земли, что благословенный зачерпнул своим ногтем, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью великой земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, Практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы, один. Один, согласно комментарию, здесь речь идет о вступлении в поток. Вступивший в поток мудростью постиг Суддхамы и тем самым уничтожил огромное количество страданий, которые он мог бы испытать в будущем в бесчисленных новых рождениях Ему же осталось пережить лишь малую долю страданий, которые он переживет еще в течение максимум семи жизней, или меньшего их количества За это время он в обязательном порядке обретет полное и окончательное пробуждение и положит конец прирождения Пакхарани сутта, пруд. СН 13-2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте себе пруд в 50 йоджан, один, длиной, 50 йоджан шириной и 50 йоджан глубиной, полной воды, заполненной водой так, что ворона смогла бы отпить из него И некий человек зачерпнул бы немного воды из него кончиком травинки кусы Как вы думаете, монахи, чего больше, воды, зачерпнутой кончиком травинки кусы, или же воды в этом пруду? Учитель, воды в пруду больше Вода, зачерпнутая кончиком травинки кусы, практически ничто В сравнении с водой в пруду та вода, что была зачерпнута кончиком травинки кусы, не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в этом пруду Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Один, Еджана составляет примерно 10 километров. Под Хаммасом Пхеджи Сутта, вода в месте слияния рек 1. СН 13.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек в месте встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махи, извлек бы две или три капли воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих двух или трех извлеченных капель воды, или же воды в месте слияния этих великих рек? Учитель, воды в месте слияния больше. Две или три капли воды, что были извлечены в этом месте, практически ничто. В сравнении с водой в месте слияния, две или три капли воды, извлеченные в этом месте, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в месте слияния этих рек. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутия Сампхеджи Сутта, вода вместе слияния рек 2. СН 13.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вместе встречи и слияния этих великих рек, Ганги, Емуны, Очаравати, Сарабху, Махи, вода была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, или же двух или трех капель воды, что остались? Учитель, воды вместе слияния, что была уничтожена и устранена, больше. Две или три капли воды, что остались, практически ничто. В сравнении с водой вместе слияния, что была уничтожена и устранена, две или три капли воды, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды вместе слияния, что была уничтожена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груди страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижения Дхаммы. Вот какое великое благо – обрести видение Дхаммы. Патхама Махападху Висутта, Великая Земля 1. СН 13.5. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы на эту великую землю. Как вы думаете, монахи, чего больше, этих семи небольших кусочков глины размером с зерною юбы или великой земли? Учитель, великой земли больше. Семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы – практически ничто. В сравнении с Великой Землей эти семь небольших кусочков глины размером с зерною юбы не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груди страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутио Махападху Висутта, Великая Земля 2. СН 13.6. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Великая Земля была бы уничтожена и разрушена, кроме семи небольших кусочков глины размером зерною и убы. Как вы думаете, монахи, чего больше, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, или же небольших кусочков глины размером зерною и убы, что остались? Учитель, Великой Земли, что была уничтожена и разрушена, больше семь небольших кусочков глины размером зерною и убы, что остались, практически ничто. В сравнении с Великой Землей, что была уничтожена и разрушена, эти семь небольших кусочков глины размером зерною и убы, что остались, не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Великой Земли. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Под Дхаммами Хасамудда Сутта, Великий океан 1. СН 13.7. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек извлек две или три капли воды из Великого океана. Как вы думаете, монахи, чего больше, извлеченных двух или трех капель воды или же оставшейся воды в Великом океане? Учитель, воды в Великом океане больше. Извлеченные две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, извлеченные две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшееся страдание не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Дутиома Хасамудда Сутта, Великий океан 2. СН 13.8. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы вода в Великом океане была бы уничтожена и устранена, кроме двух или трех капель воды. Как вы думаете, монахи, чего больше, воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, или же оставшихся двух или трех капель? Учитель, воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена, больше. Оставшиеся две или три капли воды, практически ничто. В сравнении с водой в Великом океане, что была уничтожена и устранена, оставшиеся две или три капли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью воды в Великом океане, что была уничтожена и устранена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Патхаматабатупа Масутта, Гара и Дин, СН 13.9 В Саватхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Гималаев, царя всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, положенных туда, или же Гималаев, царя всех гор? Учитель, Гималаев, царя всех гор, больше. Семь крупиц гравия размером с горчичное зерно, практически ничто. В сравнении с Гималайами, царем всех гор, семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималаев, царя всех гор. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Тхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Тхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Тхаммы. Дутия Панбатупа Масута, Гора 2. СН 13.10. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы Гималайя, царь всех гор, был бы разрушен и уничтожен, кроме семи крупиц гравия размером с горчичное зерно. Как вы думаете, монахи, чего больше, части Гималаев, царя всех гор, что была уничтожена и разрушена, или же семи крупиц гравия размером с горчичное зерно, что остались? В сравнении с частью Гималаев, царя всех гор, оставшиеся семь крупиц гравия размером с горчичное зерно не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью Гималаев, царя всех гор, что была уничтожена и разрушена. Точно так же, монахи, для ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму, страданий, что были полностью разрушены и изничтожены, больше, тогда как те страдания, что ему осталось пережить, практически ничто. В сравнении с той грудой страданий, которая была уничтожена и устранена, оставшиеся страдания не может сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со стотысячной частью той груды страданий, поскольку ему осталось пережить страданий в течение еще семи жизней максимум. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Татья Памбатупа Масута, Гора 3. СН 13.11. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, представьте, как если бы человек положил на поверхность Синеру, царя всех гор, семь камушков, размером с боб золотистой фасоли. Как вы думаете, монахи, чего больше, семь камушков размером с боб золотистой фасоли, положены туда, или Синеру, царь всех гор? Учитель, Синеру, царь всех гор, больше. Семь камушков размером с боб золотистой фасоли, практически ничто. В сравнении с Синеру, царем всех гор, семь камушков размером с боб золотистой фасоли не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью Синеру, царя всех гор. Точно так же, монахи, достижения отшельников, жрецов и странников-приверженцев иных учений не могут сравниться даже с сотой частью или даже с тысячной частью или даже со сто тысячной частью достижения ученика благородных, человека, совершенного воззрения их, который постиг Дхамму. Вот какое великое благо, монахи, постижение Дхаммы. Вот какое великое благо, обрести видение Дхаммы. Тинакат Тхасута, Трава и Лес. СН 15.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили монахи. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала, один. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Представьте, монахи, как если бы человек срезал бы всю траву, ветви, листья, что есть на этой Джамбу-Дипе и собрал бы все это вместе в одну кучу. Сделав так, он стал бы разбирать эту кучу, говоря, вот это, моя мать, это, мать моей матери. Череда матерей и бабушек этого человека не подошла бы к концу, тогда как вся трава, ветви и листья, что есть на этой Джамбу-Дипе, израсходовались бы и не стратились. Почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Один, согласно комментарию, даже если кто-нибудь сидел бы тысячу лет непрерывно, пытаясь найти первоначало сансара с помощью сверхспособности видения цепочки прошлых рождений, то не смог бы этого сделать. Подхави Сутта, Земля. СН 15-2. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Представьте, монахи, как если бы человек разделил бы всю эту великую землю на глиняные комочки размером зерною и убы и раскладывал бы их, говоря, «Это мой отец, это отец моего отца». Череда отцов и дедушек этого человека не подошла бы к концу, тогда как вся эта великая земля израсходовалась бы и истратилась. Почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям. Достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним. Достаточно для того, чтобы освободиться от них. Ассусута, слезы. СН 15.3. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Как вы думаете, монахи, чего больше потока слез, что вы пролили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, этого, или же воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, который научил благословенный, одного только этого куда больше, чем воды в четырех великих океанах, а именно, потока слез, что мы пролили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно. Хорошо, хорошо, монахи. Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, который я научил. Одного только этого куда больше, чем воды в четырех великих океанах, а именно, потока слез, что вы пролили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерте перерождений, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно. Долгое время, монахи, вы переживали смерть матери. Поток и слез, что вы пролили, переживая это, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерти перерождений, стена и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех великих океанах. Долгое время, монахи, вы переживали смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями, поток и слез, что вы пролили, переживая это, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерти перерождений, стена и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех великих океанах. И почему так? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерти перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Матутханья Сутта, Молоко Матери. СН 15.4. В Каватксе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерти перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Как вы думаете, монахи, чего больше, молока Матери, которого вы выпили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерти перерождений, или же воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, который научил благословенный, куда больше молока Матери, которого мы выпили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерти перерождений, а не воды в четырех великих океанах. Хорошо, хорошо, монахи. Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, которой я научил таким образом. Молока матери, которого вы выпили, пока блуждали и скитались в течение этого длительного течения круговерти перерождений, куда больше, чем воды в четырех океанах. Почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерти перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Падбата сутта, Скала. СН 15.5. В Саваттхе. Один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, учитель, как долго длится цикл существования мира. Один. Цикл существования мира очень длинный, монах. Не просто подсчитать это и сказать, что он длится столько-то лет, столько-то сотен лет, столько-то тысяч лет или столько-то сотен тысяч лет. Но можно ли привести пример, учитель? Можно, монах, ответил благословенный. Представь, монах, огромную скалу Яджану длиной, Яджану шириной, Яджану высотой, без полостей и трещин, единый цельный кусок скалы. И в конце каждого столетия приходил бы человек и один раз проводил бы по ней куском косийской ткани. Два. И эта великая скала за счет этих усилий стерлась бы и исчезла, но цикл существования мира так бы и не окончился. Вот насколько цикл существования мира длинный, монах. И циклов существования мира такой длины, в течение которых мы блуждали и скитались в круговерте перерождений, много, много сотен, много тысяч, много сотен тысяч. Почему? Потому что, монах, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монах, мы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными и по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. 1. Каппа. Здесь имеется в виду Махакаппа, то есть цикл существования мира. 1. Махакаппа состоит из четырех асангхееков, то есть четырех периодов, когда мир разворачивается, существует, сжимается, распадается. 2. Ткань эскаси считалась самой лучшей, самой мягкой и нежной. Сасаппа-сутта, горчичное зерно. СН 15.6. В Саваттхе. 1. Один монах подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, «Учитель, как долго длится цикл существования мира?» Цикл существования мира очень длинный, монах. Не просто подсчитать это и сказать, что он длится столько-то лет, столько-то сотен лет, столько-то тысяч лет или столько-то сотен тысяч лет. Но можно ли привести пример, учитель? Можно, монах, ответил благословенный. Представь, монах, стоял бы город, окруженный железными стенами, что яджану длиной, яджану шириной и яджану высотой, наполненный до самого вверха горчичными зернами. И в конце каждого столетия приходил бы человек и забирал бы оттуда одно зернышко. Эта великая груда горчичных зерен за счет этих усилий истощилась бы и исчезла, но цикл существования мира так бы и не окончился. Вот насколько цикл существования мира длинный, монах. И циклов существования мира такой длины, в течение которых мы блуждали и скитались в круговерте перерождений, много, много сотен, много тысяч, много сотен тысяч. Почему? Потому что, монах, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монах, мы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование и по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Савака сутта, ученики. СН 15.7. В Саваттхе. И тогда несколько монахов подошли к благословенному, поклонились ему, сели рядом и сказали, учитель, сколько циклов существования мира уже истекло и прошло? Монахи, много циклов существования мира уже истекло и прошло. Не просто подсчитать их и сказать, что их прошло столько-то, столько-то сотен, столько-то тысяч или столько-то сотен тысяч. Но можно ли привести пример, учитель? Можно, монахи, ответил благословенный. Представьте, монахи, как если бы здесь сидели четыре ученика, и срок жизни каждого из них составлял бы тысячу лет, он жил бы тысячу лет, и каждый день каждый из них вспоминал бы сто тысяч циклов существования мира. И все еще остались бы неподсчитанные ими циклы, когда эти ученики, срок жизни каждого из которых составлял бы тысячу лет, и которые жили бы тысячу лет, по истечении этой тысячи лет умерли бы. Не просто подсчитать их и сказать, что их прошло столько-то, столько-то сотен, столько-то тысяч или столько-то сотен тысяч. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Ганга-сутта, река Ганг. СН 15-8. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда один брахман подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, «Мастер Гатама, сколько циклов существования мира уже истекло и прошло?» Брахман, много циклов существования мира уже истекло и прошло. Не просто подсчитать их и сказать, что их прошло столько-то, столько-то сотен, столько-то тысяч или столько-то сотен тысяч. Но можно ли привести пример, мастер Гатама? — Можно, Брахман, — ответил Благословенный. Представь себе, Брахман, все те песчинки между тем местом, где река Ганг начинается, и тем местом, где она впадает в Великий океан. Не просто сосчитать их и сказать, вот столько-то здесь песчинок, или столько-то сотен песчинок, или столько-то тысяч песчинок, или столько-то сотен тысяч песчинок. Брахман — циклов существования мира, что уже прошло, куда больше, чем у этих песчинок. Не просто подсчитать их и сказать, что их прошло столько-то, столько-то сотен, столько-то тысяч или столько-то сотен тысяч. Почему? Потому что, Брахман, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, Брахман, мы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Великолепно, Мастер Гатама! Данда Сутта, Паука. СН 15.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Подобно тому, как подброшенная в воздух палка, пада, ударяется о землю то одним концом, то другим, то серединой, то точно так же существа, блуждающие и скитающиеся в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой, идут из этого мира в тот, из того мира, в этот. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Якапуг Галасута, Человек. СН 1510. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе на горе под названием Тес Ястребов. Там он обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Один человек, блуждающий и скитающийся в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой, оставил бы после себя склад костей, кучу костей, груду костей размером с эту гору Випула, если бы кто-нибудь собирал бы их, и если бы собранная не разлагалась. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Так сказал благословенный. И сказав это, счастливейший учитель, далее добавил, куча костей, что каждый оставляет за прохождение мирового цикла, была бы грудной высотой из гору, вот рассказала чем наимудрейший. Была бы столь массивной эта груда, как эта стройная гора Випула, что к северу от пика ястребов лежит среди магатхской горной цепи. Но когда мудростью он видит четыре благородных правды, страданий, его причины, преодоление и путь, что из восьми составлен звеньев, ведущий к устранению мук, то человек этот, скитаясь, как максимум еще семь жизней, конец положит всем страданиям, все путы полностью искоренив. Дуггата сутта, несчастный. СН 15.11. Однажды, пребывая в Савадхе, благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Когда вы видите кого-либо несчастного и унывающего, то можете делать такой вывод, мы тоже переживали это в течение длительного скитания в сансаре. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Сукхита Сутта, Счастливый. СН 15-12. Однажды, пребывая в Саваттхе, благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Когда вы видите кого-либо счастливого и удачливого, то можете делать такой вывод, мы тоже переживали это в течение длительного скитания в круговерте перерождений. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Тинсаматта сутта, 30 монахов. СН 15-13. В Раджагахе в Бамбуковой роще. И тогда 30 монахов из Павы подошли к Благословенному. Все они были проживающими в лесу, питающимися подаяниями, носящими одеяния из лохмотьев, использующими только три одежды, и все же, все они все еще имели оковы. Один. Подойдя, они поклонились Благословенному и сели рядом. И мысль пришла к Благословенному, эти 30 монахов из Павы являются проживающими в лесу, питающимися подаяниями, носящими одеяния из лохмотьев, использующими только три одежды, и все же, все они все еще имеют оковы. Что если я научу их Дхамме так, чтобы они, сидя прямо здесь на своих сиденьях, освободили бы свои умы от пятен загрязнения ума посредством нецепляния? И тогда Благословенный обратился к этим монахам так, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Как вы думаете, монахи, чего больше, крови, что вы пролили, когда вам отрубали головы по мере ваших блужданий и скитаний в круговерте перерождений в течение долгого времени, или воды в четырех великих океанах? Учитель, как мы понимаем Дхамму, который научил Благословенный, куда больше крови, что мы пролили, когда нам отрубали головы по мере наших блужданий и скитаний в круговерте перерождений в течение долгого времени, а не воды в четырех великих океанах? Хорошо, хорошо, монахи. Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, которой я научил таким образом. Крови, что вы пролили, когда вам отрубали головы по мере ваших блужданий и скитаний в круговерте перерождений в течение долгого времени, куда больше, чем воды в четырех великих океанах. Долгое время, монахи, вы были коровами, и когда, будучи коровами, вам отрубали голову, то крови, что вы пролили этим образом в течение длительности сансары, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время вы были буйволами, овцами, козами, оленями, курицами, свиньями. Долгое время вас арестовывали как воров, разбойников, прелюбодеев, и когда вас обезглавливали в качестве наказания, то крови, что вы пролили этим образом в течение длительности самсары, больше, чем воды в четырех великих океанах. И почему? Потому что, монахи, эта самсара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Так сказал благословенный. Вдохновленные, эти монахи возрадовались утверждению благословенного. И пока это объяснение излагалось, умы тридцати монахов из Пава освободились от пятен загрязнений ума посредством нецепляния. Один, то есть, они следовали четырем видам аскетических практик, которые разрешал практиковать Будда. Согласно комментарию, все они имели сенсорные оковы, то есть, были вступившими в поток, однажды возвращающимися, не возвращающимися, но не были арахантами и не были обычными заурядными людьми. Матту Сутта, Мать. С.Н. 15.14. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Не просто, монахи, найти существо, которое в течение этого длинного течения круговерти перерождений не было бы прежде вашей матерью. И почему? Потому что, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. Вот так долго, монахи, вы переживали страдания, боль, несчастье и наполняли кладбище. Достаточно долго для того, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям. Достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним. Достаточно для того, чтобы освободиться от них. Сутты СН 15.15.19 Сутты в точности аналогичны СН 15.14 за исключением одного слова, вашим отцом. СН 15.15 Питу Сутта, отец. Вашим братом. СН 15.16 Пхату Сутта, брат. Вашей сестрой. СН 15.17 Пхагини Сутта, сестра. Вашим сыном. СН 15.18 Путта Сутта, сын. Вашей дочерью. СН 15.19 Хиту Сутта, дочь. Випула Паббата Сутта, гора Випула. СН 15.20 Однажды благословенный пребывал в Раджагахе на гарье под названием Тес Ястребов. Там благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, эта сансара не имеет постижимого начала. Первого момента не увидеть, когда бы существа начали блуждать и скитаться в круговерте перерождений, скованной невежеством и спутанной жаждой. В прошлом, монахи, эта гора Випула называлась Починавансой, и в то время эти люди звались Теварами. Жизненный срок Тевар составлял 40 тысяч лет. Они взбирались на гору Починавансу за четыре дня и спускались за четыре дня. В то время Будда Кокусанда, Арахант, полностью просветленный появился в мире. Его двумя главными учениками были Ветхура и Санжива, великолепная пара. Смотрите, монахи. Название этой горы исчезло, те люди вымерли, а благословенный достиг окончательной небыбаны. Вот так непостоянны все формации, монахи, так неустойчивы, так ненадежны. Этого достаточно, монахи, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. В иное время в прошлом, монахи, эта гора Авипула называлась Ванкакой, и в то время эти люди звались Рахитасами. Жизненный срок Рахитаса составлял 30 тысяч лет. Один. Они взбирались на гору Ванкаку за три дня и спускались за три дня. В то время Будда Канагамана, Арахант, полностью просветленный появился в мире. Его двумя главными учениками были Пхиос и Уттара, великолепная пара. Смотрите, монахи. Название этой горы исчезло, те люди вымерли, а благословенный достиг окончательной небыбаны. Вот так непостоянны все формации, монахи, так неустойчивы, так ненадежны. Этого достаточно, монахи, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. В иное время в прошлом, монахи, эта гора Авипула называлась Супассой, и в то время эти люди звались Суппиями. Жизненный срок Суппиев составлял 20 тысяч лет. Они взбирались на гору Супассу за два дня и спускались за два дня. В то время Будда Кассапа, Арахант, полностью просветленный появился в мире. Его двумя главными учениками были Тиса и Пхарадваджи, великолепная пара. Смотрите, монахи. Название этой горы исчезло, те люди вымерли, а благословенный достиг окончательной небыбаны. Вот так непостоянны все формации, монахи, так неустойчивы, так ненадежны. Этого достаточно, монахи, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. В наше время, монахи, эта гора Авипула называется Випулой, и сейчас эти люди зовутся Магадхами. Жизненный срок Магадхов короток, ограничен, скоротечен. Долгожитель живет сто лет или чуть больше. Магадхи взбираются на гору Авипула за один час и спускаются за один час. И в настоящее время я появился в мире, Арахант, полностью просветленный. Моих двух главных учеников зовут Сарипутта и Маггаллана, великолепная пара. Придет время, монахи, когда название этой горы исчезнет, эти люди вымрут, а я обрету окончательную небану. Вот так непостоянны все формации, монахи, так неустойчивы, так ненадежны. Этого достаточно, монахи, чтобы ощутить разочарование по отношению ко всем формациям, достаточно для того, чтобы стать беспристрастными по отношению к ним, достаточно для того, чтобы освободиться от них. Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, починаванца, вот звали как ютивары, венкак и звали рахитасы, супасай, народ сутпиев, випулой, лютмагадхов. Непостоянные составные вещи, то появляются, то исчезают, возникнув, вскоре прекращаются, успокоение же их блаженно. Один, один цикл существования мира, Махакапа, длится четыре Асангхи Якопы. Срок жизни людей в каждой Асангхи Якопе варьируется от 80 тысяч лет до 10 лет, а затем обратно повышается с 10 лет до 80 тысяч. Согласно комментарию, неправильно считать, будто тивары и рахитасы жили в одну и ту же Асангхи Якопу, но последние жили же в следующей Асангхи Якопе. То есть после существования тивар срок жизни постепенно падал с 40 тысяч лет до 10 лет, затем стал возрастать до 80 тысяч лет, затем опять падать до 30 тысяч лет и в это время и появились рахитасы. Аналогично объясняются времена возникновения сутпиев и магатхов. Сэмтуттхи сутта, довольствующийся. СН 16.1. В Саваттхи. Благословенный сказал, Монахи, этот Кассапа довольствуется любым одеянием. Один, он восхваляет довольствование любым одеянием и не пускается в неправильные поиски, в недолжные, ради одеяния. Если ему не удается заполучить одеяние, он не волнуется, а если заполучает, он использует его, будучи непривязанным к нему, не очаровываясь им, без слепой поглощенности в нем, видя опасность в нем и понимая спасение. 2. Монахи, этот Кассапа довольствуется любой пищей, полученной как подаянией. Монахи, этот Кассапа довольствуется любым жилищем. Монахи, этот Кассапа довольствуется любыми лекарствами, а если заполучает, он использует их, будучи непривязанным к ним, не очаровываясь ими, без слепой поглощенности в них, видя опасность в них и понимая спасение. Таким образом, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем довольствоваться любым одеянием, мы будем восхвалять довольствование любым одеянием и не будем пускаться в неправильные поиски, в недолжные, ради одеяния. Если нам не удастся заполучить одеяние, мы не будем волноваться, а если получим, то будем использовать его, будучи непривязанными к нему, не очаровываясь ими, без слепой поглощенности в нем, видя опасность в нем и понимание спасения. Мы будем довольствоваться любой пищей, любым жилищем, любыми лекарствами, видя опасность в них и понимание спасения. Вот как вам следует тренировать себя. Монахи, я буду давать вам совет, приводя в пример Кассапу или такого монаха, как Кассапа. Получив совет, вам следует практиковать соответствующе. 1. Примечание переводчика СВ, имеется в виду монашеская одежда любого качества, не только хорошего, но, в том числе, и очень плохого. 2. Согласно комментарию, опасность заключается в совершении проступков, совершенных при желании заполучить одеяние. Спасение объясняется стандартной формулой пометования, только лишь, чтобы защититься от холода и так далее. Анатапи сутта, небоящиеся совершения проступка. СН-16-2. Так я слышал. Однажды Достопочтенный Махакасапа и Достопочтенный Сарипутта пребывали в Воронай с валением парки возле Сипатаны. И тогда, вечером, Достопочтенный Сарипутта вышел из затворничества и отправился к Достопочтенному Махакасапе. Он обменялся вежливыми приветствиями с Достопочтенным Махакасапой, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Друг», говорят, что тот, кто не усерден, и кто не боится совершения проступка, не способен на просветление, не способен на небану, не способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Но тот, кто усерден, кто боится совершения проступка, тот способен на просветление, способен на небану, способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Каким образом это так, друг? Друг, вот монах не порождает венея ни путем такого размышления, если не возникшие плохие, неблагие состояния ума возникнут во мне, то это может принести мне вред, ни путем такого размышления, если уже возникшие во мне плохие, неблагие состояния не будут отброшены, то это может принести мне вред, ни путем такого размышления, если не возникшие благие состояния не возникнут во мне, то это может принести мне вред, ни путем такого размышления, если уже возникшие во мне благие состояния угаснут, то это может принести мне вред. Вот так он неусерден. И как, друг, он не боится совершения проступка? Вот, друг, монах не пугается при мысли, если невозникшие плохие, неблагие состояния ума возникнут во мне, то это может принести мне вред. Если благие состояния угаснут, то это может принести мне вред. Вот так он не боится совершения проступка. Таким образом, друг, тот, кто неусерден, и кто не боится совершения проступка, не способен на просветление, не способен на небану, не способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. И каким образом, друг, кто-либо усерден? Вот, друг, монах порождает вене и путем такого размышления, если не возникшие плохие, неблагие состояния ума возникнут во мне, то это может принести мне вред. Если благие состояния угаснут, то это может принести мне вред. Вот как он усерден. И каким образом, друг, кто-либо боится совершения простука? Вот, друг, монах пугается при мысли, если невозникшие плохие, неблагие состояния ума возникнут во мне, то это может принести мне вред. Если благие состояния угаснут, то это может принести мне вред. Вот как он боится совершения проступка. Таким образом, друг, тот, кто усерден, кто боится совершения проступка, тот способен на просветление, способен на небану, способен достичь непревзойденной защиты от подневольности. Чандупама сутта, подобная Луне СН 16.3 В Саваттхе Благословенный сказал, монахи, вам следует посещать семьи подобно Луне, один, сдерживая тело и ум, каждый раз действуя так, как если бы вы приходили впервые, без наглости в отношении семей. Подобно тому, как если бы человек смотрел бы вниз в старый колодец или в пропасть или с крутого обрыва берега реки, сдерживая тело и ум, точно так же и вы должны посещать семьи. Монахи, Касапа посещает семья подобно Луне, сдерживая тело и ум, каждый раз действуя так, как если бы приходил впервые, без наглости в отношении семей. Как вы думаете, монахи, какой монах достоин того, чтобы посещать семья? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. И тогда благословенный провел по воздуху рукой, два, и сказал, монахи, подобно тому, как эта рука не застревает в воздухе, не сдерживается им, не связывается им, то точно так же, когда монах посещает семьи, его ум не застревает, не сдерживается, не связывается в семьях, а думает так, пусть те, кто желают обретений, получат обретение. Пусть те, кто желают заслуг, совершат заслуги. Подобным образом он воодушевлен и счастлив в отношении обретений других, как и в отношении обретений собственных. Такой монах достоин того, чтобы посещать семьи. Монахи, когда Касапа посещает семьи, его ум не застревает, не сдерживается, не связывается в семьях, а думает так, пусть те, кто желают обретений, получат обретение. Пусть те, кто желают заслуг, совершат заслуги. Подобным образом он воодушевлен и счастлив в отношении обретений других, как и в отношении обретений собственных. Как вы думаете, монахи, в каком случае обучение монахам Дхами является нечистым, и в каком случае обучение имени Дхами является чистым? Учитель, наши учения укоренены в благословенном. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Тогда слушайте внимательно, монахи. Я буду говорить. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, вот монах обучает Дхами других с мыслью, о, пусть они услышат от меня Дхаму. Услышав, пусть они обретут доверие к Дхаме. Обладая доверием, пусть они смогут выразить свое доверие мне. Вот каким образом обучение монахам Дхами является нечистым. Но бывает, когда монах обучает других Дхами с иной мыслью, Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимая здесь и сейчас, независящая от времени, приглашающая пойти и увидеть, ведущая к цели, познаваемая мудрыми самостоятельно. О, пусть они услышат от меня Дхамму. Услышав, пусть они поймут Дхамму. Поняв, пусть они практикуют соответствующе. Так он обучает Дхамме других из-за присущего Дхамме совершенства. Он обучает Дхамме других из сострадания и сочувствия, с благосклонным намерением. Вот каким образом обучение монахам Дхамме является чистым. Монахи, Кассапа обучает других Дхамме с мыслью, Дхамма превосходно разъяснена, пусть они практикуют соответствующе. Он обучает Дхамме других из-за присущего Дхамме совершенства. Он обучает Дхамме других из сострадания и сочувствия, с благосклонным намерением. Монахи, я буду давать вам совет, приводя в пример Кассапу или такого монаха, как Кассапа. Получив совет, вам следует практиковать соответствующе. 1. Комментарий поясняет, что Луна, скользя по небосводу, не питает привязанности и влечения к кому-либо, но, все же, является милой и приятной для многих. Точно так же и монахи должны приходить в семьи, без жажды и увлечения, но, при этом, являясь милыми и приятными для людей. Далее, подобно тому, как Луна рассеивает тьму, точно так же и монахи рассеивают загрязнение светом знания. 2. Комментарий делает здесь заметку, что фраза провел по воздуху рукой, а самхин напада, встречается только единожды в каноне, здесь, именно в этой суте. 3. Кулупага сутта, посетитель семей. СН 16.4. В Саваттхе. Благословенный сказал, монахи, как вы думаете, какой монах достоин быть посетителем семей, и какой монах не достоин быть посетителем семей? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный сам прояснил значение этого утверждения. 4. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. 5. Благословенный сказал, монахи, монах может посещать семья с мыслью, пусть они мне отдадут, они спрячут. 6. Пусть дадут мне много, они мало. 7. Пусть дадут мне хорошие вещи, они потрепанные. 8. Пусть дадут мне сразу, они мешкая. 9. Пусть дадут мне с намерением, они спонтанно. 10. Когда монах посещает семья с такой мыслью, но они не дают, то его это обижает. 11. И в этом случае он испытывает боль и недовольство. 11. Если они дают ему мало, они много, потрепанные вещи, они хорошие, мешка, они сразу, спонтанно, они с намерением, то его это обижает. 12. И в этом случае он испытывает боль и недовольство. 13. Такой монах не достоин быть посетителем семей. 14. Монахи, монах может посещать семьи с мыслью, когда я нахожусь среди семей других, как я могу допустить такую мысль, пусть они мне отдадут, они спрячут. 15. Пусть дадут мне с намерением, они спонтанно. 15. Когда монах посещает семьи с такой мыслью, но они не дают, спонтанно, они с намерением, то из-за этого он не обижается. 16. Из-за этого он не испытывает боль и недовольство. 16. Такой монах достоин быть посетителем семей. 17. Монахи, Касапа посещает семьи с такой мыслью, когда я нахожусь среди семей других, как я могу допустить такую мысль, пусть они мне отдадут, они спрячут. 18. Пусть дадут мне с намерением, они спонтанно. Когда он посещает семьи с такой мыслью, но они не дают, спонтанно, они с намерением, то из-за этого он не обижается. Из-за этого он не испытывает боль и недовольство. 18. Монахи, я буду давать вам совет, приводя в пример Касапа или такого монаха, как Касапа. Получив совет, вам следует практиковать соответствующе. 18. Джинна Сутта, Старый. СН 16-5. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, «Ныне ты стар, Касапа, и эти изношенные одежды из пеньковых лоскутов, должно быть, обременяют тебя. Посему, Касапа, тебе следует носить одеяния, подаренные домохозяевами, принимать приглашение на обеды и проживать рядом со мной, один. Долгое время, учитель, я был тем, кто проживает в лесу, и я восхвалял проживание в лесу. Я был тем, кто ест только ту еду, что получено схождение за подаяниями и восхвалял употребление только той еды, что получено схождение за подаяниями. Я носил одеяния из обносков и восхвалял ношение одеяния из обносков. Я был тем, кто использует комплект только из трех одежд и восхвалял использование комплекта из трех одежд. У меня было мало пожеланий, и я восхвалял малое количество пожеланий. Я довольствовался тем, что у меня было и восхвалял такое довольствование. Я проживал в уединении и восхвалял уединении. Я сторонился общества и восхвалял очужденность от общества. Я был усердным и восхвалял зарождение и усердие. 2. Рассматривая какие преимущества, Касапа, ты долгое время проживал в лесу, восхвалял за рождение усердия? Рассматривая два преимущества, Учитель. Для себя я вижу в этом приятное пребывание в этой самой жизни, а также состраданием отношусь к будущим поколениям. Размышляя так, пусть и будущее поколение следуют моему примеру. Ведь когда они услышат, просветленные ученики Будды долгое время были теми, кто проживает в лесу, пребывают усердными и восхваляют за рождение усердия, то они будут практиковать соответствующее, что приведет их к длительному благополучию и счастью. Рассматривая эти два преимущества, Учитель, я долгое время был тем, кто проживает в лесу, и восхвалял за рождение усердия. Хорошо, хорошо, Касапа. Ты практикуешь ради благополучия и счастья многих, и сострадания к миру, ради пользы, блага и счастья богов и людей. Посему, Касапа, носи изношенные одежды из пинковых лоскутов, ходи за подаяниями и живи в лесу. Один, очевидно, Будда предлагает Касапе оставить три осуществляемые москетические практики – ношение одежд из обносков, принятие только той пищи, что получено с подаяний, жизнь в лесу. Сам Будда носил одежды, подаренные домохозяевами, принимал приглашение на обеды, жил в монастырях. Согласно комментарию, истинное намерение Будды было не в том, чтобы Касапа оставил эскезу, а в том, чтобы расшевелить его, чтобы тот произнес свой львиный рык. Подобно тому, как барабан не зазвучит, если в него не ударить, точно так же и такие личности, как Касапа, не произносили львиного рыка, если не побудить их к этому. Два, это львиный рык Касапы. Вначале он перечисляет четыре аскетических практики, а затем те четыре добродетели, которые развиваются посредством таковых практик. Будда объявлял Махакасапу величайшим среди монахов сторонников аскетических практик. Патхама Авада Сутта, Наставление 1. СН 16.6. В Раджагахе в Бамбуковой роще. И тогда достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, дай наставление монахам, Касапа, поведай Мадхамме. Либо мне следует наставлять монахов, Касапа, либо тебе. Либо мне следует поведать и Мадхамме, либо тебе. 1. Учитель. Ныне монахов трудно наставлять, они обладают качествами, из-за которых их трудно наставлять. 2. Они нетерпеливо и без уважения принимают наставления. Вот же, учитель, я видел монаха по имени Бханда, ученика Ананды, и монаха по имени Абхенджика, ученика Анурутхи, которые состязались друг с другом в плане собственной учености, говоря, ну же, монах, давай посмотрим, кто сможет говорить на тему Абхаммы больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше. И тогда Благословенный обратился к одному из монахов так, ну же, монах, отправляйся к монаху Абханди и к монаху Абхенджики и скажи от моего имени, что учитель зовет их. Да, учитель, ответил тот монах, отправился к тем монахам и сказал им, учитель зовет достопочтенных. Хорошо, друг, ответили те монахи. Они отправились к Благословенному, поклонились ему и сели рядом. Благословенный сказал им, правда ли, монахи, что вы состязались друг с другом в плане собственной учености, говоря, ну же, монах, давай посмотрим, кто сможет говорить больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше. Да, учитель, слышали ли вы, чтобы я когда-нибудь обучал Батхамме так, ну же, монахи, состязайтесь друг с другом в плане вашей учености и смотрите, кто сможет говорить больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше. Нет, учитель. В таком случае, если вы никогда не слышали, чтобы я когда-нибудь обучал бы Дхамме так, то что же такого вы знаете и видите, никчемные, уйдя в бездомную жизнь и в этой хорошо провозглашенной Дхамме и Винае, так что вы состязаетесь друг с другом в плане вашей учености, чтобы увидеть, кто сможет говорить больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше. И тогда те монахи упали в ноги благословенному и сказали, «Учитель, мы совершили проступок, столь глупыми, столь запутанными, столь нелепыми мы были, что, уйдя в бездомную жизнь и в этой хорошо провозглашенной Дхамме и Винае, мы состязались друг с другом в плане своей учености, чтобы увидеть, кто сможет говорить больше, кто сможет говорить лучше, кто сможет говорить дольше. Учитель, пусть благословенный простит нас за наш проступок, который мы теперь увидели как проступок, чтобы впредь мы себя сдерживали в этом. Вне сомнений, монахи, вы совершили проступок, столь глупыми, столь запутанными, столь нелепыми вы были, что, уйдя в бездомную жизнь и в этой хорошо провозглашенной Дхаме Винае, вы состязались друг с другом. Но поскольку вы видите ваш проступок как проступок и исправляете его в соответствии с Дхамой, мы прощаем вас за это. Поскольку это является ростом в учении благородных, когда кто-либо видит проступок как проступок и исправляет его в соответствии с Дхамой, предпринимая воздержание от совершения подобного в будущем. 1. Комментарий. Он говорит так, чтобы поставить на свое место Махакасапу вместо себя. Но разве не были рядом Сарипутта и Матгалана? Они были рядом, но он подумал, они не проживут долго, а Касапа проживет 120 лет. После моей пари Ниббаны он проведет декламацию Дхама и Винае в пещере Саттапани, в результате чего мое учение продержится в мире в течение полных 5000 лет. Почему бы мне не поставить Махакасапу вместо себя? Тогда монахи будут считать, что его стоит слушаться. Несмотря на эту комментаторскую ремарку, нужно отметить, что Будда недвусмысленно выражался, что не оставит после себя личного преемника, но место такового займут Дхамма и Винае, ДН 2, 154, 2, список этих качеств смотри. В МН 1, 95, 18, 96, 16. Дутия Авада Сутта, Наставление 2, СН 16, 7. В Раджагахе в Бамбуковой роще. И тогда достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, дай наставление монахам, Касапа, поведай Матхамме. Либо мне следует наставлять монахов, Касапа, либо тебе. Либо мне следует поведать им Матхамме, либо тебе. Учитель, ныне монахов трудно наставлять, они обладают качествами, из-за которых их трудно наставлять. Они нетерпеливы и без уважения принимают наставления. Учитель, ведь у того, в ком нет веры в отношении благих качеств, не чувство стыда, нет боязни совершить проступок, нет усердия, нет мудрости, будь то день или ночь, в нем можно ожидать лишь упадка в отношении благих качеств, а не роста. Подобно тому, как в течение периода убывающей Луны, один, будь то день или ночь, Луна пребывает в упадке своего цвета, округлости, сияния, как в диаметре, так и в окружности. Точно так же, учитель, у того, в ком нет веры в отношении благих качеств, не чувство стыда, нет боязни совершить проступок, нет усердия, нет мудрости, будь то день или ночь, можно ожидать лишь упадка в отношении благих качеств, а не роста. Человек не имеет веры, учитель, это, случай упадка. Человек не имеет чувство стыда, это, случай упадка. Человек не имеет боязни совершить проступок, это, случай упадка. Человек ленивый, это, случай упадка. Человек немудрый – это случай упадка. Человек злобный – это случай упадка. Человек мстительный – это случай упадка. Когда нет монахов, которые способны наставлять в Дхамме, это случай упадка. Учитель – у того, в ком есть вера в отношении благих качеств, есть чувство стыда, есть боязнь совершить проступок, есть усердие, есть мудрость, будь то день или ночь, в нем можно ожидать лишь роста в отношении благих качеств, а не упадка. Подобно тому, как в течение периода возрастающей луны, будь то день или ночь, луна пребывает в росте своего цвета, округлости, сияния, как в диаметре, так и в окружности, точно так же, учитель, у того, в ком есть вера в отношении благих качеств, есть чувство стыда, есть боязнь совершить проступок, есть усердие, есть мудрость, будь то день или ночь, в нем можно ожидать лишь роста в отношении благих качеств, а не упадка. Человек имеет веру, учитель, это, случай не упадка. Человек имеет чувство стыда, это, случай не упадка. Человек имеет боязнь совершить проступок, это, случай не упадка. Человек усердный, это, случай не упадка. Человек мудрый, это, случай не упадка. Человек не злобный, это, случай не упадка. Человек не мстительный, это, случай не упадка. Когда есть монахи, которые способны наставлять в Дхамме, это, случай не упадка. Хорошо, хорошо, Кассапа. Ныне монахов трудно наставлять. 2. Когда есть монахи, которые способны наставлять в Дхамме, это – случай неупадка. 1. Имеется в виду средний двухнедельный срок между полнолунием и новолунием, и далее по тексту наоборот. 2. Будда целиком повторяет все, что сказал выше Махакасапа. Татья Авата Сутта, Наставление 3. СН 16.8. В Раджагахе в Бамбуковой роще. И тогда достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем Благословенный сказал ему, дай наставление монахам, Кассапа, поведай Мадхамме. Либо мне следует наставлять монахов, Кассапа, либо тебе. Либо мне следует поведать и Мадхамме, либо тебе. Учитель, ныне монахов трудно наставлять, они обладают качествами, из-за которых их трудно наставлять. Они нетерпеливо и без уважения принимают наставления. Именно так, Кассапа. В прошлом старшие монахи были теми, кто проживал в лесу и восхвалял проживание в лесу. Они были теми, кто ел только ту еду, что получено схождение за подаяниями и восхвалял употребление только той еды, что получено схождение за подаяниями. Они были теми, кто носил одеяние из обносков и восхвалял ношение одеяния из обносков. Они были теми, кто использовал комплект только из трех одежд и восхвалял использование комплекта из трех одежд. Они были теми, у кого было мало пожеланий, и кто восхвалял малое количество пожеланий. Они были теми, кто довольствовался только тем, что у него было и восхвалял такое довольствование. Они были теми, кто проживал в уединении и восхвалял уединении. Они сторонились общества и восхваляли отчужденность этого общества. Они были усердными и восхваляли зарождение усердия. И вот, когда монах был тем, кто проживал в лесу, был усердным и восхвалял зарождение усердия, старшие монахи приглашали его присесть и говорили «Иди же, монах! Как монаха зовут? Какой отличный монах!» Всецело посвящает себя практике. «Иди же, монах, вот здесь есть сиденье, присядь!» И тогда мысль приходила к недавно получившим посвящение монахам, похоже, что вот ведь как оно, когда монах проживает в лесу и восхваляет проживание в лесу. Когда он усердный и восхваляет зарождение и усердие, то старшие монахи приглашают его присесть. И тогда они тоже практиковали соответствующе, и это приводило их к длительному благополучию и счастью. Но ныне, кассапа, старшие монахи более не являются теми, кто проживает в лесу и не восхваляют проживание в лесу. Неусердные не восхваляют зарождение и усердие. Ныне того монаха, который известен и знаменит, который добывает одеяния, пищу с подаяний, жилища и лекарства, старшие монахи приглашают присесть, говоря «Иди же, монах! Как монаха зовут? Какой отличный монах!» Радуется обществу своих братьев, по святой жизни. «Иди же, монах, вот здесь есть сиденье, присядь!» И тогда мысль приходит к недавно получившим посвящение монахам, похоже, что вот ведь как оно, когда монах известен и знаменит, добывает одеяния, пищу с подаяний, жилища и лекарства, то старшие монахи приглашают его присесть. И тогда они тоже практикуют соответствующее, и это ведет их к длительной беде и страданию. Если, кассапа, кто-либо, говоря правдиво, говорил бы так, те, кто ведет святую жизнь, были погублены гибелью тех, кто ведет святую жизнь, те, кто ведет святую жизнь были подавлены подавленностью тех, кто ведет святую жизнь, то именно так он мог бы правдиво сказать об этом. Джханабхинья сутта, Джханы и прямые знания. СН 16.9. В Саваттхе. Благословенный сказал, четыре Джханы. «Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, я вхожу и пребываю в первой Джхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности». Кассапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой Джхане. «Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с угасанием направления и удержания ума на объекте, я вхожу и пребываю во второй джхане, в которой наличествует внутренняя уверенность и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, с угасанием направления и удержания входит и пребывает во второй джхане. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, С угасанием восторга я пребываю невозмутимым, осознанным, бдительным. Я ощущаю приятное телом. Я вхожу и пребываю в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в третьей джхане. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с оставлением удовольствия и боли, как и с предшествующим угасанием радости и недовольства, я вхожу и пребываю в четвертой джхане, которая неприятно и неболезненно, и в которой наличествует ощущение осознанности посредством невозмутимости. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в четвертой джхане. Бесформенные сферы. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением восприятий форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращая внимания на восприятие множественности, воспринимая, безграничное пространства, я вхожу и пребываю в сфере безграничного пространства. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением сферы безграничного пространства, осознавая, сознание безгранично, я вхожу и пребываю в сфере безграничного сознания. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в сфере безграничного сознания. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением сферы безграничного сознания, осознавая, здесь ничего нет, я вхожу и пребываю в сфере отсутствия всего. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в сфере отсутствия всего. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением сферы отсутствия всего я вхожу и пребываю в сфере невосприятия, не невосприятия. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в сфере невосприятия, не невосприятия, прекращения восприятия и чувствования. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятия я вхожу и пребываю в прекращении восприятия и чувствования. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, входит и пребывает в прекращении восприятия и чувствования. Шесть видов сверхспособностей. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я овладеваю различными видами сверхъестественных сил, будучи одним я становлюсь многими, будучи многими, я становлюсь одним. Я появляюсь. Я исчезаю. Я беспрепятственно прохожу сквозь стены, бастионы, горы, как если бы шел сквозь пустое пространство. Я ныряю и выныриваю из земли, как если бы она была водой. Я хожу по воде и не тону, как если бы вода была сушей. Сидя со скрещенными ногами, я лечу по воздуху, как крылатая птица. Своей рукой я касаюсь и ударяю даже солнце и луну, настолько я силен и могущественен. Я так влияю на тело, что достигаю даже миров Брахмы. Кассапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, овладевает различными видами сверхъестественных сил. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я слышу за счет элемента Божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, оба вида звуков, божественные и человеческие, как далекие, так и близкие. Кассапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, слышит за счет элемента Божественного уха, очищенного и превосходящего человеческой, оба вида звуков. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я знаю умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Я различаю ум со страстью, как ум со страстью, а ум без страсти, как ум без страсти. Я различаю ум с отвращением, как ум с отвращением, а ум без отвращения, как ум без отвращения. Я различаю ум с невежеством, как ум с невежеством, а ум без невежества, как ум без невежества. Я различаю суженный ум, как суженный ум, расширенный ум, как расширенный ум. Я различаю увеличенный рум как увеличенный рум, а не увеличенный рум как не увеличенный рум. Я различаю сильный рум, который еще не достиг наивысшего уровня, как сильный рум, и непревзойденный в силе рум как непревзойденный в силе рум. Я различаю сосредоточенный рум как сосредоточенный рум, а не сосредоточенный рум как несосредоточенный рум. Я различаю освобожденный рум как освобожденный рум, а не освобожденный рум как не освобожденный рум. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, знает умы других существ, других личностей, направив на них свой собственный ум. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я вспоминаю многочисленные прошлые обители, одну жизнь, две жизни, три жизни, четыре, пять, десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, сто, тысячу, сто тысяч, многие циклы распада мира, многие циклы эволюции мира, вспоминая, там у меня было такое-то имя, я жил в таком-то роду, имел такую-то внешность. Таковой была моя пища, таковым было мое переживание и удовольствие и боли, таковым был конец моей жизни. Умеря в той жизни, я появился здесь. И там у меня тоже было такое-то имя, таковым был конец моей жизни. Умеря в той жизни, я появился теперь уже здесь. Так я вспоминаю многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, вспоминает свои многочисленные прошлые обители в подробностях и деталях. Монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я вижу за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерти перерождений существ, я различаю низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их камой, эти существа, что имели дурное поведение телом, речью и умом, оскорблявшие благородных, придерживавшиеся неправильных воззрений и действовавшие под влиянием неправильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но эти существа, что имели хорошее поведение телом, речью и умом, не оскорблявшие благородных, придерживавшиеся правильных воззрений и действовавшие под влиянием правильных воззрений, с распадом тела, после смерти, рождаются в благих уделах, в небесных мирах. Так, посредством божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, я вижу смерть и перерождение существ, различаю низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, видит за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий, смерть и перерождение существ, различает низших и великих, красивых и уродливых, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Монахи, за счет уничтожения пятен загрязнений ума прямо здесь и сейчас в этой самой жизни я вхожу и пребываю в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Касапа тоже, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Тхикхунаупасовая сутта, жилище монахинь. СН 1610. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махакасапа пребывал в Савайтхиврощаджеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, утром, достопочтенный Ананда, одевшись, взяв чашу и одеяние, отправился к достопочтенному Махакасапе и сказал, идемте же, достопочтенный Кассапа, пойдемте к жилищам монахинь, один. Друг Ананда, лучше ты отправляйся сам, ты занят многочисленными обязанностями, два. И во второй раз достопочтенный Ананда сказал достопочтенному Махакасапе, идемте же, достопочтенный Кассапа, пойдемте к жилищам монахинь. Друг Ананда, лучше ты отправляйся сам, ты занят многочисленными обязанностями. И в третий раз достопочтенный Ананда сказал достопочтенному Махакасапе, идемте же, достопочтенный Кассапа, пойдемте к жилищам монахинь. И тогда, утром, достопочтенный Махакасапа, одевшись, взяв чашу и одеяние, отправился в жилище монахинь в сопровождение достопочтенного Ананды. По прибытии он сел на подготовленное сидение. И тогда группа монахинь подошла к достопочтенному Махакасапе, они поклонились ему и сели рядом. По мере того, как они сидели там, достопочтенный Махакасапа наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахинь беседой от Хами, после чего встал со своего сидения и ушел. И затем монахиня Тхулатиса, будучи недовольной, объявила о своем недовольстве так, как может учитель Кассапа помышлять о том, чтобы давать лекции под Хами в присутствии учителя Ананды, мудреца из Ведехи. Это ведь все равно, что торговец иглами помышлял бы о том, чтобы продать иглу изготовителю игл. Достопочтенный Махакасапа случайно услышал, как монахиня Тхулатиса объявила об этом, и сказал достопочтенному Ананде, то есть как это так, друг Ананда? Это я, торговец иглами, а ты, изготовитель игл? Или, быть может, я, изготовитель игл, а ты, торговец иглами? Проявите терпение, достопочтенный Кассапа, женщины глупы. 3. Спокойно, друг Ананда. Не давая Сангхи повода для будущего вопрошения тебя. 4. Как ты думаешь, друг Ананда, тебя ли выделял благословенный в присутствии Сангхи монахов? 5. Говоря, монахи, до той степени, до которой я пожелаю, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагиях состояний ума, я вхожу и пребываю в первой джихане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Ананда тоже, до той степени, до которой он пожелает, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане? Нет, достопочтенный. Меня, друг, выделял благословенный в присутствии сангхи монахов, говоря, монахи, до той степени, до которой я пожелаю. Касапа тоже, до той степени, до которой он пожелает, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний ума, входит и пребывает в первой джихане. Тебя ли выделял благословенный в присутствии сангхи монахов, говоря, монахи, до той степени, до которой я пожелаю, я вхожу и пребываю во второй джихане, третьей, четвертой, сфере безграничного пространства, безграничного сознания, отсутствие всего, ни восприятия, ни невосприятия, прекращение восприятия и чувствования, овладеваю различными видами сверхъестественных сил, слышу за счет элемента божественного уха, знаю мы других существ, вспоминаю многочисленные прошлые обители. Вижу за счет божественного глаза, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни я вхожу и пребываю в незапятнанном освобождении ума. 5. Меня, друг, выделял благословенный в присутствии сангхи монахов, говоря, монахи, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни я вхожу и пребываю в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Касапа тоже, за счет уничтожения пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни входит и пребывает в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. Друг, подобно тому, как кто-либо полагал бы, что огромного слона высотой в семь или в семь с половиной локтей можно было бы скрыть за пальмовым листом, точно так же он мог бы полагать, что мои шесть прямых знаний могут быть сокрыты, шесть. Но монахиня Тхулатиса отпала от святой жизни. 7. 1. Судя по отсутствию упоминания Будды, действие происходит после окончательной небыбаны Будды. Комментарий поддерживает эту же позицию. Кроме того, Ананда обращается к Касапе словом «достопочтенный», как младший к старшему, тогда как во время жизни Будды монахи обращались друг к другу словом «друг», вне зависимости от старшинства. 2. Согласно комментарию, Ананда не был занят какими-либо строительными работами и тому подобное, но к нему приходили миряне, мирянки, монахи и монахини, сокрушаясь по поводу смерти Будды, и Ананда должен был их успокаивать. 3. Кхамадхабхантикассапа Баламатугама Я перевел это предложение с абсолютной точностью в соответствии с палийским оригиналом, при этом, осознавая, что некоторым такой перевод покажется провокационным. Один из консультантов сказал мне, только что ты потерял половину своих читателей, и предложил, чтобы я перевел Баламатугама иначе, она – глупая женщина. Но это исказило бы то, что написано в оригинале, и я не вижу иных способов, как еще можно было бы это перевести без искажения. Пусть читатель сам решает, действительно ли Ананда произнес такую фразу, или же ее вложили в его уста редакторы канона. 4. Согласно комментарию, достопочтенный Кассапа имеет в виду то, что Ананда предложила сдержаться Кассапе, а не монахини, что могло бы намекать на связь или влечение между ними двумя, что, в свою очередь, может стать причиной созыва Санхирасспроса Ананды на этот счет. 5. Здесь диалог полностью раскрывается в соответствии с СН 16 9. 6. Это одно из редких мест в Никаях, где слово Абхиньи используется для обозначения сразу всех шести высших знаний, сверхспособностей. 7. Согласно комментарию, сразу же после того, как она раскритиковала Махакасапу, в тот момент, пока Махакасапа произносил свой львиный рык, монашеские одежды Тхулатисы стали вызывать раздражение на ее теле подобно терновому кусту или растению с колючками. Только когда она сняла их и оделась в белые одежды мирянки, только тогда она ощутила облегчение. Чива Расутта, Одеяний. СН 16 11. Однажды Достопочтенный Махакасапа пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И в то время Достопочтенный Ананда странствовал под Абхинагири, один, вместе с Большой Сангхой монахов. И в то время 30 монахов, учеников Достопочтенного Ананды, по большей части еще юные, оставили монашескую тренировку и вернулись к низшей жизни домохозяев. Когда Достопочтенный Ананда постранствовал под Абхинагири столько, сколько счел нужным, он вернулся в Раджагаху в бамбуковую рощу в Беличьем святилище. Он отправился к Достопочтенному Махакасапе, поклонился ему, сел рядом и Достопочтенный Махакасапа сказал ему, друг Ананда, по скольким причинам Благословенный установил правило, чтобы монахи группой более чем трое не обедали среди семей? Два, Благословенный установил это правило по трем причинам. Достопочтенный Махасапа ради сдерживания плохо себя ведущих монахов, ради благополучия хорошо себя ведущих монахов с намерением, пусть те, у кого порочные желания, группируясь, не создадут расколов санхи и сочувствия к семьям. По этим трем причинам Достопочтенный Махасапа Благословенный установил это правило. В таком случае, почему, друг Ананда, ты странствуешь с этими молодыми монахами, которые не сдержаны в своих органах чувств, неумеренны в еде, не придаются бодрствованию? Кто-нибудь может посчитать, что ты странствуешь, чтобы потоптать урожай? Кто-нибудь может посчитать, что ты странствуешь, чтобы разрушить семьи? Твоя свита распадается, друг Ананда, твои юные последователи уходят. Но, несмотря на это, этот юнец не знает своей меры. У меня растут седые волосы на голове, Достопочтенный Махасапа. Неужто нам не избежать того, чтобы Достопочтенный Махакасапа не называл бы нас юнцом? 3. Друг Ананда, это потому, что ты странствуешь с этими молодыми монахами, которые не сдержаны в своих органах чувств, неумеренны в еде, не придаются бодрствованию. Кто-нибудь может посчитать, что ты странствуешь, чтобы потоптать урожай? Кто-нибудь может посчитать, что ты странствуешь, чтобы разрушить семьи? Твоя свита распадается, друг Ананда, твои юные последователи уходят. Но, несмотря на это, этот юнец не знает своей меры. 4. Монахиня Тхул Ананда услышала, учитель Махакасапа унизил учитель Ананду, мудреца Ведехи, обозвав его юнцом. И тогда, будучи недовольной этим, она выразила свое недовольство так, как мог учитель Махакасапа, который прежде был привержен сам другого учения. 5. Помыслить о том, чтобы унизить учитель Ананду, мудреца Ведехи, обозвав его юнцом? Достопочтенный Махакасапа случайно услышал. Как монахиня Тхул Ананда объявила об этом, и сказал достопочтенному Ананде, вне сомнений, друг Ананда, монахиня Тхул Ананда сделала такое заявление поспешно, необдуманно. Ведь я обрил волосы и бороду, надел желтые одеяния монаха и покинул мирскую жизнь, уйдя в жизнь бездомную. Но я не припоминаю, чтобы я признавал какого-либо другого учителя, кроме благословенного, Араханта, полностью просветленного. В прошлом, друг, когда я все еще был домохозяином, мысль пришла ко мне, домохозяйская жизнь ограничена, это пыльный путь. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь, в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно отполированная морская раковина. Что если я, обрив волосы и бороду, и, надев желтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной? Так, через некоторое время, я сшил верхние одеяния, сделанные из кусков ткани. И затем, признавая существование тех, кто были Арахантами в мире, обрив волосы и бороду, я надел желтые одежды и оставил домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной. После того, как я ушел жить жизнью бездомной, я странствовал по дороге и увидел Благословенного, сидящего у святилища Бахапутте, что между Раджагаха и Наландой. Увидев его, я подумал, если мне когда-либо доведется увидеть Учителя, то это будет Сам Благословенный, которого я увижу. Если мне когда-либо доведется увидеть Счастливого, то это будет Сам Благословенный, которого я увижу. Если мне когда-либо доведется увидеть Полностью Просветленного, то это будет Сам Благословенный, которого я увижу. И тогда прямо там я упал в ноги Благословенному и сказал ему, Достопочтенный, Благословенный, мой учитель, а я его ученик Достопочтенный, Благословенный, мой учитель, а я его ученик Когда я сказал так, Благословенный ответил мне Кассапа, если кто-либо, кто не знает и не видит Сказал бы такому искреннему ученику Как ты, я знаю, я вижу То его голова раскололась бы на куски Но, зная, Кассапа, я говорю, я знаю Видя, я говорю, я вижу Один, поэтому, Кассапа Вот как ты должен тренировать себя, я буду зарождать острое чувство стыда и боязни совершить проступок по отношению к старцам, только что посвященными к тем, что по статусу между ними. Вот как ты должен тренировать себя. 2. Поэтому, Кассапа, вот как ты должен тренировать себя, каждый раз, когда я буду слушать любую Дхамму, связанную с благостью, я буду слушать, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум целиком. 6. Вот как ты должен тренировать себя. 3. Поэтому, Кассапа, вот как ты должен тренировать себя, я никогда не оставлю осознанности, направленные к телу, связанной с радостью. Вот как ты должен тренировать себя, 7. И затем, дав мне это наставление, благословенный встал со своего сиденья и ушел. В течение 7 дней, друг, я ел пищу, полученную как подаяние, будучи должником, 8. Но на 8 день во мне возникло окончательное знание. И затем, друг, благословенный сошел с дороги и направился к подножию одного из деревьев, 9. Я сложил в четверо свое верхнее одеяние из кусков ткани и сказал ему, учитель, пусть благословенный сядет здесь. Это приведет к моему благополучию и счастью на долгое время. Благословенный сел на подготовленное сиденье и сказал мне, твое верхнее одеяние из кусков ткани мягкой, косапа. Учитель, пусть благословенный согласится принять мое верхнее одеяние из кусков ткани из сострадания ко мне. В таком случае, согласен ли ты носить мою изношенную одежду из пинковых лоскутов? Согласен, учитель. Так я предложил принять благословенному мое верхнее одеяние из кусков ткани и получил от него его изношенную одежду из пинковых лоскутов, 10. Если, друг, кто-либо правдиво заявлял бы о ком-либо так, он, сын благословенного, рожденный из его груди, рожденный из его рта, рожденный из Тхаммы, созданный Тхаммой, наследник Тхаммы, получатель изношенной одежды из пинковых лоскутов, то это обо мне он мог бы правдиво так сказать. Друг, до той степени, до которой я пожелаю, я вхожу и пребываю в первой Тххане, во второй Тххане, третьей, четвертой, сфере бесконечного пространства, безграничного сознания, отсутствие всего, невосприятия и невосприятия, прекращение восприятия и чувствования, овладеваю различными видами сверхъестественных сил, слышу за счет элемента Божественного уха, знаю мы других существ, вспоминаю многочисленные прошлые обители, вижу за счет Божественного глаза, за счет уничтожения, пятен загрязнений ума, прямо здесь и сейчас в этой самой жизни вхожу и пребываю в незапятнанном освобождении ума, освобождении мудростью, напрямую зная и проявляя это для себя самостоятельно. 11. Друг, подобно тому, как кто-либо полагал бы, что огромного слона высотой в семь или в семь с половиной локтей можно было бы скрыть за пальмовым листом, точно так же он мог бы полагать, что мои шесть прямых знаний могут быть сокрыты. Но монахиня Тхулананда отпала от святой жизни. 1. Дакхинагири, страна, лежащая к югу от холмов, что возле Раджагахи. После окончательной небыбаны Гудананда отправился в Саваттхе, чтобы объявить жившим там людям об этом. Потом он направился в Раджагаху через Дакхинагири. 2. Правила Виная, Патичия 32. За исключением особых случаев, монахи не должны обедать в домах у мирян, если их больше, чем трое. В противном случае они нарушают данное правило Винаи. Правило было установлено для пресечения попыток Дивадатты сплотить монахов вокруг себя, тем самым расколов Сангху на враждующие фракции. 3. Комментаторская традиция считает, что Ананда родился в тот же самый день, что и Бодхисатты Сиддхаттхагатама. Однако, если бы это было правдой, то сейчас ему было бы за 80 лет, и едва ли ему пришлось бы, указывая на несколько седых волос на голове, доказывать, что он уже не юнец. 4. Другие факты, записанные в каноне, указывают на то, что Ананда должен был быть значительно младше Будды, возможно, где-то на 30 лет. Ранние школы также высказывали различные мнения на предмет возраста Ананды. 4. Комментарий объясняет фразу Махакасапу так, поскольку ты странствуешь с недавно получившими посвящение монахами, которые не практикуют сдержанность чувств, странствуешь с юнецами, то посему и сам заслуживаешь того, чтобы называться юнцом. 5. У Махакасапу не было наставников Дхами, кроме самого Будды, а также, до встречи с ним, он сам отринул мирскую жизнь и надел желтые одежды, чтобы стать эскетом, без какого-либо учителя. Однако, из-за своего негодования, а также из-за этих его биографических фактов, монахиня Тхулананда обозвала его приверженцами нового учения. 6. Согласно комментарию, то есть предельно внимательно, не отвлекаясь ни на мгновение. Смотри также СН 46-38. 7. Согласно комментарию, речь идет об удовольствии, переживаемом в первой джхане, которая достигнута посредством медитации на отвратительности тела и медитации на дыхании. Это троечное наставление от Будды было тождественно получению Кассапы младшего и полного монашеского посвящения. 8. Согласно комментарию, есть четыре степени использования четырех монашеских принадлежностей. 1. Как вор, Тхия Парибхога, когда их использует безнравственный монах. 2. Как должник, Инна Парибхога, когда их использует нравственный монах, но без должного пометования. 3. Как наследник, Дэджи Парибхога, когда их используют семь видов благородных личностей, являющихся учениками. 4. Как владелец, Сами Парибхога, когда их использует восьмой вид благородных личностей, то есть Арахант. Таким образом, только Арахант использует их не будучи должником, а будучи владельцем. Тхира говорит, что использовал их как должник, будучи обычным заурядным человеком. 9. Согласно комментарию, это происходит в тот же день, когда Кассапа повстречал Будду. 10. Кассапа чуть выше говорит о достижении Араханства на восьмой день, но это, его семидневная практика и достижение, произойдет уже позже. Будда сошел с дороги и направился в лес, чтобы наставить Кассапу в тройственную аскезию с самого первого дня его монашества, проживание в лесу, ношение обносков, употребление еды только один раз в день, и полученные только посредством хождения за подаяниями. 10. Комментарий. Благословенный захотел обменяться одеяниями с Кассапой, поскольку хотел поставить старца вместо себя. Когда он спросил его о том, хочет ли старец носить его обноски, то он намекал не на физическую выносливость, а на решимость в практике. Будда сделала ту одежду из савана, которым было покрыто тело рабыни Пунны, выброшенной на площадку для кремации. Когда он подобрал его, саван, стряхнул ползающих по нему насекомых и утвердился в линии благородных, земля сотряслась, прогремело грохотание, а дэвы аплодировали. Предлагая одежду Кассапе, Будда подразумевал, это одеяние должен носить тот монах, который с рождения является блюстителем аскетических практик. Сможешь ли ты правильным образом использовать его? Согласие Кассапа означало, я буду осуществлять эту практику. В момент обмена одеждами Великая Земля сотряслась и загрохотала вплоть до самых берегов океана. 11. Этот фрагмент раскрывается в соответствии с СН-16-9. Парамаруна Сутта, после смерти. СН-16-12. Однажды Достопочтенный Махакасапа и Достопочтенный Сарипутта пребывали в Воронай с уволением парки возле Сипатаны. И тогда, вечером, Достопочтенный Сарипутта вышел из затворничества и отправился к Достопочтенному Махакасапе. Он обменялся вежливыми приветствиями с Достопочтенным Махакасапой. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями, он сел рядом и сказал ему, «Так как же, друг Кассапа, существует ли Татхагата после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата существует после смерти. В таком случае, друг, Татхагата не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагата не существует после смерти. Так выходит ли, друг, что Татхагатай существует и не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал, что Татхагатай существует и не существует после смерти? Значит, друг, Татхагатай не существует, не не существует после смерти? Друг, благословенный не утверждал ли такого, что Татхагатай не существует, не не существует после смерти? Почему благословенный не утверждал такого, друг? Потому что это не полезно, не имеет ничего общего с основами святой жизни, не ведет к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неблане. Поэтому благословенный не утверждал такого. А что, друг, благословенный утверждал? Друг, благословенный утверждал, это, страдание это, источник страдания это, прекращение страдания это, путь, ведущий к прекращению страдания. И почему же, друг, благословенный утверждал это? Друг, потому что это полезно, имеет отношение к основам святой жизни, ведет к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, неббане. Поэтому Благословенный утверждал это. Сабдхама Патерупа Касута, искаженная Дхама. СН 16.13. Однажды Благословенный пребывал рядом с Саваддхи в Рощаджеты в монастыре Анадхайпиндике. И достопочтенный Махакасапа отправился к Благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. И затем он обратился к Благословенному, в чем источник, в чем причина, учитель, того, что прежде было меньше дисциплинарных правил, но больше монахов, достигших конечной цели, тогда как сейчас больше дисциплинарных правил, но меньше монахов, достигших конечной цели, один, именно так, Касапа. Когда благородных существ становится меньше и подлинная Дхама исчезает, то появляется больше дисциплинарных правил, и, несмотря на это, меньше монахов, достигает конечной цели. Исчезновение подлинной Дхаммы не наступает, покуда в мире не возникает искаженная Дхама. Но когда появляется искаженная Дхама, 2, подлинная Дхама исчезает. Подобно тому, как золото не исчезает, покуда поддельное золото не появляется в мире, но золото исчезает, когда поддельное золото появляется в мире, то точно так же и подлинная Дхама не исчезает, покуда искаженная Дхама не появляется в мире, и подлинная Дхама исчезает, когда искаженная Дхама возникает в мире, 3. Не элемент земли заставляет подлинную Дхаммы исчезнуть. Не элемент воды, не элемент огня, не элемент воздуха заставляет подлинную Дхамму исчезнуть, 4. Но никчёмные люди, которые появляются здесь в Сангхи заставляют подлинную Дхамму исчезнуть. Подлинная Дхамма не исчезает подобно тому, как мгновенно и целиком тонет лодка, 5. Эти 5 качеств, приводящих к упадку, ведут к спутанности и исчезновению подлинной Дхаммы. Какие 5? Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к Будде. Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к Дхамме. Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к Сангхе. Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к практике. Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут без уважения, без почтения к сосредоточению. 6. Таковы пять качеств, приводящих к упадку, что ведут к спутанности и исчезновению подлинной Дхаммы. И есть эти пять качеств, что ведут к устойчивости, к отсутствию спутанности, к сохранению подлинной Дхаммы. Какие пять? Вот монахи, монахини, миряне и мирянки живут с уважением и с почтением к Будде. Они живут с уважением и с почтением по отношению к Дхамме, к Санхе, к практике, к сосредоточению. Таковы пять качеств, что ведут к устойчивости, к отсутствию спутанности, к сохранению подлинной Дхаммы. Учение Будды простыми словами 10 вопросов для самопознания 11. Верите ли вы в существование небесных миров, в которых существа пребывают в счастье? 12. Мир и Девов, и Брах. 13. Верите ли вы в существование людей? 14. Мир, в котором существа испытывают как болезненные, так и приятные ощущения. 15. Верите ли вы в существование ада, низших миров, в которых существа испытывают исключительно нежеланные, неприятные, болезненные ощущения? 15. Верите ли вы в то, что существа после распада тела, после смерти, перерождаются в одном из миров? 16. Верите ли вы в то, что, перерождаясь вновь и вновь на протяжении долгого времени, каждый из нас уже побывал в аду, мире животных, человеческом мире, небесном мире? 17. Верите ли вы в то, что, перерождаясь вновь и вновь на протяжении долгого времени, каждый из нас попадет в ад? 18. Верите ли вы в то, что можно избежать рождения в аду в будущем, если понять четыре истины Будды и тем самым стать вступившим в поток, ведущим к небане на протяжении семи жизней максимум? 18. Верите ли вы в то, что рождение человеком – это редкая удача и что гораздо большее количество существ рождается в мире животных? 19. Верите ли вы в то, что это крайне редкая удача – родиться человеком в эпоху наличия в мире учения Будды? 20. Верите ли вы в то, что вот. Продолжение следует...